Гораздо больше книг в телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Миграционные политики. Проспект, закрытый для автомобилей, был полон и гуляющего людо. Несмотря на непрекращающиеся дожди, в уютных теплых павильонах бойко торговали горячей пищей. Достаточно было выйти на улицу, чтобы попасть под заблазн ароматов мясной солянки или блинов с несчислимым количеством начинок. За четыре месяца, проведенных Павлом в столице, он так и не смог определиться с любимым местом для обеденного перерыва. Зато он определился с Ольгой, с которой познакомился по работе в ведомстве. Ее, как и несколько сотен человек, вывезли в Красноярск из далекого Сенегала, дабы уберечь от очередной межплеменной заварушки, недавно начавшейся в этой африканской стране, после очередного убийства местного президента. Они обвенчались во Всесвятской церкви, построенной в 1820 году, бригадами енисейских каменщиков на деньги купцами ценатос Захария Кузьмина. Отец Лазарь, погрузив супругов с головой в купель, провел и обряд крещения. Красноярск в последние годы активно строился. Мораторий на очередное расширение столицы истек, и главный город Руси кипел энергией, притягивая активных и дерзких людей, способных плодотворно работать на государство и себя. Так в столицу попал Ирусаков. После бегства из ханьского лагеря в Туркестане, он чудом пробрался через оккупированную ханьцами Монголию в Сибирь. Потом, с большим трудом добравшись до Охотска, контролируемого войсками САСШ, бежал в Америку, где в штатах океанического побережья возглавил комитет «Сражающаяся Русия». Агитировавшие бывших сограждан, жители Аляски, а также общины руссов в САСШ участвовать в освобождении своей родины. Комитет сумел укомплектовать людьми три дивизии и высадиться в Приморьях, где шли активные бои американских и японских войск с ханьскими захватчиками. Однако, вскоре, штаты вышли из войны, взорвавшись изнутри, раздираемые многочисленными противоречиями изначально искусственного образования. Мексиканцы, наводнившие в свое время южные штаты многомиллионными антиправительственными и антивоенными акциями, оторвали от страны свои прежние земли. Негритянские массы, ведомые черными расистами и прикрывающиеся исламом, развернули настоящий террор против васпов, то есть белого населения САСШ. Коренные американцы в лице союза племен СИУ образовали свое государство на территории штатов Южно-Дакота, Небраска и Вайоминг, тяготевшие к канадскому государству, менее затронутому конфликтами. Как и жители Монтаны, Северной Дакоты и Миннесоты, где белые составляли подавляющее большинство, они обратились к Канаде с просьбой принять их штаты в состав канадского государства. Хуже дело обстояло с миллионами ханьцев, живших в Северной Америке. Многочисленная ханьска диаспора североамериканских Соединенных Штатов вела настоящую партизанскую войну, идущую с переменным успехом и сопровождающуюся многочисленными жертвами среди мирного населения. В каждом североамериканском городе, кроме русской ее части, существовал свой ханьтаун, что создавало громадные проблемы местной национальной гвардии и полиции, ведь они не всегда успевали блокировать ханьческие районы. И тогда это место превращалось в район жесточенных перестрелок и поножовщины бойни, в которой доведенные средствами массовой информации до полного отчаяния североамериканцы старались как можно скорее уничтожить ханьцев, которые якобы могут иметь у себя тактические ядерные заряды и бактериологическое оружие. Несмотря на то, что ни разу ничего подобного не было найдено, истерия не унималась, и погромы шли по всей Северной Америке. Находясь со своими дивизиями в Приморье, Русаков удачно провел переговоры с представителями деморализованной группировки американских войск и наладил полное их взаимодействие с Красноярском. Павла заметили представители новой власти, а его организаторские способности дали ему возможность показать себя на новом для него поприще. По кабинету мягко прокатилась мелодия, взохнув, Павел прошел к столу, легким движением ладони включил монитор новенького Эльбруса и принялся читать очередной запрос куратора расселения соотечественников из до сих пор охваченной беспорядками САСШ по нуждающимся в людях о властям. На сей раз запрос переадресовывался от губернатора Даурского края, столица края, город Игнатьевск, пока что была не до конца восстановлена после яростных городских боев, вышевавших там во время наступления американских войск и их союзников, филиппинцев и канадцев. Участвовали в освобождении Приморья и Даурии и союзники Руси, японцы и остатки корейской армии, с новонабранными ополченцами. Однако американцам поначалу не везло. Их высаживающихся в корейских портах легко смяла лавина ханских дивизий, до этого проутюжившая армию Кореи. Ханцам сопутствовали успехи и в их компании в Туркестане. Конфликт с Русией пока удерживался путем секретных переговоров в Красноярске и Пекине. Развивавшееся было наступление, но индийские войска вскоре затормозились и превратились в кровавое взаимоистребление великих народов. Войска Пакистана мало помогли ханской армии, которая завязла на линии Ганга, а в распоряжении армии Индии постоянно пребывала вооружение и техника из Европы и САСЖ. В Малой Индии же шли упорные бои между проханьской Кампучией и армией Сиама. Некогда талевший пограничный конфликт между этими странами выросся наружу. Кампучия получала добровольцев и вооружение из империи Хань и Вьетнама, но сиамцы держались стойко, не допуская прорыва кампучийцев. В условиях мирового политического кризиса и азиатских войн заявила о самороспуске Организация Объединенных Наций и так искусственно поддерживаемая лишь некоторыми европейскими странами, Русией и государствами Латинской Америки. НАТО, лишившись своего сильнейшего участника САСЖ, стало сугубо европейской организацией, еще сильнее сплотив Европу. Страны Старой Европы фактически объединились в единое пространство, последним шагом к этому было юридическое закрепление этого факта. Но этот вопрос постоянно откладывался на заседаниях Европарламента. Много споров было и о столице Европы, вариантов было немного. Брюссель, Люксембург, Женева, Милан и Кёльн. Горячие головы даже предлагали построить Европолис для оформления столичных функций, как однажды уже было сделано в Бразилии при схожей проблеме. Но это было не главное. Страх перед войной сплотил европейцев, которые осознали свою общность перед лицом реальной угрозы. Да, тогда империя Хайн напугала весь мир, но лишь напугала, хотя и до холодного пота. И только политический коллапс Соединенных прежде Североамериканских Штатов спас империю Хайн. Но такое спасение было сродни выходу Французской империи из Великой мировой войны в 1946 году, ненадолго оттянувший крах немецкого государства. Еще недавно, 60 лет назад, империя Хань представляла собой с десяток враждующих между собой государств, где тянуть одеяло на себя пытались прояпонский Тайбэй и прокорейский Циндао. Но родившийся в княжестве Гуандун некий господин Сун Я Цен, в ходе революции сбросивший с трона в 1895 году гуандунского князя, бежавшего на Филиппины, возглавил первое революционное правительство в Азии. В ходе непрерывных войн и конфликтов республика Гуандун превратилась в империю Хань, которая объединила множество народов и племен и стремилась к дальнейшей экспансии. Империи были нужны полезные ископаемые, нефть и газ в первую очередь. Поэтому первый удар имперцев после провозглашения ОНОИ был направлен на прорусский Туркестан. Легко перемалов армию Туркестана, ханьцы остановились было на границах Руссии. Красноярск уже готовил ядерные заряды и мобилизовывал дополнительные силы, перегруппировывая войска с запада на южные рубежи, Иртыш и Южно-Сибирские степи. Руссаков тогда находился в Павлодаре в составе 14-й отдельной танковой бригады, переброшенной на берега Иртыша и залюблено еще несколько месяцев назад, когда ханьцы штурмовали столицу Туркестана Кашгар. Внезапная, нелогичная и самоубийственная атака имперцев на областной центр Иртышской области привела к тому, что малочисленные в то время части русских войск были попросту задавлены количеством ханьских солдат. Техника имперца, пусть и во многом уступающая даже туркестанским вариантам лицензионной русской техники, устаревших модификаций, тоже брала числом. Вал ханьцев, старавшихся разрезать Русию пополам по линии ОБИ, был остановлен только у пригородов Тобольска и Тюмени. Руссаков к тому моменту уже пробирался к Охотску, сбежав из ханьского лагеря для русских военнопленных. — Павел Константинович, к вам посетитель Сергеенко Николай Валерьевич, профессор, заведующий лабораторией Петербургском институте ядерной энергетики. Записан на прием около месяца назад по вопросу личного характера, — сухо сообщил динамик голосом секретаря. — Проси войти, Антип! — Руссаков придавил клавишу связи. В дверь, открытую Антипом, вошел невысокий, моложавый мужчина лет сорока-сорока пяти, в очках, с тонкой оправой и с кожаной папкой в руках. Секретарь вопросительно посмотрел на Руссакова. Тот ему кивнул, и Антип неслышно закрыл за собой дверь. — Здравствуйте, Павел Константинович. Вы меня, наверное, не помните. — Извините, нет. Изложите свой вопрос конкретней, пожалуйста. У меня не так много времени. — Меня зовут Николай Валерьевич Сергеенко. Я занимаюсь проблемами пространственно-временного коридора. — Я уже связывался с президентом шесть лет назад. Мой проект на новой земле... — Я вас помню, — сухо заметил Русаков. — Ваши эксперименты с каналом стоили государству немалого расхода средств, а пятьдесят шесть человек безвозвратно исчезли. — Это трагическая ошибка, и она сейчас может быть исправлена. Я и моя команда работали те годы над усовершенствованием нашей аппаратуры, и нам это удалось, — возбужденно уверял собеседник Сергеенко. — Удалось что? — тихо проговорил Русаков. — Мы сможем открывать и закрывать канал между мирами, независимо от прихоти сил ее контролирующих. Пальцы профессора, лежащие на столе, мелко подрагивали от нервного напряжения. — Но как? Силы природы — это вам не игрушки. Мы до сих пор не познали всю ее суть. Как вы можете заявлять о полном контроле? — убежденно воскликнул Павел. — Дискретные вихревые потоки электрического смещения поля. Вам что-нибудь это говорит? — Нет, я не физик. Меня назначили управлять людьми, проектами, бюджетами, сметами, распределением и логистикой денежных средств, специалистов и прочее. Я же не буду вам сыпать терминами своего направления. Павел чувствовал, что начинает злиться. — Извините меня, — негромко сказал Сергеенко. — Чем вы сейчас занимаетесь? — Павел взял свой ежедневник, готовясь записать данные профессора. — Я заведую лабораторией исследований электромагнитных полей в одном из закрытых петроградских институтов, и мне нужна ваша помощь в организации новой экспедиции на новую Землю, — глухо пробосил Николай. — А, это бывший рижский технологический. В давние времена, еще в городе, отнятом у немцев, на месте их столицы, был построен Петербург. Этот город, вначале называвшийся Санкт-Петербургом, был настоящей загадкой для историков. До сих пор точно не ясно, в честь кого он был назван, то ли в честь генерала Петра Саблина, боевавшего в то время с немцами, то ли в честь святого апостола Петра. Ведь город был взят 29 июля. Но тогда почему не Петропавловск? Ведь это день почитания первоверховных святых апостолов Петра и Павла. В годы правления социалистов Петербург, в угоду интернациональным связям с их немецкими коллегами, был переименован обратно в Ригу. Ну а потом, после того, как власть и кончилась, Балтийский город стал Петроградом. — Ладно, Николай Валерьевич, я сделаю все от меня зависящее. Я свяжусь с людьми, я... — Минутку, Павел Константинович, прежде чем связываться с кем-либо, постарайтесь правильно ограничить круг извещаемых об этом людей. — Да, конечно, я вас понял, Николай Валерьевич, я свяжусь с президентом. Надеюсь, он также согласится на вашу авантюру, как и прошлый президент. — Тут профессор положил на стол свою папку, все, что нужно для осуществления проекта. Там же и результаты наших исследований. Ознакомьтесь, и вы убедитесь, что это не может быть авантюрой. Там итоги многих лет нашей работы. — Обязательно, — заверил собеседник Арусаков. — Вот мой номер телефона. Николай положил поверх папки свою визитку. — Прошу звонить в любое время дня и ночи. Через двадцать часов Русаков разговаривал с президентом Руси. Карминцев заинтересовался проектом, но более всего он спрашивал о причинах, произошедшего с ним провала ранее. — А какова вероятность положительного исхода проекта, Павел Константинович? — Честно говоря, я не знаю точно, Илья Михайлович. Но профессор Сергеенко уверяет, что на этот раз он учел все ошибки и недочеты, что помешали работе его аппаратуры в прошлый раз. — А если канал откроется, будет ли поддерживаться его рабочее состояние? — Неизвестно. Сейчас нельзя сказать утвердительно, только после испытаний на месте перехода. — То есть вы предлагаете сущую лотерею? Взгляд Карминцева остановился на карте Руси, занимавшую практически всю стену кабинета президента. Негромко пискнул динамик. Карминцев утопил клавишу приема. — Да, Миша? — Илья Михайлович, губернатор Террской области Апанасенко Богдан Петрович. Голос секретаря президента оказался встревоженным. — Миша, выводи на связь. — Алло, Илья Михайлович, алло! — Да, да, Богдан Петрович, я вас слушаю. — Товарищ президент, я сейчас нахожусь в Наурском районе. Сегодня в десять часов утра было совершено очередное нападение на автоколонну переселенцев, которые, согласно вашему указу, были командированы на поселение в станицу Наурская. — Жертвы, — устало произнес президент. — Погибли все. Двадцать один военнослужащий внутренних войск, четыре милиционера из Наурского ровда, шесть казаков Кубанского войска и гражданские, семьдесят девять человек, включая женщин и детей. — Проколятье! — Какие мероприятия проводите? Допросили жители из столицы? — Жители в один голос уверяют, что никого не видели, а через село никто с оружием не проходил. — Ладно, с вами вскоре свяжутся, Богдан Петрович. Караминцев потер глаза и откинулся в кресле. О присутствии Русакова он будто забыл. Четыре года назад, после отмены всех автономий и национальных республик, что были организованы в период недолгого, но бурного правления социалистов в пользу областного и краевого отделения страны, в Руси первое время было спокойно. Нет. Национально заблоченные господа немного побуздили в Казани, Уфе, Якутске и Грозном. Некоторые, вроде Сыктывкара, Яшкаралы или Туры, казалось, не заметили произошедшего. Некоторые, как обычно, взяли под козырек очередному указу, исходящему оттогда еще из Москвы. Но вот на Кавказе ситуация не успокаивалась. Спонсоры из стран Персидского залива и эмиссары Европейского союза всячески подталкивали полевых командиров на антиправительственные акции, которые, естественно, были направлены в основном против гражданского населения. В последнее время акции стали особенно часты. Миша Кормильцев нажал клавишу связи с секретарем. Сейчас свяжешься с Сапанасенко. Он тебя сведет с людьми, имеющими информацию по данному и прошлым эпизодам. Потом составляй статью для СМИ, пусть поднимут шумиху. Статистику еще со времен социалистов подними. Будем готовить народ к референдуму. Надо отделять этот регион. Не стоит он этих жертв. Кроме казачьих равнин, конечно. Все, работай. Прошло несколько минут в полной тишине. Русаков нервно заерзал в кресле. Павел, я вас не забыл. Президент встал за стола, прошелся к окну и потянулся, разминая руки и плечи. Задумчиво глядя в окно на открывающийся из него вид на парковый комплекс, Кормильцев проговорил. Сделаем так. Ваш профессор получит финансирование на начальный этап проекта. А лишь потом, представив детальный отчет о его развитии, запросим согласие совета на полноценное финансирование. Большое спасибо, товарищ президент. И еще, Павел Константинович, Вы помните легенду о том, как великий князь Вячеслав Сокол оказался в Сибири? Ну да, преследуя уходящие остатки Золотой Орды, Волынский князь Вячеслав Сокол достиг Ангары, Развив там золотордынского хана Немеса и его сыновей, Военачальников Тутума и Хатысму. Это официальная история, Павел. Но есть и иная история о том, Что некая экспедиция с новой земли ушла в такой же пространственный коридор, Что открылся тоже шесть лет назад, Тоже в 2008 году, Тоже именно в этом месте. А до этого, в 1991 году, В этой же аномалии пропали два человека, Точно так же, как и первые наши двое ученых, И тоже в 1991 году. Только все это было в другом, Каком-то параллельном развитии истории, Но с тем же летоисчислением. В этом вся загвоздка. Мы думаем, что наши сородичи, Или даже можно сказать, современники, Владели такой технологией, Что смогли открывать такой канал, Что и пытаемся сейчас сделать и мы В лице профессора Сергеенко. Если сможет, Быть ему академиком, Да лауреатом премии Дома Бельских. Члены бывшей царской фамилии Сейчас проживали на Аляске, В Новоархангельске. После революции социалистов, Монархия в Руси была упразднена, А члены царской фамилии Бежали на Аляску, Которая и объявила о своей независимости От новой власти. Там же они находились до сих пор. Много раз в последнее время Возникали инициативные группы За возрождение монархии, Хотя бы и в декоративном виде, Пусть только на Аляске, Но пока глава Дома Курбат Стефанович Бельский Отказывался как от какого-либо Официального статуса своей семьи, Так и от обсуждения этого вопроса. — Покуда не произойдет Воссоединение Аляски с Русией. — Но почему мы этого не знаем? — Изумился Русаков. — Как не знаем. А теория академика Чудинова — улыбнулся кормильцев. — Так его опошлили и заплевали, Превратив в изгоя от науки. — Это только так считается. А на самом деле академик Чудинов Ведет свою работу Под нашим чутким патронажем. Еще раз удивил Русакова президент. — Так вы и даете свое согласие на проект, — Илья Михайлович, там осталось пятьдесят шесть... Нет, пятьдесят восемь граждан нашей страны. — Тихо сказал Русаков. — Да, это и заставило меня дать вам положительный ответ. Я поговорю с товарищами И думаю, что Верховный Совет Одобрит вашу идею. — Павел, с вами вскоре свяжутся. Президент дал понять, что встреча окончена. Архипелаг Новая Земля Залив Каменный Июль 2015 года Оставшиеся с момента прекращения проекта Семилетней давности Постройки на полуострове Утиный Поддерживались в рабочем состоянии Жителями и стоящего напротив поселка Каменка. Сегодня все замки были сняты, а сам объект расконсервирован. Казалось, жизнь снова вернулась в это опустевшее, покинутое людьми место. Снова принимал непрофильный рейс и аэродром в Каменке. Снова основали погрузчики, наполняя аппаратурой иными грузами пустые ангары и склады. Жилые помещения заселялись людьми. Вместо использовавшихся ранее в охране объекта в пожарном порядке морских пехотинцев, МВД направило на Новую Землю группу спецназа под командованием майора Матусевича. Профессор Сергеенко со своей командой занял ангар, в котором ранее он же и работал. Сейчас ученые все делали в спешке, стараясь успеть провести первые опыты как можно быстрее, дабы отчитаться перед президентом. Сергеенко следил, чтобы спешка не помешала делу, но, слава богу, работали профессионалы, и вскоре аппаратура была налажена, канал их связи настроен, и объект был готов к работе. В ангаре, построенном над бывшей тут семь лет назад аномалией, собрались практически все участники второго проекта. С двух сторон, работавшего ранее в этом месте прохода, между мирами стояли установки, чуть не соприкасаясь, выходящими из них широкими трубами с расширением на концах, толстые кабели от которых тянулись к аппаратуре, стоящей в ангаре. — Начинайте! — крикнул срывающимся от волнения голосом Сергеенко. Трубы аппаратов загудели. Так продолжалось несколько минут, казалось, что ничего не происходит. Однако пунцовое от волнение Сергеенко с надеждой вглядывался в дисплей, выводящий данные со стеани поля в месте работы аппаратов, и что-то объяснял находящимся рядом коллегам. — Пароход будет открыт, если мы увеличим мощность аппаратов. — Когда это будет? — Сегодня успеете? — осведомился Матусевич. — Да, конечно, сегодня, но понадобится некоторое время, — ответил Сергеенко. Майор кивнул и отошел. Профессор понимал, что главный на площадке — это майор, и с этим приходилось мириться. Полный контроль был более чем логичен в таком проекте. Через несколько часов, после настройки оборудования и тестов, аппаратура была готова для второго запуска. — Давай! — Николай Валерьевич махнул рукой. Опять раздалось смертное гудение. Матусевич изменился в лице. На него начало действовать то колебание пространства, что в свое время замечали первые исследователи. — У меня на утро ходу нам ходит. Это нормально? — выкрикнул он Сергеенко. — Это замечательно! — Игорь Олегович! — сияющим от счастья лицом прокричал профессор. Сергеенко схватил со стола, лежавшую на нем каску майора, и запулил ее в Марьево аномалии. Там моментально исчезла без следа. Матусевич открыл рот, не успев даже ничего сказать разошедшемуся профессору, который издал победный рев, когда каска исчезла. — Человек сможет пройти через аномалию, — уже деловым тоном осведомился майор. — Сначала надо провести еще один тест. Сергеенко торопил своих людей, которые настраивали аппарат, стоящий на гусеницах, пытаясь добиться того, чтобы он был высотой со среднего человека. — Запускайте! Аппарат пошел к аномалии. Ее работа поддерживалась аппаратурой, которая, генерируя магнитные поля очень высоких энергий, своими резонансными частотами обеспечивала давление на сильное внутриатомное взаимодействие, в результате чего появлялась возможность влиять на временной параметр пространства, ослаблять связи и открывать проход между мирами. Отключить их боялись. Сергеенко не был уверен, что проход будет самоподдерживаться. Разматывая несколько кабелей, аппарат подходил к аномалии, и вскоре под бурные овации и радостные выкрики вошел в нее, полностью растворившись. — Камера! Выводите на экран! — воскликнул профессор. Но на экранах была сплошная темнота. Сильно озадаченный Сергеенко присел на стульчик. — А свет у аппарата есть? — напомнил Матусевич. — О, боже, конечно же, свет! Включите свет! — прокричал Николай Валерьевич. На экране ярко вспыхнуло белое пятно. Свет вскоре сфокусировался, и на экране стали появляться четкие линии. — Линии? — Что это? — озадаченно произнес профессор. — Как что? Кирпичная кладка довольно неплохая, — сказал стоявший рядом Матусевич. — Как это? Откуда? — прошептал Сергеенко и тут же ряпнул. — Поворачивайте камеру! Кирпич сменился деревянными досками, причем покрытыми инием. — Дверь? Зима? Затем опять кирпич, и на противоположной стороне еще одна дверь. — Все ясно, — заулыбался Матусевич, и неслышно для остальных добавил. — Миронов и его люди живы. — Сергеенко повернулся к Матусевичу, сияя улыбкой, в которой выражали все эмоции человека, сделавшего то, чего он желал более всего на свете. — Да, проход свободный. — Хорошо, — бросил майор в трубку, и, повернувшись, к Николаю Валерьевичу сказал. — Сегодня составляете отчет о возможностях аномалии, а я вам дам еще пищи для размышлений. — В смысле? — со сползающей улыбкой пролепетал Сергеенко. — Схожу за Казской. Майор подмигнул профессору и, не колеблять, шагнул в еле мерцающие марево аномалии. — Подождите! — запоздало крикнул Сергеенко, когда Матусевич уже пропал. — Николай Валерьевич, аппаратура перегревается, трубы аппаратов гудели уже не столь ровно, а начинали надсадно хрипеть. — Сколько у нас есть времени? — задача наспросил профессор. — Сколько ему надо времени взять каску и выйти? Недоумение сменилось злостью. — В самом деле, уже минуты три прошло. — Пара минут, товарищ профессор. Более того времени опасно держать аппараты работающими. Сожжем ведь их напрочь. — Сколько лет работы сожжем! — горестно думал профессор. — Да что же он в самом деле? Один аппарат уже начал задыхаться, а вскоре показался белесый дымок, идущий из его чрева. — Вырубай! — закричал Сергеенко. Один из офицеров группы Матусевича ужом метнулся к пульту управления аппаратурой, пытаясь помешать инженеру выполнить указания профессора, но немного опоздал. — Да не волнуйтесь вы! Ничего не произойдет! Ну, разве что зябнет ваш майор! — Если с ним что-нибудь произойдет, вы у меня ответите! — пригрозил лейтерант. — Хм! Испугал козла-морковкой. — Вот перегорел бы аппарат, и все! Остался бы он там надолго! А так лишь пару часов померзнет! Через час с небольшим остывшие аппараты снова были включены. Включили их, правда, ненадолго, лишь для того, чтобы вернулся майор. — Опа! Ничего не понимаю! Николай Валерьевич! — воскликнул один из инженеров за дисплеями, отображающими работу аппаратуры. — Что такое, Вадим? — профессор близоруко щурился на мерцание выводимых данных. — Аномалия? Словно пытаются сопротивляться. Она меняется! Сергеенко впился взглядом в экран. — Меняется код ее структуры, но мы успеваем подстраиваться, зато идет повышенное потребление энергии, а мощности не хватает! Вадим указал профессору на цифровые показатели. — Я пошел! Сергеенко решительно направился к мерцающей аномалии. Сухое и теплое прикосновение Марьева немного затянуло Николая и тут же вытолкнуло на мерзлую землю. Сергеенко больно ударился коленом. Тут же его окружил сумрак, и холодный воздух. Воздуха решительно не хватало, а в глазах играли светлячки. Но профессор попытался встать. Неожиданно ему помогли подняться на ноги. Николай огляделся. Вокруг него оказались три фигуры. Матусевич, помогавший ему встать, и двое. — Товарищ Матусевич! — Сергеенко надел упавшие при падении очки и перевел взгляд на других. Высокого бородатого крепыша и невысокого мужчину, несколько полноватого телосложения. — Уходим, майор? Счет на секунды. Все позже уходим. За мной, товарищ Матусевич! Игорь Олегович! Сергеенко не увидел, как тот медленно покачал головой. — Откуда только силы взялись? Казалось, профессор сам вытащил майора, и они повалились на пол ангара. Тут же проход между мирами закрылся, аппаратура выключилась, а в самом ангаре погас свет. Все, кина не бурят, электричество кончилось, — сморозил какой-то умник в полной тишине. Матусевич, отряхнувшись, встал, ища свой коммуникатор. Включилось резервное питание, и в ангаре зажегся, мигая слабый свет. Люди подслеповато смотрели друг на друга, проверяли их оборудование. Майор, не желая, чтобы его слышали, тем временем вышел разговаривать на свежий воздух. — Что там майор темнит? — посмотрел ему вслед Сергеенко. Последующие два дня ученые-инженеры занимались наладкой оборудования, а также подключением линии из каменки, находящейся с той стороны небольшого заливчика, для подачи дополнительных мощностей. Майор, несмотря на настойчивые просьбы Сергеенко, так и не поставил его в известность ни о сути переговоров с начальством, ни о разговоре с двумя жителями того мира. Профессор хотел знать, что будет с его проектом, и почему делом, которым занимается он, майор так вольно распоряжается. На что майор лишь процедил, что до июры начальный проекта он, а профессора попросил, во избежание недоразумений, более не расспрашивать его. Таким образом, холодок, бывший между майором и профессором, стал ледниковым разломом. Сергеенко, которого словно котенка ткнули в лужицу, кипел от гнева. Коммуникатора военного образца, как у Матусевича, у профессора не было, а его личный коммуникатор не пробивал ту защиту, что стояла на архипелаге. Опасались утечки информации, как было в прошлый раз при первом проекте изучения аномалий. Хотя казалось, что резидентура Европейского Союза пока не проведала о начавшемся втором этапе. На третий, после аварии, день майор осведомился у Сергеенко о времени очередной попытки пространственного пробоя. «Сегодня вечером», — выдавил профессор. К запланированному на семь вечера пуску аппаратуры, Матусевич привел половину своей группы, двадцать бойцов, надеетая на этот раз в боевую броню последних разработок русийского ВПК, полной боевой амуниции, они застыли чуть поударь майора. «Семь часов вечера. Начинайте, профессор!» Голосом нетерпящим возражений, сказал Матусевич, не удостоив Сергеенко и взглядом. «Вы пойдете туда с оружием?» «Это парализующие заряды. Не ужасайтесь. Даже голова потом болеть не будет». «Но что вы намерены делать? Разве это не мой научный проект?» «Это вас не касается, профессор. Делайте свое дело». Начиная терять терпение, процедил майор. «Мы еще не провели комплексную отладку оборудования. Похоже, нам нужно переписывать программы для аппаратов, управляющих потоками частиц. Аномалия в прошлый раз начала меняться, то есть менять структуру поля». «Профессор, вы можете открыть канал или не можете?» Матусевич вплотную подошел к Сергеенко и уставился на него немигающим взглядом холодных голубых глаз. «Могу», — выдохнул профессор, «но это может быть опасно. Я не советую долго находиться на той стороне канала». «А жить вообще опасно, — говорят. Люди иногда умирают. Я думаю, мне хватит получаса». «Я не могу гарантировать вашего возвращения, если вы пробудите там долго», — глухо ответил Николай. «Вы можете поддерживать переход в рабочем состоянии полчаса?» «Да», — кинул Сергеенко, — «но прошу вас, не более этого времени». «Начинайте», — приказал майор. Короткая команда проверить амуницию. Попрыгали, ничего не звенит, не стучит. Приборы ночного видения настроены. Загудели аппараты, появившийся между ними мерцание стал усиливаться. «Она ухорит от нас», — удивленно воскликнул оператору дисплеев. «Выключай и включай снова», — крикнул профессор. «Вадим, загрузи последний вариант кода». После небольшой паузы ровное гудение вновь раздалось в ангаре, перекрыв все остальные звуки. «Майор, вы готовы?» — крикнул Сергеенко Матусевичу. «Да, профессор, держите проход полчаса. Но мы можем успеть ранее этого срока». Майор приказал бойцам входить в аномалию и провожал каждого хлопком по плечу. А когда последний спецназвец скрылся, внимательно глядел ученых и нырнул в мерцающие марево. Сергеенко присел на стульчик и обхватил голову руками. Посидев в таком положении минуты две, он встал, нервно прошелся мимо пультов и дисплеев, обходя своих ребят и бросил взгляд на аномалию. «Вадим», — окликнул профессор своего помощника, — «у меня зрение не очень. Ну-ка, глянь молодыми глазами», — Николай указал на мерцающее сияние. «Тебе не кажется, что аномалию потемнело, что ли?» «Что?» — Николай Валерьевич удивился Вадим. «Да аномалия же», — воскликнул профессор. «Ну, если только самую малость», — скептически пожал плечами помощник. «Нет же, смотрите!» Мерцающий проход между мирами словно заволокло дымкой. Марьева сгущалась, едва заметно темнее. «Это что-то непредвиденное!» Сергеенко с ужасом почувствовал, как по спине скатились крупные капли холодного пота. «Но почему я так волнуюсь?» — пронеслось в голове. Между тем аномалия стала серого цвета, продолжая накапливать в своем центре черноту, расползающуюся по ее краям. Теперь она уже стремительно темнела. «Выключай!» — истерически взыкнул Николай. Вадим молниеносно выключил аппараты, пробившие брешь в пространстве. Но, несмотря на это, аномалия не исчезла. Кто-то принялся заполошно вырубать все приборы, но в полной тишине было слышно лишь негромкий треск, исходящий из темного Марьева. «Что такое?» — дико закричал профессор. «Она не исчезает!» — обреченного запил и Вадим. Абсолютно все в ангаре почувствовали безотчетный ужас, исходивший от черного колышущегося пятна, потрескивающего чуть громче. «Она сожрала потоки частиц, шедших из каналов нашей аппаратуры!» — истерическим тоном сказал Николай, его помощник. Люди, находившиеся около аномалии, в один голос закричали, когда из пятна, висевшего набухшим черным облаком, выскочила уродливая черная нога, больше похожая на щупальце. Затем второй отросток, третий, и вдруг внезапно ослепительно белый столб света взмыл в небо, развалив крышу ангара. Чувствовалось сильнейшее гуденье, но только лишь чувствовалось, так как уши людей были заложены высокочастотными звуками, исходящими от столба света. «Да игрались, блядь, фантастов!» — заррал, закрыв глаза Сергеенко, ухватившись за край стоявшего рядом с ним стола. Приближался нестерпимый жар, Николай ощущал, как ломается аппаратура, как валятся стенды и приборы, лопается стекло, и кричат сжигаемые заживо люди. «Но почему не горю я?» — приоткрыв глаза, он сквозь хлынувшие слезы увидел, как и на него идет волна, сжигающая все на своем пути. Вскрикнув, Сергеенко ухватил за ворот Вадима и пинками поднял валяющегося под столом инженера, пытаясь убежать с ними от неизбежного. Посреди до слез ослепительного белого света черным пятном маячила аномалия. «За мной!» — прорычал Николай и кинулся к бьющему белыми с полохами проходу. Аномалия легко приняла его, вытолкнув мгновение спустя. Сергеенко упал на спину, тут же на него кулем повалился Вадим и инженер, сразу отползший в сторону. Дохнуло холодом, Сергеенко улыбнулся и провалился в глубокий обморок. Байкал, Новоземельск, март 7143 года, 1635. Радаку не спалось. Всю ночь профессор ворочался с одного бока на другой. Часто вставал пить. В общем, что-то решительно пошло не так. Вчера был разговор с Бекетовым и Кузьминым в майском походе на Амур. Через Байкал людей перевезут Вигорь и Антон, его Шурин. Причем на Вигоре еще было возложено задание – приобрести у бурятов телят, сколько возможно. Охрану и часть операции решили доверить Ренату, как наиболее профессиональному военному на Ангаре. А на сегодня у Радака было намечено посещение школы Васильева, проверка знаний, что успели вложить в учеников пара учителей, и ежедневный контроль за пишущими учебники и статьи младшими коллегами. Казалось бы, поводов для волнения не было. «Коленька, ну что же ты не спишь?» – проварковала Устина, поглаживая волосы профессора. «Да не знаю, странно как-то. Пойду-ка я на улицу, прогуляюсь, свежим воздухом подышу, а вось прояснится в голове». Радак накинул сшитый христианами по армейскому образцу укороченный кафтан серого цвета и вышел на крыльцо своей избы. Немного посидев на нем, он решил пройтись, заодно выполнив на сегодня свой ритуал по посещению места аномалии, что уже семь лет назад привели на берега Байкала и Ангары, начало XVII века. «Ставившийся ранее пост у места прохода с новой земли уже два года как отменили. Ну зачем держать человека у закрытой на веки двери?» «Темнота-то какая! Наверное, часов пять-шесть утра. Ну да, вон, дозорные сменяются», – думал Радак, подходя к кирпичной постройке на месте аномалии. «О, черт!» – еще и живот прихватило, – ругнулся профессор и тут же замер. Лоб его моментально покрылся испариной. «Не может этого быть!» – профессор кошкой метнулся к постройке, но дроего трясло все сильнее. Радака мутило, казалось, еще пара секунд его просто вырвет. Но Николай Валентинович упрямо подходил к кирпичной постройке. «Работает!» – в голове потрясенного профессора повторялось одно лишь слово. Остановившись у запертых на засов дверей, он и не знал, что теперь делать. Можно было, конечно, отпереть этот чертов засов. И... А что «и»? Дальше-то что? В двери из той стороны что-то сильная иголка ударилась и упала на мерзлую землю с каким-то лязгающим звуком. А уже через минуту с небольшим послышался металлический звук, подобный по звякиванию легких сплавов друг от друга, странную жужжание и скрип. «Да это же аппарат, что мы в свое время запускали!» Логично, что и другие сначала запулили в аномалию какую-то железку, а потом пустили робота. Пронеслось в голове профессора, когда он уже бежал к дому Смирнова. Кстати, за семь лет, проведенных на ангаре, услышанный им звук сервопривода показался Радоку мелодией, сравнимой с лучшими симфониями Чайковского. Вот только кто там? Американцы, китайцы, наши! Пульсировала изводящая нервы мысль. Бежав на крыльцо дома полковника ищу леса треского порыва ветра, несшего снег, Радок, обернувшись, увидел внезапно вспыхнувший яркий источник света в ангаре, что шел сквозь щели запертых ворот. «У нас мало времени, скоро должна быть третья фаза высадка группы!» Николай заборванил в дверь. Открывший ее караульный морпех тут же был профессором, буквально сбит с ног, и Николай рванулся к Смирнову. «Подъем, Андрей, у нас гости!» Резко тряхнул за плечо сонного полковника Радок. «Ты чего, Николай?» Ословевшими глазами смотрел на него, свернув. «Что случилось?» «Гости у нас, Андрей, пока не знаю кто, но если поторопимся, то узнаем первые. Пошли быстро, Андрей, аномалия, она открылась!» Услышав это, полковник моментально проснулся, Смирнов жестом оставил на веранде караульного морпеха. «Сейчас, мол, вернусь!» С некоторым усилием, открыв дверь, они вышли на улицу. А там темнота и холод, да жесткий порывистый ветер бьет в лицо ледяной крошкой. «Смотри, Андрей!» Радок показал на пробивающийся из ангара свет. «Насколько я понял, там сейчас аппарат для визуального смотра. Снятие проб, анализов. Потом пустят группу. Времени у нас минут двадцать или меньше. Зависит от их готовности». «Надо собирать ребят», — воскликнул Смирнов. «Мы не успеваем», — покачал головой Радок. «Думаю, сначала будут переговоры, кто бы там ни был. Да и шум раньше времени ни к чему. Людей только взбудражен». «Но аномалий уже нет, она не чувствуется», — несколько удивился Смирнов. «Полковник уже взял себя в руки. Шок, вызванный внезапным известием такого рода, прошел. Сейчас Андрей Валентинович деловито обходил строение со всех сторон». «Так, пока молчок. Иначе сейчас все набегут сюда и будут штурмовать проход», — сказал он Радоку. «Пока это лучшее решение в данной ситуации», — согласно кивнул тот. Внутри послышалось покашливание. Там явно кто-то был. «Кто там?» — предательски сорвавшимся голосом произнес полковник. «Миронов Корнея Андреяновича, полагаю, вы отопрете замок, или мы будем разговаривать через заперты ворота?» — донеслось из-за закрытой двери. Свернов и Радок, которых одновременно пробил холодный пот, едва удержались на ногах от столь ошеломляющего вопроса из-за закрытой семь лет назад двери. По какому-то наитию профессор вдруг остановил, шагнувшего было к воротам полковника, и уже шепотом проговорил. «Адрей, мы же без подстраховки!» Наступило секундное замешательство. Но мгновение спустя полковник показал профессору АПС, который был у него в кармане. Андрей Валентинович молча принялся отпирать непослушными руками засов. Дверь открылась, и перед ними возникла фигура в черной форме со знаками различия и нашивкой в виде российского триколора с левой стороны груди. «Майор Матусевич, спецназ внутренних войск», — представился человек. «Я думаю, следует выключить свет на аппарате во избежание лишних глаз», — немного пришедший в себя Радек указал на машину. Майор согласно кивнул и, безуспешно поискав выключатель, в итоге просто выкрутил светодиод. «Когда вы начнете эвакуацию?» — несколько истерично, что поразило полковника, воскликнул Радек. «Стоп-стоп! Никакой эвакуации не будет! Массовые эвакуации, я имею в виду!» «Да что вы!» — выдохнул Радек. «Как же так? Вы же официальный представитель власти! У нас тут женщины, дети, жрать нечего!» Полковник нахмурился и, скрестив руки на груди, обратился к майору. «Подрудитесь объясниться, майор!» «По вашему виду не скажешь, что вам нечего есть!» — усмехнулся майор и добавил. «Кстати, истерику изображать не стоит! Глупо смотритесь!» «Много вы знаете!» — огрызнулся Радек. «Так сколько вас тут человек?» — спросил майор. «У нас здесь более четырехсот, не считая местных!» — быстро ответил полковник. «Вас же было пятьдесят шесть человек!» — удивился майор и уточнил. «Что за местные?» «Тунгусы, буряты, казаки!» — ответил Смирнов. «Что?» — изумился на секунду Матусевич. «Тут семнадцатый век, Сибирь. Канал аномалии оказался не только пространственным, но и временным!» — пояснил Радек. «Ишь ты!» — присызнул майор, сузив глаза. Матусевич на секунду показал Сарадеку потрясенным, но только на секунду. «Так, хорошо. Ладно, с вас полный отчет о состоянии дел, окружающей вас местности, ваших возможностях и возможные проекты колонизации из земли. Эвакуация будет или нет?» — хмуро потребовал ответа полковник. «Нет, я уже говорил. Возможен лишь только точечный выход. Например, вы, Миронов, или вдвоем с вашим другом, пытающимся казаться истеричным. Людей я не выпущу. Возможно, утечка информации». Он хотел было развернуться к полковнику и Радеку спиной, как профессор вдруг жестом остановил его. «Майор, да вы хоть примерно понимаете, что происходит? У вас ведь не гангрена ума. Вы же должны хотя бы приблизительно понимать, что значит вмешательство в собственное прошлое. И чем это может закончиться? — Наша эвакуация просто необходима!» Твердым, спокойным голосом проговорил Николай. «Я обещаю, что передам ваши слова, но не обещаю того, что их услышат». Внимательно посмотрев в глаза Радек, ответил Матусевич. Майор отступил на шаг и, повернувшись, хотел войти в аномалию, но оказался лишь на другой стороне постройки, у противоположных ворот. «Что за черт?» — ругнулся он. «Аномалии не работают. Когда она в рабочем состоянии, то ваш живот подскажет вам об этом. Жаль, умом вашего шефа не одарит». Разговор мог бы продолжаться уже на нервах и повышенных тонах, как вдруг из внезапно заработавшей аномалии вывалился человек в белом халате. Неловко упав на колено, он уронил очки, одевая их и, послеповато глядя в утренние темени на фигуры людей, человек произнес «Товарищ Матусевич!» «Это еще кто?» — прошептал Николай Валентинович. Человек, между тем, перевел взгляд на полковника, на профессора и снова на майора. «Уходим, майор! Счет на секунды! Все позже уходим! За мной, товарищ Матусевич! Игорь Олегович!» Человек в халате вскочил и, припадая на ушибленный колено, вцепился в Матусевича, утаскивая майора в мерцающий проход. Несколько секунд и аномалия резко прекратила работу, только неслышно шуршал падающий хлопьями снег. Уже через пятнадцать минут были разосланы гонцы за всеми представителями руководства колоний, а в избе полковника сидели за столом, постепенно приходя в себя, Смирнов и Радок. В печке весело потрескали дрова, вокруг казана с водой. Скоро можно будет заварить листья смородины и мать и мачехи с метком. «Ну, знаешь, что мне более всего непонятно», — нарушил тишину Радок и тут же ответил, не дожидаясь реакции Смирнова. «То, что этот загадочный майор Матусевич не пошел с нами посидеть, поговорить и попить чайку, а сразу объявил о невозможности эвакуации и потребовал отчетов о колонизации. А что ж тут странного, Николай? Наоборот, его логика мне понятна. «Вот ты зря про гангрену ума ему сказал, да про шефа». «А мне некого и незачем бояться, Андрей. И я, знаете ли, самовлюбленных дураков с детства не любил». Глава 2. Новоземельск. Март 7143 года. 1635. Спустя двое суток после внезапного открытия аномалии и появления странного майора, все начальство российской колонии собралось на совет. Уместо аномалии снова выставили круглосуточный пост. По ночам, ворчащие, недовольны возобновлением караула у никчемного объекта, дозорные жгли костер неподалеку от открытой дверей надстройки над местом перехода. Смирнов и прочие, кто был посещен в тайну той ночи, напряженно ждали. Соколов и Саляев прибыли в поселок Смирнова, планируя остаться здесь, пока ситуация не прояснится полностью. Начальники провели напряженные сутки в разговорах о том, к чему же приведет открытие аномалии, что будет эвакуация. «Эвакуации не будет», — твердо сказал Радок. После открытия аномалии обычно мягкий вальяжный профессор превратился в сжатую пружину, приобретя цепкий взгляд и властный голос. Такой была реакция на возобновление работы перехода его бывшей епархии. «Здрасте, я Настя», — ненавидящий, глядя на стену, процедил Саляев. «Они там с ума сошли. Я бы с этим майором поговорил бы душевно». «Мы с полковником уже поговорили душевно. Двое суток только и делали, чтобы обсуждали всевозможные варианты развития ситуации. В принципе, выводы неутешительные получаются». «А что так, господа начальники? Я уже понял, что хуже, чем сейчас, ничего и быть не может». Иронично улыбнулся Ренат, быстро погасив злобу. «Главной загадкой для всех стал вопрос майора о каком-то Корнее Миронове. И почему их должно было быть 56 человек? Версии выдвигались самые разные и даже решительно несуразные. Типа версии Саляева о том, что Матусевич прибыл вообще с иной земли. Не с той, к которой мы все привыкли, а той, что всякие воспаленные личности с желтого цвета газетенках зовут параллельным миром. Вроде бы есть наш, пусть такой сложный, жестокий мир, но в то же время такой уютный, знакомый. И есть множество миров двойников, в которых проживает жизнь нашей копии. Эту версию отмели, как абсурдную. Ренат и сам не стал ее защищать, лишь шмыкнул да пожал плечами. Сами, мол, разбирайтесь». Радек предположил вариант того, что в результате попадания в прошлое изменилось само будущее Земли, и то, что Матусевич спрашивал о Миронове, говорит только о том, что в этом мире также произошло открытие аномалии, и теперь их в 2008 году вместо экспедиции Смирнова туда отправилась экспедиция Миронова, а сам Смирнов в это время греет пузо где-нибудь в Гаграх. Странным было и резко отрицательное отношение майора к возможной эвакуации хотя бы женщин и детей. «Даже если там у них что-то случилось, конфликты с применением ядерных зарядов и расовое оружие, о чем нам доверительно поведал Геннери МакГроу, и ситуация с окружающей средой аховая, то я не поверю в то, что, не проводя эвакуацию, они оберегают нас от возможных рисков». «А как вообще они открыли эту аномалию? И почему только семь лет спустя?» спросил Саляев. «Сдается мне, что они искусственно вызвали проход», задумчиво проговорил Радек. «Почему ты так думаешь, Николай?» удивленно спросил Соколов. «Андрей, а ты помнишь, что кричал второй в белом халате майору? Счет, мол, идет на секунды, но время еще есть». «Ну и что?» не понимаешь, спросил Ренат. «Как что?» возбужденно заговорил профессор. «Они контролировали процесс». «Но его было нельзя контролировать, когда сюда проходили мы», уже почти кричал Радек. «Ничего себе!» тихонько протянул Соколов, сцепив пальцы рук. «Это значит, что...» начал было Свернов. «Что они могут открывать канал по желанию», закончил за него Радек. «Но у них проблемы со стабильностью работы аномалии. Я понимаю, это так». «Николай, а майор-то помнишь, даже не понял, что аномалии не работают», напомнил Аказусе Матусевича полковник. «Это действительно странно», заявил Радек. «Короче, мужики, вы вот рассуждаете о всяких майорах. Главное, они собираются препятствовать эвакуации. «У нас тут дети, женщины. Что им тут делать?» воскликнул Ренат. С улицы внезапно послышался вскрик, который, впрочем, никакого продолжения не имел, но все четыре человека, находившиеся в комнате, вздрогнули. Радек Чурес приложил ладони к стеклу. Дозорные сидели у костра, как и раньше, а освещаемые костром ворота аномалии были открыты на одну створку, как и раньше. Пожав плечами, профессор отошел от окна. «Майор говорил только о точечной эвакуации. Допустим, я или полковник. Но убежать в нашей ситуации было бы верхом цинизма и уважения к людям». «Пойду я пост проверю». Немного взволнованный недавним криком, Саляв поднялся с лавки. «Ренат, дров, захвати сюда, а то днем не нанесли», попросил Смирнов. Саляв кивнул и, выходя, плотно прикрыл за собой дверь. «Ну что, смородинки с медом заварим?» хлопнул ладонями полковник. «Кстати, товарищи, не забыли? Нашему дорогому Ренату через два дня стукнет тридцатник», напомнил Соколов. «Да, кстати», — крекнул Смирнов. «А он у нас все в сержантишках ходит», — продолжая глядеть на улицу сквозь стекло, сказал Радок. «Но это легко исправить», — улыбнулся Соколов и посмотрел на Смирнова. «Погоны с майорской звездой я ему найду», — пообещал рассмеявшийся полковник. Скрипнула дверь, медленно и неуверенно открываясь. «Ренат, ну что там?» — взволнованно спросил профессор. «Андров набрал. Надо помочь», — притворно закряхтел Соколов, подымаясь кресла, и тут же замер, оставшись в полусогнутом состоянии. «Да что за черт?» Дверь открывала черная фигура военной экипировки с отъянутым прибором ночного видения. Задим виделось еще несколько силуэтов. С веранды слышалась легкая возня, как будто кто-то стучил ногами по доскам пола. Вперед вышел высокий человек, который, снявши маску, сказал... «Они оба тут. Прошу вас пройти со мной. Советую не спорить». Матусевич отошел от двери, чтобы освободить проход. «Подождите! Объясните нам, что происходит?» Соколов поднялся со своего кресла. «Вы кто такой? Сидите на месте!» — приказал майор. «Давайте поговорим, как цивилизованные люди. Что за маски-шоу?» — воскликнул Радек. «Рад бы и откушать кофею в честной компании. Но, видит Бог, решительно нет времени». Майор с некоторым сожалением скинул оружие и выпустил по находившимся в комнате три заряда. «Что?» — успел прохлепить профессор. «Парни, берите этих двоих. Уходим, быстро!» Сознание быстро покидало профессора. Наливающиеся свинцом веки упрямо отказывались выполнять вялые потуги, рады-ка открыть глаза. Последнее, что видел Николай, было распростертое на полу веранды тело Соляева. Бойцы в черной форме, скорым шагом контролируя окрестность, направлялись к месту перехода. Двое из них несли на плечах бесчувственных Радека и Смирнова. У костра, что горел вблизи кирпичного ангара на точках перехода, сидело несколько человек в меховых шапках и подбитых мехом полужубках. При приближении бойцов Матусевича, они, скинув маскировку, взятую у безвреженного караула, превратились в такие же бойцов, что и остальные. Прикрывая друг друга, бойцы собрались у ворот. Шедший последним Матусевич махнул рукой, давая, мол, валить обратно на новую землю. Однако бойцы продолжали находиться у ворот. «Чего не проходите, мать вашу? Времени нет ни хрена! Там наш профессор валяется в отключке, а проход не работает!» Гнив ударил в виски майора. «Проход-то откроет, но что тут делать Сергеенко? Захотел поиграть в Д'Артаньяна?» «Приведите профессора в чувства», приказал Матусевич, и едва взглянув на двоих ученых, что находились рядом с профессором, процедил. «Бы двое ко мне!» Инженер на слабых от перенесенного ужаса ногах заковылял к майору. Дадим же остался сидеть на коленях, привалившись к холодному кирпичу стены. «Ты вроде, Александр, какого ляда вы тут делаете? Вас профессор сюда потащил?» «Да, он нас сюда втащил и тем самым спас наши жизни. А там все погибли! Ничего там нет!» С нарастающей истерикой в голосе ответил Александр. Вадим тем временем поднялся с колен и, пошатываясь, поплелся к воротам. Бойцы невольно расступались перед ним, провожая удивленными взглядами. Сказанное инженерам еще не дошло до всеобщего понимания. «Чего уставились, остановите его!» прикрикнул Матусевич. Один из бойцов выстрелил в бредущую по снегу фигуру в развивающемся белом халате. Получив парализующий заряд в спину, Вадим сделал еще несколько неловких шагов и, пытаясь обернуться, рухнул ничком в снег. За ним двинулись двое, тащив обратно по стройку и уложив рядом с приходящим в себя Сергеенко. Профессор открыл глаза. Слабым движением руки он остановил очередную порцию нашатыря. Немутным взором, найдя Матусевича, злорадно улыбнулся. «Все, майор, застряли вы тут навсегда!» — прокрепел он. «Что ты имеешь в виду?» — побледнев спросил Матусевич. «Некому больше открывать проход. Вся моя команда погибла, а аномалия, по-видимому, самоликвидировалась». «Как?» — выдавил из себя майор. «Майор, а вы смотрели кинофильм «Лангольер» по Стивену Кингу?» «Ну вот, на новой земле произошло то же самое». «Я надеюсь, только что в меньших размерах», вздохнул профессор. «А вы понимаете, профессор?» — сказал вдруг один из бойцов майора, едко выделив должность Сергеенко. «Что вы, и только вы, виновны в произошедшем. И если нас не вытащат отсюда, то мы останемся в этой заднице?» «Да, я не спорю», — вздохнул Сергеенко. «Майор, сколько времени действует ваш парализатор?» «Двадцать минут. Караул уже должен очухиваться. Парни, посмотрите за ними». Матусевич указал на ворочающихся у стены людей. «Предлагаю, майор, перенести всех в дом и ждать, пока вот этот, похоже, ученый, очнется. Мне будет необходимо с ним поговорить». Шесть часов спустя Наконец, после того, как все собрались в теплом помещении и расстелись, «Я не собираюсь извиняться. У меня был прямой приказ». «Майор прав. Николай, не кипятись. Только никчемный солдат будет извиняться за выполнение приказа». Развел урками Смирнов. Радок хмуро оглядел присутствующих и картинно воздев руки проговорил. «Ну, конечно. Взять в ломица рано утром, опозав на семь лет, пострелять во людей с парализатора и нормально. Приказ я, мол, выполнял». «Профессор Радок, прекратите, пожалуйста. Это не вопрос для обсуждения. Еще вопросы по моей операции будут? Нет? Тогда вопрос у меня. Нас двадцать один человек, не считая горе ученых, и нам нужна крыша над головой питания до того момента, как аномалия снова откроется». Салев лишь хмыкнул, а Радок злорадно усмехнулся. «Она не откроется, если то, что рассказал мне Сергеенко, правда». «Сейчас не откроется, значит, откроется завтра», уверенно трубил Матусевич. «Среди солдат майора не было ни одного рядового бойца. Старших сержантов наличествовало три человека, остальные прапорщики, лейтенанты, два капитана. Смирнов сразу предположил, что майор не так прост, а само звание майор спецназа внутренних войск — обычная легенда. Матусевич явно является кем-то большим». «Это не является тайной в данной ситуации, полковник», ответил ему на этот вопрос Матусевич. «И кто же вы?» усмехнулся Соколов. «До 92-го года я занимал пост заместителя начальника Гродненского областного КГБ. Позже, по направлению из Красноярска, я два года ловил террористов-галицийцев в западных Карпатах». «Что?» «А, ну да. Началось все с ханьцев. Они как раз Ташкент взяли. А вскоре обыкновенные конфликты в САСШ стали выходить за рамки обычных перестрелок и поножовщины. Там ханьцы, слушая приказы из Пекина, начали настоящую партизанщину. А у нас, по даче Европы, опять начали бузить галицийцы, возомнившие себя отдельной нацией, ну и объявили себя независимыми от Руси государством. Красноярск рыпнулся на них было, но Европа не дала. Вот из Галиции в Руси и стали проникать. Боевики кошмарили местное население. Их и ловил. Люди сидели, раскрыв рты. «Долго же мы сидим на ангаре!» воскликнул в полное тишине Саляев. «Какая Русия? Что еще за ханьцы? Почему Красноярск?» посыпались на Матусевича вопросы. «Думаю, стоит распорядиться насчет горячего», предложил Соколов. «Разговор будет долгим». Сержант Васин, сидевший на лавке у двери, приоткрыл ее и негромко передал караульному приказ Соколова. Матусевич также попросил покормить его людей, которые пока были размещены на втором этаже одного из бараков. Средняя Ангара Начало лета 7143 года 1635 «Пороги! Скоро! Воевода!» крикнул, приложив рупором ладонь рыжий кормчий, здоровенный детейна енисейскому воеводе, что стоял на носу головного струга. Беклемешев решил сам возглавить поход к ангарским людишкам, дабы воочию убедиться в том, о чем в Енисейске уже давно ходили легенды. Будто бы каменные крепости на реке стоят, пушки во множестве, кои стреляют такими ядрами, от которых спасения нет, никакого, да и струк разом перевернуть может такое ядро. «Пороги! Значит, еще несколько дней пути!» подумал Василий Михайлович. Через некоторое время над рекой поплыли медные звуки набата. Кто-то впереди бил тревогу. «Осип! Не как по нам тревогу бьют!» удивился воевода. Сотник, углядываясь в берега, пожал плечами. «Вона! Ежели кто с берега нас узрит, да в скорости до своего стана доберется, то...» «Погоди-ка! Нечто не ты мне баял, что ангарцы Токма после порогов стоят!» взинул брови воевода. «Так и есть! На то крест истинный даю!» воскликнул перекрестившийся Осип. «Прежде еще с воеводой Андреем к ним ходили. Токма наш с руки уцелел, остальные казачки сгинули без следа». «Так отчего же я вижу крепость и цудоонных!» Беклемишев указал сотнику на виднейшийся впереди остров посредь реки, коих енисейцы за время пути по реке навидались вдоволь. Однако, в отличие от других, пустынных, песчаных или густо поросших лесом, на этом виднелось строение правильной формы, спереди лесами обложенные, дабы обкладку стен камнем вести. Подойдя ближе, енисейцы заметили и два бастиона по берегам реки. Левый, дальний от них, был белого цвета. Правый же и ближний к стругам, еще земляной, и обложен деревом. Каменьем начали обкладывать лишь подошву укрепления. Однако и на бастионе, и в крепостице виднелись широкие бойницы для ведения пушечного огня. Подходя к острову все ближе, Беклемишев никак не мог увидеть ни одного человека. Вдруг крепость ожила, гулко бухнув одной из своих пушек и положив ядро точно по курсу енисейских стругов. «Правь, к берегу, хват!» закричал воевода Кормчему. Струги стали забирать вправо к берегу, где стояла густая березовая роща, и было подходящее место для того, чтобы перекинуть сходни. Только мостки коснулись берега, как из рощи появились люди с ружьями на изготовку. Много людей. У некоторых были странные мушкеты, тонкие и короткие. Но и они смотрели столь грозно, что Беклемишев, не испытывая терпения незнакомцев, громко сказал им, «Я Беклемишев Василий Михайлович, воевода Синисейска, надо мне с вашим головой разговор повесить». «Я Петренко Ярослав, майор здешней крепости. Князь наш Соколов Вячеслав Андреевич не в этом городке находится. Тебя, воеводы, людей твоих, не более двух, к нему доставят на разговор», ответил ему высокий воин, стоящий впереди всех. «А что с моими людишками будет?» озадаченно спросил воевода. «А ничего с ними не случится. Побудут здесь, пока вы не вернетесь», твердо уверил Петренко Беклемишева. Тот понял, что всех их городку не подпустят. «Что же, верный ход». Воевода взял с собой лишь своего сотника Осипа и пошел за майором. Василия Михайловича провели по берегу реки, мимо бастиона, с которого на него внимательно смотрело с десяток вооруженных мушкетами воинов в одинаковых серо-зеленых каптанах. Миновав бастион, майор направился к воротам городка, обнесенного частоколом и с несколькими башенками, смотревшимися довольно грозно. Сложенный же неподалеку от них кирпич говорил о том, что и они будут обнесены камнем. Серьезно укрепляются ангарцы. У ворот Ярослав несколько замедлил шаг, и из раскрывшихся перед ними створок вышел отряд человек в двадцать, одетые все в те же серо-зеленые кафтаны, правда, не все. Причем эти воины были местными туземцами, и, что самое удивительное, у всех на плече был мушкет. Это сильно поразило Беклемишева. Туземцы запросто служат в войске у ангарцев, и каждому полагается мушкет, причем не устаревший какой-нибудь, как в его остроге, а явно новый, да еще и неизвестный ему прежде конструкции. Осип и вовсе, открыв рот, смотрел на тот отряд, скрывшийся за поворотом. На воротах стояли караульные солдаты, которые бодро отдали честь майору. Беклемишев оглядел городок изнутри. Несколько домов, причем два из них о двух этажах, часовенка, кузня, загоны для птиц и скота, небольшие огороды, склады. Тут пришел черед уже Василию открыть рот. Все оконные проемы в домах поселка были закрыты не бычьим пузырем, и не слюдой, не промасленной трепицей, не деревянным волоком, а стеклом. Причем стекло это было прозрачным и с оршин высотой, а маленькие в пару пядей были даже в оконце хавина. Крыши дома покрыты черваной черепицей, какую Беклемишев видел лишь в Москве, когда его вызвали из Касимова к царю на воеводскую службу. И тут же Василий одернул себя, «Не расслабляйся, мол, воевода, на службе чай». «Ярослав, а как называется городок ваш?» спросил Беклемишев майора. «Владиангарск», коротко ответил тот, принимая москист Баркаса. Воевода все смотрел на городок, где между домами деловит основал народ. Василий показалось, что одного из жителей вон того рыжего, он уже где-то видел. Однако вспомнить не смог, а тем временем майор жестом руки пригласил его на борт Баркаса. Точно такой же приближался к городку из островной крепости, набитый все теми же мушкетерами. «Да сколько же тут воинов!» удивлялся воевода Юнисейска. Юнисейска. Вечерело, над Ангарой низко летали птицы, прихватывая звеневшую в прохладном воздухе мошкару. Пахло свежестью, как бывало перед грозой. Василий глянул на небо. «Так и есть! Борят в скорости окаянные!» Проплывая мимо все еще расстраивающегося поселка, переселенцев из Литвы в устье Элима, Василий заметил обработанные участки земли на прибрежных лугах, уходящие дальше от берега. «И все-таки крепкие ангарцы на реке! Зело крепкие! Не выбить их от седа без войска с пушечным боем! Эх, по что мне такая службишка досталась! Царь и дюжа серчает за вести нерадостные, да за нерадивость мою! Как с ними сладить!» Горевал Беклемишев. «Будете наш чай пить, Василий Михайлович!» Петренко отвлек воеводу, погруженного в свои мысли. «Да, благодарствую, Ярослав!» машинально ответил Василий. Майор достал из своей котомки блестящий металлический цилиндр, оттендел с него крышку, нажал на красный колпачок, тут же из цилиндра полилась горячая жидкость. Исходящий из кружек пряный аромат трав и меда приятно щекотал ноздри, а сам чай расслаблял и успокаивал. «Скорость и гроза учнется, Ярослав!» Беклемишев показал на темное небо. «Ничего, Василий Михайлович, до шаманского порога успеем, а там зимовье у нас стоит. А долго ли путь держать до князя вашего Вячеслава Андреевича?» спросил воеводок. «С неделю, а то и более», огорчил собеседника майор. Миновав в районе, что звался в покинутой ангарцами действительности братским, первые два порога по реке, третий пришлось обходить по берегу. Причем баркас ушел обратно, а их встретил уже другой кораблик. У огромного холма на излучине реки Бот стал принимать влево, а впереди показалась еще одна крепость на острове. «Она! Там нас и постреляли!» яростно зашептал Осип воеводик. Василий понял, что Бот специально ушел к тому берегу, дабы показать енисейцам и крепость, и каменный острог во всей красе. При прохождении баркаса в протоке между берегом и островом воздух разорвался с элитным ревом и гулом. Пушки от строгой крепости выстрелили в унисон, приветствуя воеводу, как пояснил Петренко. «Ну и что же, впечатляет!» Беклемишев угрюмо смотрел на острог, на остров, проплывающий мимо постройки на острове, все те же дома со стеклами, часовня. «А у нас две пушчонки медные!» «Да пороху!» Кот наплакал. Некстати, тихонько ляпнул Осип, за что удостоился моментального тычка в бок. Вывода грозно свел брови на переносице и процедил. «Замолчи!» «Язык окорочу!» Владиангарск, июнь 7143 года, 1635. Максим Вернавский. Вернавскому в какой-то степени повезло. Хотя бы в том, что копаться в земле ему теперь не надо, как остальным 24-м семьям ляхов и литвинов, которых в самом начале весны, как очистилась от льда река, отправили на поселение. В осенне-зиму полонянники жили здесь, в облоде Ангарске, помогая строить поселок. Рубили деревья, таскали бревна, заготавливали дрова на зиму, рыли землю. Аршанец и еще трое мужчин были оставлены в поселке только потому, что они имели хоть какое-то представление об обработке металлов и об устройстве механизмов. Женщинам поселка предстояло заниматься ткачеством. Лен и конопля, привезенные крестьянами, давали отличный прирост. Вернавский сидел за столом в мастерской, обтачивающей руховатости гильзы, полученной из Белореченска. Звук набата и застал его за этим занятием. Минут через десять к ним бежал солдат с баулом одежды, в которой ходили лишь княжеские воины. «Максим, одевай это! Быстро!» до стол бывшего аршанца легла одежда ангарских воинов, серо-зеленый кафтан из странного покроя со множеством карманов и лямок. До стороны троица литвинов было приказано то же самое. Вернавский отложил в сторону напильник и заготовку, принявшись облачаться в камзол. Ангарец сам надел на Максима черный берет, очень похожий на голландский, что он видел в Вильно, и четверо новоявленных солдат вышли во двор. В поселке царила легкая суматоха, отдавались приказы, бегали люди. Максим заметил, что даже тунгусы переоделись в такую же форму, что и у него, только в зимние куртки. Около дюжины тунгусских женщин, облаченные в серые плащи, стояли у причала, неловко улыбаясь и смущаясь, когда кто-то из ангарцев выдавал им черные палки. Мужики, вы двое идете с Евгением. Выдавший им форму, ангарец указал на нескольких солдат у раскрытых ворот. Макс, Стас, вы на ворота. Я подаю знак, вы открываете створки, а тунгусы выходят с троем. Потом, когда скажу, переодевайтесь в свою одежду, и шарахаетесь между домами с деловым видом. Да, постричь бы тебя, эти рыжие космы слишком заметны. Берет поправь. Задуманное прошло, как по маслу, когда в ворота вошел майор Петренко, а с ним явно облеченный властью московит, пытающийся с равнодушным видом осматривать поселок и его укрепления. А вот идущий рядом с ним казак с удивлением таращился и на стекла, и на тунгусов с мушкетами. Тут же Максиму стало ясно, для чего, а точнее, для кого разыгрывали этот спектакль. Московиту нужно было показать, что у ангарцев много воинов, много мушкетов, а значит, много пороха. Княжество могло за себя постоять. Поселок Белореченский июнь 7143 года 1635 В июне Соколов вернулся наконец-то в Белую реку в свой поселок. На душе было тяжело. Все три месяца, что он провел в Новоземельске, Матусевич изрядно потрепал ему нервы. Гордый и независимый, он отказывался подчиняться кому-либо на этой стороне пространственно-временного перехода. Лишь окончательно поняв, что обратного пути, по всей видимости, нет и уже не будет никогда, Матусевич сам пришел на разговор к Соколову. Первое время он не верил, что это не люди Миронова, пропавшие семь лет назад при неудачной попытке профессора Сергеенко изучить появившуюся на новой земле аномалию. Но все началось в 1991 году. Тогда из поселка Каменка, где был рыбообрабатывающий комбинат, заметили столб ярко-белого света, что пронзил небо на многие километры. При попытке обследовать местность в странной аномалии пропало двое ученых из Колы. В 2008 году, когда аномалия снова открылась, отправлена в нее группа из 56 человек под началом Корнея Миронова, заместителя губернатора Кургаварда, тоже исчезла. И вот он тут, а ни ученых, ни мироновцев нет. На этой стороне оказались люди, попавшие сюда аналогичным мироновцам способом и тоже семь лет назад. Но попали они из совершенно другой страны, из какой-то федерации. Ну да, из Российской Федерации, о которой майор не имел ни малейшего представления. Что же, во всей видимости, это какой-то параллельный мир. Эти возомнившие не весь что себе ученые решили потягать природу за усы. Вот и дотягались, черт побери. Открыли какие-то каналы, где встретились люди из иного измерения, но потерялись свои. Игорь сильно удивился, что начальник материально-технического обеспечения этой экспедиции из Федерации стал не просто начальником самой экспедиции, трансформировавшейся в полноценную колонию, а неким князем. Позже, при разговоре со Смирновым, майор понял, почему это произошло. Мало быть, отличным военным организатором или отличным ученым, умение управления людьми в сложных условиях выходит на первый план. Ну и имечко инженер подобрал себе неплохое под легендарного князя Вячеслава Сокола косит. Неплохо. Значит, и параллельные миры имеют точки соприкосновения. Что же, видимо, по делу он вышел в начальники. Майору было в тягость подчиняться тем, кого он должен был вытащить отсюда, но также ему претило участвовать во всякого рода склоках или быть замешанным в чьей-либо разборке за власть. Чтобы этого избежать, перед отъездом Соколова Белореченск, Матусевич подошел к нему, когда тот уже готов был отплыть. Вячеслав Андреевич, я вас попрошу взять меня с собой. Хочу, знаете ли, сам убедиться, насколько здесь все серьезно. Вы только это хотели мне сказать, майор, удивился Соколов. Нет, конечно. Я хотел поговорить с вами наедине, так сказать. Что же, отлично, с некоторой долей сарказма произнес Вячеслав. Занимайте место на корме. Так кто вы такой, майор? спросил Соколов у Матусевича, когда Баркас вышел на Байкал. Какая же тут красотища! Майор с неподдельным восторгом осматривал уходящую за горизонт изумрудную гладь озера, да проплывающие мимо величественные холны, покрытые лесом и подернутые дымкой раннего утра. Вячеслав озадачен кашлянул. Зачем вам это знать, Вячеслав, пожал Игорь плечами. Ну, да дело ваше. Да, я действительно майор спецназа, но не внутренних войск, естественно, а антитеррористической группой при службе прямого действия КГБ Руси. У нас опять КГБ? Коммунисты выиграли выборы? Удивился Соколов. Нет, партийных выборов больше нет. Сейчас происходят выборы в каждом территориальном субъекте государства, который делегирует своих представителей в Красноярск. В столице проходит заседание Верховного Совета, в котором участвуют все 80 делегатов. Кстати, из 12 членов Верховного Совета только один коммунист. Ясно. А что за служба прямого действия? Это несколько десятков подразделений, от десятка до нескольких сотен человек, в каждом, который занимается поиском, поимкой и уничтожением особо опасных для народа и государства лиц или организаций. То есть непосредственный контакт со всякими уродами. Иштей. То есть вы, Игорь, что-то вроде Рэмбо, усмехнулся Вячеслав. Нет, рассмеялся Матусевич, что-то вроде антитеррористической группы. Вот последнее перед новой землей задание было поимка банды галицейских нацистов, точнее ее уничтожение. Живые они никому не нужны. Потом мы должны были передислоцироваться на терек, помогать казачкам возвращаться в станицы, но туда послали группу покрупнее. А нас на север вот такие дела. Понятно. Майор, скажу тебе прямо. Я разговаривал с Радохом и Сергеенко. Надежда на то, что с нашей земли опять пробьет тоннель к нам близки к нулю. Шансов ничтожно мало, так как погибли все сотрудники лаборатории Сергеенко. Была уничтожена уникальная аппаратура программы и коды. По словам Сергеенко, никакой информации о проекте, кроме общих слов, не осталось. У нас этим больше никто не занимался. В Штатах профессор сказал тоже никаких работ по данной теме не ведется. Бывших Штатах бывших, заулыбался Матусевич. Да уж, бывших. А кто теперь считает нам нотации? о неприемлемости и выражает озабоченность? Но уже никто. Евросоюз пока слишком занят внутренними делами. Ну что же, ладно, я вот что хочу спросить, Игорь, ты со своими орлами будешь вливаться в наше сплоченное общество? Соголов внимательно смотрел на майора. Я думаю, Вячеслав, что иного выхода нет, а мой отказ был бы сверх меры неразумен, серьезно проговорил Матусевич. Так что? Нетерпеливо переспросил Соголов. Вячеслав Андреевич, я и мои люди в вашем распоряжении до момента открытия аномалии. Единственная просьба не разделять моих парней. Они не будут слушаться кого бы то ни было кроме меня. Договорились, Вячеслав Андреевич? Князь Ангарский. По рукам, майор, пошлю лодью за твоими людьми. Но, смотрите, если аномалия открывается, то я хватаю вас и двоих ваших коллег и ухожу. Хорошо, расскажите мне еще про Верховный Совет. А вы мне про ваших людей и Федерацию. Кстати, а почему именно князь Чеслав Сокол? Баркас уверенно резал носом холодную ангарскую воду, приближаясь к очередному прибрежному поселению. Поселок Белореченский неделю спустя. После некоторого времени, проведенного в каждом из поселков Васильевском, Иркутском, Усолье и Ангарске, два бота пришло наконец Белореченский. Лодия, ведшая Радока с оборудованием и людей Матусевича, пришла на несколько дней ранее. С тех пор, как установилась граница с Москвией, Радок озаботился Колова на полноценную систему охранной сигнализации пограничного поселка Усть-Телимска, где были поселены Литвийные Ляхи, а также крепости Владиангарска. Пришлось разбирать три разведывательных аппарата, что были законсервированы Радоком в Новоземельске. Микросхемы, кабели, резисторы, конденсаторы, провода и реле в числе остального пошло на составленную Радоком схему охраны периметра. Бесперебойное питание проводника, укрепленного на стеклянных изоляторах, отстоящих от земли на высоту пояса среднего человека, обеспечивалось бы электрогенераторами с подведенными к ним гидроприводами. То есть получается периметровая охранная сигнализация, функционирующая на принципе емкостного реле. Радок, вертяв пальцев карандаш, внимательно посмотрел на Соколова. Отлично, Николай Валентинович, какова вероятность засечь, допустим, одинокого субъекта? А если тот не будет ползти, то высокая, а если вы намекаете на животное, тут возможны варианты. Крупное животное, типа лоси или медведя, заставит загореться светодиод на пульте. Волк или тетерев может проскочить. Стопроцентной гарантии нет, это и хорошо, не будет полной расслабухи. Ясно. Да, вы правы, панацеей это быть не должно. Вячеслав, а как вы думаете, енисеицы могут еще раз на нас напасть после того, что мы им учинили прошлым летом? Вполне допускаю, Николай Валентинович. Закончив разговор с Радаком, Соколов устало потер глаза. Он понял, что хочет спать, но надо было еще поговорить с Кузьминым. Тимофей, маршрут, то есть путь до китайского царства составлен. Дорога не близкая, сложная, судя по тому, как в Китай ходили наши люди, вроде томского казака Ивана Петлина, посетившего Пекин еще в 1618 году. «То то есть мы не первые будем?» разочарованно протянул Кузьмин. «Ты карты наши видел же? Вот смотри, вот путь», Соколов провел по карте пальцем. «А мы здесь, понимаешь карту?» «Да, Вячеслав Андреевич, понимаю. Вот кола, Белое море, вот студеная, Енисея, Ангара. Я мне майор Сазонов все б сказал крепко». «Ну и хорошо». «Вот еще какое дело, Тимофей. Ты мне говорил, что поиздержался в конец». Кузьмин кивнул, мгновенно напрягшись и не сводя глаз Соколова. Тимофей уже не раз повторял, что у него не осталось запасов отцовых денег на оплату помором перевозки поселенцев. А он, как купец и сын купца, не может более тратиться. Так вот, Вячеслав подошел к зеленому сундуку, что лавки под окном, ловко снял пружины двух замков и достал из недр один за другим три увесистых мешочка. Они звякнули весьма приятным для сына купца звуком, когда Соколов поставил их на стол. «Золото!» воскликнул в душе Тимофей. Соколов, увидев блеск в глазах Кузьмина, улыбаясь, кивнул и стал распутывать тесемку одного из мешочков. Аккуратно высыпав половину содержимого и, придерживая ладонью разбегающиеся золотые кругляши, сказал «Ну вот, Тимофей, это плата за труды твои». Тимофей был несказанно поражен. «Золото!» «Ладно, ничего удивительного в этом нет, но монета...» Он осторожно взял одну-двумя пальцами, приблизил ее к глазам, внимательно разглядывая «Знак сокола, понятно, один чер...» не понял Кузьмин. «Червонец!» подсказал Соколов. «Тимофей, а сколько стоит заказать корабль в Голландии или Швеции?» отвлекая Кузьмина от созерцания монет, вдруг спросил князь. «А тут надо бы узнать, какой корабль тебе нужен. Торговый, а ли военный, большой, а ли не очень, быстрый, а ли с нагрузкой большей?» не отрывая взгляда золота, быстро отлетел Тимофей. Соколов с минуту задумался, а потом поморщившись махнул. «Нет, не надо, Суэцкого канала нету, через весь мир, пока корабль припрется, мы уже сами построим. Мне Владимир посоветовал, пока не заморачиваться, с торговлей с Китаем. Ты купец и сын купца, а для купца главное что?» «Барши, наипервейшее дело, толком ты, Вячеслав, уж больно непонятно разговариваешь. Я понимаю, но дело это зело трудное», рассмеялся Кузьмин. «Вот и я говорю, до Китая путь труден и опасен, а насчет твоих большей неясно, будут ли они. Я же сейчас предлагаю тебе стать продавцом наших товаров». «А что за товары, Вячеслав Андреич?» «А вот, смотри, зеркала, стекла, мыло, шкурки, само собой, золото, вот это основное. Не знаю, что еще мы можем предложить. Железа самим мало, тем более изделий из него у нас, стройки не останавливаются. На Ангарск вон сколько всего надо. Столицу ведь строим». «Стекло и зерцало дорогие, только мы вот зерцало, они церковью не особливо одобряются. Да ну, неужто иной горожанин не захочет лицо свое видеть? Запретят ему?» «Не запретят вести ему». «Так это удивится, какой пристало, каждый прыщик на лице усматривать, а не что для мужика занятие сие?» заулыбался Тимофей. Ангара 20 километров ниже Белореченского. За время пути Беклемишев насчитал 14 зимовий, это только те, в которых они бывало ночевали, и те, что он видел на берегу Ангары, напряжение, что сковывало его в первое время общение с ангарскими людьми, спало буквально на второй день. Он убедился, что к нему хорошее отношение не только от того, что он посланник царя, а просто потому, что ангарцы были искренни, и майор Ярослав, и даже обычные солдаты, что сидели на веслах. Правда, Василий Михайлович отметил в них необычное для их уровня отсутствие всякого раболепства перед своим начальником. Но и казачьей, как бывало, пущей вольницы и непослушания тоже не было и в помине. Приказы исполнялись четко и исправно, каждый воин знал свои задачи и выполнял их без всякой ленности или разгильдяйства. С ним они разговаривали уважительно, без излишней почтительности, считая за любезного гостя. С одним из воинов Александром воевода разговорился при готовке обеда в очередном зимовье и, наконец, спросил про странный металлический цилиндр, что давеча так заинтересовал его. — А, это термос, Василий Михайлович. В нем чай долгое время остается горячим из-за специального материала, из которого его сделали. — Василий Михайлович, после обеда отправляемся. Сегодня к вечеру мы должны достичь Белореченский. Это подошел майор. — Добрая весть, Ярослав, поднялся с бревна Беклемишев. — Я хотел вызнать, отчего вы майором зоветесь. На немецкий лад. — Нечто связи с немцами имеете? Я, вроде, румских церквей у вас не видел. — У нас такая организация армии, воевода. И у нас это уже очень давно. Так что, может, это немцы у нас сперли идею, доставил Беклемишева в полном недоумении Петренко. Бот прибыл к кустю белой к полуночи. Близость поселка Беклемишев заметил издалека. Стоявшая на высоком холме излученной башня отбрасывала свет горящего на ее площадке огня. Бот вошел с ангары, вопадающую в нее реку между двумя небольшими бастионами. Петренко и невидимые стражи обменялись бессмысленными с точки зрения воеводы фразами. У Василия опять появилось неприятное ощущение того, что что-то не так, что-то ускользает от его понимания. И тут пушки енисейский воевода заметил в отблеске горевшего у бастиона костра железного жерла. Да ежели оно кортечью маханет. Никто выше по реке не пройдет, пробормотал Осип. На этот раз воевода согласился со своим сотником. Раздражение уступило место опасению. Что если ангарцы его воеводу ближайшего к ним острого московского царя схватят, да начнут выпытывать, сколько в енисейской людейшек, да много ли припасов, а ежели потом пушки свои кострогу его спустят, да стены разбив устроят там резню. Вот подплывал к причалу и ждали. На причале были укреплены шесты, на которой горели факелы. У берега стояло несколько людей, тоже с горящими факелами. На небольшом островке напротив причала возвышалась башня, каменная, основательная. На том берегу тянулся частокол. За ним виднелись какие-то постройки и слышалось приглушенное звяканье железа. Слесарня никак, мельком подумал Василий, идя по мосткам. Сошел на берег, угляделся занятно. Стены крепки, башенки стоят по сторонам ворот, угадываются они и далее. Ворота зело крепки, кованым железом обиты. Коня сангарский Вячеслав Андреевич Соколов горкнул один из воинов, и к воеводе подошел коренастый мужчина с аккуратно постриженной бородой усами. Здравствуй, воевода, Василий Михайлович, негромко проговорил князь. Здравствуй, князь, воевода склонил голову и торжественно нараспев начал. Прибыл я от великого царя московского, дабы разговор с тобой учинить, да? Тут Василий несколько замешкался. Он должен был сказать, что князь Андгарский с людишками своими и со всеми подручными ему людьми обязан находиться под государевою рукою царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси в Холопсте, потому как государь страшен и велик и многим государством сам государь и обладатель и от его государского ратного боя никто не мог стоять. Но неким чувством он понял, что сказавший так быть ему осмеянным да выгнанным с ангары. — Что да, Василий Михайлович, улыбнулся князь Ангарский. — Разговор учинить да дружбу завесть, учтиво улыбнулся в ответ воевода. — Хорошее это дело дружба, да, братцы? — князь Соколов оглядел своих воинов. — Но все разговоры будут завтра, а сейчас, Василий Михайлович, прошу вас в баньку, попаритесь, да покушайте, а на завтра как выспитесь хорошенько, буду ждать на разговор. Сказав это и обменявшись рукопожатиями, князь развернулся и пошел за ворота. Вскоре за ними скрылся и воевода до сотник его, взявший вещи с бота. — Глянь-ка, лепота какая! — в бане Осип показал воеводе кусок зеленого мыла, на котором красовались рифленые буквицы, складывающиеся в слово ангара. — Твой, а девки? — удивленно спросил Осип у солдата, перенес его им шайки, мыло, полотенце, мочало до венихи. — Какие еще девки? — удивился в свою очередь солдат. — Растиральщицы вестима. — Нет растиральщиц у нас, нету, отрезал он и вышел. — И Хмельнова ничего не выставили, почесал голову Осип. — Будет тебе, а нахлестаю я тебе сам так, что никаких девок не захочешь, — рыкнул воевода. Глава третья Поселок Белореченский июнь 7143 года 1635 Переговорить с енисейским воеводой Соголов Соголов в клубе, недавно построенном здании с большим залом и рядами длинных скамей. Здесь одинаково было удобно проводить собрания поселенцев, и ставить спектакли, детские праздники и прочие мероприятия, так необходимые для нормальной жизни, радости, общения. Стол, покрытый красной материей, стоял на сцене, на нем помимо бумаг находилось несколько стеклянных тарелочек с орехами и ягодами, а также небольшие кувшинчики с морсом. Посуда, на взгляд современного человека, была довольно грубая и даже корява, но жителям 17 века она очень даже понравилась. Соголов, планируя провести встречу в клубе, преследовал логичную мысль. Удивить Беклемишева, но он знал, что его поразили стекла, тем более в таком количестве и даже в обычных домах, чего еще не было на Руси. В клубе же, где было необходимо хорошее освящение, в оконных рамах стояли стекла в человеческий рост, правда, составленный из четырех отдельных фрагментов. При ожидании Енисельского воеводы шел разговор о фиктивной родословной, названной князя Ангарского. А если, допустим, не воевода, а в Москве что-нибудь разъедают, нахмурился Вячеслав? Соколов не был уверен в том, что его княжеские регалии могут быть законным образом подтверждены. Вряд ли. А, собственно, не важно. Просто нам нужно будет держаться этой линии. Конясь и точка. А наше признание будет зависеть вовсе не от доказательств вашего родства с Рюриковичами, от политической и экономической заинтересованности Москвы, то есть от ее возможной выгоды от сотрудничества с нами, убеждающих говорил Кабаржицкий. «Да ты уверен, Володя?» спросил его профессор Радок. «Конечно! Практически все царствовавшие дома Европы имели такие родословные, что выводили свои фамилии чуть ли не от Адама с Евой», доказывал Владимир. «Хорошо, я тебя понял», кивнул Соколов и поднялся за отчетами своих людей, учителей, агротехников, разведки и прочих, чтобы еще раз пробежаться по ним глазами и окончательно усвоить эту информацию. «Кстати, я чистав, Андреич, даже Ивана Грозного и Петра Великого не сразу в Европе признали, так что вам поводов для волнения уж точно нет», добавил Кабаржицкий. «Ага, наш главный довод в чистоте крови Рюрика это пушки и порох», развалясь в кресле, сказал Соляев, поигрывать деревянной свирелькой, что ему подарил один из христианских детей в Усолье. «Значит, чем больше пушек, тем больше я, Рюрикович», подытожил Соколов, рассмеявшись. «Ладно, парни, я по бумагам пробегусь еще раз». Через несколько минут дверь отворилась и в зал, оглядевшись, вошел Матусевич. Заметив сидевшего за столом Вячеслава, он макнул ему рукой и, дождавшись ответственного кивка, направился к нему. «Вячеслав Андреевич, вы дозволите мне присутствовать на ваших переговорах?» «Да, Игорь, заодно и посмотрите наметанным глазом, что представляют собой Яничельский и воевода». «Хорошо», Матусевич нагнулся к Соколову, чтобы сказать что-то ему лично. «Вячеслав, насколько я, да и вы тоже поняли, мы с вами попали сюда из разных миров». Соколов поморщился, еще не ясно что ничего, мол. «Я тоже не совсем понимаю наше положение, но есть факт того, что наши с вами миры разные, но Родина одна. Не знаю, как это назвать, может быть прав, ваш новоиспеченный майор Соляев, может, это параллельные миры, может, этот коридор пробил брешь между несколькими мирами, это лишь предположение, это сейчас мне неинтересно, повысил голос Матусевич. «А что вам интересно?» удивился Соколов. «У вас менялось ли это исчисление?» «Я имею в виду то место, откуда вы сюда попали». Матусевич внимательно посмотрел на князя. «Ну да, менялось, после революции был принят Григорианский календарь, там что-то около двух недель вперед, время передвинули». «Нет, это не то», озадачу напокусал губы, майор, «вы в каком году попали сюда?» «В 2008 году», ответил Соколов и немного подумав добавил «От Рождества Христова». «Вот», удовлетворенно воскликнул Матусевич, «оказалось, исторической науке государства русов известно об ангарском княжестве из нескольких разрозненных источников московских и сибирских летописей ханских, маньчжурских, халских и корейских. Возникновению его у берегов Великого Байкала и его дочери Ангары история обязана легендарному князю Соколу. Как считается по одной из последних версий потомку луцкого князя Святослава, которого беспомощного после ранения полученного в ходе битвы на Калке византийцы вывезли в свою империю. Единственное, что не вписывалось в официальную историю, так это запись в енисейских летописях о том, что ангарское княжение началось в 2008 году. К сожалению, собственных летописей же от Ангарска не осталось, как и самого княжества, добавил Матусевич. Почему? А что с ним стало? Спросил на автопилоте Соколов, в голове которого вихрем пронеслось. Луцк, князь Сокол, византийцы, да что за бред? Насколько я помню, как говорили в одном документальном фильме, после смерти Сокола правили несколько его потомков. Потом, с пресечением его рода, началась грызня за власть, а последний князь пошел на объединение с Русью Великой. А как звали этого последнего князя? Тихо спросил Соколов. Этого я не помню. Насколько я понял, Вячеслав, то князь Сокол это вы, и это уже ни хрена не легенда, так что смотрите и действуйте, негромко и скороговоркой досказал Игорь, когда бежавший в зал морпех выкрикнул «Енисяецы идут сюда!» «Приглашай их минут через десять», ответил ему Соколов. «Ну, я пойду, присяду в сторонке». Матусевич опустился в кресло, стоящий слева у стола в небольшом отдалении, чтобы не только не мозолить глаза енисейцам, но и наблюдать за ними было удобно. Салев также сидел неподалеку, но его задачей был контроль безопасности. И почему Игорь пришел с этим только сейчас, ведь он понял все практически сразу, недоумевал Вячеслав, приветствуя Беклемишева. Боего досел напротив Вячеслава, рядом на стул опустился его сотник осип, держащий в руках кожаную суму. Рядом с Соколовым сидели справа Кабаржирский, а слева профессор Радек. Саляев и Матусевич присутствовали, располагаясь в креслах, в некотором отдалении, явно не участвуя в переговорах. Роль секретаря исполнял Иван Микулич. Конядек, тот заполошил за малость, с удовлетворением отметил Беклемишев. Бога в Троице славим его милостью. Мы, великий государь, царь и великий гнязь Михаил Федорович, всея Руси самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Иверский. Воевод, словно надев маску отчуждения, начал нараспев перечислять титул царя, на память декларируя грамоту, полученную в Москве от кремлевских диаков. Это продолжалось довольно долго, Соляев уже начинал открыто усмехаться, и только грозный погляд Соколова разом охладил его. Ведомо ему, государю, учинилась Ангарская земля на Ангаре реки и твое, князь Вячеслав, княжение, предложал Беклемишев. Посему послан был невеликий человек, воевода Енисейского строгу Беклемишев Василий Михайлович, дабы сказать государя нашего, царя великого князя Михаила Федоровича всея Руси, милостивое жалованное слово, чтобы ты, князь Вячеслав, был под его государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца высокою рукою в вечном холопстве со всем своим родом и с иными ангарскими князьями, которые под твоим князя Вячеславовым княжением и со всеми лусными людишками. Салев и Кабаржицкий буквально пооткрывали рты от подобного предложения. Радок побледнел и поглядывал на Соколова. Матусевич нахмурился и, сложив руки на груди, неотрывно смотрел на пятерку сидящих за столом, ожидая реакции Соколова. Воевода между тем не унимался, продолжая свое выступление. И тебя, князя Вячеслава, за твое непослушание велит государь разорить, и город твой взят на него государя, и тебя, князя Вячеслава, иных князей и всех вас и жен ваших и детей побить без остатка, чтобы, смотря на тебя, князя Вячеслава, и на твое непослушание... Молчать! Внезапно раздался спокойный голос Соколова, и воевода, будто с разомаху налетев на стену, скомканно замолчал, промямлив обрывок фразы, будто не веря, что его посмели остановить. «Что?» выговорил Беклемишев. «Кому это писано?» грозно сказал Соколов. «Как кому?» «Тебе, князь Вячеслав». Воевода оправился от наглости сибирского князца, прервавшего слово государева. «Нет, это не мне писано», выставив указательный палец, чуть ли не по слогам выговорил Вячеслав. «А как же, так, вон, и ангарского княжества, имя твое?» немного растерялся Беклемишев. «Писано для какого-то дикого варвара, что обретается в землях диких и незнакомых, для погрязшего в невежестве дикаря, коему недоступны знания, дающие силы и мудрость прожитых лет. «Видишь ли ты, воевода, перед собой такого дикаря?» Воевода напряженно молчал, ожидая дальнейших слов князя. «Осип уже, похоже, не дышал, вцепившись в кожаный ремень сумы?» «Грозит нам царь московской смертью и разорением, а не проще ли будет нам, взяв пушки наши до многих воинов, выжечь и Енисейский Красноярск к Томску пойти, а то и далее? Будет ли царь снимать полки со шведских, польских до крымских окраин, дабы остановить нас?» Беклемишев нахмурился. «А видел ли ты, воевода, сколько у нас пушек, сколько мускетов, а знаешь ли, сколько их в литейных цехах готовых стоит, да сколько пороху припасено?» «А уже ли ты думаешь, не что просто так пугать посла царского?» нервно воскликнул Беклемишев «А ты сам подумай, Василий Михайлович, по что нас пугать? Мы играючи енисейских казачков в реке искупали. Неужели мы остроги ваши не разобьем?» улыбнулся Вячеслав, сохраняя при этом бесстрастное выражение. Воевода заметно нервничал. Осип же прильнув к уху Беклемишева жарко что-то ему шептал. «Я думаю, что угрожать нам бессмысленно, или царю надо везти через всю Сибирь многотысячное войско, или забыть о том, чтобы пугать ангарское княжество всяческими бедами, как пугают он разные дикие племена?» «Государь наш недавно Ляхов удалил, мне что с вами труднее сдюжить, а мы посмотрим, что далее будет, а сможет ли Москва удержать вашу победу. А на сегодня наши переговоры закончены, а ты, воевода, сегодня подумай, как завтра речи свои вести более вежливо и угодливо, обращаясь к потомку Рюрика». Соголов поднялся со стула, давая понять воеводе, что переговоры на сегодня закончены. Беклемейшев, насупившись, резко встал из-за стола и бросив резкий взгляд на записывавшего весь их с князем разговор Ивана Микулича, скорым шагом спустился со сцены и вышел из зала. «Ну, господа, у кого какие впечатления?» шумно выдохнув, спросил Радок, оглядывая притихших товарищей. «Николай, ты сегодня сможешь устроить презентацию системы охраны периметра?» Прохаживающийся взад перед Соколов остановился у стола. «Ну да, у меня в принципе все готово, надо только собрать цепь», ответил профессор. «Отлично, распорядись собрать ее у северных ворот, их был бы у нас еще ревун». «Хотите этого Кортеса удивить, Вячеслав Андреевич?» поднялся Ренат. «Не думаю, что это отличная идея, лучше сохранить сигнализацию втайне», проговорил Матусевич, массируя пальцами лоб. «Ладно, я к Сергеенко, думаю, через час-два все будет готово, Вячеслав». Радок направился к двери. Микурич, забрав оставленную на старебе Климешевым царскую грамоту и сложив листы протокола переговоров, бумажный конверт также пошел на выход. «Ренат, Игорь, присядьте», обратился Соколов к оставшимся на сцене майорам, переговаривающимся сейчас между собой. Вячеслав, обведя троицу глазами, начал с того, что всякое вальяжное и снисходительное отношение к енисейцам среди людей надо всячески пресекать. «Точка невозврата пройдена». «Дальше», сказал Соколов, «все будет зависеть от нас». «Ренат, а удивлять нашего воеводу я буду не сигнализацией. Ты его будешь удивлять. Как твои тунгусы в стрельбе не подведут?» «Как нет, Вячеслав Андреевич, стреляют на отлично». «И парни наши тоже будут участвовать». «А, понял, вы собираетесь его на стрельбище пригласить?» «А вот это уже хорошая идея», негромко сказал Матусевич. «Да, на каждого по девять патронов из расчета по три на каждую из позиций. С колена и лежа по мишени думай будет в самый раз. Главное это быстрая перезарядка и четкость выполнения стрельбы». «Ну, это не проблема. Зачеты мы сдали все», заявил Соляев. Незадолго до Стрельвич к Соколову влетела светящаяся счастьем Дарья. После долгих проб, ошибок и усилий удалось выделить грибок пенициллиум крустусум. Пытаясь достичь этого в земляных подвалах, биологи расставляли десятки чашек с картофелем с моченным слабым раствором медного купороса. После чего они дожидались пока клубни не покроются зеленой плесенью. Глядя на них, едва ли можно было предположить, что выросшие плесени отличаются друг от друга. Потом за дело принималась лаборатория. Среди многих и многих десятков плесеней одна оказалась наиболее злой по отношению к стафилококку. Это и был так необходимый ангарцем грибок. Теперь надо было приготовить из него лекарственное вещество пенициллин. Используя и видоизменяя предложение коллег, Дарья с группой получила наконец активный пенициллин. Теперь предстояло провести его испытание и наладить его массовое получение. Два часа спустя полдень Радык доложил Соколову о полной готовности охранной сигнализации к работе и князь, захватив Матусевича, Соляева, Кабаржицкого и Новикова, направился к северным воротам. За воротами было огромное поле, предназначавшееся на следующий год под посадку картофеля, а далее у него уже начинался лес. Радык и Сергеенко стояли несколько в стороне от остальных, беседуя друг с другом. Вообще, после того, как на Ангаре появился соотечественник Матусевича, Радык редко оставлял его без своей компании. По всему выходило, что наука Руси шагнула несколько дальше, чем наука РФ, тем более у нее в мире Сергеенко не было того колоссального оттока грамотных специалистов и подающих надежды студентов, а тем более такого погрома, как и в мире Радыка. В Руси, наоборот, перекупали специалистов из других стран, вывозя их в научные городки вместе с семьями вплоть до домашних питомцев. Люди Сергеенко, физик Вадим и инженер Савба ловко подвешивали последние метры провода на стеклянных изоляторах между двух деревьев. Остальные настраивали и тестировали аппаратуру на пушке леса. Я не думаю, что следует много говорить, начал Сергеенко, поприветствовав подошедших к ним Соколова и его товарищей. Тем более, что это демонстрация для нашего начальника, а результаты наших тестов имеют значение лишь для нас, добавил Радок. Могу лишь сообщить, что нами разработана периметровая охранная сигнализация, функционирующая на принципе емкостного реле. Сергеенко, поигрывая брелоком, внимательно посмотрел на Соколова и, не дождавшись реакции, продолжил. Для изготовления электронной части аппаратуры была использована электроника, извлеченная из одного из разведывательных роботов, вами очень предусмотрительно законсервированных. «Источник питания», кинул Соколов. «Мы сейчас используем слабенький кислотный аккумулятор, изготовленный нашими химиками, а штатная система питается от генератора с гидроприводом», ответил Радок. «В качестве генератора мы использовали один из четырех двигателей, того же робота, просто пришлось его немного доработать, но это мелочи», добавил Сергеенко. На самом деле не это являлось достижением. Использовать готовые микросхемы, резисторы и прочие достижения двадцатого века может любой маломальский грамотный инженер. Ну, а настоящим достижением являлась разработка группой физиков под непосредственным руководством профессора Радека технологии волочения медного провода. «Ну, что, как вы там, готовы?» крикнул Радек Вадиму. Тот, оправляясь после того, как спрыгнул с лестницы, энергично кивнул, показал большой палец руки. «Начинайте», приказал Радек своим людям. Николай Валентинович кивнул Соколову, сигнализируя о готовности системы к работе. «Давай», крикнул Матусевич Соляеву, который теперь несколько неуверенно приближался к периметру. При приближении на расстоянии примерно в полметра почти все присутствующие вздрогнули. Из аппаратуры, расставленной на примятой пластиковым листом траве, раздался так давно неслышанный прерывистый писк зуммера сотового телефона. «А как система отреагирует все-таки на ползущего человека?» спросил Кабаржицкий. «Это мы уже обсуждали. Володя», ответил за профессуру Соколов. «Насколько я убедился, система рабочая. Сейчас проведем тесты с ползающими статистами. Хотя я не думаю, что кто-то из современников нашего воеводы будет настолько чудной, что станет ползать, приближаясь к стенам нашего поселка». «Ой, Вячеслав Андреевич, чудников тут навалом, не меньше, чем у нас», хохотнул Ренат. «Возьмите того же Усольцева». Тут уж и Соколов заулыбался. Ангарский атаман и правда, находясь под чарами Марины, долго ходил вокруг да около, вздыхал и грустил. Оказалось, бедняга сильно опасался того, что Марина его засмеет и прогонит. «Расскажи он напрямую ей о своих проблемах, ведь фамилия Марины Бельская была настолько недосягаема для Кузьмы Фролыча, крестьянского сына, что даже такой мужчина, как у Сольцев, стеснялся подходить к ней ближе, чем на пару шагов». Роты Бельских, Ярославских, Рюриковичей на Руси был хорошо известен, а коль тут на Ангаре отыскался и князь Рюрикович, а чего и княжне не появиться? Однако Марина сама позже приблизила его к себе, не отрицая правда своего княжеского происхождения, о чем ей посоветовал Соколов. Пускай, мол, легенды гуляют. «Ну, давай, Ренат, теперь тест с ползущим объектом проведем», улыбнувшись, предложил Соляеву Соколов. «Нет, товарищ господин князь, это идея Владимира, вот он пущай и ползает на пузе, и швана отъел. У меня форма последняя, не стану мараться, тем более я старше его по званию, тепереча». Устроил целый фонтан эмоций Ренат. Он отвечал, используя манеру речи, свойственную Сольцеву, подшутить над которым Соляев всегда был не прочь. Смотря за его экспрессией, Соколов и Радок похватались за животы, даже Матусевич заулыбался. «Хорошо, Ренат, давай готовь бойцов для стрельбы, у тебя пара часов максимум», приказал Соколов и обратился к Матусевичу. «Игорь, ты со своими ребятами можешь устроить такие показательные выступления спецназа, от которых у воеводы челюсть отвалится». «Конечно, Вячеслав Андреевич, ну а если она не отвалится, то мы найдем, чем ее отвалить», бодро ответил майор, снова улыбнувшись. «Второй раз прогресс», отметил Вячеслав. тем временем, Ренат подмигнув опешившему Кабаржицкому, поспешил в поселок. «Володя, а ты иди с Ренатом, распорядись насчет мишеней в человеческий рост». Поселок Белореченский Некоторое время спустя Василий Беклемишев Янисейский воевода «Вот уже я покажу им, у царя Бог даст войску, упрошу, посмотрим, кто кому будет рот закрывать». Воевода все продолжал кипятиться. Василий Михайлович, да не, что царь даст войско тебе хокстись, не бывать такому. Многие полки на Белогородской черте до сих пор да баю-таляхи со своими договор ученили. Государство наше да веру нашу истину православную изничтожить желают. Да что говорит, да ты сие лучше меня ведать должен, говорилось и постепенно распаляясь, доказывая воеводе очевидно. Но Беклемишеву по всей видимости вожжа под хвост попала. Так он обиду ангарским князям нанесенную забывать не желал. Да и Рюриков ли он потомок? спросил в никуда, даже не глядя на своего сотника Василий. А не, что я ведаю, про Зак сокола на руке и воины отпечатан, я говорил тебе, воевода, а Рюриков их потомков и сейчас при романовском троне обретаются немало. Беклемишев согласился, уточнив, что день не в силе они сейчас, стало быть, и боярину, царем на ангару реку посланному, неча рот затыкать. А помнишь ли ты, что давеча говорил князю, будто дружбу с ним желаешь учинить, а сам угрожать начал ему смертью, да семье его грозил, мудро ли это? По учащим тоном заговорил сотник. Сызнова, сопротив воеводы своего пасть, раззывая шпяст, сейм уязвленный Беклемишев замахнул цановости по кулакам. Тот привычно отшатнувшись, едва не влетел плечом в косяк дверного проема. Быть сотник убитым, да в дверь тут же коротко постучали. Отвори дверь, Осип, смягчившимся голосом приказал воевода. Сотник потянул на себя дверь, и на пороге возник давешний человек князя, что сидел напротив Осипа. Капитан Владимир Кабаржицкий представил сангарец. Чего надобно, капитан, хмуро осведомился Бехлемишев. Переговоры ученены на завтрашний день, так ли? Истинно так, Василий Михайлович. Токма, князь наш Вячеслав Андреевич, просит вас прибыть на смотр войска поселкового, да на учебные стрельбы из мушкетов. Благодарствую за приглашение, да не здоровится мне что-то, ответил воевода. Как жаль, но ничего, сейчас прибудут наши лекари и вас обязательно вылечат. А переговоры мы отложим на следующую седмицу, дабы ты, воевода, поправил здоровечко свое, дорогое. Умельным тоном невозмутимо ответствовал Кабаржицкий. Воевода, несколько опешив, буркнул, что, дескать, вовсе он и не болен, и в скорости выйдет на двор, и капитан проводит его до места. Тем временем Соляев и Новиков выстраивали своих людей, объясняя еще раз очередность действий и маневров для каждого отряда. В некотором отдалении перед небольшим холмом опушки леса были выстроены с пару десятков мишеней, довольно упрощенно выполненных в масштабе, чуть превышающим человеческий рост. Воевода, выйдя из-за ворота строго, тотчас обомлел. Чуть далее по полю ровными рядами стояло по меньшей мере пятьдесят человек, из которых десятка два местные туземцы. Присутствующий тут же конясть Вячеслав приглашал его воеводу в одновес, над которым развивалось бело-зеленое полотнище с голубым крестом и с тем же знаком сокола в центре полотнища, что красовалось у князя на руке. Бехлемишев обильно потея на вовсю палящем солнце, тем не менее, не снимал своего кафтана и подбитые мехом шапки, сев удобное кресло, воевода время от времени поглядывал на князя. Тот был в свободной ледяной рубахе с закатанными рукавами и белой шапчонке странного вида с долинным и широким козырьком. — Вы бы сняли кафтан? Жарко же, Василий Михайлович! — воскликнул князь, наливая Бехлемишев ягодный морс и гивая на енисейского сотника. — Экапоганец! — ругнулся воевода, сидящий на стульчике осип, давно скинул свой кафтан и сейчас безмятежно сидел в рубахе, лениво отмахиваясь от редких жужжащих насекомых. — Я видел, что у вас достаточно мушкетов, князь, и как они стреляют, я тоже ведаю, чайне темный крестьянишка какой. — Вы видели мушкеты московские да немецкие, а ангарских мушкетов в деле вы доселе не видали. Вот и увидите. Начинайте! — выкрикнул Соколов, ждущему команды Ренату. — Князь и воевода сидели так, чтобы им был виден процесс стрельбы. Первый десяток скорым шагом вышел на рубеж стрельбы и, по команде, меняя положение тела, расстрелял по три патрона из каждого положения, стоя с колена и лежа. Все это заняло не более пары минут. Затем второй десяток принялся спор бить по мишеням. После третьего десятка мишени заменили на новые. Два последних десятка тунгусы также не подвели, бодрый, четко обращаясь с оружием и одновременно выполняя команды по стрельбе. Стреляющие десятки воинов столь ловко и быстро сменяли друг друга, что, казалось, на воображаемого противника накатывался огневой вал, неотворотимый и уничтожающий все живое на своем пути. Беклемишев лишь на мгновение представил себе, чтобы стало быть супротив ангарцев стрелецкие полки и тут же похолодел. Коня, Сечаслав Андреевич, а на сколько сажен мушкеты ваши в пуле силу бойную имеют? Сажен это сколько, Владимир? Задачу нас просил Кабаржицкого Соколов. Два с небольшим метра, быстро ответил тот. Мушкет наш прицельно бьет на триста сажен, а в бойную сила сохраняется на все пять сотен, а то и шестьсот, Василий Михайлович. «Эдак что же, можно все войско повыбить, покуда оно к вам подходить издалече еще будет», воскликнул воеводок. «Да, это можно сделать легко, не хотите ли пострелять?» Столикой ехидства Соколов, взяв у одного из позанных к навесу тунгусов ружье, предложил его воеводе. Тот сидел, вжавшись в кресло и, надев каменную маску, лишь высоко вздымающаяся грудь выдавала в нем великое напряжение. «Кабы нам столь скорострельные мушкеты заиметь, то мы», прохрипел Беклемишев, «А у нас еще есть и скорострельные пушки с доброй точностью попадания заряда. Хотите потом подивиться?» вежливо поинтересовался Кабаржицкий. «Господи, ангарское княжество и правда сметет острожные стены не только Яничейска, но и самого Тобольска», ужаснулся Беклемишев. А между тем за ружье цепко схватился Осип с горящими глазами осматривая диковинку. Ренат объяснял сотнику, как функционирует механизм ружья и показывал процесс заряжания. Вскоре сотник уже палил из мушкета, каждый выстрел сопровождает гиконем. Беклемишев смотрел на него первое время со злобой, но вскоре, обычно подавив гнев, направленный на самодеятельность Осипа, сам попробовал выстрелить. Получилось довольно неплохо. пуля опущенная воеводой вырвала нехилый кусок из тела мишени. Отлично стреляете, Василий Михайлович, не применил похвалить воеводу Соколов. Воевода уже хотел было улыбнуться и ответиться, дескать, князь и сам не в промах, но вовремя спохватился. Неужели похвалай его лес на мне, недоумевал Беклемишев? Мушкет был настолько прост и удобен в использовании, что Василий Михайлович безумно захотел иметь сам такой же. На Руси прежде не бывало столь скорострельных ружей, да и в немецкой стороне такого не наблюдалось. Лучшие немецкие и итальянские мушкеты, дай бог, выпустят одну пулю, пока ангарцы с десяток настреляют. Беклемишев заметил, что сумки, откуда ангарцы доставали заряды, у всех были полны. Сам процесс заряжания и выстрела пули был на удивление прост. Делов-то отвел рычаг, сунул заряд, закрыл рычагом обратно к казну, прицелился до стреляй, и гильза, как ее называют ангарцы, сбоку выпадает. Потом ее сызново снарядить можно. Не то, что у нас, и мушкетов малый, и пороху вообще, кот наплакал, сокрушался воевода. Ради такого мушкета можно было и обиду, нанесенную ему князем, стерпеть. А то и на стол жесткий усадил, да еще и вместо обеда обильного, как на Руси полагается, при переговорах какие-то ягодки с орешками выставил, да где-то видано. Даже голопузы стяки то лучше на стол гостям подают, а тут обида и есть. Соколов же сразу заметил загоревшиеся жадным блеском глаза енисейца. И этот, как бикетов, на ружье запал, отметил Вячеслав. Теперь речо ясно мне, а че у вас нет ни копий, ни сабель, ни к чему они, вашим воинам, размышлял енисеец. Дело мы, сабли и копия, ножи неплохие, но почти все меняем у тунгусов на шкурки и мясо, на скотинку и птицу, а воинам копия без надобности, верно сказано, штык на мушкете есть, его и хватает, но нож добрый у каждого воина имеется. Беклемишев несколько минут сидел молча, обдумывая, видимо, положение свое неловкое. Наконец он поднял глаза на Соклова. Так откуда вы, князь? То, что не с Руси и не с Литвы, то мне ведомо. Нет у нас ни говора вашего зло странного, ни одежи вашей не видал доселе. Люди ваши, князь, мастерства немалого, живете богато без меры, ежеребают каждый, раз последний крестьянишка, печь имеет в избе, да полы открытые и теплые. Опять же, помогайте ляхам даже, даете им припасов снятных, инструменты и никаких податей с них требовать не желаете, окромя трудов ихних, для собственного пропитания нужных. взяло странно это князь. Не, что вы, как и мы, хлопы государевы, за пушниной металлами в сибирскую землицу идете? Прибавление к державе своей землице этой емлите? Верно говоришь, воевода Василий Михайлович, отвечал ему Соколов. Так что же? Не мощно мне говорить о том, воевода. Нет промеж нас дружбы, зол ты на меня, не так ли? Есть, маленько князь, что до дружбы моей то дело наживное, но ведомо мне, ты с убивцем прежнего воеводы, светлого князя Шаховского, Петрушка Бекетовым, дружбу немалую водишь. Откуда сведения такие точные? Из ваших плененных казачков только мы четверо избежали, до двух мы поймали, одного на реке, второго в тайге. Не что, те двое добрались? — Добрались, князь, кивал Беклемишев. Про ангарский городок они рассказали мне, немало. Ну, что же, шила в мешке не утаишь, воевода. Кстати, сразу скажу, коли кто из моих людей пропадет, то искать их приду я к тебе в Енисейск с пушками на лодьях, ясно сие. Про Бекетова скажу поздно. Муж сей из застойнейших не читал воеводе, что хотел его под крамолу подвесить. А сейчас, Петр Иванович, по ходу новому готовится. Надежа на него первостатейная. Воевода пожевал усы, не нашедший что ответить. Ну, да ладно, не грузись, воевода. Беклемишев удивленно поднял брови. Соколов понял, что брякнул, вовсе не современное. Я говорю, не держи камня на сердце. Посмотри-ка теперь на бойцов наших. Люди Матусевича выходили на площадку, образованную рассевшимися стрелками, образовавшими небольшой периметр и с интересом ожидавшими, что им покажут спецназовцы. Те начали с разуминки, синхронной, четко выполняя упражнения. Затем, разбившись на пары, они показали приемы борьбы и рукопашного боя, галькали руки, ноги, подсечки, захваты и болевые приемы. Как отметил Соляев, на боевое самбо это похоже не было. Многое из демонстрируемой техники было взято из восточных единоборств, немало и славянского стиля, казачьего боя, сборная солянка, но унифицированная, легко переходящая из одного состояния в другое, зависящая от обстоятельств схватки. Соляев хмыкнул, заметив припасенные ими кирпичи и доски, если уж чего ломать головой или кулаком, так и их родимых. А ну, Осип, ты на кулачках венесейско-равных не имеешь, а спробуй забрать этих многовертов, раздался голос воеводы, когда бойцы Матусевича приготовились было ломать кирпичи. Клянь, Вячеслав Андреевич, дозволи сотнику моему с твоим воином силушкой потягаться. Соколов ожидал этого вопроса и, подозвав Матусевича, сказал ему тихонько, Игорь, выбери бойца помельче, но, чтобы гарантированно валил высотника. Да у меня любой, троих таких уложат. Вячеслав Андреевич, это ж волки, улыбнулся Матусевич. Осип, между тем, уже ожидал своего противника, разминая руки и плечи, рубаху он уже скинул. Не посрами ее, не сесть, Осип, выкрикнул Беклемишев. Сотник, расставив ноги и, упершись кулаками в бока, ожидал, пока невысокий воин ангарец подойдет к нему поближе. А не, чтобы крупнее поединщика не нашлось, насмешливо проговорил Осип. Однако, став сближаться с ним, сотник сбросил напускное пренебрежение к противнику и набычился, выставив вперед длинные руки с пудовыми кулаками. Не успев сделать первый удар, Осип оказался на земле. Ничего не понимая, он потряс головой, словно не веря в произошедшее. Словно прогонав морок, сотник союзного встал против ангарца, скачив на ноги. И, снова не сумев достать противника, Осип оказался на земле, на сей раз с оханием плюхнувшись на живот. Не на шутку рассердившись, в первую очередь на себя сотник взрывел и бросился на ангарца. Стараясь его достать своими ручищами, сотник пропустил сильный удар в лоб, нанесенный ногой противника. Затем зубы лязгнули от кулака ангарца и из глаз посыпались искры. Тут же, пропустив откуда-то сбоку зашедшего поединщика, Осип завалился на колени и, почувствов сильнейшую боль в руке, припал к земле влекомый малым усилим ангарца. Минуту спустя охающий Осип с помощью недавнего противника еще одного ангарца шел к своему креслу. Усадив его ангарцу похлопали сотника по плечам «Ничего, кости-то целы». Финальный аккорд спецназовцев в виде ломания досок и кирпичей прошел на ура. Беклемешев хотел заставить Осипа повторить действия ангарцев, но разбивать кирпичи кулаками Осип отказался на отрез. «Ай да купаться на пляж, мужики!» — раздался зычный голос Рената, когда спецназовцы закончили свое выступление, прибрав за собой обломки расколоченных кирпичей. Гудящая толпа потянулась на реку, то и дело взрываясь смехом и шутливыми выкриками. За ангарцами на реку поплес и сотник, не обращая внимания на окрик Беклемешева. «Ну, как вам мои воины, Люба?» с улыбкой спросил енисейца Соколов. «Вячеслав Андреевич, князь, верните мне ту грамотку, что я вам по ошибке моей вручил. Лжа там сказана в токму для того, чтобы землицу вашу под Енисейск подвесить. То моя грамота от царя даденная есть и иная грамотка», с короговоркой заговорил Беклемешев. «Что же так?» участливо спросил Соколов. «Вижу, я никак не мощно мне тягаться с тобой, конясь», сокрушенно ответил енисейц. «Вот именно, посему я предлагаю старую обиду забыть, да дружбу промеж нами завесть. С тобой и вам, и нам прибыток будет. А уж я, с кем дружбу имею, не обижу вовек, да все сделаю так, чтобы дела у нас шли, добрые, да с выгодой немалой», доверительно говорил воеводе Вячеслав, чем заставил его проникнуться моментом. «О чем надо крепко договориться, Вячеслав Андреевич?» негромко отвечал Беклемешев. «Есть контакт», удовлетворенно отметил Соколов. Веранда дома Соколова Некоторое время спустя «Вот оно что! Надо б на был итог мо дружбе разговор завесть!» Беклемешев хмыкнул, оглядывая длинный составной стол, ломящийся от выставленных на нем яств. Дымились горки вареные, вздобренные массом каши в керамических плошках, покрытых незатейливым узором, исходили густым ароматом наваристые щи. Пышущее жаром мясо неровными кусками было навалено по мискам. «Кстати, попробуйте картошку, воевода!» Соколов подвинул поближе к енисейцу широкое блюдо с жареным картофелем, луком, грибами и мелко нарезанным мясом. Затем Вячеслав сам наложил воеводе полную тарелку и, улыбаясь, стал наблюдать за ним. «Ну как?» «Душевно!» Вячеслав Андреевич проговорил воеводу умина картошку. «А я вам мешок сыплю для ваших огородников!» предложил Соколов, видя, что блюдо ему действительно понравилось. «Благодар, свою князь! А что, хмельного сызного ничего нету? Нечто для этого еще чего-то соблюсти надо?» «Василий Михайлович, вы на больную мозоль сильно не давите. Князь наш вместе с главным боярином учудили, то есть учинили, короче, запретили это дело. Ничего хмельного в ангарском княжестве нет и не предвидится, и табаку тоже не будет». Соляев с показушно огорченным видом развел руки. «Так задым опускание бесовское, у нас на Руси ноздри рвут, а уж хмельного для сугреба веселья запрещать не удумали», воскликнул боевода. «Ну, может, потом, Вячеслав Андреевич, хоть медовуху позволит», подбегнулся к логу Ренат. «Может быть, но потом, а то у нас тут не так давно кое-кто пытался аквавит угнать». «И как получилось, поэло фрясское?» с интересом спросил Беклемишев. «Не очень. Мужички наши чуть богу душу не отдали, а как поправились, так по пятнадцать плетей перед товарищами и получили», серьезным тором ответил Соколов и, заметив понимающие выражения лица воеводы, добавил, «А давайте сменим тему. Вот тебе воевода ружье наше понравилось, верно ли?» Беклемишев чуть не подавился куском мяса, «Ведь если князь сам сказал о том, что Енисейцу понравилось ружье, быть подарку, иначе и быть не может». Воевода разом захмелев от радости выпалил, «Зело понравился мушкет, кабы у меня был такой». И тут Василий поперхнулся своими словами, «Бекетов молнией сверкнуло в него в голове, погоди, княжа, а что ежели ты с меня зато будешь службу какую требовать? Как из Бекетова, вона службешку затребовал?» нахмурился воеводок. «Нет, Василий, не стребую из тебя ничего». А Бекетов потому пришел, что обвинил его прежний воевод и Енисейский в измене. «Ну, коли ничего, то добро дело». «А хотя нет, стребую», Соколов наклонился к столу. «Чего же?» деловым тоном спросил воевода, подвигая к себе лохань со щами. «Стребую, чтобы вражды промеж нами с тобой не было впредь. Не люблю я, когда славяне друг другу глотки рвут. Надоело». «Так славяне испокон веков друг другу глотки рвали, нечто не так», наколол кусок мяса Василий. «От тобой беды на Руси что нет единства». «Посему ляхи крымчаки да свеер родину нашей терзают», воскликнул Соколов. «Эхо, твои слова да князям былым в уши», сказал воевода. И после некоторой паузы осторожно добавил. «Погоди, а у тебя мыслишка какая? Не хочешь ли новую смуту на Руси учинить отеда? К трону московскому не примериваешься ли?» На открытой веранде повисла гробовая тишина. Осип неловко уронил ложку да так, что набрякнулся об пол. На внезапный шум все разом повернули головы кроме воеводы, который не мигая смотрел на Соколова. «Василий Михайлович, не что ты во мне дырку проделать желаешь?» усмехнулся Вячеслав. «Нет, не желаю я трона московского, уж больно далеко до него, а уж смуты новой подавно не желаю, не что я ирод какой, отсюда мы никуда не уйдем. Да понял ли ты меня воевода, не молчи? Извиняй, ежели обидел словом дерзким князь, понял я тебя». Раскрасневшийся воевода неуклюже встал с лавки и потопал к Вячеславу. Войдя стол, Василий обнял его, показывая тем самым свою к нему расположенность. А после обеда Соколов показал Беклемишеву кузницу станочный литейный цеха. В кузнице, смежной с литейным цехом, было привычно жарко и душно. Немного полюбовавшись на деловитую работу кузнецов и литейщиков, которые не обращали на гостей ровно никакого внимания, воевода прошел далее. Он, казалось, даже не заметил, как мастера сковывали намотанный на пруд лист стали, закругляли его молоточком и сваривали в горне. Вот и готов ствол. На встаночном цехе Беклемишев с изумлением возрылся на ряд из четырех токарных станков. На этих станках вращение изделия осуществлялось от трансмиссионного привода, а суппорт с режущим инструментом перемещался при помощи ходового винта. Работа на них не прекращалась, лишь заменялись часто выходящие из строя резцы. Однако со временем, получая все лучший металл, качество инструмента лишь увеличивалось, что отражалось на их работоспособности и производственном долголетии. Соколов с умело спрятанной гордостью заявил и Енисеицу, что это уже устаревшие станки. Новые же скоро будут собираться, дело лишь за лучшим по качеству металлом. Следующим будет токарный станок со ступенчатым шкивом и перебором. Станины же к ним уже отлиты. двоевода машинально покивал, нисколько не поняв, что вообще сказал князь. Единственное, что он усвоил, что стволы мушкетов ангарцы делают настолько запросто, что им ничего не стоит вооружить всех своих людей. Это добавило еще больше уверенности в том, что, приехав к царю с докладом о состоянии дел на далекой окраине государства московского, следует всячески убеждать его о дружбе с ангарским княжеством, а тем паче развитии торговли с ангарцами. Прибыть только набурят и им, знамо дело, думал Василий. Результатом показанных Соколовым достижений ангарского княжества явился разговор князя с воеводой с глазу на глаз, без свидетелей. Воевода поклялся не замысливать ничего дурного против Вячеслава, да убедить в этом же царя московского. По достижении же официального признания Москвой Ангарска последует устройство торговли. Вячеслав обязался поставлять товары Москве по ценам ниже на порядке, чем на аналогичные товары, приходящие на Русси из Европы. А потом можно будет подумать о продаже мушкетов воевода. А пока у тебя одного такой будет. Соколов передал сияющему енисейцу ружье, именуемое им мушкетом в кожаном чехле. Патроны в количестве пятидесяти штук лежали в подсумке, там же прихваченный ремешками был и штык в деревянных ножнах. ангара крепость Владиангарск ноябрь 7143 года 1635 Сегодня в крепость была завезена партия новых патронов и боеприпасов для пушек. Заряды были улучшенными, гораздо буремощными, чем прежде. Это стало возможно благодаря тому, что в процесс производства включили каменные уголи нефть. Добыча угля была начата в середине лета. Геологам было хорошо известно о месторождении под современным Черемхово. Там уголь добывался открытым карьерным способом, поэтому начиная добычу стало возможно с выходящих на поверхность пластов. Сейчас там над Ильей Тунгусом и его людьми верховодило несколько человек и специалистов, ставивших добычу на поток, насколько были способны туземцы. Отвлекать россиян на это было невозможно, а попросту и некого. Нефть же была открыта совершенно случайно. При обустройстве иркутского поселения купающиеся в Ангаре двое бывших грузчиков с новой земли заметили друг на друге радужные маслянистые разводы. Как оказалось, выше по реке имеет место природный выход нефти. Оборудовав приемник черного золота, в результате регулярных выбросов жидкости по консистенции напоминавшей мазут, в день в среднем получали 700-800 граммов нефти. На Байкале существуют выходы нефти, но они большей частью подводны, заметил профессор Сергеенко по этому поводу. Деджегодно с дна Байкала в воды озера поступают около четырех тонн нефти. Эта нефть поглощается живущими на Байкале микроорганизмами, она не распространяется по озеру, и другим обитателям глубочайшего пресного водоема они сильно мешают. Благодаря трем караванам поморов резко улучшилась демографическая ситуация ангарского княжества, пусть и немного уменьшилась его казна пушная и золотая. В целом Заколов отметил, что оплата Кузьмину Микуличу и Беломорцам на общем состоянии казны не сказалось. Дюжина казаков во главе с Матвеем под присмотром четырех морпехов, оставленных Бекетовым на месте золотодобычи, привезла столько золота, что челюсть отвисла даже у флегматичного радака. Оказалось, что золото в районе Витима лежало буквально под ногами, стоило лишь снять верхний слой мха, и вот вам золотые россыпи. Зато в княжество было привлечено 726 человек, даже несколько поморов, следуя примеру Вигаря и его свояка, решили на следующий приезд остаться на Байкале. К тому же количество крестьян постоянно росло, они не знали о контрацепции и абортах, им дети не служили головной болью или препятствием бегу по карьерной лестнице, да и подольше погулять и поразвлечься, им было просто некогда. Эти люди, считая детей Божьим даром и подспорьем в работе, просто растили столько их, сколько Бог им даст. А с учетом того, что детская смертность была сведена практически к нулю титанической работы по профилактике заболеваний и общей гигиене Дарьей и ее коллегами, прирост населения был высоким. Плюс к этому отсутствовала обычно на Руси смертность крестьян от голода, войн, набегов или болезней. Соколов на встрече со старостами всех поселений, включая польско-литовского, сказал им прямо «Все, что от них сейчас нужно, это не подати, барщина и прочие прелести феодачины, а дети. И чем больше, тем лучше». По словам Соколова, княжество помогать будет каждой семье. Постоянно растущие поголовье коз, овец, свиней, оленей, а теперь еще и коров, привозимых вигарем телятами с того берега Байкала, позволяло это сделать. Земли обрабатываемой крестьянами дозволялось брать столько, сколько они смогли обработать. Тут и вручала их обычная многодетность. Основная проблема была связана со вспашкой. Олени, прижженные в плуг, были слишком норовистые, упрямые, то и дело вставали на дыбы, взбрыгивали передними ногами, а то и просто ложились на землю. И крестьяне, и тунгусы понукали их, гладили, ласково уговаривая, но лишь малая часть их была способна работать с плугом или бараной. В этом смысле коровы были куда работоспособней, но проблема была в одном, пока их было очень мало, всего 16 голов на все поселки. Конечно, привычно было бы видеть за плугом лошадь, но наличие монных ангарцы похвастать не могли. Имелось лишь семь коней у казаков, но все они были необходимы для патрулирования берегов ангары. Лишь у крестьян у Васильева имелось шесть жеребят, вымененных у бурят. Переселенцы явно были довольны своей судьбой, они были освобождены от всех видов тягла, за исключением третьей части урожая, обязательной школы для детей и зимнего обучения воинскому делу юноши и мужиков, когда у крестьян появлялось свободное от работ время. Россияне же, пришедшие в этот мир гостями, имели по три ребенка максимум, у некоторых было по четверо, сказывался еще менталитет людей будущего. Итого выходило, что княжество ангарское располагало на конец 1635 года чуть более чем полутора тысячным населением, включая до трех сотен местных тунгусов и бурят, большей частью в виде жен, живущих в поселках. Всего поселков насчитывалось уже десять, из них две крепости, Удинская крепость, потерявшая значение форпоста, потеряла и в населении. Почти две трети ее состава было переведено во Владиангарск. В Удинске начальником остался Карпинский, прозведенный в капитаны. Литвинский и Лимск был под присмотром владиангарцев майора Петренко. Соколов на следующий год запланировал свой переезд в Ангарск, который с того момента становился бы столицей Ангарии. В Белореченском же оставался начальником капитан Новиков, его люди опекали и у Солья. Иркутское поселение находилось под опекой форта и села Васильево, где командовал капитан Васильев, очень гордясь поселением имени себя. В Новоземельске все так же начальствовал Смирнов, готовя покающий сержанта Васина к Амуру. Ставший капитаном Зайцев, командовал фортом Баргузина, единственным пока населенным пунктом на восточном берегу Байкала. Там же находился и Сазонов, который должен был возглавить экспедицию к Амуру, чтобы получить выход к океану для Ангарии. Царство Московское, Полоцк, лето 7143 года, 1635. Над Полотой, неспешно несущей воды навстречу с сестрицей Двиною, привычно зенела мошкара и уже принимали за ежевечерний концерт лягушки. Багровое солнце клонилось к закату, играя на воде последними бликами света. Стихали звуки продолжающегося второй год ремонта укреплений города. Новый воевода решил максимально улучшить обороноспособность твердыни. Московитам не хотелось отдавать город так же легко, как они его получили. На стенах древнего города занимала места вечерняя смена, провожая мастеровых, что после трудового дня уже предвкушали сытный ужин. Стрелец из гарнизона в Алакжане Анфим Бейков, оправляя доспех, поднимался на стену нижнего замка. «Анфим, глянько!» посмеиваясь, окликнул его Степан, приставив пищаль к зубцу стены. «Эка, чудной мульничонка!» Анфим, упёрся с обеими руками в гребень стены, на кобыле крестьянина, что приближался со стороны заполотья. Мужичок подскакал к воротам замка, вертя головой. «Случилось чего?» «Вона, башкой вертит!» «Да нас дело есть, стало быть!» хмуро проговорил Анфим. «Ляхи!» «Войско Верико от Полюдовича идёт!» еле донеслось до стен. Внизу уже отворяли ворота, а Анфим, гремя кованными сапогами по каменным ступеням, спускался во двор замка. Как старший ночной охраны, он должен был явиться с докладом к князю Ивану Семёновичу Прозоровскому, поэтому, прихватив мужичка, он поспешил к сыну прославленного воеводы Смоленской войны. Глубокой ночью со стен полоцких укреплений можно было увидеть множество костров, горевших в отдалении от города. Королевское войско отдыхало, надеясь завтра начать приготовление к осаде Полоцка. Капитан Соколовский, бывший среди войска, бросал в темноту взгляды, полные еле сдерживаемой радости. Не пристало шляхтичу, якось слабоумному потешаться над слабым противником. На этот раз Польша выставила такое войско, что московиты точно уберутся, не только из Полоцка и Смоленска. Ну и глядишь, в Москву заглянем на огонек, тем паче, что и татары в этот раз полякам порадуют. И я свой позор в Смоленске отомщу. Едва слышно процедился Холовский и впился зубами в куриную ножку. Глава четвертая Герцогство Померания Штеттин Сентябрь 7143 года 1635 В начале сентября король Польши Владислав Штеттине в столице герцогства Помераний негласно встречался со шведским канцлером Акселем Оксеншерна. Этот представитель знатной княжеской фамилии Швеции, генерал-губернатор, а теперь и канцлер королевства, определял шведскую политику с момента гибели короля Густава Адольфа. Жена погибшего шведского короля по всеобщему убеждению высшей значи Швеции управлять королевством не могла. Аксель добился того, чтобы короновали ребенка, а сам в это время по сути правил страной. Оксеншерна весной этого года в Франции после многочасовых переговоров с кардиналом Ришелье праздновал свой успех. На стороне его королевства в войну вступила Франция, порвав все связи с Габсбургами. Теперь грохотавшая в Европе война окончательно потеряла свою религиозную краску, так как и французы, и их противники австрийцы, испанцы, баварцы и прочее были католиками. Отвлекая на себя главные силы врагов Швеции, французы давали Оксеншерне возможность разобраться с поляками. только вступившая в войну Франция, теперь являвшаяся союзником как Швеции, так и Польшей, до этого момента сумела предотвратить назревавшую войну между сторонами по истечению Альтамаркского перемирия. Через год после того, как истек срок перемирия с Польшей, никто не мог поручиться, что Владислав IV, примирившийся с царем Михаилом Федоровичем не попытается отобрать шведскую корону у малолетней Кристины. Оксеншерна, заинтересованный в мире с Польшей, вынужден был пойти на значительные территориальные уступки Речи Посполитой, отказавшись от завоеваний Густава Адольфа в польской Пруссии. И в сентябре при посредничестве французов в лице дипломата Клода Д'Аво, обретавшегося при польском дворе, шведы и поляки заключили новое перемирие в Штумсдорфе. И вот теперь король Польши сам искал встречи с ним, надеясь решить свои проблемы. Что это были за проблемы, канцлер прекрасно знал. Получивши недавно звонкую оплевку от московитов, поляки искали помощи от нового союзника. Начав со взаимных комплиментов, король и канцлер неспеша перешли к сути переговоров. Король Польши Владислав описал возросшую мощь Московии ее притязания на польские коронные земли, намекнув, что после Речи Посполитой Москва непременно обратит свой алчный взор на шведские лены в Ингрии и Карелии. Владислав предложил совместными усилиями в ходе осенней кампании захватить Полоцк и Смоленск польскими силами, а Новгород и Архангельск силами шведскими, тем самым вынудить царя Михаила к тяжелому для него миру. «Несомненно, что в русских мы имеем неверного, но вместе с тем могучего соседа, которому из-за его врожденных, всосанных с малкоматери коварства и лживости нельзя верить», обстоятельно проговорил Оксеншерна. «Но который вследствие своего могущества страшен не только нам, но и многим своим соседям, как мы это очень хорошо помним», быстро добавил Владислав. «Но», продолжил канцлер, «сейчас шведские войска находятся в Европе, на московских окраинах наших солдат нет, лишь гарнизоны крепостей да местное ополчение». «Канцлер», умело изображая искреннюю обиду, воскликнул Владислав, «Да многого от вас и не потребуется, необходимо лишь обозначить ваши намерения, дабы отвлечь силы московитов». «Ваше величество, но вы же не можете дать мне гарантии того, что в ответ на наши маневры московиты не обрушатся на наши окраины, ведь так, а на их месте я бы так и поступил». «Да не забывайте, как мы наживаемся на русском хлебе». «Польша тоже может продавать в Швеции свой хлеб», несколько напрячено произнес Владислав. «Какова будет ваша цена? Русские просят по пять-шесть рейхсталлеров, вы можете давать такую цену». Аксель прищурился, внимательно ожидая ответа короля. Владислав понял, что произнес речне. «Вы же перепродаете хлеб в Амстердаме по семьдесят пять рейхсталлеров, выгода все равно будет велика», попытался убедить канцлера король. «Но и разница цены велика, а Швеции нужно золото, и чем больше, тем лучше, русские дают лучшие цены». «Вот упрямая сел», мельком подумал Владислав. «Что же, вы, канцлер, весьма мудро заботитесь о выгодах своей торговли», кивая согласился с оксеншерной король. «Как и вы заботитесь о благополучии Польши, ваше величество», ответил взаимностью Аксель. «Вы отказываетесь помочь Польше в борьбе с Московией?» канцлер неожиданно сбросил маску благодушие поляк. «Да, ваше величество, в нашем положении это невозможно. Хотя я и поддерживаю ваше желание поквитаться с московитами, поддержать вас войсками я не могу. Хотя, помедлил Оксеншерна, что вы имеете в виду?» ухватился за соломинку король. «Если вы поможете Швеции в Европе, скажем, в борьбе с Данией, но не сейчас, а позже, когда мы одержим победу над имперцами. Польша сможет расправиться с Московьей и одна!» сверкнул глазами Владислав. Оксеншерна удивленно приподнял одну бровь. «Я заплатил татарам и полковникам разбойных казаков, они помогут нам», пояснил король. Незадолго до этой встречи, умело использовав гордыню польских магнатов, Владислав получил на руки немалую сумму, которую он потратил на то, чтобы нанять в Венгрии и германских землях солдат, правда, изрядно подорожавших в связи с бушующей в Европе войной. Однажды, получив оплеуху под Смоленском, Владислав хотел раз и навсегда решить проблему в Москве, а именно сделать то, что не смогли его предшественники и он сам ранее, посадить в Москве на трон нужного человека, а лучше всего себя самого. «Все же, предлагаю вам не спешить и подождать, вместе мы сможем больше», убежденно воскликнул канцлер Швеции. Владислав упрямо покачал головой. И вот польская армия и более мелкие отряды подступили к отнятым Москвой в Речи Посполитой два года назад городам. Царство Московское Полоцк Сентябрь 7143 года 1635 Полоцк сопротивлялся армии Владислава почти неделю. На седьмой день поляки, прорвавшись через пролом в стене верхнего замка, в короткой и кровавой схватке уничтожили русский гарнизон. В бою погиб и сын воеводы Прозоровского Иван Семенович, который возглавлял группу стрельцов, пытающихся прорубить себе дорогу из крепости. Несмотря на отчаянный удаль и поначалу сопутствующую смельчакам удачу, Прозоровского остановили у самых ворот замка, подняв на копьях. Лишь несколько стрельцов сумели спастись из верхнего замка, среди них и волокжанин Онфим Быков, сумевший в вечернем сумраке спрятаться на берегу полоты под раскидистой ивой. Наутро Онфим, сбросив стрелецкий кафтан, решил пробираться к дому в Вологодске Весей. Там, помнил он, позапрошлым летом людишки баяли, что, где можно было с семейством своим по Суденному морю отправиться в далекую землю, где течет великая река из великого озера выходящее, где земля родит обильные хлеба, а крестьянина никто не забежает. Для этого надо было лишь к Белому озеру прийти, да, слово молвить старости Беловуку из Михаловки. Гарнизон упокающего державшего оборону Нижнего замка этой ночью было предложено сдаться и при сохранении своего оружия уйти прочь от Полоцка. Утром стрельцы после нескольких часов раздумий при развернутых знаменах и барбанном боя вышли из своей крепости. Поляки пропустили их до Витебской дороги, где на растянувшуюся колонну с флангов набросились венгерские и немецкие наемники. Атаковавшие обреченных воинов солдаты раскалывали колонну, окружая группы стрельцов, чьи мушкеты, согласно уговору, неснаряженные лежали на телегах, уничтожали Полоцкий гарнизон по частям. Через пару часов все было кончено, добив последних раненых московитов, уцелевшие в сече венгры и немцы приступили к привычному для наемников мародерству. Нанятые за немалые деньги в Европе солдаты срывали спавших персни, кресты и ладонки, подрошили карманы и снимали зерцальные доспехи боярских детей. Считанные единицы стрельцов уцелели в этом побоище, притворившись мертвыми или лежавшие без сознания. Витебск был сдан без боя. Гарнизон заранее извещенное приближение польской армии скорым маршем ушел в Смоленск. Защищать город, где только начали насыпать вал, было бессмысленно. К Смоленску же стекались и более мелкие отряды из окрестных городишек. Только в этом городе можно было выдерживать долгую осаду, ожидая помощи от царя, а то и отбить все попытки взять русский город. Древний многострадальный Смоленск, в очередной раз обложенный врагом со всех сторон, воеводой которого был назначен сам князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Князь Пожарский прилюдно дал клятву не сдавать Смоленск кляхам, да оборонять город до последнего стрельца, ожидая помощи. Из северских земель тоже шли недобрые вести. Польско-запорожские отряды атаковали северские города Стародуб, Почеп, Новгород-Северский, Глухов и Рыльск. К концу первой недели осады Стародуб и Рыльск еще держались, остальные крепости были захвачены врагом. Юго-Восточнее Крымчаки и Казаки атаковали недостроенную еще Белгородскую оборонительную черту, правда, безо всякого успеха, а их отчаянные попытки прорваться на Русь пресекались великим для них уроном. Даже недостроенная до конца черта, состоящая из валов, засек и крепостей, представляла для кочевников непреодолимую преграду. Несмотря на успехи из Каширы, уже шло несколько стрелецких полков на помощь засечникам. Тем временем боевода Прозоровский в Москве собирал рати для выручения Смоленска, ожидая подхода Нижегородских, Казанских и прочих полков и ополчений. Польско-русское порубежье Мстиславль Конец сентября 7143 года 1635 Гетман Калиновский оценивающе смотрел на московские полки, изготовившиеся к обороне, на слоне урочища, которое местные жители называли Телячьим Рвом. Леса и заболочена местность окружали урочища с двух сторон. «Московитам не убежать», отметил Калиновский. Правду сказать, некоторые опасения у поляка вызывали рогатки и составленные в круг повозки, за которыми находились стрельцы. Уж больно хорошо московицы использовали эту защиту, с успехом отбиваясь от врагов. Но сегодня Калиновский был уверен в победе. Его войско больше московицкого раза в три. Да еще полк немецких наемников в резерве. «Нам известно, что московиты стоят тут четвертый день лагерем. Они нас ждут, пан Калиновский», подошел поручик немецких наемников Мартенс. Мартенс. «Вы думаете, они хорошо подготовились поручик? Это ясно, как божий день. Меня смущает лес, окружающий позиции врага. Не приготовили ли они нам какой-нибудь сюрприз? А что они могут приготовить? Еще один полк стрельцов, спрятанных между деревьев. Ваши солдаты их легко перебьют в схватке». Мартенс пожал плечами. «Вашими пушками, пан Калиновский, надо бить по рогаткам, стараясь разбить или поджечь повозки. Тогда основное дело будет за вашими гусарами. Мы же пройдем со железным кулаком, утверждая победу». «Так и будет», кивнул Гетман. Четыремя пушками, что были у поляков, удалось довольно быстро развить несколько повозок. Стрельцы же, поднимая раненых, медленно пятились к склону. Покуда не кончился порох для пушек, Калиновский приказал стрелять по рогаткам, чтобы гусары смогли ворваться в проходы и устроить резню. Удалось и это. В нескольких местах рогатки были разметаны, а московиты тем временем уходили далее, неизредка стреляя по горцующим близ рогаток всадникам. И правду засаду готовят проклятые схизматики. — Позвольте атаковать московитов, пан Калиновский, подскакавшему к Гетману на взмыленном жеребце капитану Качмареку, не терпелось обрушиться на сбившихся в несколько толп стрельцов. — Думаю, нас здесь ждет засада, капитан. Видно, что московиты нас заманивают. Они не могут быть столь тупы. — Могут, пан Гетман, еще как могут. Обнажив ровные белые зубы, весело рассмялся Качмарек. — Мартин, сготовьтесь, пойдете за нами. Гетман, хлестнув коня, решил действовать напрямую. Даже если московитский военачальник и задумал какую-то хитрость, грубый напор панцирных гусар решит исход его хитрости, превратив ее в польскую доблесть. Командовавший двухтысячным отрядом стрельцов московский дворянин Никита Самойлович Бельский от нетерпения дрожал всем телом. Ссонутся ли ляхи за рогатки? От этого зависел исход этого столкновения. Долго им тут не просидеть. Отряд четыре сотни казаков, разделенный надвое, ожидал своего часа, скрытые в лесу, шторост вокруг урочища, в коем расположился отряд Бельского. Там же междеревья был спрятан козырь Никиты Самойловича, восемь пушек, снаряженных картечью. План Бельского был довольно прост. Замарить поляков за рогатки и расстрелять их из пушек, после чего в дело вступят казаки и стрельцы. Идут, идут, окаянные! радостно хлопнул в ладоши Андрей, главный пушкарь отряда Бельского, и побежал к своим ребятам. Пушки, до сих пор скрытые, начинающие желтеть листвой, теперь выкатывали на пушку леса. Сейчас жерла смотрели на группы подходящих назад стрельцов. В этом месте, сожжение в ста от позиции пушкарей, урочище прорезал неглубокий, но обровистый враг, тянущийся полукругом и верхом своим сужающий поляну. Так что, если план Бельского сработать, то поляки сгрудятся тут гурьбой, а тогда восемь картичных выстрелов сделают свою убийственную работу. И вот поляки подались на его уловку. Бельский, оставив коня, кинулся в лес к пушкарям. — Андрей, готовься, идут сукины дети! — крикнул он пушкарю. — Холоди, князь, вижу, спокойно ответил Андрей, примериваясь глазом к каждой пушке. — Иди, не мешай, я сам ведаю, когда стрелять надобно. Никита отступил, нисколько не сердясь на своего пушкаря. От него сейчас зависело все, а князь уследовал лишь обеспечить ему. Неожиданно послышалась возня, лязг железа и вскрик из зарослей низкого кустарника справа от пушек. Там была пара десятков стрельцов и московский боярин Петр Аполев. «Немцы!» — хрипло гаркнул выбежавший из кустов стрелец, прижимающий извеченную руку к груди. «Обошли сволочи!» Бельский побледнел. Вся его затея с пушками превратилась в дурно разыгранную партию, где опытный шулер обставил начинающего игрока. «Взывайте сюда всех! Надо отстоять пушки!» — крик Мубельский. На его крик сбегались стрельцы и некоторые казаки, что были неподалеку, и основная их часть дожидалась условленного сигнала орудийного залпа. Хрустом ломались ветки, разрывая кустарник на пушку, продирались немецкие наемники поляков. Мушкетеры дали слитный залп, отчего упало несколько стрельцов, остальные ринулись в сечу. Поручик Карл Мартинс, согласовав с Калиновским место возможной засады, повел своих людей лесом, забирая правее. Он надеялся выйти в спину предполагаемых московитов. Однако его люди встретили лишь человек двадцать стрельцов, прятавшихся в густом кустарнике. В скоротечной сшибке вырезав этот отряд врага, немцы неожиданно вышли на притаившихся у опушки пушкарей. Ему стало все ясно. Самонадеянный военачальник московитов решил заманить гусар Калиновского на узкое место и смести их к артечью. Неплохой план, подумал Карл, но он не учил опыта наемников, иначе как бы Мартинс воевал уже пятнадцать лет, а на нем лишь несколько царапин. Залп! Семеро солдат разрядили свои мушкеты, остальные бросились на московитов. Убивайте пушкарей к чертовой матери, попил Мартинс. Легко угадав среди московитов их главного, Карл кинулся на него. Молодой парень, явно поставленный командиром, не за военные заслуги, а по чину, неожиданно казался сильным противником. Мартинс, хоть и немного устал, но владел саблей неплохо, по крайней мере, он сам так считал, но и этот упрямый московит, закусив губу, стервенело дрался, не давая Карлу совсем никакого маневра. На лбу противника уже выступила испарина. Такие мелочи замечав сразу, да и движения московита стали чуточку медленнее, тяжелее. Тоже устает, схизоматик, пора заканчивать с ним. Карл позволил себя ступить на шаг и попытался выхватить саксонский пистоль. Что такое? Неожиданно тяжесть пистоля, легшего в ладонь, пропала, а рука дернулась вверх. Карл с изумлением кинул взгляд на руку. Вместо ладони торчал обрубок, посреди которого красовалась розовая косточка с выступившими крупными каплями крови. Снесенная жена прочь кисть с пистолетом валялась под ногами Мартинса. Карл удивленно посмотрел на молодого московита, но тот уже рубанул его сабельным лезвием по лицу. Свет помер в глазах наемника. Проклятая бойня, Мартинс рухнул на колени, и потом навзнич с рассеченным лицом, с которого толчками выплескивалась горячая кровь на сапоги убитого его товарища московита пушкаря. Никита тем временем упокоил еще два немца и ранил еще двоих. Бок обок с ним рубились его стрельцы, умело орудая страшными всечи бердышами. Показались казачьи шапки со стороны кустарника, откуда вышли немцы. Под ножами, братцы, казачки с нами, кричал Бельский. Со стороны поляны доносились мушкетные выстрелы, стрельцы палили в приближающихся поляков. Те, сдерживая коней, медленно приближались к московитам, держась на расстоянии безопасным для них. Пули, летевшие со стороны стрельцов, были не столь опасны. Калиновский ждал, пока на пушке появятся наемники. А вот и они! Марш! Марш! Атакуем! Гусары выкрикивают здравицы деве Марии, устремились в проделанные пушками проходы в укреплениях московитов. Стальная лава устремилась на стрельцов. Андрей, как ты, братец мой? С великой жалостью Никита Самойлович смотрел на своего пушкаря. Тот, кряхтя и прижимая глубокую рану на боку, откуда, не переставая сочилась темная кровь, командовал несколькими чудом уцелевшими пушкарями и стрельцами их заменившими. «Госары скачут, конясь!» закричал стрелец, срывая себя наспех надетое доспехи убитых немцев. Остальные также одевали свои кафтаны. Поляки, купившись на маскарад стрельцов, устремились в атаку. Бельский бросился редколестием к заранее приготовленным позициям стрельцов на склоне урочища. Бородачи напряженно стояли с готовыми к бою пищалями за рогатками, дополнительно выставив и укрепив копья. «Андрей, на тебя лишь надежа!» думал Никита, судорожно сжимая эфеса кровавленной сабли. Конная лава приближалась, стрельцы подобрались, бледные решительные лица с суровыми обреченными взглядами узкого места поляки смешались. «Ну, что же ты, Андрей!» чуть не взвыл Бельский. «Давай же!» вмиг пересохшим горлом засипел конясь. Поляки тем временем стали выбираться из сужения и тут сапушки, находившиеся в десятке другом сажении от пушек в это людское иконное столпотворение полетели раи картечи. Кусочки свинца разрывали тела коней и людей, пробивая латы, вырывая целые куски плоти. Послышался дикий вой расстреливаемых поляков и жалобное конское ржание. Несколько мушкетных выстрелов с позиции пушкарей снова залп пушек. «Братцы, за мной!» зычно крикнул Бельский, увлекая стрельцов. Гиканье и далекий казачий свист заставил сердце Никит сжаться от наклынувшей на него радости. Это была победа, первая его победа. Окруженные смешавшиеся поляки не смогли дать никакого отпора. Пытавшиеся добраться до пушкарей, спешившиеся гусары сметали со склона пушки мушкетными залпами и копьями стрельцов, а налетевшие со спины врагов казаки избивали пытающихся бежать. Как курица в ощипь, последняя мысль промеркнула в голове гетмана Калиновского, прежде чем удачу и казак снес ее ловким ударом сабли. Все было кончено. Умершего пушкаря Бельский похоронил там же, где он испустил дух, до конца командуя стрельбой на светлой опушке леса. Отряд князя, собрав богатые трофеи, уходил по берегу сожи к Ростиславлю, чтобы там, встретившись с другими отрядами, двигаться к обложенному врагом Смоленску. В очередной раз судьба кампании решалась у стен древнего города. Ростиславль оказался занят врагом, как рассказали окрестные крестьяне. Отряд литовского шляхтича Тлецкого пошел в город без всякого приступа. Ночью небольшой стрелецкий гарнизон, убоявшись огромного количества костров, горевших в стане литовского отряда, ушел в сторону Смоленска. А отряд боярской конницы, оказывается, стоял в небольшой деревеньке, к востоку от города. Князь Бельский немедленно послал туда людей, приказав готовить пушки. Всего артиллерией разбить невысокие деревянные стены крепостицы было несложно. Ростиславль Никита обложил со всех сторон, благо городок был мал и большого труда это не составило. Воевода решил не просто взять город, но и уничтожить его гарнизон. Начинаете бить из пушек, дал команду пушкарям Никита. Целью были выбраны проездные ворота с надвратной башней, которая, судя по ее ветхому виду, и так недолго бы простояла. Так и получилось. Уже с третьего удачного попадания ядра одна из дворок ворот с треском провалилась внутрь, разлетевшись на доски, вторая же криво повисла на петлях. Стрельцы шумно восприняли этот успех пушкарей. Бельский, давший отмазку пушкарям, добыть и не тратили покуда ядрой порох, в наступившей тишине услышал тяжелый мерный топ от сотен копыт. Далеко разносившийся по промерзшей земле гул предвещал появление русской панцировной кавалерии. Как выяснилось в разговоре с Дмитрием Щептиным, отряд в три с половиной сотни воинов собирался два месяца в Можайске и Дмитрове. Щептин с радостью согласился влиться в войско князя Нихиты Бельского, чьих хвостя главу стрелецкого гарнизона, бывшего ранее в городе и ушедшего к Смоленску за малодушье. Что же, подкрепление московитов не прошло незамеченным со стен крепости, а постоянные перемещения сотен казаков создавали у числоконницы у осаждающего город противника. После обеда обстрел стен крепостицы возобновился, литовцы, ожидая штурма, пытались заделать брешь в воротах и появившиеся в стенах проломы, но Никита Самойлович не желал немедленного штурма стрельцов своих жалея. А нечего у стен столь жалкой крепостицы головы стрелецкие класть, он и у Смоленска большую пользу окажут, думал князь. Калите к вечеру ядра, приказал пушкарям Никита. В темноте суматохи больше, а войска Литва спробует уйти. Бельский по наступлению темноты произвел в войске некоторые маневры. Так и случилось. Ночью свет, горящий в нескольких местах городской стены и низких башенок не дал возможности Литвинам уйти из города незамеченными. Бельский был готов к такому развитию осады Ростиславля. Как только стемнело, он немедля произвел заранее говоренное сосредоточение стрельцов в местах, где прорыв осажденных был наиболее вероятен и не прогадал. Поэтому бегство отряда шляхтича Телецкого, предпринятое в нескольких местах, полностью провалилось и превратилось в бойню. Гарнизон совершал прорыв не единым кулаком, способным на удачу, растопыренными пальцами, каждый из которых встречали залпы стрелецких мушкетов и пушечная картечь. Довершили разгром казаки и боярска конница, посекшая и втоптавшей врагов в мерзлую землю. Во втором своем сражении Бельский потерял лишь несколько человек убитыми, да было малое количество раненых. Наутро приказав жителям города хоронить убитых, князь отвел войско на отдых чуть выше Ростиславля и оттуда отослал Москву гонцов с подробным описанием своих побед над Ляхами и Литвою. Забайкалье Южные отроги Яблоного хребта Сентябрь 7144 года 1636 Дальше еще хребет уже покруче тоскливо воскликнул Ким потирая струящийся солва пот. Отпустив еловую лапу он присел на траву чтобы дождаться остальных дыхание его сбилось и Серега улыбаясь карабкающимся на цопку товарищам пытался его восстановить надувая щеки. Стареешь Толи что ли уже вставая Ким огляделся внизу по более пологому склону тащились кони ввешенные поклажей дозычно понукаемые казаками и крестьянами. Экспедиция на Амур ушла из форта Баргузин что на Байкальском полуострове Святой Нос в середине лета 1636 года привычным для ангарцев исчислении лет. В составе экспедиции было 4 группы Первая под руководством бывшего енисейского казака Матвея Корнева насчитывала 16 человек в том числе и Игната с Баженом. Вторая группа самая многочисленная состояла из 20 крестьян под началом Яра Бора сына усольского старосты Всемила. Тунгусы умелые стрелки из луков и ружей входили в группу сына Баракая Новокрещенного Петра. Марпехи Саляева составляли группу прикрытия и разведки, находясь вместе с некоторыми тунгусами чуть впереди и по сторонам от идущего каравана. Крестьяне по выражению Саляева были хозвзводом экспедиции. Они же отвечали за два десятка лошадей, вымененных у бурятского племени, кочующего в степи неподалеку от устья Селинги. На партию отличных копий сабель и множество наконечников для стрел, а также на несколько небольших зеркал и котлов для приготовления еды. Вождю кочевья также пришлось подарить красный казахский кафтан, сшитый специально для Бехетова и нечаянно попавший старику на казавшиеся под слеповатыми глаза. Но теперь не люди, а вымененные кони были нагружены под завязку. Помимо провианта они везли инструменты, а также необходимый минимум стройматериалов, таких как гвозди, скобы и прочее. В походе за каждым казаком и крестьянином было закреплено оружие, новейшей системы, однозарядное гладкоствольное ружье, стреляющее картечью. Каждый участвующий в походе сдавал зачеты по оружию сначала Сазонову, а потом Соляеву. И только тогда получал в личном пользовании ангарку, как назвали это чудо-создатели. Ничего, затем хребтом мы должны на шилку выйти. Подошедший к ему Солев, сверялся с картой, посмотрев на компас. Да уж лучше бы привал сообразили, хмыкнул Сергей. Ладно, сопли распускать не будем, пошли. Ренат, хлопнув кима по спине, стал спускаться с сопки, забирая вправо на пологую сторону. Он хотел переговорить с Сазоновым и Бекетовым о дальнейшем маршруте. Ренат предлагал начальникам экспедиции разделить отряд после их выхода на берега шилки. Казаки с крестьянами, сделав плоты, должны были сплавиться по шилке до слияния ее с Амуром. Где немного дали по течению устроить форт Албазин на Даурском берегу Великой реки. А морпехи верхом на конях проследуют берегом, впоследствии переправившись к остальным. Бекетов неожиданно легко согласился на этот план, а Сазонов задумался. «Быстрее это но быстрее получится, нежели мы все вместе тащиться берегом будем. Но Ренат, безопасность отряда вот главное». «Алексей, безопасность на реке почти стопроцентная, шилка широка, а если скорбные умом туземцы будут к нам на пирогах или что там у них подгребать с гнусными намерениями, то вона мужики берданками отшмаляются». Сазонов посмотрел на солнце и с некоторым сомнением произнес «Сегодня может быть успеем те сопки перевалить, а ушилки отдохнем. Потом плоты можем не успеть, майор, да и кони уставшие, это людям проще по горам скакать», озабоченно проговорил Бекетов. И в тот же миг впереди среди сопровождавших лошадей крестьян раздался треск ломаемых кустов и яростный звериный рев. Сразу последовали вопли людей, испуганные всхрапы лошадей и тонкое ржание одной из них. «Никак медведь!» вскрикнул Бекетов, целяя вскаменным лицом, срывая винтовку, помчался на крики. Но слитно раздавшиеся выстрелы заставились смолкнуть ревевшего хищника. Когда Ренат пробрался сквозь столпу к поверженному хозяину тайги, на его разбитой кортечью кровавой морде уже хозяйничали мигом собравшиеся мухи. Салев огляделся. Караван втянулся по узкому проходу между сопками, стиснул к тому же с обеих сторон густым кустарником, поэтому лошади шли одна за одной. Люди же находились с разных концов каравана. Ренату стало ясно, почему косолапый напал. Здесь в тайге бродили еще не пуганные человеком звери. Современный мишка к лошадям и людям за километр не подойдет. «Молодой до резвый жир нагуливал перед спячкой», раздавались голоса вокруг. «Что с лошадьми, яробор?» Ренат сплюнув, спросил устрелявшего парня. «Одну задрал, вон обьется сердечная, кишки ей выпустил паскуда». Нездрейфивший прилаживаясь обухом к голове обреченной лошади. Мужики тут же стали оборудовать стоянку отряда, распрягая лошадей, кто-то пошел за дровами, а кто-то уже готовился свежевать обе туши. Амур верхнее течение реки начало октября Амурская земля величественная река и бесподобной красоты берега стесненный верховьяк скальными породами и преодолевающий многие перекаты дали Амур разливаться широко и величаво сопки по берегам буйно поросшие дубняком кажутся будто сглаженными рукой неведомого великана. Изредка почти ответственно спускаясь к прохладным шелестящим водам Амура они показывали свое каменное нутро осыпаясь светло-коричневой породой. Река усыпана многочисленными низменными островами с широкими песчанными пляжами. Берега в основном широки и удобны для стоянки плотов. Как испанцы какие произнес тихонько Васин сидя у костра. «Чего?» не понял Сареев «Какие испанцы?» «Ну понимаешь но вроде как мы теперь первопроходцы этих мест как испанцы на Амазонке». Огромный как медведь сержант с пудовыми кулаками сейчас оглядывал желтые сопки с явным чувством удовольствия. «На Амазонке скорее португальцы были», улыбаясь ответил Ренат. «Олег, ты, братуха, чего? Не насмотрелся еще на все это? Или у тебя это осеннее? Ты бы смотрел лучше, чтобы в тебя стрелой не пустили из-за соседнего валуна?» «Да пошел ты, Саляев!» беззловно обрехнулся сержант, оправляя шапку. «Вечно ты все опошлишь!» Саляев ответ шмыкнул и предложил Олегу нанизанный на шпажку кусок жареной рыбы. У другого костра Бекетов и Сазонов обсуждали дальнейший путь экспедиции. Поначалу планировавшийся к постройке форт Албазин уже был отменен. Сазонов предложил Петру Ивановичу держать путь к слиянию Амура и Уссурии, показывая путь по карте. Бекетов поначалу поражавшийся качеству карта ангарцев, больше вопросов не задавал, приняв это как должное. Да и ответов-то по сути не было. Сколько донут те бурям, Алексей? спросил Петр Иванович. Не знаю точно. Сказать сейчас это невозможно. Мы же не можем знать, что завтра будет. На завтра ангарцы снова опустились в путь. Плоты держали северного берега, где верхом двигались морпехи. Изредка попадались следы пребывания человека, кострища, останки снастей, ветхие лодки, кости животных и разум рода никчемная утварь. Несколько раз на реке встречались лодки, но они быстро уходили, не пытаясь сближаться с флотилией ангарцев. Стало быть, чужаков тут не любят, протянул Сазонов, когда очередная пара лодок, увиденная им издалека, ушла в островную протоку. «А где их любят чужаков-то?» будет, ответил Матвей, почесывая бороду. С берега донесся свист, морпехи сигнализировали о замеченных ими людях. «Правьте к берегу, будем знакомиться с местами», приказал Сазонов. Плоты стали забирать влево, один за другим упираясь в шуршащий песок побережья. Соляев показал навьющиеся дымки прикрытого осенним лесом поселения. Скоро вернулся Васин, уже сбегавшись пара бойцов на разведку, понаблюдал за поселком со склона невысокой сопки. Типичная деревня оседлого народа, домов под пару десятков, невысокий земляной вал, идет кругом по границе поселка. Две башенки у входа в селение, ворота вроде есть, но и сейчас открытые. Сколько народа примерно там? спросил Сазонов. Под полторы-две сотни будет, уверенно ответил Олег. Ну что, идем знакомиться, вздохнул Сазонов. А может дальше поплывем, а, Алеша? Зачем нам эта деревня? озабоченно протянул Бекетов. Петр Иванович, нам все равно необходимо дать о себе знать. Кстати, Яробор, Матвей, своим людям объявите сразу, ничего у туземцев не отбирать, не задирать, на баб их не пытаться залезть. Короче, белые и пушистые, пока я не скажу иного. А кто ослушается, вона Васину разбираться будет. Майор, чего говоришь-то? Да не, что мы не знаем оного, снимал обиду, ответил казак. Матвей, родной, за тебя я уверен, а за казачков не очень. Не все там из твоих людей, так что не обижайся. Яробор, ясно? Юноша коротко кивнул. Лошадей снова загрузили поклажи, янгарцы неспешно двинулись к поселку. Сазонов остановил людей на широком поле со следами сельскохозяйственных работ. Пашу значит землище-то это хорошо, довольно сказал Бекетов. Наконец их заметили. На валу забегали фигурки людей, потрясавшие копьями, а со стороны леса в поселок метнулась группа женщин под охраной нескольких мужчин, за которыми в проеме вала тут же были установлены ворота, представляющие собой святанный друг с другом колья. Поселок явно готовился к осаде. Сазонов критично посмотрел на вал неизготовившихся на нем людей и дал команду располагаться лагерем. Корея горная крепость Намхан Январь 1637 Ван Ли Чонг вынуждены бежать в горную крепость после того, как маньчжуры перерезали подходы к островной крепости Конхвадо, где уже находились его семья и высшие остановники из Сеула, был в ярости. Мало того, что эти северные варвары не позволили ему соединиться с семьей, так еще при этом погибли его лучшие воины. Все гвардейцы отряда Кымгун, искусственные бойцы боевыми цепами, пали в отчаянной схватке, прикрывая своего короля, чтобы он успел бежать. Бежать! Уже второй раз! Первый раз это было десять лет назад, когда из-за его явной антиманьчжурской политики Корея пережила Чонмё, год нашествия варваров. И все это якобы из-за того, что он, властитель Кореи, якобы не почтил смерть великого Нурхаци, не прислал послов с подарками и соболезнованиями. Какая глупость! Мало ли какой варвар умирает! Что мне, может, еще монгольским князькам соболезнования слать? Алий Чонг, охлопывая сапоги плеткой, ходил зад-перед по выложенному камнем пространству северных ворот крепости. Его храбрые воины смотрели на него с надеждой и обожанием. Они надеются на меня, а что я сейчас могу? Я лишь убежал от врага в крепость на горе, надеясь отбиться. Уповать надо на моих военачальников, что собирает войска по всей округе. Но уж больно много воинов на этот раз у Абахая, тоскливо думал Ли Чонг. Крепость Намхан, у стен которой решалась судьба короля и его государства, представляла собой типичную горную крепость. Ее укрепления использовали природный ландшафт горы. Строители лишь умело дополняли каменной кладкой природный рельеф. Так крепостные стены были высотой до восьми метров, облицованы камнем с надстроенным зубчатым парапетом. Каждый зубец имел по три бойницы, откуда пхосу, стрелки из Аркебус и Сосу, лучники могли вести стрельбу по врагу, пытающемуся забраться на стены. Ну, а тех, кого не убили стрелки, встречали сальсу сильные воины, вооруженные мечами, копьями и алебардами. К вечеру в Намхану пробрался воин, который сообщил королю, что к соседней крепости пришел Ким Джуньон, а с ним две тысячи воинов, которые расположились укрепленным лагерем на склоне горы Клан-Гё-Сан. Маньчжуры немедля этим же вечером атаковали воинов Кима, расположенных в три линии, первой из которых были Аркебузиры. Ночью следующий день продолжал с собой. Маньчжуры не смогли преодолеть сопротивление корейских солдат даже в жестокой рукопашной схватке, они, более к ней привычные, не отбросили храбрецов. А один из Аркебузиров в ходе боя застрелил маньчжурского военачальника Янгули. Маньчжуры отошли, но и Ким Джуньон не смог и далее защищаться, силы его отряда таяли, боеприпасы подходили к концу. Поэтому вечером 6 января его отряд бесшумно снялся и ушел в провинцию Чоула на соединение с местным ополчением. Таким образом, первая попытка деблокады крепости успехом не увенчалась. Войска короля не смогли бы помочь воинам Кима оставлять позиции Намхана было бы безумием. Осада ее продолжалась и по ночам воины крепости зажигали световые маяки, надеясь передать сигналы деблокирующим войскам королевства. Хан Абахай не мог взять крепость в лоб. Даже немногочисленная артиллерия, захваченная в боях у китайцев, не помогала. Укрепление Намхана были слишком крепки для ядер, отлитых язуитами пушек. Множество маньчжур пало на склонах горы, под стенами и укреплениями крепости. Меткие выстрелы аркебузиров и лучников пролили немало маньчжурской крови, столь дорогой для хана Абахая, которому было безумно жаль тратить жизни своих воинов на то, чтобы взять какую-то горную крепость. Этот глупый Иван должен сдаться, раз артиллерия не помогает выручить только штурм крепости массой воинов. И в середине месяца Абахай решился такен общий штурм твердыни корейского короля. Около восьми тысяч его воинов одновременно атаковали все четверо ворот крепости, неся в руках штурмовые лестницы шесты. За день до этого его воины устроили серию стычек на поступах к воротам крепости, пытаясь заранее выявить все позиции корейцев. Ковозки с таранами ничего маньчжурам не дали. Большинство толкающих их лежало вокруг, проткнутые стрелами или подстреленные из-за аркебуза. Яростные шибкие перестрелки продолжались с раннего утра до обеда. Маньчжурам не везло, корейцы отбивали их попытки ворваться за вороток. Наконец варвары, не выдержав фланкирующего огня со стен ее выступов и башен, отошли, теряя воинов на камнях и так немало горшенных кровью. Ван должен сдаться, но сдаться так, как нужно мне. Мне не нужен ни мученик для его народа, ни сломленный червяк. Хан Абахай, находясь в бешенстве, от неудачи его солдат, разбил пару великолепных минских сосудов, ловко поддев их ногой. На следующий день новая атака на Намханские ворота, но на сей раз сами осажденные вышли из-за ворот, устроив пальбу из аркебуз и заставив Маньчжур смешаться и в беспорядке бежать. Видя бегство своих воинов, Абахай резко вскочил с циновки, расстеленной перед его шатром. Нет, надо сделать так, чтобы он сам принял мои условия сдачи. Придется навестить его семейку соленой реки. В конце января хан отправил своего военачальника Доргуня с большим отрядом воинов для высадки на острове, где укрылась семья короля. Отряд Доргуня сумел переправиться на остров Канхвадо через узкий пролив Йомха, отделяющий его от материка, разбив трехтысячный отряд корейцев, который пытался помешать высадке маньчжурского дистанта. Немногочисленные оставшиеся в живых корейцы бежали к крепости Канхва. При этом офицер Хван Сонсин с небольшим отрядом в сотню воинов сумел задержать маньчжур на некоторое время, дорого отдав свои жизни. Ну а маньчжурам для достижения своей цели пленения королевской семьи оставалось лишь взять крепость Канхва и грандиозные оборонительные сооружения, которые при всей своей неприступности имела одну слабость, да такую, что оборона отвердыни, будучи прорванной лишь в одном месте, тут же рассыпалась, как карточный домик, попавший под дуновение ветра. Невысокий, до шести метров в высоту, земляной вал, облицованный камнем, неотлогий пандус, позволявший подтягивать подкрепление, эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы, тянущийся с внутренней стороны стен, не мог помочь обороняющимся. Крепость Канхва строили, как последний оплот, добраться до которого еще никогда никому не доводилось, и уделяли больше внимания удобству размещения королевской семьи, нежели обороне. Рано утром цинские войска, окружив крепость, пошли на штурм. Гражданский сановник Ким Сан Йон безуспешно пытался организовать оборону в отсутствии в крепости военачальников. В твердыне царил хаос и неразбериха. Несмотря на это, было отбито несколько штурмов. Наньжуры упорно шли к цели, прикрываясь деревянными щитами и непрерывно обстреливая защитников крепости из луков, мушкетов и небольших пушек. Чуть позже Доргунь изменил тактику, направив основной удар на ворота. Лишь на закате маньжуры разбили северные ворота и ворвались в крепость. Освещаемые багровым светом заходящего солнца на окровавленных камнях сражались маньжуры и корейцы. Ким Сан Йон в спешке снимал воинов с других участков обороны, пытаясь выбить варваров из крепости. Но бескровленные силы защитников не смогли удержать натиск северян и те, освещаемые светом многочисленных факелов, наводнили пределы королевской цитадели. Маньжуры пленили супругу Вана и троих сыновей Ли Чонга. Были захвачены семьи высших сановников государства, тех, кто сейчас находился в крепости Намхан вместе со своим королем. Ким Сан Йон погиб как герой, находясь в Чан Де пристройке над воротами, окруженный со всех сторон врагами. Он поднес горящий факел к бочонку с порохом, когда маньжуры врывались в помещение, и тягучий свет их факелов отражался на окровавленных лезвиях сабель. А в это время корейский чиновник Хон Менгу, губернатор провинции Пхенан, пытался силами своего войска деблокировать осажденную крепость Намхан и спасти короля. Отчавшись дождаться подхода иных войск, Менгу маршем достиг уезда Кимхва, где разделил войско на две части. Большая часть стала укрепленным лагерем близ деревни Тхаптон, а отряды стрелков числом до трех тысяч расположились на позициях склона горы Пэнгтосан. Это и предопределило уничтожение его войска. Ценская конница в ожесточенном сражении буквально втоптала в землю отчаянно защищавшийся корейцев. Сам Хон Менгу погиб с оружием в руках. Отряд его военачальника Юулима держался довольно долго, стойко и умело отбивая попытки Манджур скинуть их с горы. Элим, используя тактику засад, заманивавший врагов в клещи и искусно вызывая камнепады на головы манджурских воинов, вынудил тех бежать. Ночью Юлим скрытно покинул поле боя, пытаясь прорваться к Сеулу. Через два дня крепость Намхан капитулировала. Доргунь вернулся в ставку Абахая с радостной вестью и царственными пленниками. План Абахая был прост. Теперь Лий Чонг не будет сопротивляться. Ради своей семьи не грех прекратить бессмысленное противостояние, ведь война уже была манджурами выиграна. Становники короля в чьи семьи также были пленены северянами убедили короля сдаться. Где силы корейцев были на исходе, моральный дух воинов подорван, кончались боеприпасы и продовольствие, а победа варваров предопределена. Поражение страны неизбежно, значит, так хотят силы неба. Сломленный Чонг согласился на все условия манджур. Он пешком дошел до ставки цинского хана, где преклонил перед ним колени девять раз поклонился ему сидящему на троне. Ван благодарил хана за то, что тот не стал уничтожать его государство, а тот, в свою очередь, отметил его благоразумие. На этом война закончилась, а Корея стала вассалом империи Цин. Глава пятая Верхний Амур Октябрь 7144 года 1636 На Амурские берега постепенно пускалась ночь, воздух наполнялся прохладой, а с реки задул неприятно холодный пронизывающий ветер, заставивший шуметь ветвями окружающее поле деревья. На волосе ленья Амурцев один за одним зажигались факелы, в свете которых маячили фигурки туземцев. Из поселка то и дело слышались резкие властные крики и следующее за ними общие вопли десяток глоток. «Одевайте бронь, братцы!» скричал вдруг Бекетов. «Рано еще, Петр Иванович!» возразил немного погодя Сазонов, указывая на отодвигаемые ворота в проходе вала. Две фигуры, держащие в руках факелы, вышли из-за отодвинутого от прохода заграждения. На балу тут же загорелись десятки факелов. Амурцы наблюдали за своими товарищами, готовые ринуться к ним на выручку в случае что с ними. Двое амурцев тем временем неспешно приближались к лагерю ангарцев. Обернувший Сазонов заметил, как напряглись его войны. Алексей всех успокоил. «Спокойно, парни! Они хотят поговорить! Это хорошо! Это значит, что они не дикари! Амурцы мягче тем дойдя до середины поля встали, видимо, ожидая, что и к ним подойдут. «Петр Иванович, пойдемте, поговорим!» «Эй, Петька!» окликнул майор крещеного тунгуса. «Давай с нами!» Троица ангарцев неспеша шествовала к ожидающим их амурцам. Один из них оказался глубоким стариком, а второй напротив молодым юношей. Старик-амурец начал говорить на своем языке, растягивая слова. Сазонов, встретившись взглядами из Бекетовым, недоуменно пожал плечами. Они оба за годы, проведенные на Ангаре, более-менее сносно научились разговаривать на языке ангарских тунгусов. Но сейчас он не понимал ни слова. Точнее, знакомые слова он уловил, но не более. «Ты чего-нибудь понимаешь?» Алексей негромко спросил у тунгуса. «Немного, товарищ майор», кивнул Ангарец. «Сейчас попробую». Петр, ручтиво перебив старика, задал ему вопрос. Тот ответил. Сазонову показалось, что амурец даже улыбнулся краешками губ. Лицо же тунгуса просияло. «Да, я понимаю его. Это Дахур Хайлард, его зовут Тукарче, он старост этой деревни». Старик опять начал говорить, уже более эмоционально, кивая на Сазонова и Бекетова. Потом он попытался что-то начертить на твердо остывшей земле, но, видя непонимание, бросил это занятие. Затем он снова заговорил с Петром. Тунгус обернулся к русским. «Он спрашивает, откуда вы, что говорить?» «Так и скажи, как есть, сангоры», быстро ответил Сазонов. Петр заговорил со стариком, а тот после нескольких фраз снова попытался начертить что-то, по-видимому, опять безуспешно. Тукарче прошипел ругатель сквозь прореженные ряды крупных желтых зубов. «Алеша, он чертеж землицы своей пытается нам обрисовать», повернулся к Сазонову Атаман. «Сейчас я ему свой чертеж нарисую», негромко ответил майор, поглядывая на шипящего амурца. Сазонов «Сазонов», расстегнул планшет, поправил руку юноши, державшего факел, расправил общую карту Восточной Сибири. С помощью Тунгуса Петра Алексей принялся убеждать Тукарче в необходимости смотреть на бумагу, а не пытаться опять что-то начертить на земле. Благодаря крепким ругательствам язам актерского мастерства удалось убедить старика в том, что голубая лента средь зелени тайги и есть его омар. Сазонов пояснил старику их путь с Ангары. Под слеповато щурец амурец вводил пальцем по карте покрытой пленкой. Поглядывая на русских, амурец что-то спросил у Тунгуса. Бекетов вопросительно кивнул Петру. Тот пояснил «Спрашивает, добрые ли вы люди и чего вам надо на омаре?» «Скажи, люди мы добрые, даже очень?» «Ну, ты знаешь», рассмеялся Алексей. «Скажи, что ничего дурного мы не замысливаем, что нам ничего не надо от них, ну, разве что познакомиться». Петр начал говорить со стариком. Тот слушал и кидал внимательные взгляды на русских. «Он хочет посмотреть на наших людей, товарищ майор». «Пусть смотрит», переглянулись руководители экспедиции. Амурец, освещая себе путь почти прогревшим факелом, поковылял кангарцем. Казаки смотрели на старика хмуро, равнодушно, крестьяне более заинтересовано, но, скорее, из чистого любопытства. Морпехи же улыбались, приветствовали Хайлара незамысловатыми фразами, помахивали руками. Некоторые даже подмигивали. Тукарче оглядывал сидящих межрусскими тунгусов и с удивлением отметил, что ручоные овенки, большей частью совсем молодые воины, нисколько не смущаясь, разговаривали с длиноносами ангарча на незнакомом в этих краях языке. Вот они дружески похлопывают друг друга по плечам, смеясь явно хорошей шутки. Один из овенков, сдержащийся на его губах улыбкой, поворачивается к старику Тукарче и с интересом смотрит на него. Амурец видит, что на шее у врачона висит тот же оберег, что и у тех бородатых и высоких людей, чьи лица прежде старейшина умлекана никогда не видел. Скрещенные полоски металла на шелковом шнурке, но когда он спросил одного из овенков на том языке, на котором говорил с ангарским толпачем, ему тот ответил, «Эй, ты служишь у длиноносых? Тебя заставили? Взяли из поселка?» Решил развеять свои сомнения Тукарче. «Я дружинник князя Ангарии, его воин, у меня лучше оружие, и эти люди...» Врачон обвел рукой вокруг находящихся рядом с ним товарищей. «Это все мои друзья!» «Не врет, а значит, этим ангарчам можно верить?» думал старик, покачивая головой. «Кстати, Петр Иванович, а вы не знаете, почему овенков тунгусами зовут?» негромко спросил Сазонов, наклоняясь к уху атамана. «Не веду Иванова, Алеша!» пожал плечами Бекетов. Тукарче обошел лагерь ангарцев, после чего, подойдя к Сазонову, пригласил его, по словам Петра, в свой поселок. «Петр Иванович, спросил майор, да-да, Алексей, пошли», кинул Бекетов. «Олег, давай за старшего, яробор, ты тоже смотри в оба, мало ли что». «Товарищ майор, все будет в порядке», пропасил Васин, хлопнув сына Усольского старосты по плечу. Когда ангарцы подходили к валу, в свете, обрасываемом горящими на нем кострами и факелами, Алексей заметил торчащие кое-где из склона вала стрелы и закопченность башенки при входе в поселок. Мужчины, встретившие их, были напряжены и усталы, на ноги были окровавлены тряпки, закрывавшие раны. «Похоже, на ихнюю деревню нападали и совсем недавно», проговорил Бекетов Сазонову. «Так и есть. Ясно, чего они опасались. Ну, а Тукарше вышел посмотреть только потому, что мы не сходны с его врагом, видимо». Отчаялся старикан. Гости прошли в дом, который представлял собой, сложенный из бревен и жердей строение с очагом посредине жилого пространства. Домишко был довольно ладно выстроен. Тунгусом с их неказистыми шалашами было далеко до Амурцев. Дангарцев пригласили за расстеленным в угу помещение циновки. Старик устал, опустился рядом, за ним пристроился юноша. Принесли горячее питье, а потом нехитрые закуски. Сазонов с интересом смотрел на тукарче. Он заметил, что Амурец с плохо скрываемой грустью посматривает на юношу, даже скорее с жалостью. Наконец, отослав паренька, старик начал говорить. Оказалось, что юноша был его внуком. Я же говорил, шепнул Алексей Бекетов, ранее угадавший родственные связи этой парочки. Петр продолжал переводить речь тукарче. Селение называлось Умлекан, одно из поселений даурского рода аула, что жили в этом и еще двух селениях поменьше. Они были подчинены князцу Севкаю, который приходился племянником тукарче. После неожиданной гибели Севкая на охоте, власть в роду захватил его младший брат, что являлось нарушением традиции, так как старшинство в роду переходило к сыну тукарче. Кутурга, младший брат Севкая, обманом завонив сына тукарче навстречу, подло убил его, покрыв себя и род свой позором. А теперь он требовал подчинения от старого тукарче и его внука Шаралдая. Естественно, Кутурга и не рассчитывал на то, что они подчинятся ему, он должен был убить обоих и тем самым убрать последних претендентов на власть в роду. Но умлекан выстоял, отбив несколько штурмов воинства Абгая и уничтожив немало его людей. А что же ты боишься, тукарче? Вы же выиграли сражение, удивился Бекетов. Да если придут еще раз, опять прогонишь. Старик же только покачал головой. Он обещал зимой привезти воинов князя Бомбогаура, горестно проговорил Амурец. Мы не справимся с ними. Обижать нам некуда. Если мы выйдем из Умлекана, Абгаю сразу же дадут знать об этом. Он нас нагонит и убьет. А кто такой Бомбогор? спросил Сазонов. Князь Солонов. А он чей Кыштым? задал следующий вопрос майор. Он не Кыштым. Это у него Кыштымы. Он правит Многими родами воюет с Даурами или князьями других Солонских и Дючерских родов. Петр Иванович, думаю, ниже спускаться по Амуру нет смысла. Останемся тут на зимовку, склонился к Атаману Алексей. А сдюжим этого бомбогорода, тихо ответил Бекетов. А чего нам не сдюжить? Народу много, зарядов полно, да и леса на острог навалом. Ну, добро, остаемся. Тукарчей терпеливо дожидался, пока эти странные пришельцы с Ангары поговорят. А огненного боя у них много, даже у всех овенков есть это оружие. Надо бы перетянуть их на свою сторону. Видимо, они не злы, а ведь можно еще задобрить, у нас много свободных женщин и скота, размышлял тукарчей. Тукарчей, старик встрепенулся, разрешишь нашим людям остаться у тебя в селении на зиму? Амурец аж закрыл глаза от восторга. Но умлекан будет атакован многими воинами уже скоро, осторожно, предупредил старик. Гости уверили его, что чем больше воинов, тем лучше, в толпу проще стрелять, шансов попасть больше. Глупые люди, ведь чем больше врагов, тем гуще летят их стрелы, заключил тукарчей, но пришельцам выказал радость. Как у вас с припасами на зиму, деловито осведомился майор. Оказалось, что запасов на зиму в умлекане более чем достаточно, а в связи с тем, что при осаде уже погибло двадцать шесть воинов и четыре женщины, а также в соседний поселок увидено шестнадцать женщин и детей, то запасов хватит, рубанул тукарча. Сазонов удовлетворенно кивнул. Хорошо, я смотрю, ты мужик справный, а расскажи-ка ты мне о своем хозяйстве. Тукарчев улыбнулся и начал подробно рассказывать. По его словам, выходило, что у дауров было развито сельскохозяйство и скотоводство. Его люди съели пшеницу, рожь, овес, ячмень, гречиху, проса, коноплю и горох. Из хлеба умели курить вино, из конопли жать масло и выделывать ткани и веревки. Развито было огородничество. Сазонов с восторгом узнал, что, судя по описанию амурца, возделывали дауры и бахчевые. И скота наличествовали у дауров. Коровы, свиньи, бараны разводили они и лошадей. Полно было птицы. Да и землица тут добрая, как на ангаре, заметил Бекетов. Хозяйство вести можно, дабы отсель дальше идти встреч солнцу на припасах добрых. Верно мыслишь, Петр Иванович. Ангарское княжество Ангарск ноябрь 7144 года 1636 столицу княжества накрыл белым одеялом первый снег, разом превративший Ангарск в какой-то швейцарский или баварский городок начала 19 века. Крытые черепицы одной двухэтажные аккуратные кажущиеся игрушечными домики стоящие правильными рядами моченые камни мостовые и площадь в центре заборчики и крылечки колокольчики при дверях в окнах занавески на окнах грязные наличники кошка на подоконнике мягкая игрушка неподвижно наблюдает за прохожими неуловимо для стороннего взгляда провожая их движением больших внимательных глаз. Один из них пожилой тунгус в кожаном фартуке картузей в варежках совершал свой ежедневный мацион с тачкой в которой стояло два больших крытых крышками ведра. Золотарь обходил утром все дома чтобы собрать у жителей содержимое наполнившихся за ночь и утро горшков и терпеливо ждал покуда ему передадут следующий. Хатысма всегда был молчалив и бесстрастен несмотря на ежедневные попытки жителей заговорить с ним но работу свою он выполнял исправно. Селитренные ямы были под присмотром. За стенами ангарского белокаменного кремля раскинулся небольшой пока посад щербата шедший правильными лучами от укрепленного центра города. в направлениях угадывались будущие улицы и если внутри стен жили в основном те кто попал на берега Байкала прошедшие через аномалию то посад был населен крестьянами и немногими тунгусами владеющими нужным ангарцем ремеслом как например целая рутель занимающаяся обработкой шкурок пушных зверей и выделкой кож. отдельно стояло небольшое здание имевшее неофициальное название сельсовет где решались общие вопросы и проблемы стоящие перед жителями Кремля и посада. Старосток Тихомир с помощью карпа избавившийся от робости перед ангарцами весьма умело управлял крестьянами и был на хорошем счету у князя. На пологом холме за частоколом посада стояла церковь святого Ильи отчина отца Кирилла вне церкви звавшегося Карпом. Церковь окружала каменная стена да и сама она напоминала небольшой форт беземистая и скупая на архитектурные излишества построенная в стиле старых европейских церквей. Россияне поначалу не баловали отца Кирилла своим присутствием на его службах но постепенно втягивались то ли из интереса то ли от скуки священник с малым удивлением одергивал некоторых своих прихожан из числа жителей Кремля которые упорно складывали пальцы щепотью вместо истинного двуперстя. изумленный карп выслушивал объяснения окормляемых о том что щепотью православные пользовались всегда конец непониманию положил Соколов который вместе с Кабаржицким объяснил людям что в этом мире еще не было церковной реформы патриарха Никона и отец Кирилл справедливо требует соблюдения канонов. Вечером Соколов заглянул в церковь было необходимо поговорить с отцом Кириллом дабы священник более не нервничал да и вообще чтобы не зародилось в нем семя сомнений о том такие уж ангарцы православные люди как себя называют. Пройдя через прохладные от каменной кладки предел церкви Вячеслав пошел в алтарную ее часть где по телу тут же разлилось приятное тепло идущее десятков свечей. Карп как показалось Соколову не видел вошедшего и Вячеслав хотел было уже учтиво кашлянуть как от алтаря донесся тихий голос стоявшего спиной к нему отца Кирилла зажигавшего очередную свечу. Вечеру добрый Вячеслав Андреевич князь ангарский доселе не баловал ты меня посвящением своим церкви божией неужто сподобился ты князь приобщиться к таинствам веры только щепот не сбирать тремя перстами неверно все Вячеслав сильно смутился священник с надеждой смотрел на него своими пронзительно голубыми глазами которые казалось видели его изнутри нет 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 я помню что двумя перстами себя снять нужно отец Кирилл я хотел поговорить с вами вы как человек сильный духом и мудрый должны меня выслушать и поверить мне хотя понять это тяжело и не каждый человек это сможет наверное начну с того что расскажу вам кто мы собственно такие обожди конясь пройдем ко мне в комнатку нахмурившись Карп увлек Вячеслава за собой в темный коридор Соколов долго рассказывал Карп о том как Вячеслав и его люди попали на берега ангары о том что ангарцы это люди из грядущего рассказал о том почему они путаются находясь в церкви о реформах патриарха Никона которые раскололи и церковное общество Руси и гражданское принеся немало потрясений и бед священник слушал внимательно лишь изредка просил пояснить какой-либо вопрос было видно что отец Кирилл потрясен безмерно но сдерживал свои эмоции усилием воли попросил он и разъяснить смысл церковных реформ из-за которых царские войска более семи лет осаждали Соловецкий монастырь место где сам будущий патриарх реформатор принял постриг эко а на койлят Иисуса звать Иисусом да нечто с двумя буквицами ладнее будет а щепоть то это на что на отцы наши деды испокон века двуперстия складывали а ежели каждый патриарх будет по своему разумению порядки новое вводить а будет не лучше латынство окаянного кто кто тут раскольник сокрушался раскрасневшийся священник греков эта идея а не только самого никона вставил соколов да уж румейцы на славу постарались ежели ты говоришь что православные старого обряда аж в как ты сказал в боливии ушли от новых порядков Вячеслав кивнул несколько минут карп сидел тихо потом встал и немного поскрипев половицами своей сетелки снова сел попил воды и негромко начал говорить спасибо тебе Вячеслав что доверил мне тайну великую о себе и людях своих о грядущем никто сего вовек не вызнает не выдам а с людьми твоими я ласков буду в учении их дабы смогли они в лоно церкви нашей православной без помех войти спасибо что выслушал пойду я отец Кирилл Соколов встал со стула поднялся и карп а ты подумаешь о чем сказал я тебе конясь напомнил Вячеславу священник когда тот уже открывал дверь о том что нас само проведение послало возможно ты прав карп Соколов улыбнулся священнику и закрыл за собой громоздкую дверь вечер следующего дня Соколов щурясь от огня прикрыл заслонку на печи и вернулся к столу сев застеленный шкурами кресла Матусевич сидел за столом методично истребляя орешки и сушеные ягоды запивая их компотом один из его людей капитан Павел Грауль окончивший в свое время институт военных юристов был приглашен на беседу с Соколовым как человек лучше всех в его группе разбиравшейся в истории Русии Игорь вот ты в церкви двуперстием пользовался без проблем какие твои люди а наши сплошь путались выходит у вас церковной реформы не было была попытка Вячеслав Андреевич но она провалилась не в последнюю очередь из-за влияния иерархов из крупных монастырей например Соловецкого ответил за майора Грауль мы с Павлом уже много раз анализировали ход истории Руссии и России заговорил Кабаржицкий развилка появилась после выигранной Москвой Смоленской войны вскоре последовала вторая война с поляками которые поляки быстро проиграли и сохранив войско ушли от Смоленска после чего через десяток лет после того как ситуация в Европе устаканилась Швеция и Польша навалились на Московию а британцы шакалами подсуетились в Поморье и Приобье так что же все таки наше письмо повлияло сильно повлияло че тут такого теперь вы своим появлением на Байкале изменили свою историю превратив ее в нашу ну а мы соответственно уже изменили свою появившись тут это уже факт постучал пальцами по столу Матусевич с улыбкой глядя на нервничавшего Соколова неизбежный факт спросил Вячеслав да вы не волнуйтесь Вячеслав Андреевич история уже изменена и она будет изменяться дальше после того как я вам и вашим товарищам еще весной обрисовывал незавидную судьбу Ангарии а значит у вас неизбежно появится желание показать себя миру или вы хотите как Ольмеки раствориться в лесах Натусевич посмотрел на князя на секунду отвлекшись от выуживания кедровых орешков и стоящей на столе чашки но уж не как Ольмеки Павел рассказывал мне о Владиангарской крепости которая в будущем стала музеем освоения Ангары запротестовал Кабаржицкий Ангарское княжество было известно в Руссии по поводу его образования учеными выдвигались несколько версий официально заключалось в том что Ангарию основали казаки бежавшие с Енисея от власти воевод чтобы основать свое общество более справедливое по их мнению остальные версии обсуждались о них писались диссертации спорили и даже выпустили пару книг но эта проблема занимала не многие умы а была уделом профессиональных историков и чаще всего сибиряков и если версия об автохонности ангарцев в Сибири еще могла быть обсуждаема учеными в свете нахождения в Центральной Азии и на юге Сибири древних захоронений имумий людей европейской внешности то версия о волынском князе Вячеславе Соколе была осуждаема наукой и лишь несколько человек верили в свои идеи будто бы сбежавший из византийского плена полумифический князь освободив множество славянских пленников ушел в Сибирь пройдя Персию и Туркестан и основал на берегах Великой реки свое княжество кстати а на месте вашего Новоземельска находится детский санаторий один из наших товарищей будучи ребенком отдыхал там с мамой он вспомнил то место когда мы весной уходили из Байкала на ангару помнит он и о старой колокольне стоящей на высоком холме добавил Грауль Выход аномалии переглянулись ангарцы Несомненно что он самый но надстроена ли колокольня специально над аномалией или церковь там поставили ничего не зная об особенности того места внимательно глядя на Соколова сказал Грауль так значит сдулось наше ангарское княжество сгинули таки без следа зачем тогда все это зачем пытаемся добиться большего думал в это время Вячеслав массируя виски а в животе предательски развивался холод о чем задумался Вячеслав Андреевич с участием спросил Матусевич так Игорь нам надо все хорошенько продумать я не хочу чтобы люди будущего не знали о нас мы должны оставить свой след в истории иначе какой смысл вообще трепыхаться если потомки даже не знают что было на берегах ангары вас заговорило честолюбие это очень хорошо улыбнулся Матусевич нужен выход на более сложный уровень контакты не только с Руссией но и с другими странами кстати насколько я помню Ангария не участвовала в контактах с кем-либо кроме Руссии и Халхи возможно были торговые связи с маньчжурами с Кореей так как в их летописях сохранились упоминания обородатых ангарча после чего косяком пошли известные в нашей истории казачьи походы в Даурию из базы в Якутске а что у нас с Якутском встрепенулся Кабаржицкий в нашей истории его основал Бекетов а он сейчас на Амуре Якутск обязательно поставит кто-то другой вместо Бекетова если еще не поставили в нашей истории он же стоял как небольшой острог к 7146 году то есть у вас а уже и у нас два года вы же не можете остановить продвижение казаков в Сибирь это сейчас пока оно слабое и практически отдано на откуп самим казакам да немногочисленным присланным из Руссии чиновникам а вот потом остановить их будет сложно вас то есть нас поглотят как и получилось в нашем мире снова заставил задуматься ангарцев Матусевич да это понятно ладно Соколов решительно хлопнул ладонями по коленям и встал с кресла в следующие несколько дней вместе с привезенным из Белореченского профессором Радоком верхушка ангарии вырабатывала стратегии и краткосрочные и на перспективу упор в краткосрочных делах строился на сотрудничестве сенитейским воеводой для чего привлекался Иван Микулич было необходимо через воеводу наладить канал для доставки людей в княжество золото на это все единогласно решили не жалеть насчет казачьего проникновения вопрос также решался жестко до сих пор все кто проникал во владение ангарии лишь отгоняли выстрелами обычно казаки не приближались для того чтобы помириться с силами а на ангаре вблизи владиангарска так вообще не показывались а вот на лене их партии уже были замечены вприть решили ангарцы небольшие отряды казаков было предложено по возможности конечно брать в плен и доставлять для расселения в поселки особое внимание уделили Амуру но тут выводы решили делать только после того как вернуться ушедшие к великой реке товарищей Кабаршинский напомнил что на море русские сталкивались с маньчжурами и столкновения эти были в конечном итоге несмотря на героизм и выносливость казаков не в их пользу в первую очередь из-за того что отряды казаков настроили против себя поначалу по-доброму встретивших их местные народы дауров дючеров и салонов доходило до того что дауры сами называли русских братьями и хотели перейти под руку московского государя да только бездумный грабеж отдельными отрядами казаков поселения амурцев заставил тех не сотрудничать с русскими а уходить от них или в леса или под маньчжур а уходя они лишали самих казаков припасов мест отдыха таким образом казаки сами лишали себя опорных баз в регионе который изначально был против маньчжур местные князья боевали с маньчжурами правда весьма неудачно казалось бы вот она удача помоги тем кто тебя благосклонно встретил победи вместе с ними общего врага да не обижай новых друзей все будет хорошо но нет алчность человеческая выше этого ситуация с оружием наконец-то разрешилась будучи до этого неясной Радек с Соколовым ранее никак не могли прийти к единому мнению Радек хотел сделать универсальное гладкоствольное ружье опытную парочку которых вручили амурской экспедиции Соколов уже настаивал на нарезной винтовке в целях экономии времени и материала решено было сосредоточиться на гладкостволе а позже решать сложные вопросы связанные с нарезами пока у ангарцев производились ружья с шарнировым затвором сделанным по подобию снайдеровского были также несколько различного вида ружей сделанных ангарцами в единичных экземплярах пара вариантов с игорчатым затвором которые стали лишь головной болью для их обладателей игла была очень уязвимой частью механизма она быстро ржавела и часто ломалась поэтому у бойца были с собой запасные ударники столь же часто выходила из строя и спиральная пружина после небольшого числа выстрелов в игольные трубки накапливался пороховой нагар мешавший игле свободно двигаться а от постоянной чистки дурцы игольной трубки постепенно расширялась после опыта с игорчатыми затворами стало окончательно ясно что необходимо введение унитарного патрона с латунной гильзой и шарнирового затвора по типу снайдера на производство столов пока хватало стали обсадных труб из большого бурового комплекта их перековывали в полосы и оббивали вокруг оправки сваривая швы кузнечным методом но это не могло продолжаться вечно надо было наладить получение собственной стали домницы уже удовлетворяли потребности ангарей в железе стало быть остро стал вопрос о развитии производства стали на Элиме в районе современного Железногорска там и должны были ставить проектировавшиеся Радаком и его специалистами Мартен это стало проблемой решение которой откладывать было нельзя поскольку получение стали было залогом дальнейшего развития ангарского социума пришлось пойти на то чтобы во всех поселениях выискивать людей в первую очередь рабочих и специалистов чтобы сформировать группу для начала освоения элимских оруд а что у нас по связи Николай Валентинович связать Белореченск и Ангарск через Уссолье надо обязательно а там и до Иркутска дотянуть проволоки хватит а аппаратуры оторвался от бумаг Соколов проволоки пока хватает а радиоаппаратуры должно хватить на какое-то время для голосовой связи ну а потом морзянку можно будет использовать ответил Радак пока ждем весну от нового года будет много зависеть Думаю все-таки не смогут заставить людей о нас забыть после некоторой паузы спросил Радака князь обращаясь по сути к самому себе но если в истории мира Матусевича мы сидели на ангаре и не рыпались то ошибок повторять мы не будем в том числе и с наследственностью власти Грауль с Кабаржицким составили закон о престолонаследии где были подробно описаны все возможные варианты наследования власти во многом сей документ повторял указ Павла Первого принятый им в день своей коронации дабы государство не было без наследника дабы наследник был назначен всегда законом самим дабы не было ни малейшего сомнения кому наследовать разговаривая с Павлом Граулем о русских династиях Владимир поражался тому как казалось бы скромная по сути попытка помочь своему отечеству обернулась вдруг сменой династии превратив Михаила Романова в заурядного временщика типа Бориса Гудунова или Василия Шуйского вступив на престол в 7153 году или в более привычном Владимиру 1645 Бельские в отличие от Голштейн Готторп Романовых не успели отпраздновать свое трехсотлетнее правление а еще у Бельских практически не было ни единого по-настоящему династического брака с западноевропейскими монаршами фамилиями а вот со славянами Европы браки начались уже с союза Петра Федоровича сына Федора Бельского с Миланой дочерью Черногорского властителя епископа Мердария который после этого прекратил искать помощи для борьбы с османами от Ватикана и отозвал послов из Римской Курии но правление их не сильно отличалось от правления дома Равановых даже Петербург появился на Балтийском море но исходя из того что даже Грауль не знал в честь кого назвали этот город Владимир предположил что тут руку приложил кто-то из ангарских потомков но место для Петербурга было выбрано не в Устье Невы а в Устье Двины так немецкая Рига стала Петербургом главным русским портом на Балтике что автоматически меняло этнический состав Прибалтики ставший из Балта немецкого региона славяно-балтским но это все было потом а в ближайшем будущем Московию ждало лишь очередное противостояние с Европой опять кровь и слезы да опять возрождение свой Петр Первый появится в Московии после первого царя династии Бельских по смерти Федора Самойловича трон займет его сын без дозволения поляков которые хотели контролировать престолонаследие в Московии безуспешно склоняя первого Бельского католичеству поляки хотели следующим царем поставить одного из Гадеминовичей чтобы в будущем проделать с Московией то же самое что и с Литвой династически и религиозно связать ее с Польшей однако молодой наследник престола Петр Федорович Бельский подняв московский лют против поляков изгнал их из столицы и с благословения патриарха был объявлен царем московским с трудом выиграв несколько сражений у поляков он отстоял свое право на самовластие а что же шведы не вмешивались спросил Соколов нет они наблюдали ожидая взаимоистребления русских и поляков да и вообще шведы после первых же попыток Петра Федоровича проверить их на прочность ушли и из Новгорода и из Белоозера оставив себе лишь Кольский острог и земли Самов и Карелы да право контроля архангельской торговли но из Архангельска их потом с помощью англичан прогнали пояснил Павел войск не хватило контролировать такую большую территорию констатировал Кабаржицкий на что Матусевич лишь кивнул по всему выходит что мы должны помочь Петру Федоровичу в начале его борьбы с поляками и шведами а взамен начал было Кабаржицкий взамен потребуем легитимизации нашего государства закончил мысль Соколов Верхний Амур Умлекан конец января 7145 года 1637 Зима в Преамурье тихая кажется что природа замирает в белом мальчаливом забытии солнца в январе все больше его яркое сияние все дольше красит в яркие цвета белую тайгу даже в самых отдаленных ее уголках лес стоит в холодном безмолвии лишь мягко шуршит снег падая с неба крупными хлопьями небольшими размеренными шагами внешне неуклюжая росомаха шла по кровавому следу косули который подранил какой-то неудачливый хищник да не смог догонать выносливая же росомаха упрямо догоняла все более медленно животное уже предвкушая обильный пир поберегись раздалось по округе из-за холмов потом послышался далекий треск и небольшая стайка птиц взмыла резко вверх с облюбованного ими дерева под которым застыла росомаха задрав морду кверху а с потревоженных птицами веток сажавшийся снег комком полетел вниз шлепнувшись прямо на росомахину морду та немало удивившись подобному отряхнулась и потрусила далее по следу косули отстроженность она была почти готова оставалась северная сторона уходящая в лес сейчас нещадно вырубаемый видно не ли дело чтобы к валу вплотную подходил лес в котором врагу легко накопить воинов незаметно для жителей поселка горели костры на валу отогревая замерзшую землю а на законченных участках укреплений наоборот склон вала заливался амурской водичкой чтобы врагу было ясно что просто так на вал не вскарабкаешься внутрь стены засыпался песок и мелкий камень а по углам будущей крепости устроены небольшие бастионы для ведения фланкирующего огня из-за многих бойниц бывшая же изгородь дауров уже давно вся сгорела в кострах на валу теперь гумриканцы валили лес и таскали его на лошадях кострову по ангарски оленям было проще с волокушами то а то вона животина надрывается сразу заметил бикетов в умлекание волокуши вскоре тоже облегчили жизнь животным да и дело пошло быстрее разделенные на бригады дауры и ангарцы валили лес зачищали стволы строили нужно было успеть к обещанной атаке воинов местного князя которые ждали со дня на день выставленные со всех сторон посты и дозоры на конях обозревали окрестности готовые увидев врага помчаться к возводимому в дикой спешке острогу дабы упредить товарищей ну что тукарча может твой родственник кутурга и не нападет вовсе зима то скоро кончится спросил сазонов старого даура во время ужина нападет когда лес еще белый будет стоять весной не нападет дороги не будет воды много будет а когда вы достроите стены в свою очередь поинтересовался старик обсасывая куриную косточку через две недели закончим точно уверил старика Алексей отхлебывая травяной часть пложки однако конный дозор состоящий из казаков и даура заметил приближающегося к поселку врага уже через четыре дня параллельно берегу амура двумя колоннами шло разномасно воинство пеших амурцев и около двух десятков садников горцевали рядом то удаляясь от растянувшейся колонны то дожидаясь своих товарищей явно выделялся лидер воинства ярким одеянием и высокой меховой шапкой и держался на коне кичливо матвей с болтающимся на груди биноклем подскакал к стенам умлекана чтобы сообщить о приближающемся отряде врага в данный момент ангарцы вешали ворота со стены подтягивая уже вторую их половину а на земле процесс контролировали под дюжину человек удерживая тяжелую створку сержанта Васина он увидел сразу такую громадину сложно не заметить тот повернулся услышав лошадиное фырканье Олег вражь его и берегом идут веших по три сотни бурет конных десятка два не более крикнул казак скоро будут здесь спросил сержант голосом ничуть не взволнованным известием о скорой шибке идут тяжело сейчас еще полчаса точно будет уверенно заявил Матвей наученный уже время исчислению ангарцев всех собирай во строк кто на вырубке и на отвале уже давал указание второму конному казаку Олег Матвей а ты с этим товарищем контролируй подход вражьих морд чтобы не свернули куда кто вдруг захотят обойти нас давай Матвей кивнул дауру хлестанул коня и поскакал обратно к Амурскому берегу Сазонов Стукарче и Петром сидели в доме старосты и пили травяной чай беседуя о сложных взаимоотношениях между поселениями дауров когда валившийся Васин сообщил о приближающемся враге черт да у нас еще стена на северном фасе не закончена прошипел Алексей Олег ставь оборону периметра Кима ко мне все иди вот и пришел кутурга а стена дырявая зачем мою стену спалил моя целая была начал было горестно подувать Тукарче хватит ны Тукарче иди к Шелгинею да не будь как баба плаксивая а то что внук подумает резко оборвал причитание старика Сазонов тот поднял на него свои мутные глаза и вздохнув пошел к стене туда где работал Шелгиней Тукарче Абгая в живых оставлять или он не нужен тебе деловито спросил старика Алексей направляя ремень с кобурой тот удивленно уставился на майора и поворов сомнение выдавил не нужен Петр с мушкетом в руках уже стоял у выхода из дома ожидая Сазонова Когда последние дауры возвратились во строг ворота накрепко заперли а на стенах сосредоточились войны Сазонов в бинокль разглядывал подтягивающихся кутургайцев вражеские воины собирались крикливой толпой абсолютно не ведая воинской дисциплине вскоре они прознали о недостроенном месте в стене острога и начали концентрироваться там а к стенам вышел человек и начал выкликивать тукарче о чем он там выпить Петя спросил Алексей старика поносит и требует немедленно покориться а внука его шилгеней отдать обгаю в услужение отвечал Петр однако и стеной он удивлен безмерно от того и нервничать тукарче иди сюда Сазонов показал на группу конных воинов неприятеля и сунул старику бинокль кто там кроме Абгая ты говорила поселка которые ранее были за умлеканом там есть их старосты старик довольно долго всматривался и наконец перечислил троих старост указав на них отлично ну что шилгеней давай крикни этому нахалу что-нибудь обидно Сазонов подвинул юношу за плечи к краю стены тукарче и тот с видимым удовольствием и злостью наорал на безмерно этим удивленного парламентера тукарче с опаской смотрел на это действие но не посмел остановить своего внука только негромко посокрушался о том что их теперь точно в живых не оставят Алексей сукаризной посмотрел на старика покачал головой что же ты такой пугливый тукарче не боялся же обороняться первый раз пошли на штурм раздалось по стенам прикрыться заранее изготовленные деревянные щиты наподобие таковых что использовали японские аркебузиры были выставлены для защиты от стрел враг видя брешь в стене устремился в нее многие скатывались с ледовой стенки вала создавая сутолоку в поселке перед зияющей дырой была навалена баррикада где укрылись казаки и тунгусы ожидающие тех кто сумеет прорваться в поселок огонь раздалось наконец слитно грохнули десятки выстрелов устроив среди нападавших настоящий разор пройдя по ним кровавым гребнем боя от боли и испуга амурцы разбегались по лесу наполняя его криками и воплями серега работай по тем всадникам что я указал сазона приложил блинок к глазам когда с лошади упал кутургай остальные конники в шоке остолбенели вскоре один за одним свалилось еще трое и и только тогда остальные всадники нахлестывая коней научались прочь от злого поселка что молча убивал тех кто пошел против правды шилганея с юношеским восторгом да с широко открытыми глазами смотрел на результаты использования оружия его ангарских друзей собирайте раненых по возможности оказывайте помощь тяжелых кончайте приказал сазонов когда все уже было окончено поселке на прицеле держали шестерых смельчаков оставшихся в живых после залпа и несколько огрушенных амурцев заваленных телами атаковавших они и занялись расчисткой вала трупов оттаскивая тела в обрак неподалеку от поселка чтобы весной их можно было закопать если звери не растащат их ранее ну что страшно было тукарче усмеивался над старым амурцем сазонов тот лишь ошалело улыбался да мелко кивал хорошо хорошо ну что достроим стену да пойдем твои бывшие поселки покорности приводить не мои ашилгинея отвечал старик ну что же будем его князем делать да чтобы не хуже бомбогора был так где говоришь албазы поселок окрестностей смоленска оттраховать князь возьмем их наиспуг воскликнул казак из разъезда сколько их нетерпеливо спросил щептин тысячи по две не более уверил бородач приготовиться к атаке Дмитрий готов своих Никита дав конюш шенкеля устремился вдоль растянувшейся колонны своих воинов призывая тех готовиться к бою стрельцы собираются в группы и формируя колонны потихоньку выдвигались с перелеском к шляху туда же подтаскивали и пушки а казаки и витязи уже спешенные ожидали своего часа находясь за стрельцами пушки сняв с подвод уже снарядили кордечью и теперь воинство Бельского замерло в ожидании поляков тени заставили себя долго ждать и вскоре появились колонна усталых ляхов тянула серой гусеницей под занесенному снегом шляху впереди прокладывали путь рейтеры и гусары а за ними тащились желные же было видно что никто из них не ожидает нападения московитов здесь ведь весть о сдаче полякам в Мстиславле и Ростиславле пришла в войска окружившая Смоленск совсем недавно капитан Соколовский возглавлявший колонну находился как и подобает в самой ее голове нерадостные мысли роились в его голове нет счастья полякам в борьбе с Московией ничего эти проклятые схизматики берут верх смотрите пан Соколовский московитый взвизнул поручик качавшийся в седле слева от капитана как откуда только и успел воскликнуть Соколовский посредние его слова заглушил солидный рев исходящий из жерл пушек московитов звучащий словно звериный ор из самой преисподней капитан капитан выкинул из седла прямо в снег лицом дыхание его сбилось а по бокам и спине стало разливаться тепло предательски жидкое и до противного липкое хребет перебит ужаснулся Ярослав ноги его не слушались подняться он не мог а вместо привычного командного голоса из его глотки раздавался лежал киписк часто зазвучали мушкетные выстрелы со стороны леса среди жолнежи началась паника поляки заметались в поисках убежища где бы их не достало пушечная картечь или пули стрельцов которые стреляли без остановки сменяя ряды выстрелившие отходили под защиту деревьев а их место занимали другие наконец поляки придя в себя решили атаковать подлых московитов напавших на них нечестным образом собравшись они по колено в снегу пошли в атаку стреляя из мушкетов начали падать первые стрельцы обогребил снег горячей кровью Бельский скрипя зубами проследил пушкарю стреляйте последнее зелье князь предупредил пушкарь не жалей последний залп скосил многих врагов а на растерявшихся на секунду ляхов выскочили до спешной витязи щептина до казачки с пиками с гиконем и свистом тут же пустивший их в дело накалывая на пику врага они оставляли ее в нем и выхватывали с сабли поляки пытались организовать защиту от садников но у многих тяжелые копья лежали на подводах и они просто не успевали до них добежать казаки же не желали ждать пока враг очухается сразу принявшись отсекать их от обоза где были мушкеты и копья а тут и стрельцы крепко сжимая бердыши массой повалили добивать неприятеля вскоре все было окончено лишь жалкие остатки польского воинства сумели сбежать устроив драку за лошадей гляди кокнязь Бельского подозвал один из стрельцов я тот жив еще хребет видать ему перебило кортечиной вроде воеводой будет иш разодет как лежащий на снегу Соколовский с обреченностью и безучастностью смотрел как к нему подошел московицкий воевода и присел рядом на корточки кто такой будешь откуда шли со Смоленска шли а осада что же ушло войско польское а почему ушли то а ну сказывай пошел прочь московит дай умереть спокойно не хочу перед смертью рожу твою видеть просипел Соколовский Бельский встал и кивнув казаку сказал прикончи беднягу он все же христианин царство московское апрель 7145 года 1637 поляки были повержены однако Михаил Федорович был весьма недоволен тем обстоятельством что армия польская не была разбита а ушла в свои пределы единственным светлым пятном был разгром одного из ляшских отрядов безвестным прежде воеводой князем Никитой Бельским который до онного дела ухитрился изничтожить еще немало врагов мастер малого боя мимолетно подумал тогда самодержец посадив однако Никиту Самойловича за службу воеводы в себе же стрелецкие полки вновь занимали Полоцк и Витебск Оршу и Мстиславль Южная армия вошла в северские земли и заняла Чернигов взбунтовалось и Приднепровье и казаки тайно поддерживаемые Московьей щедро полилась кровь польская по киевскому и Волынскому воеводству и только с величайшим трудом подавив крестьянско-казацкие волнения доской зубы расширив реестр казаков и дав послабление крестьянству на принятие унии Польша замерила мятеж а весной в Минске было заключено перемирие сроком на три года причем за Москвой сохранялся и Чернигов королю же дорого обошелся этот смоленский поход Владислав рассорился с могущественными магонатами и поддерживающей их шляхты сейм не принял условия мира с Московьей и отказался выделять оговоренную сумму царю магонаты используя свою силу вынудили Владислав отказаться от трона в пользу Яна Казимира Владислав решил уехать во Францию однако в Саксонии бывший король и его слуги были зарезаны какими-то разбойниками поговаривали что это было дело рук магнатов Вишневецких новым королем польско-литовского государства стал сводный брат и кузен Владислава Ян Казимир решительный человек участвовавший в несчастливой Смоленской войне с Московией и в европейской религиозной бойне в момент признания его королем Польши он находился в рядах армии Габсбургов сражаясь против французов весть о смещении и несчастной смерти его брата поначалу озлобили его и он не желал коруны но уступив увещевавшим его посланникам сейма Ян Казимир поехал таки в Польшу кстати появлению на польском престоле крайне религиозного и ревностного католика готового преследовать иноверцев и вести решительное наступление на своих православных подданных весьма обрадовались в Риме как опытный военачальник Ян Казимир начал с того что окончательно замирился со Швецией устроив встречу польских и шведских дипломатов к вещему удовольствию шведского канцлера Акселя Оксеншерна польский король отказался от всяческих претензий на шведскую корону размежевание в Прибалтике планировалось сторонами немного позднее завязшая в Европейской войне Швеция нуждалась в спокойном тылу шведы постепенно выводили свои войска из польских пределов оставляя за собой однако Ригу захваченную еще 16 лет назад и область окрест Владиангарск февраль 7145 года 1637 Слышно хорошо Пятый пост Как слышно Отлично слышно База Пятый пост о связи Слышу хорошо Радекс удовлетворением отвернулся от динамика Остров Нижний 9 километров вниз по течению Работает В последний год Радекс смог вернуться к своей давнишней идее возобновлению работы радио и телефонной связи Рации были перенастроены на КВ диапазон и теперь можно было держать связь из Новоземельска даже с восточным берегом Байкала Баргузинским Острогом Далее работа велась на установлении связи с удаленными объектами княжества Гудинской и Владянгарской крепостями а также с отправляемыми из Ангарии экспедициями такой как группа Сазонова-Бекетова на Амуре Для нужд радиоэлектроники пришлось увеличить производство спирта несмотря на вялые попытки Соколова предотвратить это объяснявшего что увеличение выработки спирта несомненно повлечет и употребление его внутрь а не только для протирки пришлось негласно предупредить кладовщиков и инженеров что нахождение в невменяемом состоянии кого-либо из ангарцев будет пресекаться с самыми жесткими санкциями до этого спирт был прерогативой почти исключительно медиков что постоянно пополняли склады поселков лекарственными настойками сего года ангария серьезно готовилась к своему первому европейскому выходу производство снаряженных патронов было отшлифовано до предела копились золотые монеты ружья доводили до предельно возможного технического уровня из-за расчета имеющихся мощностей и средств производства Матусевич казалось вытащил из Микулича и Кузьмина всю информацию что возможно было вытащить в преддверии весеннего визита ангарцев к енисейскому воеводе глава шестая царство московское поморье архангельск лето 7145 года 1637 поморский коч умело лавируя между островами песчаными отмелями северодвинского устья подошел к знакомому архангело городскому берегу где близ берега тесно стояли склады купцов один из них принадлежал соввате Ложкину у коего святецкие поморы по обыкновению меняли ворвань клык моржа до китовый ус на парусину пеньку и кое-какую железную утварь яснастскую для кочей но из-за того что поморская община по сути уже несколько лет не занималась промыслом морского зверя а запасы снаряжения совершенно истощились беломорцам пришлось платить своему знакомому приказчику Матвею который заведовал складом Ложкина ангарскими извозными деньгами золотыми червонцами ибо пушная часть оплаты уже давно была опущена на закупку скота в Вологодских весях приказчик зорко и дотошно проследил чтобы мужички сложили на причале все то что было нужно поморам а потом повернувшись к поморам бородачам с улыбкой произнес ну давай дружи показывайте что за золотишко у вас имеется ярко кивнул и деловей то распутал под хмурыми взглядами товарищей тесемки на кожаном кошеле выводив оттуда две монетки и неуверенно протянул их приказчику ладные монеты ладные да не виданные доселе гешпанские алифряжские какие не глиго буквицы словенские ч червонец матвей червонец приказчик монету на зуб в обыкновении пробовать не стал хватило и прикосновения многоопытных пальцев до внимательного взгляда чтобы понять монеты добрые и полновесные но аккурат под золотник будут жечь ее лапотные усмехнулся матвей помор же подумал о том что приказчик усмехается над монетой и не хочет ее признавать бона даже на зуб не спробовал а мануть хочет уже ты цену деньги не знаешь яр воскликнул вдруг приказчик ты по что смехом то зовешь хотел был обидеться ярко много дал вторую монету забирай а мне дай три новгородки да полушку и то верно будет рассмеялся матвей протягивая помор один золотник на ко а сколь торгова наука впервые сложна леший ярко задачен взлохматил вихры то-то я и смотрю ни вигаря ни борзу на нет ярко теперь ты ходить за товаром будешь тот кивнул и дал команду товарищам нагружать коч корабль ярко отчаливал от складских причалов а сам хозяин лежал на мешках сваленных на корме и улыбался прикрыв глаза и подставив лицо ласковому солнцу думал ярко о будущем о жене ладе о детишках об общине что изрядно разбогатело в последнее время вона сколько одного скота пригнали с вологочины люди приходили новые в общину вступать мужики работящие а всего то и надо было свести три раза мангазейским енисейским да ангарским путями людишек зимушку перезимовать на дармовых харчах да по весне домой вертаться и все бы хорошо кабы никийский архиерей или как его там а то уж взялось жаден взгляд его до поморского добра два дня спустя а это Кель Ложкин выудил из недельной выручки ангарский червонец фряжская работа не не фрягами делана вона славянские буквицы червонец ангарск указал на буковки Матвей не 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 ангарск купец пожал плечами но да то ничего деньга гладная Ложкин собрал остальные монеты и монетки в аккуратные стопочки губами шепча только ему известный счет затем долго сверялся с отчетами приказчиков да списками отпущенного товара со складов славно Матвей каждый раз убеждаюсь лучше это у меня похвалил приказчиков купец не поднимая головы много наторговал с людьми так же ласков наслышан о всем премного Матвей поклонился купцу приложив ладонь груди и увидев характерный жест поспешил выйти из кабинета но в самих дверях был остановлен вопросом Ложкина Матвей а кто ты говоришь тебе ее дал кого дал не понял приказчик да золотник тот червонец так то поморы удивился Матвей а отхели они недалече знаешь кого не первый раз едал они взяли товара да ушли в скорости совать и Петрович ну ладно ступай ступай Матвей а чего бы это помором платить за товар не промыслом своим а золотом неужто ограбили кого Москва кремлевские палаты шесть месяцев спустя в начале года указом царя из приказа Казанского дворца был выделен в отдельное учреждение приказ Сибирский управляемый судьями он ведал всеми делами Сибири такими как военными административными дипломатическими и конечно же разбором оценкой и реализации Ясака поступавшего из Сибири государь всей Руси Михаил Федорович интересовался делами приобретаемой окраины ровно настолько насколько бесперебойно поступала необходимая для пополнения казны мягкая рухлядь а казна постоянно требовала расходов на войну правда ляхи уже дважды за последнее время платили дань Московии за свои неуемные аппетиты на востоке но все же этого было недостаточно хотя до Михаила не будет откровением если поляки сызново спробуют московское царство на прочность а уж тогда отожди лях до Литва нелюбимого тобой московито Устенвиль или Менска вот только со свеями надо договор учинить о сём да токмабайт оксаншерна свечки регант уже с ляхами свой договор имеет так ли Иван Тарасевич царь внимательно посмотрел надумного дьяка грамотина начальника посольского приказа истинно истинно государь добрые люди донесли о сём склонился дьяк и что же нам делать надо наговорить со свеями иного не мощно учинять ежели мы дадим лучшие условия для войны с Польшей то тут подарки нужны рухляди мягкой мало дают резко оборвал грамотин царь и повернулся к Борису Михайловичу Лыкову ведавшему сибирским приказам как мало великий царь пролепетал Лыков исправно даем больше надо больше расходы военные требуют онова ответил самодержец так ведь это Ангару реку перегородили нам а далее хода нет то голова из сельского стола уже сказывал в письме своём а людишки бают места для промысла зверя там богатые так что ты молчал сукин сын едва повысил голос Михаил Фёдорович а я ж всё исправно отписывал кому о чём мелишь ежели только мы сейчас о всём речи ведём подлец помню я ангарских людишек Беклемишева Василия Михайловича посылал я в ней Инсейск дабы он справился о том да только мы вестей от него нет покудова зато от ангарских людишек вестишка иметься великий царь Лыков цыкнул на диака Шипулина и тот с великой робостью протянул царю на широком серебряном блюдце золотую монету Михаил Фёдорович взял её повертел внимательно оглядывая вскоре вскоре побагровел лик его от гнева но царь унял его и спрятав монету в кулаке спокойно молвил сладь за Беклемишевым в Енисейск немедля пошли вон все Низовья ангары май 7145 года 1637 Енисей батюшка недалече объявил кормщик Макар невысокий жилистый мужичок из казаков ребята Матусевича тотчас же зашлись в приступе смеха последний раз Макар открывал рот когда прошли братские пороги сказать что он отличался немногословностью значит не сказать ничего но кормщиком он был от Бога чувствовавший реку нутром поэтому в прохождении самых опасных участков порожного сплава с ним можно было чувствовать себя без опасности и немой заговорил раз аж Макар сегодня такой разговорчивый быть хорошему дню удача ждет нас продолжали веселиться парни которым выпало хоть какое-то развлечение этом долгом и однообразном путешествии по ангаре Игорь Матусевич тоже улыбался сам же Макар невозмутимо скользил взглядом с речной глади на зелено-голубой ковер вековой тайги что тянулось от горизонта до горизонта перемежая с сопками да редкими вкраплениями березовых и осиновых рощ когда этот ваш радик доведет до ума свой масло дизель яйцеголовых на два института они все волыну тянут бормотал один из матусевцев сидевших на веслах ну так и помог бы идеями ответил его сосед медбрат из Мурманска не мой профиль а ты лучше подумай сколько нам обратно грести придется усмехнулся спецназовец собственно для дизеля нет никакой разницы заливает у него солярку или подсолнечное масло в случае с ангарцами масло идет конопляное кстати биотопливо сгорают в двигателе значительно лучше чем солярка и делает выхлоп более чистым что немаловажно для получения хорошего биодизельного топлива достаточно смешать 9 частей масла с одной частью метилового спирта добавить немного щелочи для ускорения реакции да подогреть полученную смесь до 60 градусов и немного подождать в результате масло распадается на метиловый эфир который сливается и заливается в топливный бак на оседающий на дно глицерин глицерин потом забирался медиками на свои нужды проблема встала только из-за смесительной установки рада хотел устроить нечто похожее на реакторную колонну но его останавливала несовершенная пока металлургия ангарии приходило все делать уже в привычных условиях по упрощенной технологии зато скоро можно нагрузить работы все 9 дизельных моторов от лодок через через несколько часов вдали стали видны стены енисейского острога который поначалу показался Матусевичу несколько неказистым после осмотренных им Удинска и Владиангарска стены и башни были невысоки казалось что и будет несложно преодолеть даже туземцам будь у них хоть какой-то опыт в этом деле однако подойдя поближе к острогу Игорь удивился неказистый издали близи Енисейск производил больше впечатления широкие и окованные железом ворота квадратные будто влитые башни крепкие стены часовые на стенах все это смотрелось уже несколько серьезней а у причала уже собиралась небольшая толпа Матусевич ждал время Беклемишеву чтобы тот подготовился к встрече ангарцев приказав сушить весла и используя течение маневрировать причалу Игорь и его люди времени тоже не теряли заранее поддев под одежду свои бронежилеты которые вызывали трепетную зависть у всех военных из Российской Федерации от полковника Смирнова до последнего матроса почти невесомые по сравнению со стандартными армейскими бронниками они к тому же были пластинчатыми то есть облегали фигуру и что немаловажно энергия пули попадавшей в бронежилет гасилась за счет вязкого первого слоя защитного покрытия жилеток синяки были конечно но не столь болезненные заряды парализаторов были на максимуме мало ли чего думают царские воеводы а в плен попадать ангарцам никак нельзя один товарищ матусевича капитан павел грауль взяв весьма объемный кошель с золотыми монетами а второй капитан кабаржинский мешок со скатанными шкурками чернобурой лисицы и соболя лучшей выделки игорь захватил подарок от соколова кожаный патронтаж крузью подаренному ранее василию михаловичу презент был выполнен в виде сумки на которой был вышед герб ангарий и вензель князя соколова патронтаж естественно был наполнен когда бот уже встал у причала и троица ангарцев стояла на мостках матусевич заметил неспешно идущего к реке Беклемишева по берегу он встал ожидая что майор сам подойдет к нему встреча была скупа на эмоции похоже воевод обиделся на то что князь сам не приехал и показал это Игорю посетовав на отсутствие княжеского стяга на корабле ангарцев день добрый Василий Михайлович приветствовал матусевич воеводу тот хмуря брови отвечал и вам доброго дня Игорь Олегович подсказал майор пройдемте гости мою скромную комнатку поговорим о делах наших насущных аль желайте в баньку сначала вот людей моих что в ботике можно и в баньку а мы вечером сходим а сейчас Василий Михайлович давайте сразу к делу матусевич выразительно потряс занятой объемным свертком рукой то его до этого заметил и усмехнувшись повел гостей во строк за подарок такой благодарен премного а князю ангарскому Вячеславу Андреевичу передай от меня сердечную благодарность и почтение Беклемишев рассыпался в благодарностях попутно думая о том что же отдарить в свою очередь князю Василий Михайлович а мы с вами заключили договор о взаимной дружбе перешел к делу матусевич теперь нам нужен новый договор о границах вестимо осведомился воевода ведь только моречная граница прописана а сего мало что в восточных украинах нет пока рано о тех границах речи вести наши украины не определены до сих пор пока что оставим это воевода конец сокол хотел бы чтобы ты воевода Енисейский рассказал бы в Москве то что княжество ангарское готово сдавать московскому царству это матусевич брякнула стол увесистый кожаный кошель с заранее распутанными тесенками как и хотел Игорь из кошеля высыпалось немного золотых чеканных монет тангарий покатившись по широкой крышке стола Игорь ожидал увидеть жадный блеск в глазах воеводы но нет Беклемешев лишь удивившись монетам взял одну из них что почти докатилась до него и осмотрел ее да поцокал языком но ни в жести его ни во взгляде не было и намека алчности ну что же миф о повальной продажности царских чиновников еще не обрел почву для себя ожидая лучших времен и это продолжил уже деловым тоном майор раскатывая шкурки соболя чернобурой лисицы горностая и куницы выделка хороша ишь как мех играет кивал воевода играя на руках мягкой рухлядью основой московского бюджета так все говорит о том что вы готовы давать ясак и пойти под высокую руку царя московского государя самодержства всей арусти недоверчиво посмотрел нам от усевича воевода нет это нам без надобности отрезал Игорь нам нужно чтобы Енисейск не чинил препятствий проходу наших караванов по Енисею еще пропускал бы охочих людишек с Руси до нас боевода кивал а Матусевич сделав паузу продолжил а еще мы хотим менять золото и меха на людей людей искренне поразился Бехлемишев государь наш Михаил Федорович силы свои кладет для вызволения полонянников наших из магометанской неволи выручить их кого не христи увели в полон начал закипать воевода а ты хочешь чтобы мы развойному племени уподобились чтобы учинили рабскую торговлю погоди воевода начал было майор но был прерван очередным взрывом праведных эмоций енисеица не может государь наш торговать своими подданными аки цыплятами по что ся небрежным движением руки Бехлемишев отпихнул подальше от себя меха да не нужны нам рабы люди нам надобны не можете своих понятно мы возьмем литвинов лимонцев ляхов финнов людишек с порубежья московского и какова цена подушная будет хмуро спросил после некоторой паузы воевода но уж в это мы сойдемся а цену дадим высокую а это в задаток оставлю Василий Михайлович Беклемишев тотчас упрятал ценности в хованный железом сундук с хитрющим замком и предложил пройти в трапезную а там воевода неожиданно для себя попал поперекрестный допрос что учинили ему грауль с Кабаржицким ночью Игоря разбудил грауль Игорь янисейцы шумят по-моему они полезли на бот а там ховали Савка с Богданом успокоили их воеводы истерика скоро тут будет тесно Владимир взволнованно посматривал в предкрытую дверь и комнаты куда залетали звучащие в доме возбужденные голоса как и говорил Павел по лестнице ведущей на второй этаж дома где ночевали ангарцы застучали тяжелые сапоги Володя сними парализатор с предохранителя спокойным голосом сказал Матусевич и в голову не целься если дело дойдет до крайнего отойдет двери в комнату шумно ворвался Беклемишев а что люди твои казачков мои в жизни лишили выкрикнул он погоди погоди воевода Матусевич выставил вперед ладони показывая свое намерение разрешить дело миром что случилось я своим людям говорил ночью не высовываться из дома неужели они выходили нет это случилось на причале на росток ай да на причал воевода предложил Игорь к тому времени как небольшая толпа подошла к Енисею парализованные казаки начали очухиваться оказалось что они после того как ангарцы ушли во строк чтобы попариться в бане наблюдали заботам остался ли на нем кто-нибудь а так как корабль был крытым с тремя каютами и небольшим трюмом разглядеть кого-либо в нем было весьма затруднительно наконец глубокой ночью так и не заметив никакого движения на борту янисеяцы решили осмотреть корабль ангарцев поближе не ясно что сделали они это по указанию воеводы у Матусевича не было никаких иллюзий по поводу любознательности казаков когда совсем осмелели они решили подняться на бот и приставили к борту мостки немного рабея помня муссировавшиеся несколько лет слух о невиданной военной силе ангарцев первый из янисеевцев вступил на мостки второй за ним подсвечивая себе путь факелом за ним вступил и следующий а остальные остались на причале первый едва спрыгнул с борта на палубу тут же получил заряд и охнув завалился на спину второй ступая по инерции за ним успел метнуть факел взяв открытые двери большую каюту где находились двое ангарцев и он получил свою порцию и упал ничком у борта на канатах третий казак попятился и пытаясь развернуться на хлипких мостках тоже успел схватить заряд и рухнул в воду двое оставшихся горе-шпионов опрометю кинулись во строк оглашая крестность Енисея благим матом савели лейтенант с пятнадцать с изревеля прыгнул в воду за упавшим казаком который будучи парализован камнем пошел ко дну богдан подсвечивал ему брошенным казаком факелом и вот теперь когда встревоженные ангарцы и рассерженные воеводы пришли к пришвартованному боту охраняемая двумя ангарцами троица незадачливых казаков начала ворочаться удивленно вытащив друг на друга глаза в наступившей тишине нарушаемой лишь потрескиванием факела все было ясно и без слов воевода дабы избежать неудобных вопросов матусевича решил начать первым принявшись раздавать пинки и оплеухи пытающимся встать на ноги казачкам а ну пошли отедого чего развалились в конец очумели по гостевым кораблям лазить казаки оха и терпя за трещины воеводские пытались на плохо слушающихся ногах побыстрее убраться во строк утро следующего дня беклемишев провожая матусевича добота все приговаривал да ты Игорь Олегович злато не держи на меня должен я был проведать корабль ваш нечто без этого можно да я понимаю Василий Михайлович служба такая а я бы вам и так показал бы все только скажите проникновенно сказал майор похлопав беклемишева по плечу узнать я хотел хитро посмотрел на Игоря воевода когда они уже подошли к носу бота стоящего у причала ента вот что неужто пушки упрятаны за накладной доской они самые кивнул майор и подняв голову крикнул находящимся на борту эй кто у пушек есть лука сними заглушку с этой стороны матусевич похлопал ладонью по утопленному в отверстие орудийной бойницы подобию пробки обитой по бокам кожаными обрезками такая же бойница была и со стороны носа деревянная чурка ушла внутрь явив воеводе черный зев жерла стоящий на палубе крытого носа корабля пушки эх ка крекнул бекнемишев и указал на другую заглушку и что же там тако же там тоже пушка имеется матусевич улыбаясь кивал да мол оружен мы безмерно дорогой ты наш человек и опасный дюжа потому ты надо с нами дружбу иметь дружба штука полезная пусть даже и всего одна пушка на носу корабля да вторая на корме а еще можно железными листами пушкарей укрыть дабы не поранило их от вражеского огня сказал вдруг Игорь заставив воеводу задуматься ну ладно Василий Михайлович мы в обратный путь пойдем прощай прошу тебя только передай все в точности царю все наши предложения записаны в грамотке ну а если цена наша малой покажется давайте свою цену подумаем а то глядишь и сможем помочь чем и тебе воевода ну и царю вдруг чем черт не шутит мало ли прочевай Игорь Олегович приложу я все родение свое дабы царю донес всю правду и слова ваши к нашему общему удовольствию добавил Бек-Немишев и пожав руку Игорю пошел вострок Байкал был остров Святой Нос Баргузин июль 7145 года 1637 после путешествия вдоль живописнейших байкарских берегов руководство Ангарии прибыло в свой поселок на восточном берегу озера Вигорь Ветший Бот был спокоен летний Байкал сюрпризов не преподносит летом на глади сибирского сокровища господствует штиль бывший Святинский помор со свояком уже обжился на берегах озера ловил рыбу понемногу бил нерпу ее мех шел на зимнюю одежду что в будущем шла бы в Москве а тюлень и жир столь полезный для нормальной жизнедеятельности организма забирали медики поморы исходили уже весь Байкал попутно исправно выполняя роль перевозчиков между его берегами Баргузин представлял собой небольшое поселение всего лишь несколько жилых домов и три помещения для обработки гуана и материала серных выходов потому-то и стоял в Баргузине специфический запах мама не горюй поэтому после того как инспекция Радака закончилась все с облегчением переместились на облюбованную Баргузинцами полянку для пикников что находилось в получасе ходьбы от поселка в некоторой глубине полуострова пока готовили уголь для шашлыка четверо власть имущих ангарцев разговорились в беседке ну рассказывай Николай что у нас с нашим будущим как дела в целом обстоят спросил профессора Смирнов сразу скажу дела у нас идут гораздо лучше чем я предполагал дело в том что бытовавшие опасения ну насчет того что дескать ум человека века семнадцатого и века двадцать первого различен благополучно провалились с чем вас и поздравляю несколько напыщенно начал Радак поясни Николай попросил Соколов обучаемость крестьянских детей детей наших нетерпеливых товарищей рожденных местными женщинами и детей от наших с вами бывших сограждан совершенно одинаковые разум человеческий одинаково хорош надо лишь развивать заложенные в человеке способности это мы поняли улыбнулся Соколов а что по количественному показателю раз уж мы разобрались с качественным сейчас скажу Радак достал из своей сумки набитой вложенными листами бумаги потрепанного вида ежедневник имеется шестьдесят два ребенка возрасте семи до десяти лет которые обучаются или только начали обучение по физико-техническому направлению еще есть почти четыре десятка детей которые не нашли у себя интереса к этому каждому из них предстоит закончить обычную для нас с вами семилетку чтобы быть грамотным человеком но с остальными будем работать серьезно Николай Валерич обратился Радак Сергенко который слушая своего коллегу наблюдал как насаживает мясо на шампур да Николай несколько рассеян ответил профессор ты голоден что ли рассмеялся Радак будешь курировать новоземельское училище я курирую Белореченск наша задача дать этим детям максимум знаний с тем чтобы они в будущем смогли дать то же самое уже своему молодому поколению это очень серьезно Николай да естественно твердо ответил Сергенко я приложу все свои усилия а что же эти сорок то ленятся что ли озабоченно спросил Рады Космирнов нет лени нет совсем в отличие от оставленных нами в российской федерации школ где у детей множество различных интересов помимо получения знаний здесь ничего лишнего нет и единственная альтернатива учебе это работа здесь дети тянутся к знаниям хотят узнать что-то новое каждый урок это новое открытие мне было приятно наблюдать за работой наших учителей малыши участвуют в процессе обучения занятия построены в форме живого диалога ярких примеров но с процессом взросления надо будет составлять новые программы спросил Сергеенко ну да для этого я тебя и поднапряг улыбнулся Радок понятно да кстати можно поздравить друг друга с пенициллином не зря столько мышей наши биологи умучили рассмеялся Сергеенко да уж да Аришка постаралась памятник ей можно отлить при жизни согласился Радок на завершающем этапе испытания препарата многочисленное впрыскивание пенициллина производившееся каждые три часа подопытным мышам зараженным золотистым стафилококком приносили им полное исцеление контрольные мыши не получавшие пенициллина умирали все до единой это была полная победа и без того небольшая смертность в ангаре теперь имела все шансы быть еще незаметней вскоре после выражения бурной радости и утоления голода разговор продолжился следующей темой был ушедший на Амур отряд Сазонова Бекетова часть их людей ждали осенью с первыми вестями из берегов Великой реки закрепляться на Амуре было необходимо выход к океану для государства был важен не только с точки зрения возможностей торговли но и для дальнейшей экспансии но это ты хватанул да у нас и народа и двух тысяч не наберется а ты уже метишь дальше и куда на Аляску с немалым удивлением посмотрел на Соколова полковник Андрей я жду вести от Матусевича вполне возможно что у нас появится канал для прохода людей к нам через Енисейск как это а енисейцы будут не против изумился Сергенко да в том то и дело что нет но для этого надо время и воля царя а я ему предложил кроме того и строгановский вариант мы получаем кусок Урала для его использования и продажи пушек в Москве но это довольно рискованное предприятие я думаю и сам царь на него не пойдет мы же просто показали серьезность наших намерений просили же англичане пошуровать приобъек Вячеслав вы справились с новым затвором пробуем пока мне не докладывали об удачном исполнении видимо жду стопроцентного результата и готовый образец ружья иголки это конечно игольчатые винтовки это кошмар столько на них времени было потрачено ресурсов станков сколько а на выходе ну постреляли а износ-то какой быстрый в стволе шлак накапливаться иголки то и дело ломаются не дело а баловство какое-то разошелся вдруг радок хорошо скрипали их не так много ну вот я и говорю игольчат а винтовка это конечно неплохая тренировка опыт для мастеров но ведь отказываться от него надо срочно с улыбкой поглядывая на профессора продолжил Вячеслав калибр уменьшить не удалось спросил Сергенко нет покачал головой соколов тринадцать менее не получится эпопея с вооружением солдат княжества подходила к своему первому промежуточному этапу намочившись с двумя видами игольчатых винтовок взвесив все минусы и плюсы решено было от них отказаться путь оказался тупиковым однако мастера получили огромный практический опыт теперь нужно было упростив и усовершенствовав конструкцию механизмов оружия остановиться на наиболее долговечном простом изготовлении и легком обслуживании поле латунные или свинец спросил Смирнов нужен свинец конечно наши геологи нашли два близких варианта годных к добыче нашими силами это выходы из цинково-свинцовых руд на реке холодной это северо-западный байкал и нерчинское месторождение проговорил Соколов там карьерный способ добычи можно справиться как с углем речной вариант сейчас несомненно удобнее решительно сказал Радок выплавку можно наладить там транспорт опять же под рукой согласен Николай а нам выходить на оптимальное вооружение уже давно надо неизвестно как царь отреагирует на наше предложение он может и войско послать вместо купцов и менял да и с Амуром надо решать Верхний Амур март 7145 года 1637 как называлось селение даурского князя Албазы Сазонов не знал да и нужды в этом не было ибо имя этого безвестного князька само по себе красноречиво говорило о названии его поселения насколько было известно Алексею по обстоятельным обсуждениям перед походом это даурское поселение было настоящим рубленным деревянным острожком окруженным серьезным частоколом на валу сорвом башнями и воротами и с правильной формой периметром укреплений однако сейчас перед его взором находилась обычная деревня на десяток другой дворов над домами курились дымки очагов лаяли псы мочали коровы деревня деревней но место удачное пашенная земля вокруг стоящего на возвышенности поселка лес подступал неподалеку а на море прямо напротив поселка крупный остров подходящий для речной цитадели сходный с Удинском что-то совсем небольшой поселок Шилгеней обернулся к сидящему на коне князю Амурскому Сазонов да и сам князь Албаза моложе меня горделиво ответил Давур после того как несколькими быстрыми рейдами належащие неподалеку от умлекана поселки отсоединившиеся было от него были приведены в поконность Бекетов продумал церемонию возведения Шилгенея в князья Амурске поэтому шесть выборных представителей от вновь подчиненных поселений и двое бывших данников Албазы были приведены к присяге на верность Шилгенею как князю Амурскому также они обязались платить ему ясак но не только шкурками но и зерном скотом и птицей ясак был вполне посильным многого от дауров не требовали Сазонов помнил из истории чем обернулись для казаков грабительские набеги на амурцев манджюры легко перетянули все местные племена на свою сторону при конфликте с русскими сейчас этого допустить было нельзя теперь теперь я могу спокойно уйти к предкам молвил тукарче после того как сам Шилгеней принес вассальную присягу неведомому ему князю Ангарскому не обязался быть его данником старик уехал с небольшой свитой в умлекан наказав юноша крепко слушать большоносых русов опорный пункт на амуре найден будем строиться думал Алексей товарищ майор бабу поймали даурскую что вся лень не была хотела в лес удрать ничего так ладно я на дверь спустил с коня шипящую девушку та и впрямь была довольно миловидна на взгляд Сазонова отличаясь от остальных туземок более мягкими чертами лица Петр переводи спроси ее где Албаза и почему все жители убежали Тунгус перевел даурка же после гордеревой паузы начала говорить оказывается Албаза и его люди сбежали еще позавчера когда вечером прискакал гонец из занятого мелким князьком шилгинеем поселка принадлежащего дяде Албазы Илгиня с этим шилгинеем были люди невиданные доселе на амуре да и вообще невиданные вовсе вот и убежал молодой князь к дядюшке а отчего жители сбежали так ведь князь их сбежал в спешке вот и бояться дауры врага неведомого Петр скажи ей что бояться некого просто власть поменялась никого бежать мы не будем пускай зовет старосту деревни чтобы он принес присягу новому князю шилгинею амурскому ну а заодно и князю ангарскому и спроси как ее зовут говорит что сэрома ну иди теперь сэрома за своими людьми пускай все возвращаются в деревню олег подозвал сержанта скажи людям пускай располагаются пока в княжеском доме всем места не хватит отдыхать по очереди к даурцам в дома не лезть организуют дозоры они возвращаются товарищ майор Матвей указал плеткой на опушку леса где собирались бежавшие было дауры шилгинеи тебе стоит успокоить их самому предложил Сазонов юноше тот кивнув поскакал к все еще опасающимся возвращаться в поселок дауром вскоре те стали осторожно возвращаться в свои дома мужчин почему-то было меньше обычного долбаза увел воинов с тобой он еще вернется сейчас он к бомбогору ушел помощи просить вернется со многими салонскими воинами пояснила сэрома а мы уже на слуху у этого бомбогора должны быть усмехнулся Бекетов вечером Бекетов и Сазонов сидя на циновках очага обсуждали с шилгинеем и Петром дальнейшие действия экспедиции и варианты развития ситуации в связи с их захватом поселков принадлежащих даннику салонского князя князь этот как выяснилось был один из сильнейших в регионе и даже пару раз поколачивал разведывательные отряды Маньчжур проникавшие в Преамурье думаю стоит отправлять обратно в Баргузин несколько человек с новостями решил Сазонов Бекетов с ним согласился нужны еще припасы для оружия а то воинов уэнтих князей много товарищ майор воскликнул стоявший у входа в княжеский дом частовой тунгус просунув голову задернув занавес эта баба в дом рвется ну пусти ее несколько удивился Алексей вошла сырома бросив горящий взгляд на Сазонова и прошла на левую половину дома она что-то говорила и Петр тихонько начал переводить она жила тут ищет вещи свои и хочет уйти потом наверное была одной из жен князя скажи что она может жить тут и дальше не надо никуда уходить быстро ответил Алексей тунгус перевел ей слова майора и она не громко ответив ему бесцеремонно присела к грешему очагу выставив худенькие руки к огню Алексей с интересом поглядывал на девушку а ведь она и правда очень красивая сырома грелась у огня уставившись на пляшущие языки миндалинами глаз в которых причудливо отражалось пламя она не переставала что-то повторять себе под нос выгибая тонкие брови было видно что она расстроена Петр ее что обидел кто они негромко переговорили причем кончилось все тем что девушка скривив в грима серотик выкрикнула какое-то ругательство и ушла в свой угол помещения в другом очагу в котором тлели угли подложив немного дров в обложенной крупными камнями кострище она зарылась в ворох одеял и вскоре затихла повисшую неловкую паузу когда мужчины стараясь не смотреть друг на друга разум уставились в огонь нарушил Сазонов Петь чего она бесится то сказала хоть что-то она была младшей женой Албазы церему прислал ему в подарок дядя взяв девушку у одного из подвластных ему князьков так вот когда Албаза убегал он ее с собой не взял двух других жен взял а ее нет значит она ему не нужна значит она плохая жена и ее теперь ни один хороший воин себе не возьмет эх как все серьезно гляди-ка крякнул Бекетов ладно девчонка а может кто из наших ребят ее возьмет Сазонов с удивлением отметил что ему совсем не хочется чтобы ее кто-то взял с себе до сих пор по прошествии почти девяти лет со дня попадания в этот мир постоянной подруги Алексей себе не нашел не говоря уже о жене хотя свой мужской голод он утолял регулярно с разными женщинами остановиться сделать выбор он не мог а ведь почти все его товарищи сделали это и уже давно у всех были дети хоть по одному но были Сазонов уже и Соколов и Петренко даже Радок у которого жена была второй раз на сносях постоянно толбичили о необходимости жениться тебе тебе уже сорок два Алексей женись потомство надо оставить пенял ему бывало Соколов Алексей Вячеслава понимал но нежелание жениться иметь детей самому себе объяснял тем что не может забыть свою жену Наталью и годовалых близнецов оставленных в такой далекой теперь России со временем боль утраты дорогих людей притупилась оставив на зуше зарубцевавшуюся рану ноющую в памятные дни Наташи и детей Алексей когда говорю отряд назад слать будем толчнись ты уже Бекетов пихнул с озоного плечо на что растерянно произнес Алексей как когда как острог поставим в конце апреля ориентировочно Бекетов вздевая и крестерод кивнул добро я спать и укрылся шкурой оленя Петр тоже ушел спать к своим с озона уже не спалось проворочив свистеку лодчатся до одури наслушавшись богатырского храпа Петра Ивановича Алексей пошел пройтись по поселку проверить внутренние посты в ночном албазине было тихо лишь изредка по брехе у липсы доносились оклики часовых да потрескивали разложенные костры на поселковых тропах по которым прогуливались стройки караульных выносные посты охраняли небольшой периметр вокруг поселка и несколько укрытых секретов сидели в местах где возможно подойти к поселению их указали немногочисленные охотники оставшиеся в албазине ну что братцы тихо с озоном подошел к одному из патрулей казаку и двум тунгусам так точно товарищ майор тихо по уставному ответил казак вы бы отдохнули вернувшись в дом албазы с озоном всунулся было к одеялам наваленным неподалеку от дышащего теплом кострища но вздрогнув от неожиданности краем глаза заметил фигуру в дальнем конце помещения сидящую у второго очага это сырома наблюдала за ним Алексей чертыхнулся ничего девки не спится и принес устраиваться на ночлег кинув взгляд на ту половину помещения майор понял что девушка продолжала неотрывно следить за ним черт побери один храпит как рот от дембелей вторая в лунатиков играет вырвался Алексей и решил уйти спать к крестьянам расположившимся в соседней пристройке однако в дверях был остановлен жалобным голосом девушки может случилось чего мелькнула мысль подойдя к ней он опустился на корточки и посмотрел на нее сырома в свою очередь уставилась на него от даурки веяло теплом и мягким ароматом каких-то трав исходящим от распущенных волос халат упал с плеч девушки обнажив маленькие острые груди оторопев на секунду и почувствовав жаркий прилив эмоций Алексей привлек ее к себе и нежно поцеловал сырома осторожно потянула его за собой опускаясь на одеяло Сазонов 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 снял свитер и распахнув на доурке нижние полы халата начал покрывать ее тело поцелуями позабыв обо всем на свете проснулся Сазонов от неясного шума доносившегося от входа в дом раздавались голоса среди которых различался и Бекетовский неумело приглушаемый им рокот но и не к спеху тогда коли Петр не сказал пускай поспит майор умаялся за ночь от подлюка слышал все охрапел будто спал беспробудно с улыбкой покачал головой Сазонов что там Петр Иванович Алексей уже обувал ботинки надев куртку майор бросил взгляд на спящую сырома девушка посапывая свернулась калачиком на освободившемся месте под одеялом и не думала просыпаться все таки не похожа на наместных мельком подумал Сазонов да вот Алексей боят шпиона поймали объяснил Бекетов ну так пойдем посмотрим на него что ли майор натянув шапку ступил на утоптанный снег перед входом и обернувшись к часовому казаку сказал поддерживай огонь в доме да смотри за девушкой чтобы никуда и смотри не усни погрызил Алексей ему пальцем а Петра кликнули Сазонов обратился уже к морпеху что принес весть о пойманном лазутчике а как же там он уже на окраине поселения куда уже начали свозить на волокушах очищенный от веток ствол и сосен для строга стояла небольшая толпа двое морпехов завидя приближающегося майора подняли за шкирку невысокого мужичка судя по помятой физиономии он уже успел склопотать за ошибочную несговорчивость вот товарищ майор крался лесом к поселению доложил один из воинов Петр говорит что-нибудь а кто это вообще повернулся Сазонов к Тунгусу это Дунжан старост этой деревни он говорит что ушел от людей албазы которые идут в Бомбо-гору и решил вернуться домой чтобы потом отсюда уйти с семьей мужичок поняв кто тут главный поднял на Сазонова глаза и попробовал было захныкать сделав жалостливое лицо так все ясно раз староста пусть пока ими будет не выпускать никуда его тем более семьей пусть сейчас валит домой днем будет приносить присягу Шилгинею а потом нашему князю Соколову глава седьмая ангарск посад вторая линия ноябрь 7145 года 1637 прокопушка мастер мастерскую славкова заглянула жена любаша тот же сморщившись от тяжелого запаха выделываемой кожи что взрослось люба теперь то прикрой холодину тянет да трави от кожи своей ради бога пойдем там до тебя люди справлений явились у забора славковых стояло две подводы с запряженными в них оленями первая была загружена мешками свертками разного размера ящиками и ящичками ко второй подводе были привязаны две коровы и несколько коз там же возился казак прокопей не смог вспомнить его лицо возиться с интересом осматривал дом и двор славковых у прокопья опустились руки и тут сызнова началось не верил же и вот на тебе обреченно подумал он у славковых имелось две козы с десяток несушек до кое-какой нехитрый запас на зиму неужто заберут а как же дитя тем без молока мелькнула ужасная мысль оглянулся на дом а там двое меньших Сташка и Мирянка уткнулись в подъемные без сомнения успокоился переселенец просто непривычно было для славкова такое внимание князя к простому крестьянину никогда он и не слыхивал о таком да где же это видно прокопий прекрасно помнил как два года назад получал некие подъемные семена инструмент утварь для дома да и сам дом и какой дом такого не было ни у одного старосты на Белоозере чтобы со стеклом незамутненным да с черепицей да с полом теплым и с печью что топится не по черному помню славков как встелялся в дом когда ангарцы только-только заканчивали крыть крышу первые дни славковы ходили как во сне боясь проснуться а потом привезли по реке и подъемные и землицу выделили безо всякого холопства правда прокопий было сказано одним из ангарцев что это все дарится не просто так забавы ради а с умыслом что поселенцы будут трудом своим доказывать нужность княжеству что и дом и земля и семена и безопасность дается его семье в подъем и чтобы семья его увеличивалась вот сегодня приехали люди княжеские дабы посмотреть воочию как он прокопий белозерский поселенец поднялся а что он сделал полезного работаю с кожей упряж почти вся в княжестве моя сынишка вон какой головастый в княжеской школе науки разные изучают дочь тоже вихрем пронесли смысл и в голове прокопия ходь открывай ворота чего столбом стоишь крикнул мужик с первой подводы обрывая тревожные думы бывшего белозерца да уже открываю отверяя запор бормотал прокопий вспомнив акима помощника старосты ангарского посада частенько он видал его управление отверя отверя створку славков чуть не столкнулся с коровьей мордой которая обдала его теплым дыханием и мокро фыркнула казак пытался пропихнуть корову открыто на половину ворота во что раскрыл рот от удивления прокопий казак заводил корову во двор придерживая створку ворот рукой здорово хозяин доброго вечера покряхтывая поприветствовал он славкова доброго оторопело пробурчал прокопий принимая веревку которая тянулась коровьему рогу и две козы сидор крикнул казаку мужик сгружавший вместе с тулгуса мешки и ящики с первой подводы когда сидор затащил во двор коз первый возница со значением погладил висевшую на груди бляху помощника старосты торжественно произнес ведомо стало по садскому голове что ты прокопий хозяин справный и многочадный работу справной исполняешь шорку добрую шьешь и детей в школу посылаешь по всему выходит что ты примерованный гражданин нашего княжества жалует он тебя за то от имени самого сокола дойной коровой до двумя козами а жене твоей княгиня послала разных подарков зови принимать гуманитарку что принимать забыл что ли аль не получал еще а ну да в том году на усоле остановились счастье она должна подарки от княгини да подпись ее поставить на накладной что накликни он грамоте и счет учен поможет нам ведь еще стрельцовым надо так ведь в белоречии он в княжьей школе да у меня и ярушка грамотная скотину привязали к забору а помощник старосты вместе с любашей ярушкой раскрасневшимися от радости сверяли содержимое мешков коробков свертков и пакетиков с длинным списком Прокопий же осторожно расспрашивал второго возницу что это за гуманитарка и за какие заслуги ему дали корову возница такой же посадский ремесленник гончар с первой линии рассказал что коровами отметили не всех а только его самого Прокопова и еще Петра Котельника говорят и иным потом дадут просто сейчас коров мало их у братских людей выменивают на железо негромко отвечал возница прочим же переселенцам дали коз и дары от княгини причем по числу детей в дарах тех Аким заметил зерно земляные клубни отрезы крашеного полотна да пакеты в коих ангарцы хранили семена а также книги божественные и мирские казак выходя со двора норовучительно заметил заученной фразой Любы нашему князю искусственные мастера небо воин державу защищает а труженик воздвигает и украшает подошел Аким Люба с детьми заснували и пятый и пятый будет по весне Аким подмигнул Славкову и наклонив голову кивнул на суетящуюся у коровы Люба вон а как протянул Прокопий ну ладно бывай а за серым потом ковинам приезжай кстати у стрельцовых то шестеро ребятишек догоняй опять подмигнул ему мужик Славков был совершенно сбит с толку доселе никогда он и не слыхивал о подобном чтобы крестьянину люди государевы дали что-либо ценнее тумака а вот подпол и холодник почистить содрав две шкуры да за взгляд хмурый плечи огреть это обычное дело этого Прокопий навидался жена вон тоже до сих пор в себя прийти не может за какие такие деяния Славка вы удачу такую заимели неужели только мы за то что детей родили так то божье провидение даст бог и родиться ребенок все хорошо в ангарии никто крестьянину обид не учиняет да и работать на общинном поле ему тоже не надо так как ремеслом он владеет нужным только мы свой надел и обрабатываешь весь урожай твой после того как княжескую долю отдашь а отдашь по возможности коли хорош урожай больше дашь не уродилась никто не стребует но землица тут хороша потому и возможность завсегда имеется да вон еще и привезут с недеразной на зиму а крестьян то не заставляет работать на огородах княжеских сами кремлевские в землице и кувыряются даже стажка и мирянка на теплом полу играли в игрушки ящичек с ними оказался средь снеги и был тут же сцапан ярушкой по своей девичьей секреты Люба зажигала лучинкой свечу от печки Жанушка готовилась прясть в носу защипала и скатилась вдруг одинокая слеза а в окне над лесом багровел закат Ангарский Кремль зал собраний клуба декабрь 7145 года 1637 собрание объявляю открытым улыбаясь развел руки Вячеслав и так в следующем году у нас десятилетний юбилей время подводить итоги говорить о том чего мы добились а чего не получилось однако что я хочу сказать мы оторваны от своей родины земли своих детей родителей нашли в себе силы не сломаться и не сгинуть среди тайги не рассориться оставив свои амбиции в угоду общего выживания знаете для меня это было неожиданностью я признаюсь ждал чего-то эдакого главное что мы стали по-настоящему сплоченными а то что они рассобачились да это твоя заслуга Вячеслав добавил Смирнов не знаю как бы стал решать вопросы управления нашим обществом я поэтому и доверил это дело тебе сначала я признались был немного самоуверенным хорошо я правильно понял что не мой это профиль налаживать быть смотрел я как ты Вячеслав в своем поселке управляешься а потом и решил пусть делом заниматься тот у кого это получается поэтому правильно ты сказал амбиции тут делу не помогут а выживать надо вот я и решил оставить власть в угоду общим интересам и не прогадал Андрей воскликнул Радок вроде живем и неплохо а это самое главное ну что же давайте подведем итоги предложил Соколов сначала по нашему сельскому хозяйству Тамара Михайловна рассказывайте Сотникова сидящая в креслице у торца стола попыталась было встать но Соколов тут же жестом усадил ее обратно находящийся на седьмом месяце беременности главный ангарский агротехник начала рассказывать об успехах и проблемах сельского хозяйства ангарии но в целом дела шли неплохо при ангарской почве и почве речную долин богатые черноземом давали стабильные урожаи благодаря которым княжество имело возможность не выживать а жить и делать запасы посетовала она на засушливый май этого года из-за которого удалось получить только семьдесят процентов запланированного урожая пшеницы опасения вызывала и река весной сложно было спрогнозировать насколько широко ангара разольется уже несколько раз полностью погибали выясенные зимы было бы неплохо подрывать лед взрывчаткой как делалось у нас предложила Тамара да нет у нас для этого столько взрывчатки сейчас химики только выходят на получение первых десятков килограммов пороха налаживается его массовое поточное производство и вообще сейчас идет отработка технологии для будущего массового в нашем масштабе производства пероксилина Сергеенко обещает производство промышленных масштабах примерно через три года не ранее сообщил Радак Тамара продолжила разговор зашел о лошадях необходимых для того чтобы уменьшить количество людей участвующих в сельскохозяйственных работах механизация процесса селки были удачно опробованы на лошадях казаков а работать пробовали даже на оленях но без особого эффекта усольцев отдал четырех лошадей но этого было мало когда будут лошади мы ждем только их вы обещали можно ведь сразу не только разгрузить людей но и увеличить урожаи обратилась Сотникова к Вячеславу лошади бурут весне я обещаю мы занимались скупкой коров и телят уши в шее было необходимо сначала раздать часть скота нашим поселенцам что имеет много детей в основном же семьи небольшие они соглашались на переезд из Руси а многодетные важно поддерживать да и остальным наука и стимул скорейшему повышению уровня рождаемости Соколов оглядел присутствующих ища понимания люди кивали верно мол мыслишь Вячеслав продолжил так вот а коней он хочет менять на огнестрел за табун сорок голов вместился в молодняком бросить два ружья и боеприпасов шевшей мужик неплохой не ссыться прыснул Ренат как со слухом у него Ренат укоризненно посмотрел на него радок да и остальные зашикали Саляв поднял руки и сделал движение будто бы застегнул рот на молнию в общем с этим бурятом можно иметь дело кстати у него напряги с одним пиратским князьком так что можно расширить товар обмен соседа вооружаешь заметил радок а патроны то у нас ответил за соколова смирнов а то добавил Николай Валентинович нам лошади сейчас важнее а далее глядишь пощипает у ира то на предмет лошадок да нам и пригонит а патроны и верно у нас нормально Вячеслав Андреевич я бы хотел вернуться от патронов к нашим лошадкам Евгений Лопакин работал в конесовходе перед армией отцу помогал сейчас в Удинске у Карпинского более никто из наших с лошадями не общался настолько близко сообщила Тимофеева главный биолог экспедиции Соколов кивнул и тут же записал информацию в свой пухлый блокнот о грызком карандаша ферму для разведения лошадей сейчас спешно достраивали под Новоземельском уже заканчивали укладывать крышу и ограждать нехитрым забором три загона для животных этому придавалось огромное значение при отсутствии транспорта к которому так привыкли люди из пропавшей во времени пространстве экспедиции лошадь была отличным вариантом для решения этой проблемы оставалось лишь выучиться на них ездить ну а далее зависело лишь от успеха обмена с бурярским князем шевшей тянулся к сотрудничеству с ангарцами чувствуя в них уверенную в себе силу Соколов хотел это использовать склонив шевшея к союзническим отношениям Володя ты закончил с отчетами по поселкам в той форме что я тебя просил Вячеслав повернулся к Кабаржицкому капитан только недавно приехал в Ангарск до этого в течение нескольких месяцев он мотался по ангарскому княжеству собирая информацию о состоянии поселков бытия проблемах и их решениях написал он и характеристику каждому из старост поселений отношению к нему жителей и его отношение к людям замечал он и наиболее успешных переселенцев особняком стояла статистика рождаемости и учета многодетных семей которым нужна помощь зная про ответственное отношение к делу и дотошность Кабаржицкого Соколов надеялся получить исчерпывающую информацию о состоянии дел Владиангарск замок на ангарских воротах княжества был на особом счету крепость на острове и береговые бассионы были наконец достроены и тщательнейшим образом чуть ли не вырезаны под водительным руководством Петренко городок расположенный частью на острове частью на правом берегу реки был в отличном состоянии повторяя своим видом чистотой и убранством лубочной картинки в идеальном быте границу же Петренко держал на замке никого не пропускал вверх по реке небольшие ватташки казаков время от времени появлялись в поле зрения тайно оборудованной на острове нижнем заставы отстоящей от Владиангарска на 9 километров вниз по течению янисейские казачки обычно и не поднимались выше но если на реке появлялись не янисейцы а красноярцы или вообще гулящие людишки то застава связывалась с крепостью вызываясь Владиангарска отряд если попадались все-таки янисейцы то с ними как правило расходились полюбовно каждый раз напоминая где проходит линия раздела с иными же не церемонились знающие окружающую крепость местность как свои пять пальцев бойцы обкладывали заберетших в тайгу чужаков вынуждая их повернуть обратно бывали и перестрелки заканчивались они обычно отходом казаков которые из-за плотности и скорострельности их врага не могли ни разу подойти на расстояние рукопашной сшибки в огневом же бое у казачьих ружей не было ни единого шанса пойди там проделай все эти упражнения с порохом и пулей да следи как бы не потух фитиль или не сдуло порох с полочки и не церел ли он и все это под плотным обстрелом из-за деревьев неведомого врага который кричит тебе на не совсем понятном тебе языке убежайся мол по добру по здорову или сдавайся и проходи по одному к берегу и будет тебе потом и тепло и сытно соколов требовал по возможности избегать смертельных исходов но не всегда к сожалению удавалось соблюсти это условие были ранены и со стороны ангарцев но смертельных случаев к счастью пока не было и не только благодаря броне носимой бойцами пограничной охраны но и профессиональной выучке во владеангарске собрали лучших как на самом опасном участке княжества кстати и на острове и на берегах ангары Петренко организовал огороды чтобы крепость снабжала себя хотя бы картошкой капустой морковью да и прочими овощами Литвинский Ильинск располагался в речной долине весьма благоприятный для возделывания овощных и зерновых культур его население по сути ничем не отличалось от остальных Литвины те же русские только вид сбоку уже была поставлена небольшая часовенка отец Кирилл еще в конце лета прибыл и осветил ее как таковых крестьян среди 18 семейств не было поэтому первые два года ангарские агротехники провели в Ильимске был в этом и плюс технику землепользования можно было ставить свою передовую не то что исконные крестьяне которые незаметно но упорно саботировали требования ангарских агротехников Ильимска община была дружной и сплоченной но пока выдавать им оружие ангарцы не решались староста Ильимска Андрей Берсенев просил пересмотреть такое положение после совета с полковником Вячеслав разрешил на следующий год выдать на поселок шесть стволов но все равно за оборону Ильимска будут отвечать владиангарцы на юго-восток от Ильимска располагался Железногорский острог в отче на бывшего московского а теперь главного ангарского летейщика Ивана Репы этот район имел значение стратегическое для ангарей благодаря своим колоссальным запасам руд Соколов планировал населять его в первую очередь теми кто бы мог работать на металлургическом производстве для них создавались особые условия в виде различных социальных благ пока кроме работников кузницы и строителей печи в окрестностях горы Железной было лишь пять дворов тех кто работал на литье металла из них все три семьи поляков что были в литвинском караване единственные католики в Ильимске они испытывали явный дискомфорт со стороны православных литвинов поэтому и согласились работать на кузнице два других двора были населены людьми из тех кто не смог ужиться в поселках их также обучали плавильной литейной работе Железногорский острог был самым восточным поселением Ангарии и находился в местах где не было проангарских тунгусов и именно по Ильиму в свое время пришли воины тунгусского князька Бакшея что спалили недостроенный Литвский острог енисейцев поэтому каждый день небольшие группы по 3-4 ангарских тунгусов уходили в дозоры Удинская крепость лежала примерно посередине расстояния от Владиангарска до Белореченска в настоящий момент став перевалочным пунктом крепость потеряла свое значение после того как было начато строительство Владиангарска сейчас тут находилось не более 15 человек во главе с бывшим североморцем Карапинским а почему бы нам не сделать военную школу в Удинске а не в Иркутске заговорил вдруг Соляев Андрей Валентинович вы меня поддержите да да мы с Ренатом уже поговорили насчет этого сейчас Удинск простаивает без гарнизона а ведь если сделать школу там то это сразу дает нам несколько жирных плюсов весьма живо поддержал Рената полковник там и казарма есть ржейка крепость сама по себе дает возможность отработки штурма и обороны укреплений вокруг леса а значит и охотиться и навыки лесного боя можно получать там едва первую ботика имеется умение ходить в парыхе пригодится нашим ребятам и площадка для тренировок Соляев в стрельбе им же бегать по лесу без надобности они сидят за стенами не унимался Соляев хорошо хорошо Ренат рассмеялся полковник Вячеслав тебя понял так я разъясняю а еще можно и там насадить картохи продолжил ухмыляющийся булгарин вызвав этим улыбки несколько смешков спасибо Ренату за эмоциональную разрядку а сейчас Владимир продолжит улыбался Соколов Кабаржицкий кратко прошелся по верхнеангарским поселкам акцентировав внимание на старостах и мастерах остановился на шорнике Славкове и обувных дел мастере Булыге чьи мастерские по мнению капитана должны расшириться до цеха и куда стоит направлять учеников это предложение нашло понимание у Соколова также Владимир обратил внимание своих товарищей на священника Кирилла настоятеля ангарского храма святого Ильи капитан отметил его удивительную открытость живость в общении и разносторонность взглядов мне кажется что он знает несколько больше чем должен знать обычный священник во всяком случае у меня сложилось такое впечатление после разговора с ним а он все знает проговорил Вячеслав что все не понял Радок но я рассказал ему о нас все пояснил Соколов вызвав этим осуждающие взгляды присутствующих но не знаю не знаю пожал плечами Радок в принципе при том огромном влиянии церкви на перселенцев иметь под боком религиозного деятеля который не уверен в том что понимает кто мы и что мы собой представляем как общество довольно опасно а так доверяться ему не опасно заметил полковник да не карпунжик правильный воскликнул Соляев ему можно доверять да и что вы думаете он побежит к патриарху на доклад рассказывать о хронопутешественниках да его самого закроют в клетку как жирафу ну да логично заключил Радок ладно с этим разобрались лирика все это а проблема вот в чем Вячеслав дизеля то наши не вечные Соколов кивнул и внимательно посмотрел на профессора используя масло мы тоже проблему не решим с ними больше мороки получим да еще придется и дополнительных работников выделять на это дело нефть спросил Смирнов а что нефть тот мазут что мы собираем по капельке в Иркутске целиком идет химиком и Николай Валентинович начал доказывать необходимость обратиться к паровой машине начать использовать энергию пара как двигателя ангарского прогресса Радок заранее выразил сожаление о том что придется равняться на технологии не 21 и даже не 20 века посетовал профессор и на сложности связанные с этой технологией необходимость прокатного стана вероятностную громоздкость движителя Николай Валентинович а вы уже начали проектировать паровик постучал пальцем по столу заботиться он спасил Соколов прототип почти готов дело за котлом и надо еще вытачивать множество деталей а я даже забыл про центробежный регулятор хорошо мужики напомнили когда успели только удивился Вячеслав Слава ты же в белореченские кузницы теперь не заглядываешь усмехнул Сарадок неясны перспективы с паровым двигателем который уже был позарез нужен и на производстве и в речном судоходстве нервировали Радека профессор хотел пока живы еще все попавшие в этот мир люди сделать максимум полезного своим потомкам чтобы им не пришлось слишком тяжело ведь после того как уйдут последние носители знания прошлой жизни их дети останутся один на один с окружающей действительностью и технический задел ангарского общества будет давать преимущество перед более многочисленными социумами в этом жестоком мире у самого профессора и его новой жены Устины уже было двое мальчишек да вскоре появится третий ради них профессор и старался успеть больше чем больше тем лучше только сейчас после появления стабильной базы для дальнейшего развития беспокойство его начинало уходить уступая место трезвому расчету профессор давно понял что без нефти придется туго а первоначальный казавшийся неплохим вариант с заменой дизельного топлива на масло провалился из-за небольшого количества получаемого продукта и не лучшими качествами конопляного масла синтезировать топливо из угля дело будущего но уже сейчас Николай трудился над этим вопросом отрядив двоих специалистов на первоначальные опыты а пока придется вспоминать предание старины глубокой использовать силу пара заключенного в машине однако эта старина в нынешнем веке стала бы колоссальным прорывом а дальнейшее обязательное и неизбежное усовершенствование машины позволило бы потомкам сохранить это общество начало которому положило человеческое стремление к изучению неизведанного кстати судя по краткому докладу Дарьи Поповских потомство этого становилось год от года больше не обзаведшихся семьей россиян осталось лишь девять человек среди которых был и Кабаржицкий а мне некогда у меня дел слишком много чтобы уделять время семье буркнул Владимир и Соляев а что а мне так хорошо улыбка расплылась на лице хитрюги непорядок мужики покачал головой Смирнов у меня уже двое мы должны сделать это не для себя а для того чтобы вместо нас остались похожи на нас люди ну допустим похожих на меня пацанчиков бегать немало да и пара девчонок кажется есть ухмыльнулся Ринахт а что в этом хорошего ты даже не знаешь как их зовут возмутилась Дарья если вы допускаете многоженство то я согласен спокойно сказал Соляев посмотрев на вытянувшиеся лица товарищей Ринат рассмеялся не а что тут такого мне мне как настоящему татарину можно ты же атеист прожженный воскликнул Кабаржинский ну и что пожал причем Ринат зато я люблю разнообразие ладно это не проблема главное чтобы другие не захотели разнообразить свою жизнь хотя в нашей ситуации это даже неплохо заключил Соколов заканчивал совещание Игорь Матусевич который только позавчера прибыл в Ангарск Петренко же не смог посетить своих друзей потому что ситуация на границе была довольно напряженной не все туземцы соглашались платить единисейцам ясак некоторые откачевывали на восток юго-восток постоянно тревожа пограничников Ангарии да и казаки все чаще и чаще попадались на глаза Владиангарцам пока это не опасно но это только пока как и сам единисейский острог не представляет для нас серьезной опасности система тревоги поставлена по периметру крепости работает на отлично просил передать Ярослав сил для реагирования на нарушителей границы хватает пока во всяком случае дальше понятно ожидается увеличение как и перекочевывающих туземцев а как и следствие столкновения их с местными тунгусами так и увеличение количества казачьих ясачных команд причем удельное число енисейцев постоянно падает тенденции как говорится налицо обсудив положение владиангарска ангарцы логично перешли к обсуждению нового средства обороны новейшего ружья сработанного в белореченске в двух экземплярах это оружие отвечало практически всем требованиям относительно технологического положения ангарий во первых уходил очень трудоемкий в изготовлении скользящий затвор заменой ему становился затвор откидывающийся вправо во вторых отсутствие сложных профилей максимально облегчало производство простота обслуживания тоже была немаловажна тем же крестьянам уже можно было доверить оружие будучи уверены в том что оно не будет испорчено да и головная боль Радека отсутствие высококачественных сталей было этому ружью не помехой вдоволь наиграв с ружьями и восторженно похвалив детище специалистов собравших это чудо теплая компания пропавшей экспедиции отмечала детали и преимущества нового оружия после этого когда ангарцы уже собирались выходить на улицу пострелять из нового ружья всех остановил Кабаржицкий у меня вопрос к Игорю Матусевичу я имею информацию о том что люди нашего уважаемого особиста регулярно уходят в тайгу на 2-3 недели совершают длительные путешествия объясняя это обычными тренировками но с моей подачи и наши ребята попросились в такие походы им было решительно отказано в то же время люди Матусевича уходят не спрашивая никого и не ставя в известность никого в поселках где они находятся тем самым подрывая их обороноспособность последнюю фразу Владимир уже почти выкрикнул все замолчали и повернули головы к майору выходцу из параллельной России Игоревич казалось был совершенно спокоен никоим образом не выдал и тени волнения мы уже обговаривали этот вопрос Свячеславом Андреевичем подчеркнуто холодно отвечал он что обговаривали уход без предупреждения напирал Кабаржицкий так Володя уймись пока бульбаш ты наш горячий мы сейчас все выясним причин дающих возможность сомневаться в Игоре я не вижу если бы люди Матусевича заваливали службу я бы знал об этом ты преувеличиваешь несколько разрядил ситуацию Смирнов Матусевич выразительно посмотрел на Соколова и поняв чего хочет майор Вячеслав прошел на веранду люди начали так же расходиться и через некоторое время стали слышны выстрелы тестировав новое ружье ну говори Игорь в чем дело Матусевич напомнил Соколову об уговоре между ними по которому его люди подчиняются только ему Игорь ты должен понимать что все это уже слишком затянулось чтобы ты ставил такие условия сейчас ты не в том положении майор кивнул и сказал о том что в недалеком будущем и он и его люди неизбежно вольются в ангарское общество но пока у них осталась одна задача которая требовала своего решения чеканным голосом отвечал майор он он рассказал что в 1991 году на архипелаге новая земля была зафиксирована некая аномалия в которой пропали сначала двое ученых а затем в 2008 году и экспедиция Корнея Миронова следы которой и ищут его бойцы отправляемые в поисковые рейды из точки перехода но почему ты думаешь что они где-то здесь озабоченно сказал Соколов поскольку мы вышли там же где и вы то эту точку следует принять за константу а вот насчет временной составляющей этой аномалии у меня нет решения задумался Матусевич признаться у нас с Радоком тоже довольно неясно виден этой проблемы проговорил Соколов но почему ты мне не сказал об этом сразу Смирнов же знал я его поначалу за Миронова принял пожал плечами Игорь стоп а североамериканцы ваши они что снова земли сюда попали нет из киргизской аномалии двойника но тоже из нашего года хотя и вышли на год позже опишу Соколов а вышли здесь в Новоземельске Соколов рассказал Матусевич о том как они нашли американцев на второй год пребывания на Байкале между нашим и вашим появлением прошло семь лет вы пришли из 2008 мы из 2015 Миронов ушел тоже из 2008 медленно выговаривая даты и обдумывая их Матусевич посмотрел на Соколова надо найти Радека Матусевич направился к двери увлекая за собой Соколова Некоторое время спустя если допустить что каналы выхода подобны сходящимся и расходящимся путям если также допустить что после того как мы прошли в аномалию ее работа стала нестабильной если появление аномалии это способ разрядки этих пространственных каналов и они вовсе не предназначены для путешествий а лишь для выброса лишней энергии размышлял профессор то что Николай Валентинович поигрывая решком взятым стоящим на столе стеклянной плошки спросил Матусевич единственное то что искать вашу экспедицию можно попробовать там где мы нашли американцев Матусевич вопросительно посмотрел на Соколова в долине Култука несколько километров выше мы уходим завтра решительно сказал Матусевич прошу не чинить мне никаких препятствий иначе это может нехорошо закончиться Игорь бросил орешек обратно в плошку ты что Игорь с ума сошел какие еще препятствия но с тобой пойдут и наши с этим ты хоть согласен ответил Соколов хорошо готовность к выходу завтра в 8 утра а сейчас я к своим сказал Матусевич уже у дверей комнаты Утро следующего дня Темень холодный зловетер бьет в лицо горстями колючих снежинок они лезут и в рот и в ноздри противно а еще вчера после тихого утра даже выходил солнышко сегодня же погода не обещат подарков температура воздуха заметно упала Игорь а лед то выдержит Соля подошел к передним саням где Матусевич проверял аппаратуру посредством которой его люди пытались вычислить местоположение мироновцев Лука поисковик не активируй пока не выйдем на а лед лед выдержит Ренат декабрь был морозным да и в ноябре полмесяца держалось за минус двадцать стабильно вскоре шесть сценей в утренних сумерках берегом двинулись от Ангарска вверх к незамерзающему устью реки который следовало обогнуть и выйти на лед вместе с матусевцами на поиск пропавшей экспедиции из Руссии отправилось шесть человек из России постаревшие на девять лет срочники парни потерявшие родину и семьи стали за это время настоящими мужиками мужиками жесткими и крепкими способными на многое умеющими ценить дружбу и товарищество через некоторое время санный караван выкатил на лед двигаясь недалеко от берега вагонщикам оленей было крайне тяжело держать маршрут животные явно чувствовали себя не в своей тарелке байкальские ветра дующие с огромной силой начисто сметали снег покрывающий ледовую корку озера очень часто приходилось пересекать огромные участки голого льда толщиной под полтора метра сквозь которые были видны камни на дне оленям еще перед тем как ступить на лед пришлось наматывать на копыта заранее припасенные тряпки выйти же снова на берег пока не представлялось возможности скалы и холмы вплотную подходили к берегу Байкала Ренат помнил что именно здесь пройдет кругобайкальская железная дорога идея была воплощена грандиозно кругобайкалка стала настоящей гордостью государства да и виды здесь ежели обозревать их из вагона поезда поистине великолепны хотя еще неизвестно будут ли строить эту дорогу в этом мире думал Соляев лежа на санях и оглядывая засыпанные снегом склоны холмов после того как вечернее небо потемнело и поднялся сильный ветер удалось наконец найти отличный карман между скальными выступами на самом берегу замерзшего озера там можно было укрыться от непогоды на ночь даже снега не было навалено зато было полно валежника мужики разложили костры поставили палатки распоряженные олени тут же завалились отдыхать а сани на всякий случай составили у межскального прохода Соляев решил поинтересоваться у Матусевича насчет аппаратуры для поиска пропавших людей Игорь а как ты хочешь найти кого-то среди теги да и местность тут гористая Матусевич сначала несколько поколебавшись все же нехотя начал говорить приборы действуют по принципу распространения радиоволн и работы эхолота и спускаются колебания которые отражаясь от складок местности создают контурную картинку на сто или полтораста километров в одном направлении а на что ориентирован поиск у каждого члена экспедиции был специальный жетон носимый на запястье Игорь показал на свои часы понятно маячок в часах ладно я пока белого в дозор поставил через пару часов поменяешь Ренат посмотрел лицо Игоря безуспешно пытаясь найти хоть какие-либо эмоции нет просто кивнул и отвернулся к своим ёкруный бабай трудный мужик хотя в его положении солев пожил плечами и пошел к костру залезать в спальник к вечеру третьего дня ледовые гонки ангарцы ступили наконец на берег близ устья култучной батусевич немедленно активизировал поисковый прибор долго и озабоченно вглядывался в небольшой зеленый дисплей переключая диапазоны задавая иные параметры поиска есть вдруг воскликнул Игорь и тут же принялся раздавать команды голосом в котором чувствовалось немало торжества Ренат подошел к прибору на дисплее неясно светилась мутная точка Ренат вы остаетесь здесь в лагере раздалось из-за плеча Соляев заметно оскорбился и Игорь прочитав это чувство у него на лице пошел на попятнее в итоге вместе с двумя десятками товарищей Матусевича вверх по култучной отправились и Соляев с Беловым бывший американец Брайен стал действительно бывшим даже имя свое с помощью Яру Бора поменял на Бранко знакомые места Соляев спросил идущего рядом с ним Белова ну да выше километров двадцать или больше наш бывший лагерь а выход у одинокой скалы на пару километров вправо от лагеря и реки там еще скальные террасы над долиной ну где ты меня поймал улыбнулся Бранко Брайен я бы лучше там лагерь сделал безопасней а ты с Игорем не хочешь поделиться информацией так я ему вчера вечером все и рассказал точнее он сам все выспросил когда они пришли меня менять на посту на что Соляев только усмехнулся через пару часов люди вышли на полянку образованную растущими полукругом деревьями вот это точно знакомое место тут мы на след американцев вышли эти пиндосы здесь остатки своего хавчика поразбрасывали а мы за ними прикапывали Соляев подмигнул Белову Матусевич поморщился и глядевшись несколько расстроенным видом негромко сказал здесь один из его офицеров подал приборы Игорю да это здесь озадаченно произнес он посмотрел на дисплей и Соляев Матусевич же сложив руки рупором трижды с минутными перерывами покричал заснеженному лесу Миронов Миронов Соляев покачал головой показал на землю Игор думаю стоит искать тут считая что они Матусевич вопросительно посмотрел на Рината ну или просто закопали свои жетоны тут одно из двух развел руки Соляев все равно придется копать Ринат отцепил с пояса широкий нож у Белова в руках уже была соперная лопатка два штыка ангарца отдали бородатому лейтенанту Луке ищите холмик или что похожее бросил Игорь и присел на поваленное дерево почистив его от снега однако долго он не просидел присоединившись к поиску вскоре Белов наткнулся на покрытый снегом бугорок выложенный камнем и заметно просевший от времени теперь нужно было отогреть землю поэтому на нее навалили сучьев и слежавшегося валежника что в изобилии валялся под кустами через некоторое время закурился дымок Игорь а может все таки не стоит этого делать зачем их тревожить Ринат подошел к Матусевичу решив поделиться своими сомнениями мне необходимо проверить жетоны там записана информация о владельце нужно установить их личности твердо сказал майор а вообще странно что они в могиле их должен был забрать Миронов или его заместитель через несколько часов показалась плотно серая материя в которой было завернуто истлевшее до костика тело останки аккуратно подняли и положили рядом с раскопом под первым телом оказалось погребенным и второе третье останки были погребены несколько правее спешили негромко спросил Соляева Белов не без этого согласился Ринат Игорь может третьего вытаскивать не будем жетоны у тебя же Матусевич кивнул опять же странно что три жетона были на первом теле майор держал в руках три пластинки Соляеву они напомнили немного вытянутые сим-карты для мобильного телефона закапывайте мужики вздохнул Матусевич и Соляев наконец распознал грусть в голосе железного майора у прибора собрались люди чтобы узнать кто именно был похоронен на этой поляне Игорь вставил одну из пластинок приемник небольшого плоского ящичка схожего с машинкой которая работа с банковскими пластиковыми карточками после небольшой паузы на дисплее высветилась текстовая информация Мезенцев Олег Викторович год рождения 7483 Варде Мурманское воеводство идентификационный номер 41816 тире 72 1610 подробнее это физик один из двоих первых пропавших в аномалии ученых глухо проговорил Матусевич меня жетоны Михальчик Мирослав Сергеевич год рождения 7498 Кошицы Львовское воеводство идентификационный номер 41021 тире 86 1002 подробнее сержант из отряда охраны экспедиции пояснил майор Игорь это паспорта что ли на вопрос Соляева последовал короткий кивок Третий жетон ушел в приемник И ты всех их помнишь? Лисина Марфа Петровна год рождения 7492 Раздольное Симбирское воеводство идентификационный номер 41166 тире 86 60 89 подробнее старший медик экспедиции Глухо у них дело сокрушенно покачал головой майор Да Ренат я всех их помню только первых двух ученых знаю уже заочно по каталожным карточкам Близился вечер ночевать на одной поляне с разрытой недавно и заново закопанной могилой никому не хотелось поэтому сборы были недолгими и уже через несколько минут отряд продолжал свой путь вверх по незамерзающей култучной Саляев помнил эти места тут они вели к Байкалу зашуганных янки теперь же они с одним из бывших американцев ведут команду спецназа из иного будущего задуматься так полная ерунда выходит сплошная фантастика коридоры времени эффект бабочки голова пухнет не хочется об этом думать люди Матусевича такие же как и его парни разница невелика и в то же время между ними целая пропасть между тем бойцы заметно напряглись посматривая по сторонам теперь уже казалось что пропавшая экспедиция совсем рядом Матусевич упрямо шел к скальным трассам про которые ему говорил Белов поисковик показывал еще один источник излучения электронных жетонов как раз у стены скальных образований Матусевич чуть ли не пускался бегом по присыпанным снегом камням которые было в изобилии навалено у берегов реки култучно все более походило на горную реку небольшие водопады каменные перекаты пенящаяся вода с шумом убегала вниз пара часов изматывающего темпа и на вершине холма там где Соляев в свое время захватил Белова ангарцы остановились как вкопанные на площадке которые по всей вероятности еще и выравнивали угадывали засыпанные снегом обугленные статки строений раскатывшиеся камнями на Игоря было страшно смотреть гладкий на площадь Глава восьмая Верховья реки Белой Ангарско княжество Декабрь 7138 года 1630 Шаман Шокжау униженный злой возвращался после неудачного рейда на стоянку, недавно пришедших на Белую реку чужаков. Поначалу, наткнувшись на их охотников, он легко разогнал этих презренных овенков и потом пожелал идти прямиком в их поселение, благаясь не было более трех десятков сильнейших воинов рода медведя. Перед нападением воины устроили себе отдых, а шаман провел обряд поклонения духу медведя, надеясь на хорошую добычу. А вместе с ней и расположение Алтын-хана Гумбо и Олдена, чьим данником Кыштымом являлся род Шокжала. Прежний Алтын-хан Шалой не выказывал никакого расположения Шокжалу, сын же его был добрее. Но расстаться, что он приблизит Шокжала к себе, чтобы он собирал для него ясак с остальных родов. И тогда Шокжал станет выше. Но нет, о бог, отец медведь, ты был поруган и унижен какими-то большеносыми и круглоглазыми воинами, что имеет оружие, против которого бессильно все искусство войны его лучших мужчин. Они валились, как желтые листья, протыкаемые невидимыми стрелами. Деликое оружие не для столь жалкого человечка, как Шокжал. И только сам Алтын-хан может помериться силами с чураками и отобрать у них великое оружие, невидимые стрелы. Если он не убьет Шокжала, за плохую службу ему. И тут шамана осенило. Надо украсть у чужаков одного из их ничтожных рабов-эвенков, и тогда Гомбо и Олден смело стивится. На этот раз удача улыбнулась шаману. На исходе первой недели томительного ожидания в промерзшем лесу ему попался эвенг, ставящий силки на белок. Защищался он весьма свирепо, зарезав одного воина Шокжала, отчего шаман даже завизжал в ярости. Все меньше воинов у шамана. А этот, хоть и без одной кисти, обьется, как здоровый. Теперь нужно доставить его к Алтын-хану на допрос. А Гомбо и Олден может дать воинов, чтобы он Шокжал пустил по ветру чужаков. Обобрав их до литки сначала, да забрав у них женщин и детей. Шокжалу нужны люди. Спустя месяц Войны Алтын-хана продолжали наседать на большоноских чужаков, что оказались гораздо ближе, чем те, кто жил на Белой реке. Чужаки пробирались все ближе к самим владениям Гомбо и Олдена. Они уже были на самих берегах Великого моря. Старейшина одного из поселений донес о появлении чужаков, которые, прогнав осенью назад шутхеров, черных демонов, вернулись снова. Отправленные на разведку два десятка воинов Алтын-хана в ночной вылазке закидали стоянку чужаков стрелами, вызвав в их стане большой переполох. Скрывшись в единственном ближайшем поселении, на утро некоторые из воинов лишились жизни, когда стали сопротивляться озлобленным из-за смерти товарищей чужакам. После чего те забрались в старейшину и, избив остальных воинов, ушли в свой лагерь. Оставшиеся в живых, воины Алтын-хана ушли, чтобы вернуться с большим количеством людей и приказом Гомбо и Олдена убивать чужаков, изгоняя их из пределов подвластных ему ясачных земель. Войны его старались этот приказ выполнять, постоянно держа в страхе большеносых. Те отвечали им, но зачастую их невидимые стрелы не убивали, а лишь заставляли воинов долго спать. Но иногда, когда храбрые лучники Алтын-хана ранили кого-либо из врагов, они стреляли настоящими стрелами, все так же невидимыми, но которые уже убивали. Поэтому воины народа хотогойтов предпочитали держать чужаков на расстоянии, закидывая их стрелами, когда те выедут из своей крепости на сопке, и уходить в лес, не давая им возможности применить свое демоническое оружие. Долина реки Култучной, декабрь 7145 года, 1637. Вот ты мне, дураку, скажи, какого ляда вы шарили со своим хитроумным прибором по ангарским сопкам лесам? Матусевич молчал, удрученно уставившись на пляшущие язычки пламени костра. Насалев, распаляясь все больше, продолжал, пытаясь выговорить майору сейчас все то, что он мне сказал ранее. Да пойми ты, мы с тобой в одной лодке, и твои проблемы, и ты, и наши проблемы тоже. Не надо запираться в своем мирке. Поверь мне, любой из нас с радостью помог бы тебе и твоим людям. Ты же мотался вон в Енисейск по нашим делам. Попробуй доверять. Так, Ренат, все, хорош дарить на эмоции. Игорь резко поднялся и ушел к месту эксгумации могилы, видя, что его парни кое-что нашли, едва начав раскапывать. Увидев подошедшего начальника, Лука передал Матусевичу небольшой стального цвета ящичек. Сверху был, товарищ майор. Мы не будем раскапывать дальше? Да-да, заложите камнями, получше. Игорь с задумчивости отошел к палатке, где была сложена аппаратура. Всего жатонов было 27. Инженеры, физики, медики, бойцы охраны. Новгород, Люблин, Москва, Вильна, Николаевская, Салтыковка, Пятигорск, Уральск. Натусевич, добавив в ящичек три жетона из первой могилы, пробормотал. Тридцать, осталось двадцать восемь. К Игорю подошел капитан, отправленный на осмотр местности. Вернулся он не с пустыми руками. Товарищ майор, разрешите одолжить. После кивка майора он продолжил. Имело место нападение местных туземцев на это поселение. Вокруг сгоревшего поселка найдено во множестве стрел и их обломков, а также остатки факелов, что говорит о ночном нападении. Или о попытке сжечь постройки. Неподалеку по радиусу обнаружено несколько костяков туземцев. Останки одежды, украшений и оружия позволяют сделать вывод о том, что нападавшими были не представители тунгусских народностей, а буряты. Нападение, по всей видимости, было отбито, но с большими потерями для оборонявшихся. На 1,6 полностью из расходованных импульсных батарей для парализаторов, что говорит о том, что интенсивность стрельбы была очень высокой. На мощность зарядов на летальном максимуме. Похоронив убитых, люди Миронова ушли в неизвестном направлении. — Надо поработать с местными, покошмарить их, — подошел Ренат. — Соляев, ну что ты лезешь? — вскипел Матусевич. Ангарский майор подобрался, готовый к любому развитию ситуации. Но Матусевич внезапно обмяк и, тронусь Соляева за плечо, проговорил. — Извини, Ренат, сорвался. Вскоре Игорь собрал вокруг себя всех своих ребят и сказал короткую речь. Вначале он признал, что был неправ, когда не поставил ангарское руководство в известность о своей миссии, что промечиво понадеялся на свои силы. Единственное, что Матусевич смог сказать в оправдании, было то, что случившаяся беда произошла около восьми лет назад, если судить по состоянию останков, найденных неподалеку. Это значит, что Миронов попал сюда уже после того, как мы увели отсюда американцев, которые кошмарили местных. — Брайан, ты помнишь, где деревня Туземцев? Откуда уводили девок? — Соляев посмотрел на Белова. Перед тем, как разбить лагерь, Матусевич отправил троих бойцов с граулем во главе к Байкалу, где с оленями оставались четверо морпехов. До темноты спецназовцы должны были достичь берегов озера. Палатки ставили чуть ли не на том же месте, где раньше стояли палатки американцев. Место было открытое, с одной стороны река, с другой лес не доходил метров сто. На террасе было слишком опасно. Туземцева, подступавший вплотную к скале лес, мог скрывать подкрадывающихся врагов. В любом случае, столкновения с кем-либо были нежелательны, по крайней мере, пока. — Ну что, с утра пойдем в ближайшее поселение? Это выше по реке? — спросил Соляев, сидя у костра, на котором готовилась каша. — Туда еще янки за жратвой постоянно наведывались. — И не только за жратвой, но там народу не так много, чтобы они смогли организовать такое нападение. Белов подкинул пару сучьев в костер. — Значит, им помогли. Вот и выясним, кто именно и куда ушли люди Миронова, — твердо сказал Матусевич. — Готовьтесь, завтра сходим в деревню. На следующий день туземная деревня исчезла. Жившие тут люди давно ушли, не оставив практически ничего. С большим трудом Белов узнал место, где прежде стояли чумы и шалаши туземцев, которым за едой и женщинами постоянно наведывались парни Малика. Ниточка, которая должна была дать пищу для размышлений, порвалась. Нужно было решить, что делать дальше. — Борем искать, пока есть возможность. Батарея поисковика может проработать еще шестнадцать часов, после чего прибор придет в полную негодность, — сообщил Матусевич. — Предлагаю обдумать пути возможного отхода оставшихся в живых людей, — заявил Соляев. — Они должны были в условиях жесткого цейпнота уходить прочь отсюда. — У тебя есть варианты, — прищурился Матусевич. — Я предлагаю для начала обследовать наиболее удобное место для обороны. Соляев указал на дальнюю сопку, покрытую лесом и имеющую причудливым желанием природы двойную шапку. И издалека казалось, что у сопки была двойная вершина, словно громный верблюд прилег на ковер тайги, а два пологих верблюжья горба поднимались ввысь. — Ну, давай, обследуй. Тебя никто не держит. Пожал плечами Матусевич. Ренат ехидно скалился в улыбке и, подхватив свой рюкзак, махнул Белову. — Следуй, мол, за мной. — Белов, ты не обязан следовать за ним, — повысил голос Игорь. Брайан удивленно покачал головой и, поправляя лямки своего рюкзака, ушел догонять Соляева. — Лука, Трифон, идите с ними, смотрите по обстоятельствам. Майор приказал двум своим людям следовать за ангарскими бойцами, а сам потянулся к поисковику. Путь до сопки был неблизкий. По сильно пересеченной местности топать до нее километров пятнадцать, не меньше. Конечно, Матусевич сразу после того, как Соляев скрылся, в ближайшем перелеске просветил ту местность. Следов, носимых членами экспедиции именных жетонов, не было обнаружено. — Топай, топай. Много не натопаешь, — ухмыльнулся Матусевич. Сам же майор хотел пересечь отстоявшую на десяток километров холмистую гряду со скальными выступами, чтобы обследовать обширную местность за ней. А пока отряд майора готовился к обеду. Ангарцы, не снижа темпа, уходили по направлению к сопке. — Эй, мужики, давайте помедленнее! — нагнал друг Белова с Соляевой мокрих сзади. — Ну, черт! — выругался Ренат. — А вы, думали, одни пойдете? — ухмыльнулся Лука, увидев нахмурившееся лицо Белова. Оба офицера прошли вперед, упреждая вопрос Рената, явно опасавшегося подставлять им спину. — Ну, пошли, что ли? — улыбнулся Лука. — А наши люди там, ты верно предположил, Ренат. — Чего? — опишел Соляев. — Я засек минимум с десяток жетонов на сопке, которые ты хочешь обследовать в первую очередь. — Трифон, насупившийся, остановился. — Почему ты не сказал майора об этом? — А я ему дал посмотреть самому. Правда, перенастроив диапазон и изменив параметры поиска. — ухмыльнулся Лука. — Зачем ты это сделал? Это же измена. Трифон попятился. Белов чуть было не влез и в разговоры двух натусевцев, но был вовремя остановлен Ренатом. Поднеся к губам указательный палец и покачав головой, Соляев говорил этим ему. — Не лезь. Ангарцы замерли чуть подаль Луки и Трифона, ожидая развязки. Тем временем Лука наседал на Трифона, яростно выговаривая ему то, чего прапорщик и не знал. — Ты думаешь, он только спасти их хочет? Ему база нужна, а она у него из рук уходит. Вот он и залится. Думаешь, он мне говорил о мягкотелости и нерешительности? Ангарского руководства просто так? Для дальнейшего перетирания этого между нами? Трифон нерешительно переминался с ноги на ногу, пытаясь найти слова в защиту майора. Но перед ним вставали и картинки, проведенного в ангаре и времени. Соляев же прекрасно понимал, что Лука сейчас разговаривает не столько с Трифоном, сколько с ним, с Ренатом. Короче, решай сам, Трифон, с кем ты. Но помни, что за Игорем нет будущего, как нет и правды. Спустя час на левом склоне, Ренат, правь туда, указывал Лука. Пара часов и мы на месте. Продолжающаяся гонка совершенно вымотала Белова. Чуть лучше выглядел прапорщик Трифон. Начал чувствовать наваливающиеся усталости Соляев. Лука, погоди, парни умотались. Давай перед последним броском привал сделаем. Соляев до конца не доверял этому офицеру. Сказывалось то обстоятельство, что люди из группы Матусевича казались Ренату настоящими профессионалами. И вот сейчас один из таких профессионалов фактически сдал своего командира и буквально заставил это сделать своего товарища. Лука это чувствовал. Удивляешься? Думаешь, предал я его? Ренат и не нашелся, что ответить, и просто кивнул. Нет, засмеялся Лука. Это он предал нас, когда захотел мятежа. Увидев округлившиеся глаза Рената и Белова, Лука снова рассмеялся. А потом, моментально придав лицу серьезное выражение, медленно с расстановкой сказал. Нет, впрямую он не говорил ничего такого. За что у нас полагаться пуль в лоб? За измены? Такого не было. Но рассуждаем о котелости вашей власти, а особенно Соколова. Он тем самым настраивал ребят против организованной власти. А это карается в уголовном порядке. А что остальные? Спросил Белов. А что остальные? Повторил Лука. Ребята все понимают. Но они, как и Трифон, правда, не все ему доверяют. Сам же видел, как непросто было его переубедить. Дело в том, что, подготавливая мятеж, он тем самым идет против основ порядка. Получится хаос, бойня, которой воспользуются соседи, и вся эта благостная картинка ангарского княжества рухнет. Он говорил, что они из другого государства, буркнул Трифон. Ну, какого другого? Что Руссия, что Россия. Суть едина. И по этой сути мы едино целые. А Московия — наши предки, с которыми надо выстраивать ровные отношения. Но сливаться нам сейчас никак нельзя. Сыряв с Беловым сидели, привалившись к стволам здоровенных листениц, обдумывая слова Луки. Все то, что он сказал, было верно. Но почему не уходит чувство тревоги? Вдруг плечо ожгла внезапная боль. Соляя с рычанием перекатился на снегу, пытаясь выхватить с поясной кобуры пистолет. Один из последних в ангаре, для которого оставались боеприпасы. Поэтому с него Ринат буквально сдувал каждую пылинку. С первого раза не получилось. Рука немела. Доставать же пистолет другой рукой было крайне неудобно. А Белов и Лука уже стреляли. Трифон выцеливал кого-то, мелькающего за деревьями. Рядом с головой Рината в снег впились еще две стрелы. Сыряв отполз, за выдающиеся из снега корни высокого дерева там перевел дух. Услышал он и голоса врагов. Они перекрикивались между собой, высокими гортанными голосами. — Ринат, они пытаются зажать нас с флангов! — крикнул Белов. — Отходите вверх! — К сопке! Лука, повалив парализующим зарядом лицом в снег очередного туземца, начал пятиться к Ринату. — Отходи! Прикрываю! Ринат нагреть смог стрелять, расправляя бухающие звуки ружья Белова хлопками своего АПС. Парализаторы же работали совершенно бесшумно. Казалось, туземцы не спешили подойти на расстояние рукопашной схватки, решив закидать своих неприятелей стрелами и дротиками. А может, и хотели сначала подранить врага, а потом, навалившись, решить исход боя. Уходя вверх, ангарцы отстреливались, сыпали ругательствами. Уже и Трифон, и Белов истекали кровью, и если Белову стрела лишь порвало кожу на бедре, распоров штаны, то убывшего матусевца стрела засела в плече. Вырвать же широкий наконечник из тела товарища Лука не решился. Пришлось бы вырвать ее с мясом. Белов уже несколько раз останавливал попытки туземцев обогнать ангарцев и подняться выше, дабы закидать их стрелами и сверху. А тронов оставалось все меньше, а нападающих, казалось, меньше не становилось. Над головами ангарцев вновь засистили стрелы, но уже сверху. «Обошли все такие гады!» — выкрикнул Белов. Однако стрелы эти находили свои цели не среди уставших и окровавленных беглецов, а довольно таки метко впивались в тела преследовавших их туземцев. В одушевленной поддержкой невидимых пока союзников, ангарцы принялись расстреливать иссякающие боеприпасы, оставив, правда, каждый себе запас. Наконец, не выдержав обстрела, преследователи стали отходить, теряя своих сородичей, а вскоре и вовсе с воем разбежались. «Сидите, где вы есть!» — донеслось сверху. Салев привалился к дереву, пытаясь выдернуть стрелу. Тут же, до потемнения в глазах, его накрыло волной острой боли, едва он начал ее раскачивать. Наконечник стрелы засел довольно глубоко, чтобы вот так его можно было вытащить. Салев зашипел и откинул голову к стволу. Тем временем показались неожиданные спасители ангарцев, бородатые мужики в меховой одежде, в руках арбалеты. Ренат почувствовал вдруг дикую, ни с чем не сравнимую усталость. Чудовищно хотелось прилечь на мягкий прохладный снег, отдохнуть с часок. «Эй, ты стрелу твою не ковыряй! Степаныч, вытащи! Погодь, малешка!» — пробасил один из бородачей Саляеву, а когда тот повалился на бок, просто взвалил его на себя и, приказав всем следовать за ним, начал подниматься наверх. Двое из незнакомцев ушли собирать свои стрелы. Остальные двое бородачей, внимательно оглядывая ангарцев, играя желанием задать им множество вопросов, подняли их рюкзаки и, следя за раненым Трифоном, сопровождали их до... ну, не то чтобы забора, а какого-то нагромождения торчащих кольев и острых палок, частокола и пары башенок, связанных в целые полосками кожи. Пройдя вдоль этого причудливого сооружения, люди оказались как бы под ним и, пролезая в проделанный над головой лаз, оказывались на самом краю довольно широкого пространства. Чуть подаль была сложена двойная изба, напоминавшая казарму. Виднелось несколько полуземлянок, крытых дерном. Сидевший на башенке пожилой мужик с интересом оглядывал гостей из убежища. — Никак русские! Ну, слава богу! — Кто такие, Семен? — крикнул он, тащившему Саляева мужику. — А хрен их разберет, — отвечал Бородач, передавая бесчувственного раненого на руки двум парням и жестами указывая Трифонус следовать за ними. Семенов, присев на деревянную чурку, указал Белову и Луке на свободные места у костра. — Зовите Корнея, — крикнул кому-то невидимому. — А вы сейчас представитесь, расскажете, кто и откуда. Надеяться на то, что вы спасательный отряд, я не буду. Одежка ваша не говорит о сём. Голос Семена отличался прямо-таки показным равнодушием и какой-то отрешенностью. Даже разговаривая со спасенными им незнакомцами, мужик не останавливал на них взгляда. Белов даже малость оскорбился подобной нетактичности. Пришёл ещё один мужик в мехах, неусокий, коренастый. Он отличался от Семёна живостью движений и цепкостью глаз. Этот не был скуповат на эмоции, как Семён. Вопросы задавать начал тоже он. — Здравствуйте, мужики! Кто такие? Откуда? Как к нам добрались и что здесь творится? — Следовательно, вопрос. «Где вы находитесь, вас не интересует», — улыбнулся Лука. — Я бы и предпочёл, чтобы вы сначала ответили на мои вопросы, — мягко сказал Корней. — Хорошо, Корней Андреянович. Зовут меня Лука Игнатьевич Савин. Родом я, своего отца Кубанского. Добрались к вам с ангары по льду Байкальскому. Собственно, вас, товарищ Миронов, и искали. Отворится здесь покорение Сибири московским царством, а именно год 70145-й от сотворения мира, или 1637-й от Рождества Христова, как мы привыкли. Лука вдоволь насладился эффектом, произведённым его словами. В честь Миронова он воспринял эту информацию спокойно, в отличие от шумно задышавшего Семёна. — Ну, допустим, это так. Всё тем же Еленем Голсом продолжил Корней и повернулся к Белову. — Ну, а ты чего расскажешь, воин? — Зовут меня Брайан Белов, то есть Бранко. — Так Брайан или Бранко, — рассмеял Смиронов. — Да ты не тушуйся, я недознаватель. Можешь и приврать, коль нужда в том имеется. — Так откуда ты? — С Орегона, округ Лейн. Это на побережье Тихого океана. Немного севернее Калифорнии. — С южных владений Аляски, — неожиданно обрадовался, молчавший до сели Семён, — у меня там много родни в Барановске. Надеюсь, когда мы вернёмся домой, Аляска уже воссоединится с матушкой Русью. — Не знаю, — пожал плечами Белов, — хотя было бы и неплохо, конечно. И тут до Семёна, наконец, допёрло. — Какой ещё Орегон, какой округ Лейн, ты откуда, парень? — нахмурился он. — Городок Флоренс, — обречённо ответил Белов. — Не понял. Я был за канадской границей в южных владениях Аляски. Не припомнишь что-то? Ни Орегона какого-то, ни Флоренса. — Орегон — это один из пятидесяти штатов, составляющих Соединённые Штаты Америки, — проговорил Брайан. — Как пятьдесят, — опешил Миронов. — Их же двадцать восемь. Каждый шкалер это знает. — Брайан из параллельного мира, или из вариантного будущего, — выручил наконец Белова Лука. — Как и все люди, что основали Ангарское княжество, которое мы сейчас представляем. Вкратце, насколько это было возможно, Лука с небольшой помощью Белова поведал Корнею об истории проблемы хронопереходов и последовавших за этим изменений в мире. Миронов задумался, прикрыв глаза. Семён же ошалело поглядывал на Луку, на Белова, который, наконец, вспомнив о своей ране, вытащил из кармашка рюкзака обеззараживающее средство. Лука тем временем стал обрисовывать Корнею Андреяновичу общую ситуацию, сложившуюся в этом сибирском регионе. О Бангарии, Соколове и его людях, о величине осуществлённого и о грандиозности задуманного. Отдельно он предостерёг Миронова, рассказав о Матусевиче и о сложившейся в связи с его амбициями паттовой ситуации. — Лучше всего будет, если вы просто соберётесь, и мы все вместе немедленно отправимся к Байкалу, — сказал вдруг Белов. Лука тут же поддержал своего товарища. Да и парни с оленями нас заждались. — И что? Мне всё бросить? А под собкой у нас огороды разбиты, скотинка реквизированная, место насижено. Уходите, бросайте его. — Не думаю, что это сейчас возможно. — Всё бросать не надо. Советую оставить лишь ваши жетоны, — твёрдо сказал Брайан, — как приманку для Матусевича. — А уходите надо быстро, иначе дождётесь отряда шибанутого на голову майора, — добавил Лука. Миронов пробормотал, что ему надо посоветоваться с товарищами, и скорым шагом шёл к двойной избе. Семён предложил ангарцам проведать их друзей, находившихся в лазарете. По дороге к небольшой пристройке он с грустью поведал, что от команды медиков живых остался лишь один человек. Оказалось, что отношения с туземцами отчего-то не заладились сразу после их появления в этом мире. По поисковику, бывшему в отряда охраны, удивительно быстро были найдены оба учёных, попавших сюда первыми. Их просто забрали у туземцев в небольшой деревушке, где они пробыли 17 лет на положении рабов, таскавших форост, следивших за животными и выполнявших всякую работу, грязную и не очень. Туземцы не сопротивлялись тому, что у них забирали бессловесных прежде работников, которые теперь с радостными воплями обнимали солдат. Но через несколько дней до лунной ночи был убит стрелой один из спасённых учёных. Рано утром был проведён рейд в деревню, откуда забрали учёных, а бойцы нашли там стрелы, аналогичные той, что вытащили из трупа. Они были лишь у нескольких воинов, отличающихся от бурятов более богатым одеянием. Пытаясь добиться ответа от старейшины, бойцы в конце концов устроили в деревне избияние мужчин. Упокоив высоким зарядом парализатора нескольких особо буйных воинов, тех, что отличались от других туземцев селения, старейшину и его семью волокли в лагерь, как заложников. Там ему показали трупы и стрелы, которыми были убиты люди. Старик, повледнев, замотал головой, выказывая непричастность его поселения к этим убийствам. — Гомбо, Йолден, Алтан-Хан! — верещал старейшина, всячески открещиваясь от показываемых ему стрел. Убийства продолжились через два дня, когда погибли двое солдат, находившихся в карауле. По всей видимости, подкравшиеся враги застали солдат врасплох, что, впрочем, не помешало им забрать с собой и нескольких нападавших, чьи трупы остались в снегу, когда пришла запоздалая помощь. Горящим мщением бойцы снова отправились в древню, откуда были взяты заложники, но оказалось, что поселение исчезло, люди, жившие там, совсем недавно ушли, даже пепел костра был еще теплым. Но нападения на отдельных людей, находившихся вне группы, продолжались. Тогда, несмотря на то, что аномалия могла открыться в любой момент, экспедиция ушла на скальную террасу, где было построено убежище. Ну а дальше? Дальше было все очень страшно. Почти каждый день лагерь подвергался обстрелам из луков, благо близко растущий лес позволял врагу подкрадываться поближе, минуя дозоры, словно на экспедиции была открыта охота. Обстрелы эти обычно не приводили к жертвам, но зато держали людей в постоянном напряжении. Любой выход из лагеря сопровождался опасностью нападения, будь то охота, поход за водой или хворостом. А однажды тревожной ночью случилось то, чего они все так боялись. Туземцы подожгли частокол и, ворвавшись в лагерь, устроили резню, после которой оставшиеся в живых члены экспедиции ушли к дальней сопке, где устроили новые убежища, которые аборигеном спалить было не под силу. Постоянно пополнялись запасы камня на укреплениях. Вместо израсходованных батарей для парализаторов инженеры сработали неплохие арбалеты, простые и удобные. Постепенно мироновцы отвоевали себе право на жизнь. Туземцы беспокоили все реже, но регулярно, видимо, для порядка. Отчего они так взъелись на небольшую группу хронопутешественников, было совершенно неясно. Они как будто за что-то мстили людям Миронова. — Я понял, почему они мстили, — сказал вдруг Белов. — Это все наши гуталинчики виноваты. Если бы они не терроризировали местных туземцев, те бы не вымещали свою злость на чужаках. — Ну а дальше что было? — посмотрел на Семена Лука. — Вы бы спалили пару-тройку поселений в ответ. Чего просто сидеть и ждать, когда вас запалят? — Кем? — воскликнул Семен. — Бойцов уже оставалось семь человек. Остальные — научные специалисты и несколько инженеров. Только и осталось спрятаться за забором, дождать, покуда помощь не придет по сигналу жетонов. Да и не похожи были они на местных, побогаче как-то смотрелись и понаглее, что ли. А в Ангарии тузенты Ясагу сдают и в дружине служат, а местные князьки сыновей школы шлют, где они лояльными становятся. Всем и хорошо. Брайан, видимо, решила, чтобы это не стало уговорить мироновцев на уход к Соколову. Белов сказал это уже перед дверью в лазарет, где находились их товарищи. — Только, Гурьбой, не лезьте в комнату, а то Максим разнервничается, — предупредил Семен. С Трифоном оказалось все хорошо. Стрелу аккуратно вытащили, промыли рану, зашили. После перевязки он был отпущен врачом на все четыре стороны. С Соляевым же было гораздо сложнее. Рана оказалась серьезной, к тому же Ренат потерял много крови. Сейчас он лежал на боку на топчане у окна и спал. — Я промыл рану раствором антисептика. Завтра отек перейдет в воспаление, — вытирая руки, — сказал вошедшим врач. — В принципе, ничего страшного. Нужно время. В лазарет заглянул Миронов. — Мужики, пойдемте в дом. Надо поговорить. В большой комнате за столом сидело шесть бородатых мужиков с напряженными, раскрасневшимися лицами. — Лука, у нас прошел совет. Все единогласно решили идти с вами, — заявил Миронов. — Если недалеко есть обустроенное общество, то нам жизненно необходимо с ним соединиться, а то сидеть тут в глуши смысла нет, — сказал один из сидящих бородачей. — Берите только самое необходимое. Уходить надо немедля. Носилки для раненого есть, — спросил Лука. — Будут, — вставая ответил один из мужиков. — Собираемся. Всем сдать мне жетоны, — распорядился Миронов. — А пока я с Лукой напишу записку вашему Матусевичу. Бродачи разбежались собирать народ, а Корнеев селся за стол. Буквально через полчаса все двадцать восемь человек были готовы к выходу из лагеря. Среди них было всего две женщины лет тридцати, у каждого за плечами был мешок, а в руках арбарет. Только у двоих были парализаторы, в том числе и Семена, который был у Мироновцев ответственным за оборону. В ответ на удивленный взгляд Луки Семен ответил, что, мол, батареи осталось всего три, и их берегли на крайний случай. Уходили через второй, нижний выход из лагеря. По небольшой дуге, обогнув совку в колонна, соблюдая меры предосторожности, вышла кул тучной. Далее оставалось лишь следовать ее течению до самого Байкала, где их ожидали сани. И идейный вдохновитель мятежа против Матусевича — капитан Павел Грауль. Москва, Кремль. Царские палаты. Март 7146 года. 1638. Полумрак, царивший прежде у Михаила в палате, был разогнан множеством свечей. Искусственно расписанные причудливыми плетениями стены и потолок, осветились ровным и мягким светом. Слушка незаметно затопил печь, покрытую красивейшими муравленными изразцами. Никого из бояр царь приглашать не стал. Присутствовал лишь голова сибирского приказа, который сегодня уже отчитывался по присланному в Москву ИСАКу и по взаимным претензиям различных острожных воевод Сибири по поводу разграничения ИСАЧной территории. Дело сие было зело трудным. Каждая из сторон упирала на нерадение стороны иной и заявляла о собственной исключительности в деле пополнения казны русской. Едва узнавшая приезда в Москву Михаила Беклемишева, самодержец немедленно затребовал его к себе. Прошедший в трудах день сильно утомил царя, но уж очень интересно было ему узнать о делах, что происходили на самых дальних украинах его государства. Только-только прибывший в Кремль янисейский воевода ожидал среди видных бояр и голов кремлевских приказов, толпившихся у закрытых дверей. Вошедший в царской палаты, думный диак с поклоном сообщил царю, что Вайска Беклемишев, покорно ожидая от высочайшего дозволения войти. Государь нетерпеливо махнул рукой, приглашая, мол, Беклемишев вошел, отвесив поклон царю и, ожидая дозволения говорить, смотрел в пол, покрытый поверх войлока зеленым сукном. Ну, Василий, рассказывай, что в землице Ангарской творится, что за людишки там, есть ли за ними сила, торгуют ли, да чем. Но сначала молби мне, как Ясак сбирается. Великий государь Михаил Федорович. Дюжина лисиц красных, белочеревых, да четыре выдры. Руссамах так уже четыре. А цена тем ясачным соболям положена в ценовой росписи. А недобранного Ясаку у государя и вовсе нету. — Добро же ты ратуешь казне нашей, — покивал Михаил. — Да токма, расскажи мне, что за град Ангарск такой и что за государь там имеется. То государь на ангаре реке стоит княжество ангарское, и государем у них сокол князь обретается. На град Ангарск стольный град есть, град рубленый да с посадом. — Церковь стоит наша, православная. — Сам ли княжество свое держит? А ли под чьей-то рукой ходит? Далечили до царства китайского? — Сам, великий царь, княжество свое сокол держит. А сколь далек путь до китайского царства, мне крепко неведомо. Токма людишки ангарские промеж себя бают, что далечено. Да дорога туда зело трудно и опасно. — Сильны ли? — Романов снял тафью, в палате становилось жарковато. — Сильны, государь, кинул Беклемишев. Пушек, мушкетов в изобилии у них имеются. Железо льют во множестве крепости, что реку запирают, каменные да с пушками. А мушкеты не то, что у нас, имеются. — Как так? Что за мушкеты? — заинтересовался Михаил. — Мушкеты ангарские, лучше немецких, лучше итальянских, и сработаны просто. И заряд мечет столь часто и далеко, что можно цельную рать выбить, покуда она идти будет, до рядов ангарских. На лавке крякнул Борис Лыков, явно пребывавший в смятении от речей в царских палатах ведущихся. — Цец! — прикрикнул на него самодержец. — Знал ось он! То-то! И молчи! — Мне Василий Михайлович не отписывал. Попытался оправдаться Лыков, но царь его не слушал. — А бьют ли казачков? — прищурил глаз самодержец. — Хотят ли землиц сибирских? — Казачков енисейских токму гонят, ежеретей на ангарскую землю ступят. А разбойных казаков, что против закону сбирают ясак, берут в полон. А по землице, — говорил князь Сокол, — можно и разговоры весть. — Добро! А что посему скажешь? Самодержец кинул воеводе золотой кругляш. Тот ловко поймал его. На ладони Беклемишева оказался ангарский червонец, на котором тускло отражались огоньки с подвешенных светильников. Василий Михайлович попросил дозволения вынести дары князя Сокола. Кожаный мешочек с золотыми червонцами, отлично выделаны шкурки соболей, горностая и нерпы, изящное зеркальце в золотой оправе и ружье с отомкнутым штыком и патронтажем, полным зарядов к нему. Самодержец даже встал с трона и подошел поближе, чтобы разглядеть дары Сокола. — Богато сработано, — отметил он, взявший зеркальце. — Великий государь, — осторожно начал Беклемишев, — ангарский князь Сокол обязуется слать богатые дары на Русь каждый год, ежели ты, великий царь, дашь свое позволение на проход ангарских караванов по Мангазейскому пути. А еще, государь, князь Сокол хочет щедро платить золотом и мягкой рухлядью, ежели ты, государь, станешь полонянных людишек ему посылать, с Литвы или с Ливонии. — На что ему людишки? Уже ли малый душ в государстве его? — Нужны ему крестьяне, государь. Войнов много, мастеров много, а крестьян совсем малое число. — А ежели отряд стрельцов при пушках и здоровитым в воинском искусстве боеводой на Сокол этого пустить, сдюжит ли? — внимательно посмотрел на воеводу царь. — Сдюжит, государь, — вздохнул Беклемишев. — Отряд Андрея Племянникова на трех стругах, сотни казаков, ангарцы к дну пустили. Не дали к крепости и близко подойти. А ежели и подошли бы, про ружья ихние я сказывал особо. — Людейшек ему, значит, за золото и меха, — усмехнулся Романов. — А ну что же? Будут ему людишки. Беклемишев, видя, как царь живо интересуется ружьем, предложил на завтра с утра пострелять по воронам, чтобы изобилий водились в Кремле. У царя даже проявлялась периодическая мигрень, вызывавшаяся их источным гвалтом. Соколы, державшиеся на службе, не справлялись с этими пернатыми волками, что постоянно склебывали и пускали по ветру лохмотьями по золоту куполов кремлевских храмов. — Пошло с утра! Сейчас же и учнем! — воскликнул Михаил. Промозглая погода с резким холодным ветром и ворохом острых снежинок, будто бы старательно метаемых им в лицо, не располагала в показательной стрельбе. Михаил поморщился, а Дюжий Боярин, глава Сокольничьего приказа, с удовольствием предложил самодержцу испытать мушкет в нижних палатах приказа Большого дворца. Чем вызвал на себя гневный взгляд князя Алексея Львова, головы дворецкого приказа? Темные своды нижних палат мигом осветились десятками свечей. Бекли Миша посоветовал Львову заранее приказать служкам открыть находящиеся под потолком прямоугольные следяные оконца. Пара бояр приволокла, наконец, к несчастью для Алексея Львова, замеченный Михаилом в коридоре при лестнице, полный комплект рыцарского влачения, который его предок стащил с трупа какого-то немецкого рейцара еще в Ливонскую войну. Кое-как, установив его к дальней стенке, вложенной деревом, да подвязав к крючьям, торчащим из стены выше деревянной обивки, бояре, шумно сопя, отошли к стоящим в сторонке остальным вельможам. — Но, показывай, Васька, как сей чудной мушкет палит, чай тут порох не сдует, — рассмеялся царь. Захихикали бояре. — Государь, а нету тут отцепного зелья, — удивил царя Бекли Мишев. — Токумо патрон, яко его называют в ангарском княжесте. Тут взводится курок. Здесь нажимаем на личину и открываем затвор кверху. Берется сей патрон и кладется приемник до упору. Закрываем затвор, дабы он щелкнул. Копосля поднимаем прицел и целимся супостату в голову. Нажимаем на спуск. Последние слова воеводы потонули в грохоте выстрела. А Бекли Мишев продолжал стрелять. Второй выстрел, третий, четвертый, пятый. Помещение потонуло в едком дыму. Многие закашлялись. Царь, приложив платок к лицу, с восторгом и озорным блеском в глазах смотрел на оружие. — Да ежели у моих стрельцов были бы такие мушкеты, и никакие ляхы сейчас бы не терзали народ православный, дай-ка и мне! Царь буквально выхватил ружье из рук воеводы. — Сказывай, что делать! — прикрикнул на Бекли Мишево самодержец. В итоге доспехи превратились в куски железа с рваными краями. А шлем даже раскололся от метков выстрела царя. Видимо, сказалось плохое железо оного. Так и погибли, привезенные из Ливонии латы безвестного немца. Зато Михаил на радостях щедрой рукой возместил убыток обрадованному по этому поводу конязю Львову. Сей проверкой ангарского оружия было решено и две задачи. Михаил окончательно решил для себя сотрудничать с Ангарией и торговать с нею людьми, но делать сие в тайне великой, дабы христианские государи Европы не прознали о сём никоим образом. На следующий день боярина Бекли Мишево царь назначил на должность головы новосозданного ангарского приказа с наставлением сопровождать караваны к князю Соколу и забирать у него плату. В ней не сесть, где отбыл сын боевода Измайлова, погибшего в Смоленскую войну, Василий Артёмович. Поморье святится. Март 7146 года. 1638. К весне надо было обновить йозы, ограды пазвища от лесного зверя для возросшего в числе скота. Обходя и помечая себе пригодные для сего дела деревья, Яр забрёл на обозвышающейся над речной долиной Митькины холмы. Назвали их так совсем недавно. По имени младенца Димитрия, коего нечаянно родила тут одна из женщин деревни. Гленько. Ярко с удивлением смотрел, как по рыхлому снегу к поморской деревне приближается монастырский возок. Земли, на которых стояла деревня, давно уже были отнесены к видению Соловецкого монастыря. Однако до сего дня монастырь не баловал поморов своим вниманием. Язычники, а не поганы. Что ж тут поделаешь. Поганые, а не поганые, но с христианами уживались они вполне мирно, разве что в Архангельске или в Холмогорах пожурят поморов за невнимание такое ко Христу и Богородице. Конечно, в древней были и христиане, но немного, всего лишь несколько семей. И отношения с ними были ровными и взаимоуважающими. И вот спешит кто-то из монастыря до Святицы. Проламывая ногами нас, образовавшийся за ночь на мягком снегу, ярко поспешил в деревню. Видимо, настало время и для Святицы. Уж больно долго монастырь не обращал свое внимание на этот уголок Беломорья. Возок встречал уже полтора десятка хмурых бородатых мужиков. Возниться меж тем остановил возок у третьего дома в линии и принялся оправлять упряжь, покуда щуплый старичок в рясе подходил к поморам. По сторонам старика сопровождали дюжи монахи. Подошедших к деревенским, старик пристально посмотрел на них и осуждающим тоном сказал, «Без креста живете, о лухи, не есть добро дело сие, покаяться надобно вам, да веру истину ее принять». Несмотря на легкий ропот, прошелестевший средь мужиков, Иродиакон Салватий продолжил, «Да будет вам ведомо, что в прошлом годе царем отозван был воевода Соловецкий, и теперь егумен наш Иринарх заведуют оборонные обители и всего края Беломорского от гостей незваных. Так же впредь и вам надлежит лепту свою вносить в дело общее. В этом годе обязан вы сдач денежный оброк сорок рублев». Салватий с прищуром посмотрел на оторопевших людей. «Ведомо ему поди, прозлата наша», — с засады отметил Яр. «И поставить подводы и до Вологды, дабы вывести хлеб и привезти соли, дочинить монастырский двор, и гумно надобно по весне, — стало быть, отрядите пяток мужиков», — продолжил Иеродиакон. «По весне в море все уйдем», — воскликнул кто-то из толпы. «Стало быть, оброку сдадите, коли работать не хотите», — начал сердиться Салватий. «Звал же Вигарь меня в Ангарию», — тоскливо подумал Яр, оглядывая своих товарищей. «Чем оброк-то отдавать, отче?» — спросил старика один из христиан Святицы. «Как чем? Скотинкою, курочкой, яйцами», — мягким голосом ответил Иеродиакон. «Ну, я в соседнюю деревню отправляюсь, а вы гостей ждите. Да и подумайте о спасении души своей бессмертной, дабы не гореть вам в геене огненной. Примите в себе учение спасителя нашего». И потопал к воску, не оборачиваясь. «Шо ише далее будет? Шо дейться? Пошо! Ух, темнее!» Раздали голоса в расходящейся по дворам толпе. «Мне это не нать, чей год уйду к Вигарю», — решил для себя Яр. Поговорив вечером с супругой и с соседом своим Василием, Яр решил по весне уплыть до Ангарии. Помнил он советы Вигаря, что где в Ангарии чуть ли не рай земной и никакого убытку подданным не творят княжьи люди. Привирал Вигарь, конечно, но уж явно там сто крат лучше, чем сидеть дождать ухватистую соловецкую братью. Вольного помора трудно заставить работать не на себя, и Яр решил последовать совету товарища. Глава девятая Долина реки Култучный, лагерь Миронова, январь 7146 года, 1638. Человек сидел за столом, устало вытянув натруженные ноги. Глаза его такие уже усталые, но горящие блеском ненависти к невидимому, но почти что осязаемому им недругу, двигались сред читаемых ими строк. Он был один в полутемном помещении, свет в который проникал лишь сквозь небольшое, закрытое куском прозрачного пластика оконца. Сопровождавшие его люди благоразумно решили оставить его одного. Дочитав послание, человек тотчас же расслабил напряженные мышцы, а голова его бессильно откинулась на высокую, обитую толстой грубой тканью спинку кресла. Глаза усталого человека закрывали сами собой, но им мешало неясное светлое пятно, пробивающееся сквозь мутную пелену полузабытья. Наконец взгляд его сфокусировался на легкой, будто невесомой деревянной птице, висящей на тонком шнурке и расправившей резные крылья. Она лениво покачивалась в такт неощутимого сквозняка вправо-влево, будто взмахивая изящными крыльями, снова вправо-влево. Черные бусинки глаз деревянной птицы, казалось, с укором глядят на бессовестно уставившегося на нее человека. — Ты совершил ошибку, — прошептал он одними губами строку из прочитанного им послания. — Что же, похоже, так и есть, — пробормотал он, закрыв глаза. Усталый до нелься человек провалился в тяжелый, беспокойный сон. Налькали картинки из прошлой, безумно далекой жизни. Съединился детдом с его светлым, казавшимся маленькому Игорю, бесконечным залом с огромными окнами, сквозь которые лакированный паркет заливало жарко солнце. Скрип спортивной обуви, запах сваленных у брусьев нескольких матов, гулки команды тренера Романа Стефановича и детский смех товарищей, беззлобно подначивающих Игорька, самого маленького воспитанника в их группе. Ядвигая первая любовь и ее роскошные рыжие кудри на общем с девочками выпускном вечере. Шум и смех, танцы, ночные песни под гитару, огромный костер, потом армия. Просыпался же Игорь тяжко и, не зная, что такое похмелье, он был готов признать, что оно бывает именно таким. Тяжелая голова, разбитое тело, неловкие движения. Попив жадными глотками воды из стоящего на столе металлического котелка и добиравшись до топчана, он снова мгновенно уснул. Отлетевший лишь ненадолго сон не собирался окончательно выпускать Игоря из своих цепких объятий. Оставшиеся с ним пятнадцать верных ему человек уже обустроились в лагере. Кто-то готовил еду, оприходовав запасы, оставленные прежними хозяевами. Кто-то золился спать, а кто-то занял сражевые башенки вокруг укреплений. Игорь утром бесцеремонно разбудил майора Прохор Куняев, прапорщик из Одессы. Выеди к парням, они хотят поговорить с тобой. Майор вышел на низкое крыльцо. Перед ним с хмурыми лицами стояли практически все, с кем он пришел сюда. Трое остались на башенках. Службу не заваливали. Дисциплина у его бойцов оставалась в крови, несмотря на не совсем привычные условия. Нет, как профессионалы своего дела, они были готовы ко всему. Но вот только окунаться в средневековье со всеми вытекающими, все же это некоторый перебор. Однако сказать было нечего. Язык словно прирос к небу. Сказать, что считает себя самым умным, что решил сделаться удельным князьком на правах автономии, принимая гешефты из центра. Не считая себя обязанным подчиняться людям из параллельного или как там его, да просто иного мира, он сразу решил дистанцироваться от них. Вроде получалось. Но вот какая незадача. Не срослось. Рискнул поставить ставку на инаковость. И на... Получи. — Скажи, что дальше делать, Игорь? В тишине нарушаемой лишь шумом деревьев, в чьих голых кронах гулял ветер, негромкий вопрос бил по ушам. — Это моя ошибка, парни. Вы не должны оставаться со мной, — выдавил Матусевич. — Объясни, не говори загадками, — проворчал Лазарь, давний сослуживец Игоря, так же, как и Матусевич, уроженец Белостока. — Короче, так. Я нарушил правила. В наказание мне приказали оборонять этот объект. Помощь от Соколова будет. Ваше право уйти к ангарцам, я не оспариваю. Короткими рваными фразами говорил майор. — Ожидая вопросов, он стоял на крыльце. Таковых не последовало. Его бойцы молча расходились, ушел в дом Игорь. Присев за стол, он уронил лицо в ладони рук, пальцы его немного подрагивали. Посидев так с пару минут, он резко встал и решительно вышел во двор. — Для начала следовало проинспектировать этот объект. Да и постройки с северной стороны Сопки тоже. Миронов написал, что там огороды. С оружием дела обстоят совсем грустно. Но в записке обещали привезти его так скоро, как это будет возможно. Хорошо хоть так. А потом вечером следует поговорить с парнями. Лучше объясниться сейчас, чем ждать итогов их пересудов. Албазин. Конец мая 7146 года. 1638. Построенный на месте поселка, без известного князька Албазы, настрок ангарцев потихоньку распространял свою власть на Амурские берега, как и в случае с казаками Хабарова, Степанова и других, менее известных ныне первопроходцев. Единственное, тем людям мешала излишняя прямолинейность, да ненужная жестокость в отношении амурцев. Недальновидная политика казачьих отрядов лишь толкнула местные народы в объятия своих врагов, маньчжуров, не принеся казакам никакой выгоды, кроме малого количества шкурок несчастных животных. Сейчас же людей Сазонова, как и в иное время людей Хабарова, дауры называли братьями, и Алексей не желал того, чтобы это положение изменялось. Под его контролем Шилгеней становился местным князем, а не просто князьком нескольких деревенек. Даже два салонских поселения прислали в Албазин своих делегатов, чтобы, увидев высоких бородатых ангарцев и крепость, ими построенную, принести клятву верности князю Шилгенею и далекому великому князю Соколу. Сазонов понимал, что многие из этих клятв не стоят поверности и времени на них потраченных, но из тех поселений, на которые уже можно было опереться, набиралось под шесть сотен воинов, в основном неплохих лучников. Теперь оставалось ждать помощи из ангарии. В начале прошлогоднего лета к берегам Байкала ушел небольшой отряд Бекетова, а к началу уже этого лета Сазонов ждал пополнения людьми и боеприпасами. Заряды к ружьям постепенно убывали, их пытались экономить, но как тут сэкономишь? Разведка салонца Бомбогора уже дважды приходила к самому Албазину, и только услужливый шепот местного старейшины выдавал разведчиков, которые рядились в личину очередных стражащих, принести дары князю Шилгенею и уверить того в своей лояльности. Ясно, что многого отправленные назад разведчики не расскажут, но про огнестрельное оружие албазинцев и их возникшую ниоткуда крепость на месте небогатого поселения Бомбогор узнает. Да можно быть уверенным, что он уже это знает, а вскоре их заинтересуется настолько, чтобы самому прибыть под рубленные стены острого. И тут надо его правильно встретить. В идеале лучше было бы договориться с ним, но, с другой стороны, ангарцам нужно было оседлать Амур до океана. А как это сделать, если его перекрывал своими владениями этот салонский князь? Значит, кому-то придется уступить. Сазонов знал, что ангарцы этого точно не сделают. Владение двумя великими реками Сибири дает огромное преимущество в будущем. Товарищ майор, рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Кузьмич. Сазонова облапил Олег Васин, снова вернувшийся на берега Амура из Ангарии. С ним пришло и три десятка воинов. В основном это были юноши из числа переселенцев, да некоторое количество казаков. Была и пара молодых тунгусов. Ангарцев в Албазине стало почти 70 человек. А Бекетов и Усольцев с остальными казаками остался на берегах Байкала в Баргузине. Сразу после дружеских объятий Васин, вернув лицу обычное серьезное выражение, уже официальным тоном доложил. На Шилке в нижнем течении при сплаве наткнулись на чужих казаков. Говорят с Якутска. Атаманом у них Максим то ли Перфилев, то ли Перфирьев. Он говорит, что уже бывал на Ангаре да на Уде. Сазонов, задумавшись на пару секунд, озабоченно проговорил. Да-да, помню. Он про Бекетова еще спрашивал, мол, у вас этот убийца или нет. Так вот, он теперь шарится в этих краях. С ним человек тридцать было. Дорожие, скажу я тебе, у всех лихие. Я уж думал, точно будет перестрелка. А как разошлись, мирно ли? Нахмурился Сазонов. Да, кимул Олег, все нормально прошло, слава богу. Сначала, конечно, похватали оружие, но Максим своих быстро успокоил. А потом к нам вышел. Один вышел, просто поговорить. Я ему и сказал, что мы на Амуре, мол, стоим. Хорошо, еще придется, видимо, с ними столкнуться, сказал Сазонов. Чего еще интересно услышно? Соколов говорит, что седлать Амур хорошо бы. Тогда почитай прямая дорога от Океана до Байкала. От Шилки только посох упереть. Там бы еще не зимовье, а поселок организовать. Вот только... Вот только людей-то нету, закончил за Олега Алексей и кивнул на сколоченные ящики. Длиной больше полутора метров, что Амурцы снимали с оленей прибывших в Албазин ангарцев. А это что? Ангарки. Новая анализная версия. И патроны. Радек все-таки упростил конструкцию для более массового производства. А то с прежними ружьями барокки много, а толку чуть. Зато теперь до трех сотен стволов за год можно будет делать. И уже на новых станках. И это уже не ружья, а самые настоящие винтовки. Пока однозарядные. Ружья же, изготовляемые ранее, теперь изымались, чтобы подвергнуться полной переделке. Использовали заново стволы, не делать же работы еще раз. Использовали и кое-какие детали спускового механизма, пружину. Пока Сазонов оглядывал новые оружия, Олег обратил внимание на маячившую за спиной майора фигурку девушки-довурки, которая еще до отбытия отряда Бекетова, как помнил Асин, неотступно следовала за Сазоновым. — Алексей! — осторожно начал Олег. — А ты еще с ней? — Ну да. — Сырома, хорошая девушка. Надо бы ее окрестить побыстрее и венчаться у отца Кирилла. Чего время терять? — Эх, будешь ты время терять! — усмешнулся Олег и рассмеялся. — А Карпа ты с этим позвал сюда? — Кого позвал? — опишел Алексей. — Карп с вами? Оказалось, что отец Кирилл, оставив церковь на своего старшего сына и, будучи в Новоземельске, да встретив там Васина, вызвался в обратный поход на Амур. Прослышав о мирных и уживчивых даурах, которые, ко всему прочему, еще и землепашцы, отец Кирилл заявил, что должен непременно привлечь их к вере Христовой, дабы не прозябали бы они в невежестве. Видя такую решительность священника, никто и не пытался ему возразить, а полковник даже, наоборот, был в восторге от этой идеи. Но Васину наказал отца Кирилла всячески оберегать. — Не все миссионеры, приходя к туземцам, выживали. Некоторых даже и съедали, как капитана Кука. Так что смотри, Олег, — говорил он тогда двухметровому моропеху. — А что же ты не смотришь за ним? Где отчета наш, единственный на всю ангарию? — ехидно спросил Сазоров. — Опа! Только что был у пристани! — воскликнул Васин, обернувшись. А Карп уже высматривал место под часовню. Да, чего-чего, обработоспособности отцу Кириллу не отказать. Отмахиваясь от суетившегося вокруг него дитинный моропеха, который решил сразу втолковать священнику меры его личной безопасности, Карп, забравшись на небольшой холм, с удовлетворением поглядывал окрест, приложив ладонь ко лбу. Наконец, вполне удовлетворившись, он окрестил землю вокруг и, сойдя с холма, перекрестился еще раз. Ну а далее, не обращая внимания на Олега, пошел в деревню, что немного отстояло от Острога знакомиться с будущей паствой. Васин махнул рукой и, подозвав двух парней с винтовками на плечах, приказал им сопровождать священника. Правда, посоветовал им держаться от него чуть подаль, но и глаз с него не спускать. — Алексей, пушек взяли только две, иначе не довезли бы, ей-богу. Когда Васин вернулся к Сазонову, тот уже осматривал привезенные группой Олега припасы. Оленью ставили в Шилке, в Зимовье, шесть тунгусов с ними. — Пушечки чуть-чуть скоро пригодятся, — негромко сказал Алексей. Сазонов рассказал про салонских разведчиков, которых они отправили в Зашей, на что Олег, несколько поморщившись, сказал лишь, — а зачем отпустил, а не проще ли? И показал характерный жест ладонью по шее. — Не проще. Конец салона все равно отреагирует на наше усиление, прямо или через третьи головы, но отреагирует. И теперь после Вашего появления, чем раньше, тем лучше. Пушки установили на переносных лафетах во двух башенках, что стояли по диагонали. Одна из них смотрела на реку, а вторая — на сбитую конскими копытами и ногами амурцев широкую тропу вдоль реки. — Салонский князь не трус, он гордый, но с ним хорошо мир иметь, — прижалась к Алексею Сырома. Однако правильно было сказано. Ежели хочешь мира, то готовься и к войне. Этому принципу Сазонов следовал буквально. Он немедленно принялся за изучение конструкции новой ангарки, найдя ее предельно простой и эргономичной. Единственным минусом стало лишь небольшое количество нового оружия, всего 24 ствола. Половина из них — переделанные ружья. Ночью после очередной порции любовных утех Сырома прижалась горячей щечкой к влажной от пота груди Алексея и в который раз зашептала о бусте великой реки Амур, где жила ее семья. Там, где Амур, изливается в океан широким потоком. А за полосой океанских вод лежит Яун-Мосир. Наша земля — родной остров Утара-Нумару, отца Сыромы. Кузнец Амур после ссоры с Нишпа-Варойя, вождем его рода, ушел на северную часть, где Аун-Мосир, а затем и на Амур. Там жила родня Амур. Там же родилась и Сырома, и оба ее брата. И там же она была похищена дикарями Суме-Ренкур. Амур, грязные и дурно пахнущие, в одежде из рыбьей кожи и босые, они утащили ее в свои убогие жилища и вскоре отдали Солонскому князьку, который, в свою очередь, обменялся сырему Дауром. Даур Мингит, у которого она жила целый год в услужении, подарил несчастную девушку и умному князьку Албазея. К счастью, тот словно и не замечал очередную жену, так ни разу не разделив с ней ложе. К счастью для Алексея, потому что для самой сырены это было довольно оскорбительно считаться женой, но ни разу ею не побыв. Албаза же все время проводил с другими, более старшими женами. Теперь сырема поняла, как ей повезло, ведь ее Алексей очень обрадовался тому, что его женщина не досталась прежде никому из мужчин, а сегодня Алексей сказал, что она должна стать его женой. А еще приехал старик, который поженит их по закону, принятому у народа ее будущего мужа. Но до свадьбы она должна будет принять новую веру, также принятую у народа Алексея. Он же при этом объяснил ей, что ее личное дело принимать ли эту веру всем сердцем, или оставаться со своими богами, что сотворили этот мир, пасы Камуя. Но для того, чтобы их единение не вызывало сплетен среди единокровных с ее мужем людей, сыреме нужно было пройти обряд в освящение, в таинство новой веры у того худого, жилистого старика. — Для меня важнее быть с тобой, Алеша, — говорила тогда сырема. А бог он един, просто у него много названий и воплощений. Карп остался доволен увиденным. Все, начиная от глинобитных домов, поделенных на светлую и темную половину, от удобных отхожих мест и, кончая условиями содержания скота, говорил о том, что народ сей крепкий и хозяйственный. Сами дауры были низкорослые, но крепкие телом. В отличие от тунгусов, имели и растительность на лице. У многих мужчин была довольно густая борода, что для русского взгляда было приятно. Одесс Кирилл с явным удовольствием предвкушал значительное увеличение своей пасты. Засурия, Нижегородщина, конец мая 7146 года, 1638. Раннее утро на Волге, понад рекой стелется белесый клочковатый туман, уже вжимаясь в берега, где прильнули ветвями к воде кучно растущей ивы. Солнце греет чуть-чуть, начинается день, ногам взявку ступать по холодной российской траве. Ивашка пробирался к реке, умыться, да еще раз приглядеться к островку, к которому плавали все большие мальчишки и деревеньки. Хоть и прохладно было, но от воды, казалось, шло тепло. Закатав штаны, Ивашка вошел по колено в воду и с удовольствием принялся умываться, шумно отфыркиваясь. Поначалу неясный для уха звук постепенно добавлялся к плеску воды, и мальчишка завертел головой, отыскивая источник его. Ничего необычного видно не было, однако шум нарастал. Подалечив, схрапнул гонь. — Стук копыт! — понял Ивашка, удивленно пробормотав. — Кто это с утра ворончика коня выпустил? Распрямившись, Ивашка внимательно глядел поле, коня видно не было. Тут взгляд его упал на берег. Пресвятая Богородица из исчезающей утренней дымки вынырнула под меру на постукивание копыт первая лошадь, за ней вторая, третья. Всадники в лисьих островерхих шапках. Конная колонна начала разворачиваться веером, выходя на засеянное ячменем поле. Крупные капли упали с подбородка замерзшего мальчишки. Ивашка, не отводя глаз, с надвигающейся беды начал пятиться. — Замирились же татар давным-давно никак. Откъели они? Пятился он, покуда не свалился озим, наступив на мокрую корягу. Только теперь Ивашка со всех ног припустил к деревеньке, закричав «Татары! Татары!». Влепетывающего мальчишку легко нагнал один из всадников, со смехом оторвав его от земли и рывком перекинув через седло. В нос ударил оконским потом. Татарин вскоре посадил Ивашку на коня более привычным пареньку способом и, показав ему пальцем «не балуй, мол», принялся раздавать команды своим людям, окружавшим деревню. Небольшая, всего с десяток дворов деревенька, с одной стороны прикрытая густым лесом, а с другой широкой балкой, обезлюдела за каких-то полчаса. Однако на этот раз татары никого не рубили и ничего не жгли. В деревне осталось лишь полтора десятка стариков, все остальные были уведены в сторону Васильсурска. Туда же тянулось и еще с десяток небольших караванов, испуганных, ничего не понимающих людей. В Васильсурске крестьяне Засурья, к гористому их изумлению, были буквально проданы Стрелецскому начальнику из Казани. Как и остальные несчастные крестьяне Засурцы, вместе со своими пожитками были согнаны на лодии. Через некоторое время, когда люди расположились на палубах и прекратились жалобные и гневные выкрики крестьян, караван из двенадцати речных судов, неспешно взял курс от пристани хиреющего городка на Волге, давно потерявшего свою значимость, граничной крепости на Казань. — Тетя, а что делится? — спрашивал Ивашка отца. — Куда мы плывем? — И не пытай меня, Сема Ивашка. Главное, что живот свой сохранили, а там посмотрим, что далее будет на все воле Божье. — отвечал отец, прижимая к себе заплаканную мать, без чувств, лежащую на тряпье. Ивашка с явным неудовольствием отметил отцову покорность судьбе. Присев на мешок, мальчишка подпер голову кулаком и хмуро оглядывал медленно проплывающие мимо Волжские берега, которые с каждым часом отдаляли его от родных мест. Ангарское княжество. Июнь 7146 года. 1638. И так минуло ровно 10 лет с того момента, как книга гражданина Российской Федерации первый раз вступила на столь далекую сибирскую землю. Причем далекую не только географически, но и сильно отстающую во времени от той, что они покинули. Было совершенно неясно, является ли этот мир прошлым их родного мира, или это лишь слепок, параллельная реальность одного из многих зеркал той земли, что они знали. Земли такой родной и кажущейся доброй, несмотря на все те мерзости, что там творились. Сейчас они не вспоминаются, а пропавший мир ассоциируется только с домом, с семьей и друзьями, с любимым человеком или тем делом, что занимало тебя всего. Но в той прошлой жизни эта жизнь началась внезапно и резко с чистого листа. Здесь не важны были личные проблемы. Они казались столь чуждыми и мелкими по сравнению с общим желанием выжить в условиях, которые подкинула им судьба. Поэтому людям захотелось не просто выжить, но и защитить себя, а потом и заявить о себе. Сейчас же, спустя десять лет, они уже думали не о том, чтобы просто жить в своем новом мире, ставшим им вторым домом, а идти вперед. В отсутствии доступной для добычи нефти, ставка в экономике княжества автоматически падала на каменный уголь, запасы которого представлялись пока неисчерпаемыми. Уголь из-под современного Черемхова уходил в коксовые печи железногорского рабочего поселка. Там же пустили и первую мартеновскую печь в этом мире с принудительной подачей воздуха от гидропривода. Чугуном ее снабжали несколько плавилин железной руды. Постепенно поселок разрастался, на Елим приходилось отправлять все больше специалистов и работников, но людей все равно не хватало. Тунгусов же привлекать на работы, кроме погрузочно-разгрузочных, было невозможно. Они могли, устрашившись фронта работ, просто откачевать на сотни километров и вспоминать жаркий цех лишь как одно из воплощений из жилища злых духов и их человеческих слуг. Так что пока они работали, свозя на оленях богатую руду с железной горы к плавильням, ну и то хорошо. Дебольшой прокатный стан позволял накапливать заготовки для будущего строительства от арматуры до стальных лент. Попутно фосфаты, применявшиеся при производстве стекол, при взаимодействии с коксовым песком, дали возможность получать при сильном нагревании белый фосфор. При дальнейшей его перегонке в фосфор красный, появилась возможность производить фосфорную массу для спичек, столь необходимых абсолютно для всех жителей Ангарии. Радек тут же распорядился ставить отдельное помещение для небольшой бригады спичка делов, разглядев в этом производстве немалую выгоду от возможного экспорта в Москву. «Будет греметь в Европах не шведская спичка, а ангарская», — ухвылялся профессор. Отмечать десятилетие пребывания экспедиции на Ангаре люди собрались в клубе ангарского Кремля. Днем было жарко, поэтому окна открыли на стеж. Накрытые скатертами столы, заставленные разнообразной снегью и питьем, стояли двумя длинными рядами. В зале царила непринужденная обстановка. Смешки и группки по интересам, стенгазеты и аппликации развешаны по стенам. Все это было как там, дома. Соколов не хотел превращать юбилей в отчетное собрание с лозунгами и обещаниями, а просто, чтобы все вместе приятно провели вечер. Несмотря на то, что среди собравшихся до четверти присутствующих было из группы Корнея Миронова, никакой скованности у них не было. Новички быстро влились в ангарское общество, практически не отличаясь от россиян. Разными были лишь миры, откуда люди попали в Прибайкалье. Русины и россияне делились информацией, удивляя друг друга фактами из жизни своих стран, а точнее одной страны, одинаково родной для них всех. Среди людей Миронова в основном были инженеры и техники, а также бойцы охраны, парабиологов и один медик. В клубе они были все, а вот многих ангарцев не доставало. Не могли оставить свои рабочие места люди на угольном карьере, в Железногорске, в Баргузине, на химическом производстве. А на далеком Амуре жили люди Сазонова. Петренко, не говоря уж о его пограничниках, никак не могли покинуть крепость. На границе княжество было неспокойно. Погранцы постоянно наблюдали ваташки казаков числом до сотни человек. Несколько раз назревали и стычки на нижней заставе, исправно докладывающей о чужаках. Лишь оперативность бойцов крепости не давала казакам простора для их бесшабашного озорства. Во Владиангарск совсем недавно была доставлена партия новейших винтовок, а на службу прислано шесть человек. Совсем молодые переселенцы из литвинов и пара тунгусов. Кстати, и лимский поселок чах на глазах. Литвины оказались никакими крестьянами. Городские жители они не могли, да и не хотели заниматься сельскохозяйственной работой. Правда, не все, но большинство. Потихоньку поселок расстеляли по княжеству, главным образом в Железногорский рабочий поселок. Тут уж спуску им не давали. Приходилось работать. Так что вместе с русинами в зале ангарского клуба собрались чуть менее шести десятков человек. Ближе к вечеру улыбки сменились погрустневшими лицами. Сознание людей занимали воспоминания о прошлом. Печаль и тоска обладевали умами. — Ладно, хорош сопли жевать, — негромко проговорил Ренат, перебирая струны гитары. Вообще, в экспедиции гитар было две, и обе они активно использовались на разного рода творческих мероприятиях, часто проводимых в поселках. При этом гитары кочевали из поселка в поселок. В основном пели песни общеизвестных в ангарском социуме авторов — Высоцкого, Цоя, Шевчука, Кинчева и немногих других. Даже кое-что из шансона исполняли. Когда темнело, под шашлыки напевали негромко, больше слушая исполнителей. По иронии судьбы, в обоих экспедициях было лишь по одному уроженцу неевропейской части России. Это родившийся в Южно-Сахалинске Сергей Ким, сержант морской пехоты, и Семен Яковлев, бывший житель Барановска. Этот город, как выяснилось, стоял в южных владениях, отколовшийся от социалистической Руси, бывшей ее провинции Аляски, на месте знакомого россиянам канадского Ванкувера. Поздним вечером, когда все разошлись по группкам, в одной из таких сидя у костра и попутно наслаждаясь шашлыком, Семен рассказывал об истории освоения его родного края. В целом, вначале выходило все так же, как и в истории россиян, но было лишь два исключения, которые кардинально меняли всю дальнейшую картину. Во-первых, Аляску не продали и не сдали в аренду, а во-вторых, на доктрину американского президента Монро, объявленную им во всеуслышание и фактически объявлявшую об американских континент табочиной САСШ, в Руси нашелся свой ответ. Стефан II Бельский, русинский император и современник Монро, выдвинул свою доктрину, направленную на коллективное освоение обеих Америк в коалиции с Испанией, Францией и Британией. В итоге того переломного момента, когда САСШ, сломив Испанию, отобрала у нее Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины, а после этого оглянулась с интересом на остальной мир, в мире Яковлева не было. А САСШ, собранный из 28 штатов, в которых постоянно кто-то тянул на себя одеяло, по сути ничем не отличались от Соединенных Штатов Бразилии, подоткнутая со всех сторон русинскими, испанскими, французскими, британскими и индейскими государствами и анклавами. САСШ ничем не выделялись на фоне Канады, Мексики или Колумбийской Республики. Поэтому Семен с озабоченным интересом слушал о США и об их глобальной роли в мире россиян, немало удивляясь тому могуществу, что приписывали этим лоскутным штатам, поставлявшим на Аляску отличный текстиль. — А кто же у вас рулит планеты? — спросил Яковлева. — Чего рулит? — не понял Русин. — Ну, кто в вашем мире находится среди великих держав? — уточнил вопрос Салев. — Как кто? Кроме нас очень сильна Германия, конечно. Еще Британия, Франция, Южноафриканский Союз, Параглай, Корея, ну и Колумбия. Но это до войны. — А что за война? — С Китаем? А то уж на наши янки рассказывали. Разом напрягся народ. — Ага. — невесело улыбнулся Яковлев. — Как только Китай объединился, сразу началось. То на Туркестан рот раздявят, то в Монголию лапы протянут, то к маньчжурам полезут, то в японские прибрежные города начнут толпами прорываться. Хорошо, что у нас с ними общей границы не было. Но это недолго было. Потом появилось. Люди Миронова мрачно уставились на огонь, пляшущие красными язычками меж поленьев. Каждый из них в этот миг вспоминал о том, как эта война отразилась на их семье. Ведь мобилизация была тотальной и смешной. Заводы не успевали собирать технику. Тогда китайцев остановили только на Таболе. Семен, а почему вдруг Парагвай и Колумбия у вас в передовых странах находятся? У нас они вообще практически неизвестны. Ну, разве что в Колумбии узнают по наркоте и одной певичке с большой долей таланта. А Парагвай так вообще нечто очень далекое и неизведанное, — задачился Карпинский. — Ну как? Колумбия — это огромная страна, почти треть Южной Америки. Нефти там очень много, алмазов и всего прочего. Канал Панамский. Бразильские штаты, правда, чуть больше, но они сильно зависят и от Колумбии, и от Парагвая, которые эти самые штаты и Аргентину в придачу неплохо подоили на репарации земли. — И там война была, — удивился Ренат. — Да давно уже, — махнул рукой Яковлев. Руссия в Южной Америке тогда делала ставку на Парагвай. Амбициозное молодое государство, которое было слишком независимо от мировой экономики. И старалось развивать свою экономику не только за счет кредитов и вывоз за природный богатство. С остальными странами Южной Америки тогда нам не удалось наладить сотрудничество. А Парагвай и Уругвай охотно покупали у нас машины и технологии. Немецкие, французские или британские товары и патенты были существенно дороже. Но сидевшие на европейских кредитах правительство Бразилии, Аргентины и Колумбии делали свой бизнес так, как им диктовали из Лондона, Парижа и Берлина. А началось все с того, что новый президент Уругвая Хуан Бордо решил соединить свою страну с Парагваем по итогам всенародного волеизъявления, когда более 86% уругвайцев высказалось за объединение с Асуньсьоном. Ну, я помню, читал про Парагвайскую войну. Но Парагвай тогда потерял более чем две трети населения, половину территории и потерпел полное поражение, удивился Карпинский. А у вас по-другому было? Ну да, Москва сразу надавила на Лиму, поэтому Колумбия и не вмешивалась. А вторгшиеся в Уругвай бразильцы были выбиты парагвайскими войсками, в составе которых было много русинских высших офицеров. Парагвайцы пошли на Рио, а вторая их армия, сдержав аргентинцев в пограничных сражениях, также вскоре стала давить на них, заставляя аргентинцев отступать вглубь своей территории. Двойна закончилась быстро. Ишь ты, процедил Ренат и с ехидной улыбкой добавил. Дела-то какие. Вячеслав Андреевич, может, спирту по этому поводу разбавим? Нет, рассмеялся Соколов. Ты мне зрячий нужен. — Кстати, — сказал Врук Миронов, — у меня есть литр французского коньяка. Припрятал давно уже. Теперь, думаю, в самый раз будет. — Опа! — Конечно, в самый раз! Хотел бы сказать, что с меня лимон и шоколад, но ларек уже закрыт. Будем дружить так, без прибамбасов. Если товарищ Соколов не против. Искорящиеся восторгом глаза Рената смотрели на Соколова с немалой надеждой. — Не против, конечно. Я и сам, так сказать, качественный продукт с удовольствием испробую. На юбилей так. — А может, и пиво варить будем, Вячеслав Андреевич? Карпинский решил под шумок продвинуть свою идею. — Петр, погоди-ка! Не ранее того момента, как мы все и наше государство твердо на ногах стоять будем. Иначе чревато. Утро следующего дня На следующий день после празднования Дня Ангарии, которое приходилось на 10 июня, Соколов провел рабочее совещание начальствующего состава княжества. Первый раз на подобное мероприятие был приглашен Петр Карпинский, мичман-сизист, бывший начальник Удинской крепости. У Вячеслава Андреевича нашла для Петра новая работа, после того, как Удинск отдали Соляеву и его курсантам. С Карпинским Соколов поговорил отдельно, перед тем, как выслушивать доклады своих помощников. — Значит так, Петр, ты зарекомендовал себя с самой лучшей стороны? У тебя нет ни единого нарекания, и как человек ты мне очень симпатичен. Я хочу доверить тебе ответственную должность. Карпинский, выслушивая похвалу Соколова, хивал и тут же мысленно прокручивал возможные варианты своего нового места работы. Да так увлекся, что пропустил начало фразы Вячеслава Андреевича. — В Енисейске. — Чего? — на автомате переспросил Карпинский. — Я хочу назначить тебя послом Ангарии в Енисейске, — терпеливо повторил князь. — Поначалу с тобой будет Павел Гравуль, он должен будет встретить караван с переселенцами. Беклемишев обещал его на этот год. У тебя будет задача общаться с Василием Михайловичем и постоянно склонять его к любому сотрудничеству с нами. Любому. Будь то пополнение запасов патронов к его ружью, или совместное мероприятие по поимке нарушителей острожного сбора Ясака. Конечно, идеально было бы подсадить воеводу на обмен информацией за деньги, но, мне кажется, Беклемишев не такой простак. — Ясно, Вячеслав Андреевич, а жонка моя? — С тобой будет, конечно же. Ты же не монах. И вот еще что. Князь внимательно посмотрел на Петра. Тебе надо выправить чин какую-нибудь дворянцу, что ли. Ну, пойдем к остальным побеседам. Радок предлагал баронство, кстати. По пути в комнату для совещаний, расположенной в административном здании, именуемом ангарцами сельсоветом, Карпинский обратился к Соколову. — Но, Вячеслав Андреевич, а почему бы вам не послать у Енисейск Кабаржицкого или того же Грауля? Думаю, они справятся получше меня. — Петр, сейчас они мне нужны здесь. Кабаржицкий занимается детьми, ставит им мировоззрение современного человека. А Грауль мне будет нужен для формирования нашей геополитики. У него аналитический склад ума, он источник информации по истории этого мира. — Да ты не принижай свои способности. Ты справишься. — Ясно, — кивнул Карпинский. После того, как ему пришлось оставить пост начальника Удинской крепости, Петр пребывал в уязвленном состоянии. Ему казалось, что он не оправдал надежд, не справился с полномочиями, возложенными на него с отъездом Сазонова. И вот теперь ему вновь доверили интересную и важную для их княжества работу. Значит, все хорошо. Значит, он в обойме. В совещательной комнате уже спорили, когда Соколов и Карпинский открыли двери. Радек что-то жарко доказывал Роману Вексину, геологу из Петрозаводска. — Да все мы можем. Только две проблемы — люди и время. Со временем людей заменим на машины. — Какие еще машины? — поднял бровь Вексин. — Паровые. Первый паровой экскаватор работал в начале трехцатых годов девятнадцатого века и заменял полсотни человек с лопатами и кирками. — Филиал девятнадцатого века хочешь открыть тут, Николай Валентинович? — улыбнулся Соколов. — Добрый день, товарищи. — Привет, Вячеслав. — А хоть бы и филиал. — Главное, чтобы все работало. — Ну, нет у нас нефти и двигателей внутреннего сгорания. Ничего с этим не поделаешь. — А Роман Евгеньевич говорит, что где это откат в технологиях? — Я спорить не буду, — поднял руки геолог. — На сей век паровая машина — это, конечно, предел технологической мысли. — Вот именно. Это не откат будет, а прорыв. Ну, зря, что ли, у Владиангарска сейчас машину дорабатываем. — Кстати, скажу я вам, есть тут один парень из христианских детей. Звать Антипом его — это нечто. Одарен безмерно. Я его в старшей механике продвигать буду. — Это из первых переселенцев, что ли? И уже в старшей механике? — недоверчиво проговорил Соколов. — Да он с механизмами играет, будто родился среди них, — воскликнул профессор. Покачав головой, Соколов предложил Радеку для начала еще глубже озаботиться механизацией деревни. Ведь, чтобы кормить ангарское княжество, необходим слаженный труд не менее четырех сотен крестьян. Сейчас примерно так и было, но проблема состояла в том, что из поселений приходилось постоянно забирать молодых парней, юношей. Люди были нужны везде. И в пограничной страже, и на металлургическом производстве, на угольном раскопе, и на золотом прииске. Пополнение постоянно просил и Кузьма усольцев для создания конного казачьего войска на восточном берегу Байкала. А откуда их было взять? Да тут еще Литвины и подсуропили. Из двадцати четырех семериш семь-восемь смогли обрабатывать землю и собирать урожай. И то, работая лишь на собственный прокорм, не создавая прибавочного продукта. Остальных пришлось подкармливать, а позже и раскидать по различным объектам ангарии. И так делаем все возможное в наших условиях, Вячеслав. На Слобойке уже по всем поселениям стоят мукомольни, инструментов сколько выдали, оконные селки. Вы насчет внедрения механизации в сельское хозяйство не переживайте, Вячеслав Андреевич, уверила Соколова Тамара Сотникова. Я слежу буквально за каждым наделом. Весной и летом мы с Олегом постоянно инспектируем поля, учеников наших вводим, все показываем, рассказываем. У нас поселная под контролем, да и ребята с девчатами, которых мы натаскиваем, головастые. Кто не хотел или не тянул, мы не заставляли, зато смена нам будет достойная. Вот-вот, давайте, каждый будет заниматься той работой, которая у него лучше всего получаться. Вот мы с мужиками сейчас корпим над паровиками. Это наша епархия. Кстати, и у нас есть несколько учеников, которых, знаете ли, я хотел бы иметь у себя в ассистентах там, дома. Потом Дарья обстоятельно рассказала о мерах по более глубокому внедрению санитарно-гигиенических норм в ангарское общество, о правилах личной безопасности каждого гражданина. Обязательные банны дни, регулярная стирка белья, уборка помещений и территорий поселков не только для русских, но и для живших в самой непосредственной близости к поселкам Тунгусов. Учеников у Дарьи и остальных медиков было меньше, чем у остальных педагогов, зато Дарья посвящала им столько времени, сколько родному сыну не уделяла. Но Вячеслав не роптал. Днем с сыном занимались в детском саду, что находился в самом центре Кремля, пристроенный к клубу с солнечной стороны. — Кстати, тут многие ранее опасались энцефалитного клеща. Так вот, могу смело заявить, таковой отсутствует, — несколько буднично проговорила Дарья. — Точнее, клещ есть, а энцефалита нет. Таким образом, теория об искусственном заражении Сибири японцами косвенно подтверждается. — Дополнил Поповских профессор Радок. После некоторой паузы, заполненной шуршанием бумаг, слово взяла Сотникова. — Необходимой кошке, Вячеслав Андреевич, грызунов развелось немеренно. С ней тут же согласился Радок и весьма эмоционально. — Да-да, надо верно через Сазонова это дело провернуть. Там Китай ближе, а у них кошки есть. — До Китая как раз далеко, — Николай Валентинович, — улыбнулся с другого конца стола Павел Грауль. — Маньчжуры там, хотя и до них далековато. — А это скоро будет один хрен, — ты сам говорил, — ухмылился Саляев. — Маньчжуры накостыряют китайцам, — посама не балуйся и войдут в Пекин. — А как эти маньчжуры к моркам относятся, я не знаю. — На Курилах, кстати, можно кошек найти. — Курильский короткохостый кот — это нечто, — проговорил Грауль. — Паша, ты бы еще посоветовал в Шотландию сгонять за кошками, — засмеялась Дарья, откинувшись на спинку стула. — Наши сейчас соболей выводят. Тех особей, что особо ласковы и приручены, скрещивают. Потомство не хуже кошек будет играться и грызунов ловить. — Так, ладно, информацию насчет кошек Сазонову передадим. Переходим к более серьезным вещам. — Ренат, — Соколов посмотрел на Саляева, — ты сколько ребят у Миронова берешь? — Двадцать человек, половина из них курсанты. — Лучшие. — Тунгусов будет где-то человек под сто сорок, сто шестьдесят. — Хорошо, — кинул князь. Усольцев ждет команды. У него под четыре десятка казаков и шилгеней. Легкая кавалерия по две тысячи душ. Ренат присиснул. — Думаю, справимся, Вячеслав Андреевич. Сгоним этого Алтынухана к чертовой бабушке. А заодно и миномета Тергиенко испытаем в бою. Со времени того, как экспедиция Миронова прибыла в Новоземельск по льду Байкала, Саляв уже два раза мотался на Култучную, едва зажила полученная им тамрана. В начале и в конце мая он привез Матусевичу ангарские боеприпасы, продовольствие и собственное снаряжение спецназовцев, оставшиеся в Белореченске. Оба раза Игорь не показывался Ренату. Грузы забирали его бойцы, скупо говорившие о том, что Игорь понимает, что был неправ. И в первую очередь перед Ренатом. Трифон, что ушел поначалу вместе с Лукой, решил вернуться к своим товарищам. И он рассудил, что поскольку они не бросили майора, с которым провели столько успешных операций, то, значит, либо поняли его, либо приняли все как есть. А значит, надо парням помогать. Нападений тем временем становилось все меньше. Все реже настырные воины в цветастых халатах бросались к стенам укрепления. Со времени начавшиеся благодатные весны враги, что носили в укреплении, уже не усыпляли храбрых воинов великого хана, а опускали горячие железные слитки, что рвали их тела. Теперь им не давали даже подойти к крепости, убивая издалека. Чужаки каждый раз заранее обнаруживали, когда лучники собирались подходить к их стану, а хан очень злился, когда погибали его лучи воины. Так что теперь, если небольшие отряды воинов великого хана и подбирались к злой сопке, то только для того, чтобы выяснить, не собираются ли чужаки идти на самого Алтын-хана войной. Хотя одна группа постоянно находилась рядом с неприятелем, пытаясь схватить кого-нибудь из чужаков, если тот, по глупости своей, в одиночку выйдет из-за стен убежища. Она и пригодилась Матусевичу, который вовсе не собирался оставлять прежнее убийство людей из экспедиции Миронова без наказания. В один из летних дней спецназовцы заблокировали в тайге с десяток врагов, пытавшихся следить за сопкой. Обложенные со всех сторон, воины Алтын-хана пытались ускользнуть из лап большоносых, но все их попытки оказались тщетны. Смерчаков, что пытались убежать из леса к деревне, где стояли кони, чужаки убивали, не показываясь из-за деревьев, а оставшихся в живых двоих лучников вынудили сдаться. Пока они готовились к смерти, чужаки что-то жарко обсуждали. Наконец, один из них вышел к пленникам и произнес два слова с вопросительной интонацией. Алтын-хан и показал двумя пальцами походку человеческих ног. Гендун, младший воин Хотогойт, с опаской посмотрел на старшего и тот же начальника десятка лучников надвое развалил с плеча один из бородатых чужаков. Другой же повторил вопрос Гендуну. Алтын-хан, и снова два пальца изобразили ходьбу. Гендун тяжело вздохнул, закивал, мол, я покажу, я проведу. За что тут же удостоился мягкого тычка в бок. Чужаки уводили его к сопке. Бежать от большоносных пришельцев он и не порвался. Глава 10. Бармашевое озеро, близустья Баргузина, конец августа 7146 года, 1638. Небольшое теплое озеро неподалеку от самого Байкала пользовалось немалой популярностью в жаркие летние дни. Казаки и члены пропавшей экспедиции с удовольствием плескались в воде, которая оказалась чуть ли не горячей после обжигающих холодных вод Сибирского моря. Прибывшие из Новоземельска бойцы, во главе со Смирновым, на кочах в Игоря, соединившись с казаками Усольцева, недалеко от Баргузина, расположились у озера, ожидая гонца от Шевшея. Тот долго ждать себя не заставил. Молодой парень бойко тараторил, восхваляя сил воинов Ангарии и мудрость своего князя, который пошел на сближение со столь крепким союзником. — Красиво плетет, зараза! — поморщившись, проговорил Смирнов. — Как бы и не пересластил! — добавил с усмешкой Зайцев, с прищуром смотревший на гонца. Переводчиком у Смирнова был один из тунгусов-стрелков. Хотя некоторые из ангарцев уже могли разговаривать на местных языках, сейчас нужна была гарантированная четкость перевода. Бурятский князь, как оказалось, уже был готов по ходу, обеспечив лошадями, в том числе и вьючными, и ангарцев. К исходу четвертого дня пути в районе современного Улан-Удэ ангарцы вышли к становищу своего союзника. После небольшого отдыха и пополнения запасов пищи ангарцы готовились к продолжению похода, к счастью, уже верхом. — Пошли! — шевшей, наряженный в парадный доспех и, потрясая зажатым в руке устаревшим уже в ангаре ружьем, махнул плеткой в западном направлении. Не добирающий количеством воинов, даже до тысячи, войско под непосредственным командованием его единственного сына, очира, немедленно двинулась. Также обряженный в доспех наследник старого шевшея напряженно покачивался в седле, крепко сжимая ружье в руках. Остальную семью свою, двух жены и пять дочерей, вместе со слугами, старый вождь отослал поближе к поселку ангарцев на берегу Байкала. Уговаривать или подкупать шевшея, чтобы тот выступил против Гомбо и Улдена, не пришлось. Наоборот, приходилось постоянно сдерживать бурята, дабы тот не начинал приготовление ранее оговоренного. — Я сам скину его с коня, заберу его жены коней, возьму его пастбища, — приговаривал шевшей, усмехаясь и показывая редкие зубы. Смирнов и усольцев переглянулись, несколько удивленные боевым духом старого бурята. Но в одном шевшея слукавил, обещая две тысячи воинов, он привел лишь чуть более семи сотен всадников. Из них немногим более четырех сотен были его собственными воинами, да дружинами его мелких вассалов. Остальные составили сборные отряды его родственников, которых он соблазнил возможностью пограбить становище Алтан-хана. У Смирнова же в отряде было сорок два человека ангарцев, морпехов и переселенцев, да чуть более сотни тунгусов и приангарских бурят. Их вооружение было довольно пестрым. У лучших стрелков были новые винтовки, у многих старая рузья, у половины луки и копья, у каждого на боку висела добротная сабля. Шевшея и удивился четкому шагу подходивших в две колонны ангарцев и их единообразной одежде. До пари десятков лошадей были навьючены доспехи и боеприпасы. У каждого бойца был свой вещевой мешок, в котором хранился небольшой запас пищи, кое-какая утварь и патроны. Вид ангарского войска для бурята был необычен, ведь он привык к пестроте своих отрядов. До пределов владения Алтан-хана было не более двухсот километров по лесостепи, которые пересекали мелкие речушки и ручейки. Южнее их становилось все меньше, и деревья росли все реже, переходя в невысокий кустарник. В среднем течении селинги, близ Гусиного озера, небольшая армия встретила группы Соляева и Матусевича, которые, пересев на приготовленных для них коней, присоединились к походу. — Ну, чё вы, Ренат, как вам? — Смирнов показал на покачивающегося в седле Матусевича, который ехал немного впереди колонны. — Нормально, — пожал плечами Соляев. — Хороший он мужик, только понял я это, когда мозги у него на место начали вставать. Полковник многозначительно кивнул. — Из-за ангарда скачут! — Зайцев, осадив коня, указал Смирнову на приближающихся всадников. С вершины зеленого холма, с ровно растущей травой, что издали было похоже на бильярдное сукно, буквально скатывались два бурятских конника. — Опа! — воскликнул Ренат, когда один из них упал с коня и более не поднимался, а второй, отчаянно махая рукой, настегивал коня, пытаясь поскорее достичь своих. — Детицкая сила! — просепил Смирнов, увидев, как на вершине холма, стало собираться множество всадников, как взметнулись копья и заколыхались чужие стяги, затрепетали на ветру бунчуки. — Гбою! — Зайцев, исполняя приказ полковника, горцевал на жеребце в ангарской колонны. Стрелки готовили оружие к стрельбе. Всадники шевшие разделились и встали по флангам, прикрыв ангарцев, занимавших центр. К счастью, отряд был застегнут врагом на возвышении, тогда как противнику пришлось бы под огнем преодолевать протяженную ложбину. Чуть по годе от вставших напротив оболоженному холме чужаков отделился один всадник и неспешно направил коня к ангарскому войску. — Войску ко мне! — Смирнов позвал своего переводчика. Я читал бурята, который прибежал из первой колонны стрелков, по пути заправляя под одежду крестик. — Будь при мне, Вася, настреляешься еще! Через несколько минут подъехавший к ангарцам неприятельский воин начал громко выкрикивать одну и ту же фразу. Смирнов с интересом наблюдал за ним. Щупловатый, невысокий воин в вылочном доспехе с нашитыми металлическими пластинами и кольцами, на ногах мягкие кожаные сапоги рыжего цвета, на голове та же вылочная шапка с железной бляхой. В руках всадник сжимал древко с треугольным стягом серого цвета с бунчуком из конского волоса. Оружия при нем не было. Стало быть, традиция посылки парламентеров тут в чести. Гурят Василий в ответ прорал ему что-то, и тот, спешившись и, ведя коня за уздечку, подошел к Смирнову. «Он приглашает нашего начальника в юрту Гомба и Олдена. Они хотят с нами поговорить, прежде чем заговорит их железо», — перевел слова воина Бурят. «Я пошел». Полковник убрал свой пистолет в карман куртки и кивнул головой Буряту, направил коня в ложбину. «Андрей Валентинович, что стоит ли?» — крикнул ему в спину Зайцев. «Стоит, Роман», — тут же ответил Смирнов. Когда пошел третий час отсутствия полковника, Шевшей, подскакав к Зайцеву, посоветовал тому атаковать врага. «Они убили его», — убеждал он Романа. «Надо их наказать. Ваши ружья достанут до тех всадников», — плеткой показал он на нескольких воинов на гребне соседнего холма. «Подождем еще немного», — твердо сказал Зайцев. «Он знал, что делал». Между тем, войны, собравшие по округе жалкий хворост, начинали запаливать костры. С той стороны никакого движения не было, доносилось лишь конское ржание. Не в силах далее ожидать, когда стемнет окончательно, Зайцев решил выступать. Он уже пригласил к себе ангарских сержантов, а также союзников Шевшея и Очира, чтобы начать обстрел врага, вынудив того атаковать первым и попасть под плотный огонь винтовок. Приготовили и миномет, сделанный на Железногорском руднике по схеме профессора Сергеенко. Однако вскоре вернулись Смирнов и переводчик. Полковник выглядел не лучшим образом, он явно устал, да и был какой-то смурной. «Ну что, как? Разойдемся или устроим заварушку?» Короче, слушай, этот Алтанхан, подданный московского царя, я смотрел грамоты. У него были посольства из Москвы, Томска, они, сами говорят, ездили к белому царю в столицу, а среди вещей золотые кубки работы московского золотых дел мастера Ефимия. Там клеймо. «О чем договорились-то?» «Несказанно», — удивился Рамон. «Да все нормально, расходиться не будем, раз пришли. Поскольку мы союзники Москвы, а они ее данники, то воевать нам не с руки, непонятки будут обязательно». «А что насчет нападений на группу Миронова?» — озабоченно проговорил Зайцев. «Тоже все нормально, так и оставим?» «Придется оставить пока». Гомба принес свои извинения и за них, и за сегодняшнего убитого бурята, он подарил нам шевшея с потрохами и его кочевьями, и готов пригнать нам табунов две сотни голов. «Ух ты, ничего себе! Но он и для себя ведь что-то попросил». «Конечно», — спокойно сказал полковник, просил вместе с ним пошугать джунгар, который разоряет его кочевья. «А сейчас, извини, я вздремну, что-то устал, да и переел. Гомба в меня буквально впихивал все подряд». Следующий месяц прошел в рейдах по пограничным землям на западном фасе владений Алтын-Хана-Хоттагойтов. Сборная армия разбила несколько разведывательных отрядов джунгар. Все они были по паре-тройке сотен воинов, и только один последний бой пришелся на крупный отряд под тысячу всадников. Как бы и не требовал Смирнов хоть некоего плана боя и согласования действий, Гомба не желал это слушать. Вся доблесть воина заключалась в яростном натисле да в стремительной атаке. Шевшей, пораженный новостями, действовал так, как скажет полковник. Но вот сын его очир был не такой. Он был крайне недоволен тем, что их род Алтан-Хан передал пришельцам с севера. Поэтому он бросался в атаку, увлекая остальных всадников вслед за Гомба. Так было и в последнем бою. Прекрасно знавшие местные джунгары, к тому же отлично использовавшие разведку, все же были биты. Исход сражения решила быстро конна атака на застегнутых в скалистом ущелье джунгар. Отряд Ачира безоглядно бросился в бой, и несколько сотен бурят схлестнулись с врагом в тесной горловине между скал. Только помощь стрелков-ангарцев и воинов Гомба спасла ситуацию. Однако буряты понесли чудовищные потери. Был убит и сам Ачир и сотни его воинов. Лишь несколько десятков их вышло из ущелья живыми. Сверно был в ярости. Для него это было немыслимо. Вот так глупо погибнуть. — Этим бы все и закончилось рано или поздно, — рассудил он позднее. Поймав оставшихся без хозяев коней и собрав железное оружие убитых, войско союзников двинулось обратно в район верховья Селенги. Шишей ехал молча. После того боя и похорон сына он не проронил ни слова. Расстались с ним ангарцы, также без слов. Он просто отвернул коня в сторону своего кочевья и ушел. Отряд Свердова пошел дальше к Баргузину. Не побывавшие до этого в реальном бою тунгусы, хоть и проявили себя с самой лучшей стороны, не смогли избежать жертв. В этом походе ангарцы потеряли девять человек, убитых стрелами джунгар. Енисейск, конец октября 7146 года, 1638. Выделенное Карпинскому помещение ему решительным образом не нравилось. Ангарского посла поселили в просторную комнату, которая занимала весь второй этаж церковной пристройки, напоминая сельский зал для танцев, где за неуплату включили свет. Комната, состоящая по краям широкими лавками, двумя столами, в конце была слишком большой и слишком темной. Да, плюс ко всему, тут в избитке водилось всякой живности, которая весело шуршала по углам, а ночью даже заползала в постель. Первой ночи Карпинский постоянно просыпался, в отличие от флегматичного Павла Грауля. В ангаре от ползучих тварей защищали травки, собранные веничками по углам комнат, которые выращивала на своих огородах Дарья ее ученики. Первые пару дней ангарцы потратили на приведение в порядок своей новой жилплощади. Дочищали паутину из углов, выметали из подлавок засохшие до каменного состояния шметки. Молодой воевода Василий Артемович Измайлов, зайдя к послам, предложил им помощь, видя нескольких тунгуских баб. Но Карпинский отказался, чем немало удивил воеводу. — Вот еще буду тут шурудить, потом ищи свищи барахла своего, — ворчал Карпинский. — Да ладно тебе, Бухтей, могли бы и прибрать, кстати, до нас, хотя, мне кажется, как раз и прибирали, только не до конца. Ты когда ночью на связь выходить будешь, не забудь упомянуть, чтобы поморов пропустили на сираз без стрельбы и лишнего шума. — Если и связь будет, конечно, — доложу. — Буркумпетр. Первым делом еще до уборки Карпинский с Гороволем развернули модернизированную радоком радиостанцию, растянув на крыше антенну, таким образом, чтобы она напоминала крест, чтобы избежать ненужных вопросов местных. Выход на крышу был с лестницы. Там на небольшой площадке, видя башенки, стояла радиостанция. В эфир выходили редко, по ночам сигнал, к сожалению, был крайне нестабилен, и связь удавалось установить не всегда. Наступившая осень принесла с собой заметное похолодание, и хотя днем была еще приятная погода, то ночью приходил весьма ощутимый колотун. — Печку бы тут сложить, как у меня в доме, — мечтал Петр перед сном. — Теперь, если только на следующий год, — ответил ему Павел, кутаясь в одеяло. С десяток километров западнее Енисейска. Караван ангарского приказа. — Батя, почитай, пришли. Град будет в скорости. Вона, дорога идет лесом, а за нее строк будет. Стрельцы баяли. И башка с зайцем скакал вокруг усталых до нельзя мужиков, сводивший покорную уже всему лошадь с плота. — Слава тебе, Господи! Ужель все кончится? Отец его, Игнат Корнеев, истово перекрестился. — Только мы с Божьей помощью всей паутяшки осилили. А видно, не ли дело, — раздались голоса других крестьян. — Доставка, вона, едва довезли. Ну и зачем бежать, — удумал, дурень. Женку и детишек малых оставил, а сам плетей получил сполна. — Ой, дурень и есть. А яйцам голова, приказу, что с нами идет. Велел говорить нам, что где там, куда идем. Князь то великое, да для крестьянина раздолье. Толку мы работаем с землицей усердно. И более ничего не требует княже тот, — проговорил мужик в драном зипуне. Болтающийся на шнурке железный крест, заросшие брови и кулачковатая борода вкупе с черватым ртом и огромные кулачищи делали этого сурового вида крестьянина более похожим на лихого человека. Большинство переселенцев уже были осведомлены о конечном пути их движения. А волнение, которое вызвало их насильственный захват, немного поутихло. Выяснилось, что не татары их в полон взяли, а свой, казалось бы, христианской верой воевода. Даст Бог, — думали крестьяне, — не обманет воевода, будет там житье достойно. А то наслышаны были они, бывало, то в Устюге, то в низовских землях хватали людишек на сибирском поселении. Но то в основном девок на выданье, а ту — цельными деревеньками. Такого допрежь не бывало. Через несколько часов отдыха, в течение которого схорчили почти все оставшиеся запасы пищи, караван вновь впустился в последний переход перед зимними холодами. И вскоре на высоком берегу Великой реки показались острожные стены, из-за которых курились дымки. Даже лошади, почуяв близкое жилье, прибавили шагу. А уж у людей поистине открылось второе дыхание. — Пресвятая Богородица, наконец-то! — Василий Михайлович Беклемишев, глава ангарского приказа, снявший меховую шапку, перекрестился на виднейшийся вдали крест над воротами острога. Беклемишева встречал Измайлов еще у ворот, самолично пересчитывая заходивший в посад людей. Чуть позже молодой енисейский воевода провел Беклемишева в отведенную ему избу, тут же приказав-то пить баню и готовить обильный обед. — А поморы что, Василий Михайлович, тоже по царскому указу в ангарское княжество на кочах шли? — спросил о проходивших по енисею поморах Василий Артемович. — Какие такие кочи? — В Москве о них разговору не было, — нахмурил собе Беклемишев. — Десятого дня прошли. Мимо строго к берегу не приставали. Вечером шли. — Значит, и воины дела. Князь Ангарского пристукнул кулаком по столу Измайлов. — Так то мне ведомо, что поморы ходят к ангарцам по енисею батюшке. В обратном пойдут по весне, можно будет и пощипать их. Хотя цар наш Михаил Федорович перепятствовать тому повеление не давал. А теперь, видишь что, людей на ангару шлет. Наливая ковшиком из лохани ягодной вытяжки, отвечал глава ангарского приказа. — Так они к ангарским послам не заходили. — Стало быть, покуда не ведают о сём, — пожал плечами Беклемишев и вытер мокрые усы рукавом. — К ангарцам когда пойдём? Они тут обретаются, в церковной пристройке, наверху, — спросил Измайлов, озабоченно поглядывая на приказного голову. — У тебя с ней не хватит прокормить-то всех. — Четыре с половиной сотни человек, — в свою очередь спросил Беклемишев, вставая с лавки. — Прокормим. — Да там женщины да дети во множестве, они едят немного, — беззаботно ответил Василий Артёмович, махнув рукой. — А по весне отправим их вверх по реке. — Ну, пошли, что ли? Покачав головой, Беклемишев взялся за ручку двери. Во дворике, образованном зданием церкви, да двухэтажной пристройкой к ней, ангарцы варили себе обед. Помимо Карпинского и Грауля, с ними находилось ещё двое — пожилой, но крепкий крестьянин Макар и, обученный Иваном Микуличем, современной в миру грамоте, молодой парень Онфим, внук Макара. Онфим должен был вести переписку с Москвой, ну, ежели таковое потребуется. Макар, помимо возложенных на него обязанностей денщика, в свободное время весьма умело ставил силки на беляков, которых особенно много было в долинах мелких речушек, где рос густой и вняк. Вот в котле сейчас как раз и варились три разрубленные и потрошённые тушки крупных по четыре килограмма зайцев. И уже доходила картошка, в воздухе разносился аромат варева, и шалудок требовал пищи. — Всё, снимаем. Карпинский уже был не в силах смотреть, как смачно булькает бульон. — Сейчас травки только мы добавим. Макар натянул рукав на ладони и снял котёл с огня. — Макар, ну что бы мы без тебя делали? Грауль, получив от крестьянина миску, со своей порцией с благодарностью посмотрел на него. — Знаем, что... Как оглашенные по лесу бы бегали, — заулыбался Макар, припомнив ангарцам про то, как они охотятся. Больше пугая случайного зверя, чем выслеживая или карауля верную добычу. Разложив всем по порции, Макар и сам принялся за еду, с удовольствием обсасывая косточки. Когда одно котла уже виднелось, а ангарцы, закутавшись в захваченном собой одеяло, сытыми глазами, смотрели на огонь костра. Янецей вдруг разом наполнился гомоном и суетой. Забегали люди, послышались властные окрики. — Что за движуха? — удивился Карпинский. — Беклемешев вернулся. — Сейчас вон тот боец нам расскажет. Грауль кинул на приближающегося к ангарцам стрельца. Последний год-два в Янецейске удельный вес стрелецкого гарнизона ощутимо увеличился. Сейчас в Остроге находилось до семи десятков красноковтанников. Сказывалось, возросшая важность всего городка. — День добрый. С Божьей помощью карван с Руси пришел. Людейших крестьянских нагнали во множестве. Боевода сказал вас, ангарцев, к нему кликнуть. Он у главных ворот обретается. Обстоятельно доложил дюжий стрелец и, не удержавшись, скосил глаза на закопченый котел с остатками недавнего пиршества. — Благодарствую за весь добрую, — отвечал Карпинский. — Присядь, вгустись. Макар, дай стрельцу поесть. Обрадованный воин сел на бревну костра дожидаться ангарских вареных клубней. А Петр и Павел направились к воротам Острога. — Анфим, пошли сам, чего сидишь? — позвал парня Грауль. — Только забеги за чернилами и бумагой. Перья опять не забудь. — Вот, гляди, Петр! — Беглемишев обвел рукой пространство енисейского посада, заполненного людом. Крестьяне старались скучковаться посемейно. Многие отыскивали среди людей своих бывших соседей и друзей, чтобы быть поближе друг к другу. — Считать будешь, поди! — поднимая воротник, кивнул на крестьян Измайлов. Словно предупреждая о скорой зиме, налетел холодный ветер, заставивший всех поежиться от неожиданностей. — Мы считать будем только во Владиангарске. Там и оплата, — отвечал Павел. — Людей есть где разместить. Впереди зима. — Да, за посадом есть суровые. Там же и землянки. Боеводом охнул рукой в направлении летом поставленных из-за. — Никаких землянок! — тут же повысил голос Павел. — Все люди должны быть живы и здоровы. Зимовать в землянках верный путь заболеть. — Василий Михайлович, размещайте крестьян во строге. Пусть скучно, зато в тепле. Если места не хватает, подселяйте к себе в дом. — Ты, Павел Гонор, убавь чутка! — воскликнул Измайлов. — А что вы хотели? Навести народу и оставить его в холоде и голоде? — Так ли? Царский приказ должен исполнять? — вступил в разговоры Карпинский. — Василий, они кругом правы. Не надо бы нам о сём спору есть. Бекармейшев решил погасить назревавший конфликт. Однако Измайлов, молодой и горячий, явно затаил обиду на заносчивого белобрысого ангарца, сиющего свой конопатынно-своеводские дела. А вечером он напомнил об этом. Его люди с трудом, распихав крестьян по помещениям, привели несколько семей в церковную пристройку. Две семьи принял и посольский этаж, в их числе и Корнеевы из-за Сурья. Ивашка сразу же сошёлся с отроком Анфимом, который неожиданно для него оказался из ангарцев, тех самых, кому они и держали этот нелёгкий путь с момента пленения их казанцами. До сих пор вечерами у Ивашки сжимались кулаки и катились крупные слёзы по щекам, когда вспоминал он об оставленных дома бабке с дедом в доверном колтуне. А осень становилась всё холоднее, а ледяное дыхание зимы пробиралось в дома по ночам, заставляя людей укутываться теплее, да заносить в дома горшки с углями. Албазин, конец октября 7146 года, 1638. Конские копыта выбивали чёткий ритм на твёрдой, не отошедшей от ночного заморозка земле. В стороны разлетались жёлтые скукоженные листья, в ушах снистил ветер, гонец поспешал до Албазина. Александр, новокрещенный Даур из Умлякана, должен был доставить важную весть для майора Алексея, главного человека на Амуре. Завидя близкие стены крепости, Александр притормозил коня и, выпрямившись в седле, с удовольствием стал смотреть, как над шумящей стеной леса вставало огромное яркое солнце. — Эй, весть из Умлякана для майора Алексея! — конь молодого Даурца горцевал перед закрытыми воротами крепости. Александру, только что начавшему отращивать бороду, не терпелось передать послание. Наконец ворота начали отпирать, и, гонец, взяв коня под узцы, с восторгом зашёл в Албазин. Первый раз после того, как на Амуре появились ангарцы. Ту некогда бывшую здесь деревню можно было забыть. Теперь на её месте возвышалась крепость, столица даурского князя Ивана, до крещения бывшего Шилгинея. Под защиту крепости и новой власти на Великой реке постоянно приходили даурские, дючерские, солонские, землепашцы и скотоводы, прилегчённые отсутствием тут тяжких поборов, как у своих князьков. Так что, кем бы они ни были, эти пришельцы, но дело своё они знали крепко. — Ну, давай бумагу, что ли? — с улыбкой сказал один из ангарцев Александру, когда тот доложился в княжеском доме о прибытии. — Майору! — начал было даур опасать за письмо. — Да не боись, передам! Ангарец, высмотрев кого-то в коридоре, крикнул. — Игнат, отведи конца в столовую, а я к Сазонову. Чуть позже, сидя в тёплой комнате при кухне и уминая варёную картошку с рыбой, Александр решил для себя непременно вступить в дружину князя Ивана, ведь тогда можно и жену взять побогаче, как у Захария, его дружка. — Товарищ майор, пришла группа с Баргузина, доставили радиостанцию и боеприпасы. Васин с радостью протянул Сазонову только что принесённое письмо. — Отлично! — майор, поднявшись из-за стола и подошедший к окну, быстро пробежал глазами текст и посмотрел на своего заместителя. — Олег, готовь повозки людей. В сопровождении возьмёшь пару казаков и четырёх дауров. Выбери лучших из тех, что уже стреляли. Выдашь им ружья казачьи, а казакам винтовки. Всё, давай. — Есть! — Васин загремел сапогами по коридору. Обратно в Балбазин, увеличившаяся на десяток человек группа, пришла уже глубокой ночью. На воротах и стенок крепости горели факелы. По посаду прохаживались редкие патрули. Широкие ворота распахнулись перед прибывшей колонной, и повозки вкатились во внутренний двор крепости. Тут же появились заспанные подростки, ухаживающие за лошадями. Они распрягали коней и водили их в стойло. Сазона уже не терпелось проверить работоспособность радиостанций. Сам Албазин стоял на холме, самой высокой точкой которого была наблюдательная башенка княжеского дома, расположенная на уровне третьего этажа. Длиннейший шест, сделанный заранее, уже ждал антенну на крыше дома, половину которого занимал князь Сдаурский Иван, а другую половину — Алексей Сазонов, по сути, являвшийся наместником Ангарии. Коломейцев, приведущий группу из Баргузина в Умлекан, был связистом, поэтому настройка радиостанции и установка антенны не заняли лишнего времени. Чтобы оживить радиостанцию, Ивану потребовал скрутить ручку генератора, доследить за самодельным мультиметром, чтобы стрелка была в зеленой зоне. После этого, немного поколдовав над настройками, Коломейцев принялся вызывать Баргузин. — База-6, База-6, Амур на связи, База-6. В динамике раздавалось слабое потрескивание, и более ничего. Иван продолжал вызывать Прибайкальскую станцию, пока не прозвучал ответ. — Слышу тебя, Амур, База-6 на связи, как добрался? — Без происшествий, База-6. На Шилке были встречены туземцы, которые видели много казаков в северне. — Коломейцев докладывал о тунгусах, что им повстречались при сплаве по Шилке. Ведущий группа ангарский тунгус, бывавший уже в Албазине, расспросил их, что да как, кого видели, где были. По всему выходило, что казачьи ватаги, уходившие в походы из Якутска, подбирались все ближе к Амуру, и в скором времени с ними придется встречаться уже на реке. — Надо идти далее по Амуру, — нахмурился Сазонов. — А кого здесь оставить? После удачного сеанса связи с Баргузином Сазонов ушел, наконец, спать. Но сон к майору никак не шел. Его занимали вопросы дальнейшей судьбы проникновения на Амур. Поскольку восточные линии границы Ангарии не были до сих пор обозначены, то эти поползновения казаков были достаточно опасны. Амур, как и знакомые ангарцам истории, мог быть освоен московскими подданными, что вызывало некоторые опасения для намечаемого ими судоходства по Великой реке. Этот вопрос предстояло решить для начала с Беклемишевым, которому царевым были даны широчайшие полномочия в связях с ангарским княжеством. И Сазонов решил действовать. Раз уж, что, естественно, казаков не остановить, то следует договариваться с ними и делить Амур. Но главное было оставить за собой его устье. Вместе с казаками можно было склонить к сотрудничеству единственную организованную силу на Амуре, Солонского князя Бомбогора. Остальные князцы, Даур Гуйгудар и Дючер Толга, были гораздо дальше. Как сообщали некоторые из перебежчиков, эти товарищи правили в низовьях Зеи и Сунгари, если майор правильно соотнес эти реки на карте. Выходом из ситуации стало бы совместная операция якутских казаков-венгарцев с целью привести Бомбогора к подданству. А вот тут как быть, задумался Алексей, выглаживая головку тихонько цопящей сырома, которая спала прижавшей к своему мужчине. Сырома после крещения у отца Кирилла стала Евгеньей. Не за горами было и венчание. Меделиджи его пополам, пробормотал он. Ты не спишь? Тут же проснулась девушка. Да я про этого Бомбогора размышляю. Как бы его убрать без лишнего шума? Но не убивать, чтобы не злить Солонов. Поддержи мелких князьков, каждый род один за одним. Его не любят. Девушка сладко зевнула и продолжила. Отец так делал дома. Дружил с каждой деревней дикарей по очереди, чтобы они не были вместе. И каждый, хоть, думал, что он главный. Поэтому они и не доверяли друг другу. Алексей широко раскрыл глаза, в который раз он поражался словам своей жене Сырома. Сложно было ожидать их от столь милого создания. Да и с тестем познакомиться ему хотелось все сильнее и сильнее. А что же это за народ такой? Ай ну! А через неделю вместе с очередными перебежчиками из владений Солонского князя пришли относительно свежие новости. На реке Хурха, а как выходило по всему это правый приток Сунгари, местные племена восстали против маньчжурского владычества. На их подавление были присланы войска с юга, вооруженные так же, как и воины справедливого князя Шелгинея. Тут перебежчики указывали на ангарские ружья, как похожие на оружие недавнего врага. А вот это уже было интересно. На секунду Сазонов оторопел, ведь, по словам американцев, китайцы шарились у киргизской аномалии. Не могли же они так же проникнуть сюда. Но, взяв себя в руки, он решительно отвел эту версию. Неужели у маньчжур не было оружия? Зато появился повод для объединения усилий с казаками и приамурскими народами. Внешняя угроза. Надо только все правильно рассчитать и выяснить причины того, отчего дауры и салоны в свое время помогали отнюдь не русским, а маньчжурам. Казалось бы, ближний враг опаснее, чем дальний, ведь цели русских и маньчжур на амуре были одинаковые. Но они выбрали династию Цин, помогая им в борьбе с русскими, хотя сами только недавно боролись против маньчжур. Надо было заставить историю сделать иной поворот. Следующей ночью были долгие переговоры с Ангарией. Принципиальное согласие на операцию от Соколова и Смирнова было получено. А еще Сазонов узнал, что во Владе Ангарск пришел целый караван поморских кочей. Родная деревня теперешнего байкальца Вигаря целиком прибыла на Ангару. Соколов обещал поспособствовать тому, чтобы теперь и на амуре появились люди, способные достичь океана, застолбив устья амуры. Оставалось главное — обсудить этот вопрос с Москвой. Енисейск, зима 7146-1638 год В начале декабря, когда на Ангаре встал крепкий лед, из Владиангарска ушел небольшой санный караван до московского форпоста на Енисее. Олени, запряженные шесть саней, нагруженных провиантом, одеялами, беховой одеждой и противооцинготными средствами, прокладывали зимник. Вел караван, оставивший Белореченск на одного из своих заместителей, капитан Новиков. По пути следования отряд останавливался в зимовьях, что стояли по берегам реки, и за которыми обязаны были присматривать жители окрестных тунгусских поселений, пополняя в них запас их вороста. К чести тунгусских старост, все зимовья были в полном порядке. Взяв хороший темп, отряд Новикова вскоре увидел в сроке берега Енисея. Голова ангарского приказа Василий Беклемейшев, едва прослышав о предложении ангарского князя, тут же ухватился за эту идею. Он немедленно написал два письма, одно из которых должно было уйти к цареву Москву, а второе предназначал для дьяков сибирского приказа, находившихся в Казани, дабы те озаботились снаряжением и людьми для Енисейска и Якутска. Василий Михайлович поначалу решил было самолично участвовать в всем деле, но позже рассудив, что едва ли уместно будет ему ускакать по диким местам, решение свое отменил. Тем более, что в Енисейск на следующий год должна будет добраться его семья, оставленная им в Томске из-за плохого самочувствия супруги. После первых переговоров, бани и небольшого застолья, Новиков, проконсультировавшись с Граулем и Карпинским, обратился к Беклемейшеву. — Мы заберем пять семей, — заявил Василий. — Оно, конечно, заберете, но золотишко надо бы положить за людишек-то. Тут же засуетился один из дьяков, бывший в свете приказного головы. — Не бойся, чиновья душонка, золото имеется, — Новиков подозвал одного из бородачей, что были с ним, и тут вытащил из сумы кожаный мешочек, шмякнувшийся на поверхность стола с приятным ухом металлическим лязгом, собрав на себе алчные взгляды енисейцев. С ума ангарского казака также оказалась под такими пристальными и тяжелыми взглядами, что Павел машинально положил руку на кобуру излучателя. — Когда уходите в обратный путь? — спросил Измайлов, поигрывая изящным ножичком, когда дьяк, забрав золото, ушел. — Через два-три дня может статься, что к Новому году успею вернуться, — с надеждой ответил Новиков, за что тут же получил под столом дружеский пинок на год Карпинского и укоризненный взгляд Гарауля. — Как к Новому году? — удивился Бехлемишев. — А не, что вы, почитай, цельный год идти будете? Да куда же путь держать предстоит? — Да он шуткует. — Василий Михайлович, до конца декабря воротится ко Владянгарску. — Ты мне вот чего скажи. Вместно ли тебе границу нашу учинять? А Грауль, пытаясь вставлять свою речь, употребляемые в этом времени слова, немного смущался. — О чем речь ведешь? О восточных Украинах сибирских? — Бехлемишев прищурился. — Границу мне обсуждать вместно. Оредить все токмо самодержит наш, великий царь Михаил Федорович может, и никто более. — Годится. — Павел скреп со стола все, что не убрали с лужки, и вытащил из своего планшета перерисованную под калькой карту Сибири. — Смотри, Василий Михайлович. Приказный голова разом изменился в лице, ноздри раздулись, а на правом глазу, казалось, задерглась века. Надо было подготовить его. Неловко получается. Уныло подумал Грауль. Карпинский прикрыл ладонью лицо, а Новиков с некой оторопью наблюдал за картиной. Измайлов пока ничего не понял, лишь выронил от безмерного удивления ножичек, уставившись на Михаила Васильевича немигающим взглядом. — Откуда? — прохрепел Бехлемишев, вцепившись ногтями в поверхность стола. — Что откуда? — внимательно посмотрел на него Грауль. — Откель чертеж земли сибирской. — Царский посланник до сих пор не мог совладать с эмоциями. — Упс! — Карпинский с надеждой взглянул на Павла. — А тот спокойно объяснил. — Михаил Васильевич, это список карты, сделанной моими географами, с прежнего чертежа земли сибирской. Передана нам нашими набольшими людьми, дабы мы с тобой решили дело о границе. Да немедля. Карта верна во всем. — Дай мне такую карту! Богом клянусь, долгу не останусь! — воскликнул Бехлемишев, глядя на Грауля. — Мы это можем обсудить, но рядить это может лишь наш князь Вячеслав Сокол, — перефразировал приказную голову Павел. — Так давайте обсудим пока наши граничные дела. Бехлемишев и Грауль, в коем Василий Михайлович сразу признал старшего среди ангарцев, долго сидели с картой, водя по ней пальцами. Царский чиновник оказался на редкость мелочным и въедливым, что характеризовало ее с лучшей стороны. Но для Москвы Аграуль поредком устал от его претензий. В итоге, после многочасовых переговоров, граница была определена, но лишь в самой восточной части. Начинаясь на Амуре от устья Зеи, она шла по реке до океана. Устья самого Амура Бехлемишев уступать не собирался, оставив его в общем пользовании. Он же требовал и постройки порта, а также верфей, которыми можно будет пользоваться сообща. А тут от Владиангарска до слияния Лены и Светимом, от Оного Поления до Ленского Стружку, до слияния с Олегмой, а по Оанной до Крайнего Притока Зеи к низу уже вовсю оперировал топографии карты Бехлемишев. — Куда к низу? — потеряв голову кулаком, спросил Павел. — К Амуру. — К нему самому, а там и до океана рукой подать. — Подашь там, пожалуй, — пробурчал Гравуль. — Хорошо, по рукам. Очертим теперь границы и на утверждение царю отошлем. — Истинно так. Бехлемишев на радостях даже приобнял Павла. В принципе, Гравуль ожидал от приказного головы больших аппетитов, так что, по сути, дело вышло довольно удачно. Теперь лишь высочайшие резолюции должны были подтвердить договоренности сторон, уполномоченных переговором по этому вопросу. Конечно, показывая карту, царскому чиновнику было и глупо, и опасно. Но здесь, все за и против, было принято решение пойти на этот шаг. Единственное, что позволили себе ангарцы, так это небольшая хитрость. Они значительно увеличили объем достающейся Москве и Сибири, а при Амурской области были уменьшены. Амур стал значительно короче реального. Зато Камчатка и северо-восточный Сибирь просто нависал огромными глыбами над Охотским морем. Кстати, москвитин и его ватага должны быть вскоре на его берегах, подумал Павел. Казачьи отряды, выходя из Ленского и Якутского строгов, уже почти что достигали Амура. Тот же Иван Москвитин должен будет достигнуть со своими молодцами Амурского лимана, но неизвестно, как дело тут его провернется. А уйдя они на него в пустынном месте, да построя строг, так попробуй потом их выкурить. А если направить их организованно через Умлекан, Албазин и другие крепости, что еще покуда не построены, это другое дело. Они увидят, что присутствие на Амуре Ангарского княжества серьезное. А если рисунутся супротив, то и пушки заговорить могут. Смирнов надеялся взять присутствие казаков на Амуре под свой контроль. Поэтому следующую экспедицию на Амур планировал возглавить сам. Зимний вечер в посольском доме. Ивашка с удивлением смотрел на своего нового друга. Но Анфим казался ему чуть ли не боярином. Надежа справная, грамоту пищу разумеет. С ангарцами запросто языком мелет. Да словам ударены, да неизвестны иной раз в речах своих пользуют. Да только у Анфима нет гордыни боярской. Запросто он с ангарцами. Так же запросто и с ним, крестьянским сыном. Тебе в школу надо, Ивашка, убеждал дружка ангарский отрок. А что за дело такое? Я отцу первый помощник. Не засуг мне влекомым мучением встаться, деловито отвечал засурец. Они что на Руси? Школы перевелись, усмехнулся Анфим. Или не было он и подле дома твоего? Ивашка завертел головой, мол, и у нас, и церкви-то нету. Десяток дров только. Ангарец покивал и начал разъяснять маленькому переселенцу его перспективы. Когда идете до Ангарьи, пойдешь в младшую школу. Не робей, смотри, спрашивай. А потом старайся в школу механиков попасть. Верно это дело. Тебе же забавы мои понравились? Еще бы! Чудные игрушки в Анфиме имеются. Повозки на колесах да с пушками. Все из дерева, резное да крашеное посля. По столу катается, як у телега какая по земле. А еще есть у Анфима деревянные воины, черпачки малые, коих можно и на телегу с пушкой посадить и катать. А еще с телегами теми, рекомыми, танками да с воинами. Можно и сражения целые учинять. Жаль, мало игрушек у Анфима. Это мне дядька Максим сработал и подарил на день рождения. А он в школе механиков преподает обработку дерева на станке. С гордостью говорил он Фим. Ты там учения постигал? Восхитился Ивашка. Не совсем. В младшей школе меня научили грамоте ангарской. А потом дядька Иван, усмотрев успехи мои, научил и московской грамоте. Он говорит, я к письму ладному способен. Буковки красиво вывожу на бумаге. Отрак, казалось, сейчас раздастся вширь от гордости. А в школу механиков меня не взяли. Способностей к чему у меня нету, продолжил Анфим. Ишь ты, присиснула Ивашка, опечалился никак. Ну да, механики у нас бают, лучше люди будут. А еще химики есть. Так то вообще лишь пяток ребят и взяли в учение. Чудные дела твои, господи, проговорил неслышно засурец. Некоторое время спустя А еще, сказывал Анфим, каждому семейству дают дом с прозрачными большими окнами, да с крышей, черепицей укрытой. А дом тот с полами теплыми, что на них спать можно. Да подпол сухой. А коли в семействе четверо детей, а ли более, то тому и корова полагается безо всякой платы и работы лишней. А ежели мастеровой человек, то и на общем поле работать не надо, но знай свой на дело обрабатываю. А еще... Да будет тебе лжу, Анфима, своего сказывать, сердито оборвал шоп от сына старший Корнеев. Не, что бывало прежде такое. Истинно лжа это... А по что ему лжу мне сказывать? Обиделся Ивашка. А без его веда. Воздал нам Бог страдания за грехи наши тяжкие. Спи давай, Ивашка. Отец перевернулся на лавке лицом к стенке, а вскоре уснул сын его в обнимку с деревянным танком. Енисейск. Весна 7147 года. 1639. Раннее утро. — Петр Алексеевич, рация. Караван вызывает. Он всем потряс за плечо ангарского посла, что прикорнул на лавке, радиосигнал ожидаючи. Карпинский мигом проснувшись и на бегу поблагодарив паренька, бросился в башенку на крыше, где стояла радиостанция. А та уже вовсю надрывалась голосом Новикова. — Енисей! Енисей! Езжать тебе в штаны! Караван на связи! Слышу тебя, Караван! Енисей на связи! — Наконец ответил Карпинский. — Жди сегодня к вечеру. Будет сюрприз. Как понял? — Понял тебя, Караван. Что за сюрприз? Василий! — Увидишь. Сегодня флагман ангарской флотилии. Народ подготовь к встрече. Понял? Все. Конец связи. Карпинский тут же разбудил грауля, которому вменялось подготовить людей, переселяемых в ангарию, погрузки на корабли. А также расплатился с Беклемишевым за эту сделку. Весь день прошел как на иголках в беготне. Но, как бы то ни было, крестьяне собрали за несколько часов свои нехитрые пожитки, и после ужина верхом на котомках стали собираться группами по полсотни человек на обширной местности у острожного причала. С затаенными под маску апатии чувствами люди ждали продолжения своих мучений. Вечернюю тишину Енисея внезапно нарушил далекий протяжный гудок, раздавшийся понад рекой. — Неужто довели поровик до ума? — воскликнул в душе Карпинский. Глава одиннадцатая Владьянгарск Конец марта-апрель 7147 года 1639 Когда на реке окончательно сошел лед, и ангара очистилась, из прибрежжих ангаров на воду спустили в числе остальных и будущий пароход. Первое в ангаре и судно без весел. Зима прошла в доводке парового двигателя, для него еще двух агрегатов поменьше, на боты для пограничников. Неожиданно для всех, бодро вращавшийся при испытаниях грибной винт, оказавшись в воде, при достижении судном половины расчетной скорости, далее не потянул, холостую лопцу и воду за кормой. У многих тогда опустились руки, не тянет паровик, мол, надо судно поменьше, а лучше дизель, вот тогда и подтянет. Но тут Федор Сартинов, который с появлением первого негрибного корабля, наконец вспомнил, что он некогда был капитаном большого десантного корабля и, зная от принцип работы грибного винта, хлопнул себя по лбу. Поднимайте винт. Дело в том, что даже небольшое изменение загиба лопастей способно улучшить или ухудшить коэффициент полезного действия винта. А получение нужного результата происходит через многократные попытки, причем первые из них сразу показывают дальнейшее направление работы. Так и тут. Просто загнув кромку лопасти винта и немного изменив их угол наклона, инженер получил мгновенный результат. Тяга заметно улучшилась. А еще через двое суток после окончательной доводки пароход на ходовых испытаниях бойко шел против течения, показав на мерной миле почти восемь узлов. Люди ликовали. Начало ангарской паровой флотилии было положено. Больше всех радовался Сартинов, стоявший за штурвалом. Две недели спустя Наполнившись прохладным воздухом, всяк ангарий хлопал и трепетал на ветру. Закрепленный на длинном шесте поверх ходовой рубки, белозеленый с прямым крестом голубого цвета и гербом пикирующего сокола посередине, полотнище открыло с собой счет официальным флагом княжества, которое теперь выставляли на каждой административной постройке того или иного поселка и гербам, изображавшихся на всех главных воротах поселков. Пришла пора со всей серьезностью подойти и к символике ангарии. Первый символ княжества получил пароход, уходящий в свое первое серьезное плавание. Корабль Сартинова «Гром», на борту которого красовались над Реной добрылеско латунной буквы, взял курс на Енисейск. Пароход вел за собой две ладьи со снятыми веслами, которые были нагружены углем, провиантом и стройматериалом для посольского двора на Енисея. Корпинский уже присмотрел отлично место для стройки, немного ниже по течению от острога на холме. Двор посла задумывался как небольшая крепость, жилой дом для посла, его семьи, а также помещение для двух помощников и трех человек охраны. На одной из ладий находилась небольшая команда строителей, группа врачей, а также жена Корпинского, девушка Елена из ангарского посада. Кстати, проблема женского пола стояла в ангарском обществе очень остро. Верхушка княжества планировала решить ее с помощью переселенцев, но не был учтен один важный пункт. Переселенцы пребывали не только с дочерьми, но и с сыновьями, которым тоже требовалась женская половинка. Таким образом, проблема не решалась, а грозила новым конфликтам. Ведь ясен пень, что родители той или иной девицы Новоедонье старались отдать дочурку за коренного ангарца, надеясь на лучшее будущее для своих внуков. Хотя некоторые христианские свадьбы играли согласно прежним уговорам стариков, оставленных на Руси. Вот и приходилось некоторым обзаводиться местными женами, подавляющим большинстве своем чисто формально, лишь для удовлетворения единственных мужицких надобностей. Енисейск, весна 7147 года, 1639, раннее утро. Гром выходил на Енисей, оглашая сонная креслость и длинным, свистящим гудком. Еще немного и покажутся стены острого. Теперь пришло время Федору показать свое искусство. Пересекая Енисей, надо было аккуратно развернуться и подойти к нехитрому причалу. В чреве парохода, скрытого под палубой, пыхтелой, лязгала подвижными частями машина, поминутно срабатывал клапан регулятора давления в котле. Оттуда, снизу, расплывалось тепло, занимающее почти все пространство котельного отделения, темная, лоснящаяся туша котла, дышала жаром. Шипел пар, стыки труб следили с капельками горячей воды, а со всех сторон торчали какие-то хитрые рычаги, рукоятки, маховики. Труба, выходящая посреди палубы, тоже была горячей, но для безопасности нашли простое решение, укрыв ее за деревянным ограждением. — Чуть левее, Саша, потом отпусти, малость, сказал Сартинов своему помощнику, еще БДК, теперь стоящему у руля невзрачного пароходика. Флотский офицер Северного флота теперь с удовольствием крутил штурвал в застекленной ходовой рубке, глядя на бескрайнюю гладь воды. Подойдя ближе к правому берегу, на пароходе разглядели заполненные людьми пространство близ причала. — Смотри, народ уже собрался, они и сейчас уже грузиться собираются, что ли? — удивился Новиков. — С разгрузкой хоть помогут, пожал плечами флегматичный мастер. Карпинский и Грауль с восторгом смотрели на приближающийся пароход. Словно картинка из прошлого, он притягивал завороженные взгляды, к берегу подходил дышащий черным дымом. Гром прочитал на боку судна Павел. — Куда? Стой! — закричал вдруг сзади Карпинский. Оказалось, что крестьяне, собравшиеся у берега, разом бросились прочь от подходящего парохода. И Карпинский сейчас их точно не остановит. Раздавались судорожные выкрики, детский плач и ругательство вкупе со здравицами. — Это просто корабль, не надо бояться! нечистая дьявольская лодка! Поляна вскоре опустела, остались лишь самые смелые или самые дурные. Кто-то не отрываясь смотрел на пароход, а кто-то уставился в землю, не смея поднять глаза. — Петр, оставьте это дело, сами потом подойдут, осмелее ты вернутся! Гороволь махнул рукой, подзывая посла Ангарий. — Сейчас разгружать ладьи будут, наверняка подводы понадобятся. Ты бы распорядился насчет найма в Енисейске? Чего время тянуть? Тем временем паровая машина постепенно замолкала, а сам пароход пришвартовался у причала. Ладьи же за высвобожденные тросы подтягивали к берегу, чтобы, спустив мазки, начать разгрузку. — Здорово, Павел! А где эта посольская морда? Василий Новиков, дружок Карпинского со школьной скамьи, как обычно, не баловал А он где-то ошивается. — За подводами побежал вострок, проговорил Павел, поздоровшись с Василием. Подходя к самому Енисейску, Петр в воротах едва не столкнулся с лошадьми Беклемишева и Измайлова, выезжавших из-за строга. — Здравствуйте, Василий Михайлович и Василий Артемович! — приветствовал обоих Карпинский, заставивший поморщица Измайлова, который каждый раз поражался абсолютному отсутствию чину почитания у ангарского посла. — У вас стелеги в остроге имеются? — Систи кое-чего пониже острога. Чиновники удивленно переглянулись. — Ты, Петр Вернов, как приказчик, речи ведешь. Пошли кого-нибудь к дьяку, пущай он дельце ее обдумает, — ответил ему Измайлов. — А что за бесовская лодка? Искай черный адский дым наружу прет, — попросил в свою очередь Беклемишев, указав перстом на гром, с которого на причал сходили люди. С лодией уже начали споры деловито сгружать груз, следуя коротким командам. Все происходило четко и слаженно, как будто до этого ангарцы проводили тренировки по погрузке-разгрузке. — Почему бесовская лодка? — Василий Михайлович, Карпинский сделал несколько обиженного выражения лица. — Вы в кузнице бывали прежде? — Но бывал, — отвечал приказный голова. — Ну вот, а там то же самое. Жарко, шумно, да дым валит. Так и здесь уголь горит, дым от него и прет, а железо стучит, судно по воде двигая. Вот и все. — Так кузница ремесло исконное, с древнейших времен средь людо ведомое, — нахмурился Измайлов несколько неуверенно, но все же правя лошадь к прибрежному лугу. — Петр Алексеевич, а ты в самом деле проводил бы нас своей водой до берега, — проговорил Беклемишев слеза с коня. — Ты ж посол ангарский, а насчет подвода не беспокойся, вон, Макарке своему скажи. — Макар, хорошо, что ты тут, — Петр подозвал своего помощника, который обретался у ворот, ожидая, пока уйдут Измайлов с Беклемишевым. Рядом был Ион Финка. — Да, Петр, Макар опасливо обошел скучающих царских чиновников. Он фильм же спокойно прошел промеж лошадей, погладив одну из них по морде. — Вы, может быть, пока вниз пойдете, пристани, а я потом вас нагоню, — предложил Карпинский, в раз открывшему рты от подобного полите со московитом. — Короче, Макар, сейчас пойдешь к дьякам в приказную избу, найми там подводы, сколько есть. — И к берегу, правь их. — А ты, Петр упер палец в мальчишку, дуй к нам и собирай вещи, чтобы потом в одну из телек их по-быстрому сложить. Я тебе пару мужичков пришлю. Рацию не трогать, я сам. Раздав указание помощникам, Карпинский поспешил к причалу. На пароходе должна быть его Ленка. — Бесовщина какая-то, — воскликнул Змайлов, понукая лошадь и кивая на стоящий у причала пароход. — Погоди, о бесовщине речи вести, — проговорил Беклемишев. — Надо бы но впервой самим все осмотреть крепко. — Что-то ты, Василий Михайлович, больно расположен к людишкам ангарским, как я погляжу, — прищурился воевода Енисейский. — Всяку заботу о них ведешь, заступ берешь, а делали. — А ежели и так нечто с ними, а гипсы лаятся следуют? — Сам видеть должен, какую силу крепку они тут имеют. Ты, воевода, все же, — ответил Беклемишев и припустил лошадь по тропинке, ведущей вниз к причалам. Разбежавшиеся было крестьяне тем временем потихоньку возвращались к оставленным в попыхах котомкам, внимательно наблюдая за слаженной работой прибывших на испускающем дьявольский дым корабле людей. Промежь них уже ходили ангарские медики, высматривая нездоровых. — Самодвижущаяся лодка без парусов и весел, коей ветер ненадобен, не бывало прежде всего, думал приказный голова. — Ну и что с того, коли есть теперь такое диво, — сказал он сам себе. — Ты обиду не держи, Василий Михайлович, догнал Измайлов Беклемишева. — Я только для порядка угона я спросил. Все же так и есть, ишь, как спора. Воевода перевел взгляд на ангарцев. Все они были одинаково одеты в плотные кафтаны серого цвета, серые же штаны, заправленные в рыжие сапоги, с оружием за спиной, сумкой для патронов на боку, висящей рядом с ножами широкого ножа. Снимая оружие и составляя его пирамидками, до подшучива друг над другом, они присоединялись к такелажным работам, с улыбками опустошая ладьи. Мелькали среди них и пара-тройка лиц тунгусов, что тут же отметил воевода. Тем временем, помимо пересираемых христиан, на берегу собирался и янисейский люд. — Эка, смотри, Василий Михайлович, Измайлов вдруг показал на нос парохода, — Не как девка, да с ружьем. Стоявшая на носу девица выглядывала кого-то на берегу, подняв солнцезащитные очки. Одета она была так же, как и остальные, серого цвета кафтан со штанами, но, по всей видимости, явно женского покроя, ладом смотревшейся на фигурке девушки. Янисейцы нечаянно залюбовались этой картиной. Вдруг пискнув что-то, она помахала рукой кому-то на берегу и побежала к мосткам. Боевода и приказной голова тотчас обернулись со стороны острога к причалу шел ангарский посол Петр Карпинский. Промчавшись мимо янисейцев, едва не задев их, девица повисла на шее посла. И как супружица его, Анне, ишь ты, что за девки у ангарцев, покачал головой Змайлов. Девка с ружьем, это неслыхано, мне даже не ведомо, как он и разуметь Василий, проговорил Беклемишев. Покуда чиновники удивлялись очередным понтам ангарцев, чьи выходки неслыханы для московитов, начиная от хамовитого посла и кончая девкой, чьи глаза укрыты черным стеклом, а на плече висит ружье, с берега к ним поднимался посетивший Новикова Павел Грауль. Плата за крестьян привезена, указал рукой на причал Павел. Сегодня мы подготовим ладьи «Тебе к дьякам идти следует, они плату и примут», заметил Измайлов. «Нет, завтра утром оплатим, после того, как людей на лоди посадим, да посчитаем всех», возразил Павел. «А сегодня им нечего на травке сидеть, пускай его строго ночуют». «Дело твое», пожал причами Беклемишев, «а лодку самодвижущую осмотреть дозволишь?» «Да, пойдем, Василий Михайлович», Грауль направился к мостам. «А ты, Василий Артемич, что же?» «Я на онную Бесовщину смотреть не желаю». «Да и тебе, Василий Михайлович, не советую», предустерег Беклемишева воевода. «А не указ ты мне, Василий Артемич», спокойно ответил приказной голова. «А я не сельску моего приказа теперь еще в управе». Покачав головой, Измайлов истово перекрестился несколько раз и, поднявшиеся на пароход енисейцы, один с интересом, второй с опаской осматривались вокруг. Для них такой вариант речного судна был дюжестранен. Ни тебе весел, ни паруса, а посеред палубы торчит широкая труба. На самой палубе стоят два жилища по бокам от трубы, а в них в стеклянные окна опять же вставлены. Непонятно, неужели у ангарцев столь много стекла, что его вставляют куда ни попадя. А койся не закроем тут все деревом, к енисейцам подошел Федор Сартинов, который на правах капитана принес с жаром рассказывать о своем громе. А труба греть будет. Ну, Федор, я тогда к крестьянам, ну а ты тут командуй, думаю, надо господы покатать, подмегнул гравуль капитану. Окей, ответил Сартинов и увлек царских чиновников смотреть рулевую рубку. Забравшись наверх, Измайлов с интересом огляделся, потрогал штурвал, поскоприл пальцем по стеклу, поцокал языком. Было видно, что ему, как говорится, и хочется, и колется. Беклемишев же вполне по-хозяйски осматривался на судне, чувствуя себя достаточно уверенно. Из-за этого Василий Артемович нет-нет и кидал на него косые взгляды. И Федор Андреевич это заметил. Нету господ енисейцев единства во взглядах на жизнь. Хорошо это или плохо? Далее в программе обзоров капитана значились котельные и машинные отделения. Туда надо было спуститься с кормы, через первую дверь. Но Измайлова заинтересовала дверь вторая, сквозь кругло окон, с которой пробивался свет. Удивилась смутность его стекла, ведь у ангарства все стекла были на зависть прозрачны. Попробовав заглянуть внутрь, воевода подергал за ручку, вопрошая капитана. А что у вас тут деется? Чего надо, обновил человек, дверь не тормоши, скоро выйду. Вдруг раздался сердитый громкий бас из-за двери. Измайлов тот сажать дернул руку от двери и чуть ли не отскочил от нее, схватившись за фестабли. Счулся у изволенного самолюбия он подошел к Новикову. У тебя там тач или убивец какой сидит? Нахмурившись спросил воевода. Да я и не знаю, кто там сейчас заперся. Еле сдерживая смех отвечал Сартинов. Тот же дверь, в которой ломился Измайлов, распахнулась, а оттуда показалась вихраска голова юноши. Потушив фонарь, он сердито бросил. У кого там не мется, видишь, лампа горит, значит занято. Лишь потом, увидев, кто перед ним, парень ойкнул и, с улыбкой извинившись да поприветствовал гостей, тут же исчезав в двери, ведущей в горячину тросу луда. Это Антип, наш механик-моторист, за машиной смотрит. Из христианских детей, кстати, объяснил капитан. Беклемишев, удивившись в очередной раз, тут же пожелал увидеть машину, что толкает и как он соединяться с машиной. Спустившись в котельное отделение, при свете лампы, коротко рассказал про котел. Капитан с удовлетворением отметил, насколько Беклемишев проникся моментом. Измайлов же с опаской ступая в сумраке технического отделения трюма, сохранял все то же недоверчивое выражение лица, однако блеск в его глазах также присутствовал. Далее машинное отделение, объявил Федор Андреевич, с усилием отури в двери между отделениями. Здесь как раз работал Антип, с масленкой ползал между механизмов промаслива какие-то сочленения железных лап. — Антип, машина порядка? — для проформы спросил механика капитан, хлопнув того по плечу. Парень, разгибаясь, с гулким стуком сжахнулся затылком на торчащий рычаг. — Я дарит твою! — зашипел Антип, схватившись за голову и уже громогласно. — В полном порядке, капитан! — Разводим пары, качагары сейчас будут, гостей наших дорогих катать будем, — улыбнулся енисейцам Царкинов. Беклемишев заметно обрадовался, а Измайлов, заявив, что желает наверх, с присущей осторожностью тут же стал пробираться к выходу. — На свет божий желаю, — пояснил он, — нечего мне тут в темени средь железа обретаться. Проводив енисейцев до рулевой рубки, капитан подозвал старшего механика. — Леня, ну что, машина как? Как Антипка говорит, или хуже? — Нормально, Кэп. Три дня ведь у рыбного стояли, почистили все, но что-то надо делать. На твердом топливе по реке ходить люди долго не смогут, тяжко, безуспешно пытаясь тереть черонту с рук, отвечал тот. — Поставим Радека и его компанию после прибытия перед фактом. Паровик на пароходе — это не производственная машина, согласился Федор. Он видел, как выматывается команда. Через некоторое время, попыхивая клубами черного дыма, пароход отчалил от берега и пошел вверх по Енисею. А на следующий день вместе с государевым ясачным караваном, ангарским золотом и товарами, что были отобраны для показа царю, в Москве ушло письмо головы ангарского приказа Василия Михайловича Беклемишева. Государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси хлоп твой Васька Беклемишев челом бьет. В нынешнем государе в 147 году апреля в 20-й день писано к тебе мною из Енисейского строгу. Службишку свою, великий царь, служу я со всем моим родением, дабы многую тебе праведному государю прибыль учинить. Писано тебе перед тем, как в княжество ангарского связанного отбыть. Девятнадцатого дня к Енисейскому острожку прибыли людишки ангарские. На судне, кое само себя на воде толкает и по реке ходит без весел и паруса, да причеплены к нему две лодии. Дивы оные пароходом кличут, а внутри его и нам машина. А за машиной погляд ведет крестьянки сын Антипко, крепко наущенный в ангаре якомеханикус, а отчина у того Антипки на Белоозере, а капитан у того корабля Федорка. Откеле он бог весть. И тако еж на чеп к пароходу взять лоди, так он будет тащить и в парике на льно супротив течения, покуда уголь есть. А кормщика на пароходе вовсе нету, есть рулевой, что вертит колесо, и куда он колесо повернет, туда пароход и путь свой держит. А еще великий государь в ангарских людишек нету копий Алисабель, только мушкеты и есть, да еще мушкет сей они нож прилаживают, якобейно жало. Бают, что сечи они не приемлют, да только полят вовсю из мушкетов своих. А мушкеты он и князь ангарский Вячеслав Сокол хочет тебе великий государь в обмен давать. За каждый мушкет просит он человечка с семьей своей неразлученного. А еще известно мне великий царь, что средь ангарцев холопства никоего нету, да и почтение твоих государь холопей так уже. Бают, что дев холопы идти не мощно никому, а крестьянам от князя помощь идет великая. И каждый крестьянин глаз свой мает, якобы ярин какой. А в дружине князя Сокола девки оружные имеются, и туземцы службишку служат. На первую чистоту ангарцы блюдут, так и крестьян, что я доставил, они смотрели, нет ли гниды, какой средь волосев, а ли еще трути разные. Да некоторые морду скаблят от волосев, як латынцы поганые. А также, хоть кресты православные ангарцы и носят, да Бога нашего веруют, нету вери их силы, слабы они в вере. Бога не чтут, молитву не читают, таинством веры, они зело желают, а князь сокол челом бьет о посылании в Ангарию служителей церкви нашей, для числом поболее доженатых. А еще князь признает, что для княжества его под патриархом московским быти, и желает, дабы прислал ты великий государь иерарха, чтобы тот рукоположил ангарского отца Кирилла в митрополиты ангарские и даурские, где он верный служитель церкви нашей ревностно пасту окормляет и слово Христово язычникам несет. А еще в Енисейске появился посол ангарский, да он его прошает, если желаешь ты, великий царь, с ним говорите, то токмо скажет он, и придет он, именем Петрушки Карпинского на Москву с товарами ангарскими для погляду твоего царского и ружишка возьмет и еще многое, прибыль ученица. Ангарск середина лета 7147 года 1639 Кремль активно застраивался кирпично либо облицованный камнем в одно и двухэтажное строение плотно примыкали друг к другу образуя тесные улочки с мостовыми также мощеные камнем. Нашему современнику попавшему сюда впервые могло бы показаться что он находится в небольшом прибалтийском городке но стоило ему пройти пару улочек и это впечатление сразу бы улетучилось административно жила часть Кремля занимала всего лишь до четверти его территорий все остальное место было освобождено от небольших деревянных построек которые будучи разобранными заново собирались уже в посаде в южной части Кремля разбили небольшой сад с прудом а с его боков примыкали теплицы и грядки в которых Дарья и ее ученики выращивали самые разнообразные лекарственные растения что в изобилии водились при Байкале теплицы упрятали за стены еще и потому что вид такого рода использования стекла был бы для современников этого века делом расточительным и неслыханным хотя казалось переселенцев уже ничем не удивишь они повидали в ангаре и всякого деревянные стены башни Кремля стены постепенно разбирались уступая место более прочному материалу и оглядывая две башни которые понимались вверх уже в камне и покрытые строительными лесами Соколов покачал головой не успеем до снега довести а через пару дней состоялось рабочее собрание по факту прибытия поморов и царского каравана крестьян тема обсуждения была важнейшая в ангарском княжестве людское пополнение этой весной население ангарии разум увеличилось на 768 человек когда из Енисейска пришло сообщение от Карпинского о том что пришел царский караван с крестьянами с души Вячеслава будто камень упал все таки не подвел Василий Михайлович оправдал ожидания однако после того как Соколов пообщался с новенькими потом послушал Дарью оказалось что не все так гладко крестьян просто согнали с родных мест причем своих же волжских обитателей а не обещанных полонянников и пригнаны они были руками татар причем Дарья узнав об этом буквально рвала и метала как так нахватать своих же крестьян типа казанцы тут виноваты усмехнулся Соляев развалившись в кресле а царь Миша на белом коне не хочется ручки пачкать заметил Радок вот как и выпутался да картинка мерзковатая получается а мы в этом виноваты выходим Соколов задумался уж я этого Беклемишева спрошу об этом когда он в Бангарске будет заявила супруга Вячеслава сверкая глазами Даша успокойся Соколов приобнял жену за плечи попробуй зайти с другой стороны у нее все так плохо как ты думаешь да а что ж тут хорошего ну сама посуди где у крестьянина лучшая доля по их невеликим потребностям да только из-за того что им теперь не грозит голод и холод работы до кровавых мазорей не будет никто его смердом не назовет а дети будут образованы разве это не говорит о том что им по сути повезло я не говорю о лучшем быте и постепенной механизации труда да это несомненно негромко проговорил профессор отхлебывая горячий медовый напиток ну в целом я согласна пробурчала Дарья но могли бы и их спросить мужчины в унисон засмеялись а салев объяснил незабываемо где мы век разгула демократии еще не наступил тут последний век средневековья но но у нас поднялся 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 с местными, сделав ставку на одного из князей. Достаточно молодого, чтобы полностью попасть под влияние Алексея и сироту, что исключало поползновение его родни. Пока с ним все в порядке, задача Сазонова была с ним обговорена. Он должен был, набравшись сил и средству, занять устья Зеи, Сунгари и Уссули. А на Амур нам нужно перебрасывать молодые, бездетные пары Сангары. Новичков туда, конечно же, слать не будем. — Тамара говорила о совхозах, — заметил профессор. — Думаю, это дело здравое. Новичков надо понатаскать работой с новыми для них культурами. В первую очередь я говорю о картофелях и помидорах. Помнится из истории, что именно с ними у крестьян были проблемы. Вплоть до Екатерины Великой их заставляли растить картошку. — Ну и работа с теми же селками и прочими девайсами, — добавил Саряев. — Дарья, а в каком состоянии здоровья наших новичков? — скресив пальцы, спросил старшего медика княжества Радок. — На слабые троечку, не более. Очень много ослабленных. Зубы у многих в ужасном состоянии. А дети совсем слабенькие. Они сейчас активно отпаиваются куриным бульоном. Люди говорят, что около трех десятков человек в пути погибло. — Да уж, пути их не особо подчевали, — проговорил Саряев. — Разносолов не предлагали. — Но ничего, у нас с голоду не помрут, отъедятся. Дарья вынулась с печи котел, сомившись там борщом, и осторожно приоткрыла крышку. Выпустил гулять по комнате. Великолепный аромат. — Пусть немного остынет. Давай пока, салатик. Зря, что ли я овощи стругал. Саряев демонстративно похлопал себя по животу. Дарья подставила на стол большую миску с нарезанным салатом. — Душер, раздирающее зрелище! Оливье в тазике, как дома! — рассмеялся Ренат. — А майонез, как в прошлый раз? — уныло спросил Радок. — Нет, я добавил уксуса в замес. Еще бы перца черного, и вообще было бы отлично! — ответила с улыбкой княгиня. — Ну, я пойду Стаса позову, да и Ярику скоро просыпаться. Соколов ушел в детскую. Вскоре в комнате появился старший сын ангарского князя Станислав. От обиды надутый до невозможности. И еще бы! Только наши захватили позиции врага, пустить в ход танк, как маршала зовут обедать. Он не принимался за еду, пока не расставил на краю стола всех своих солдатиков. — Молодца, Стас! — подмигнул пареньку Ренат. — Подрастешь ко мне в Удинск, давай. Будем из пушек стрелять. Стасик тут же расцвел от удовольствия. Правда, пострелять ему хотелось уже сейчас. Профессор невременем, склонившись над столом, негромко спросил Соколова. — Как думаешь, а царь-то примет наших послов? — Примет, конечно же, — убежденно ответил князь. — Да только из-за одного любопытства уже примет. Он, алтынхановских послов, принимал же, ну а мы чем хуже. Радок согласно закивал, а Вячеслав погрозил пальцем Стасу, чтобы тот не ковырял саложкой в тарелке, а ел налитый матерью борщ. Карпинский передвал из Енисейска, что Беклемишев предложение ангарцев о встрече с царем воспринял как само собой разумеющееся. Он посоветовал отправляться в путь вместе с царским карваром Ясака. Да, приготовить подарков монарху побольше. А вечером из Унинска пришло сообщение. Помощник Соляева по боевой подготовке молодежи рапортчик Афонин докладывал, что по работе с Енисейцами прошел мимо острова. Это значило, что через трое суток Беклемишева можно ждать в Ангарске. Соколов решил встретить Василия Михайловича по-домашнему, поселив в гостевой половине своего дома. Ночью при свете свечи князь прокрутил в голове возможный сценарий предстоящего разговора с царским чиновником, выписав на бумагу основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить, для предложения, которые он хотел озвучить. Три дня спустя ужин был великолепен. Хозяйки Ангарска постарались на славу. Мясное рагу с овощами, запеченный сыром и мясным фаршем, картофельный пирог, салат старичный, хлеб с кедровыми орешками, ягодный морс, все было съедено до крошки. Супруга Беклемишева и едва его взрослых сына были довольны приемом, что им оказали в доме ангарского князя. Беседы на оншитейские и бытовые темы в гостиной продолжались, а мужчины тем временем уединились на веранде, чтобы обговорить более серьезные дела. Пожелая Тунгуска вынесла им горячий чайник с медовым напитком, настоянным на травах, по рецепту княгини. Проводив ее глазами, Соколов повернулся к сидящему в кресле Беклемишеву. — А как тебе, Василий Михайлович, новый воевода Енисейский? — Молодой добойкий, предан он отечеству и царю нашему батюшке. Отец его геройский погиб при Смоленске за отечество свое стоя. Потому Василий Артемьевич царем и обласкан, — отвечал тот. — Смоленц теперь у Руси, и это хорошо, — заметил ангарский князь. — Без сомнения. Богатый город, прибыль только отечеству чиняет немалую. — Да и Полоцк так уже, — соглашался царский чиновник. — А еще хорошо бы и русские порты на Балтике иметь для торговли, — спросил, отхлебнув горячего напитка, Соколов. Беклемишев сверкнул глазами. — Не в силах нам со свеем совладать нынче. Свей силен, да с ляхами дружен стал, не совладать. Чую сызного война будет с ляхами. Не иначе те себе короля нашли нового. Так уже свейских кровей. — А если мы сможем помочь? — поднял глаза Соколов. — Что? — Конечно, вы, брови Беклемишева, поползли вверх. Не пойму я тебя, князь. — Сколько старецов ты можешь привезти в ангаре сейчас? — продолжал удивлять собеседника Вячеслав. — Под восемь десятков, не более. — Мои люди могут обучить их полить из ангарских ружей, дали для них пули, вынимательно смотря на собеседника Соколов, а также стрелять из пушек. — Те, что не каменьем, а бомбами палят, недоверчиво с удивлением вопрошал Василий Михайлович. — И ими самыми, кинул православное проклянет его. — А что же он учинил уже, а не продажу ли? — высмехнулся Соколов. — Не смейте, князь, то государевы людишки были, наволжские землицы посаженные, а нынче они в ангарское княжество определены, таку и далее будет. А слава твои я в уши царские сам передам. Как сказал Бекаремишев, по такому случаю он и сам на Москву путь держать станет. Вместе с ангарскими послами. Албазин 87147 года 1639 План Сырома работал. Одна за дно и амурские деревеньки призывали над собой власть даурского князя Ивана и верховную власть Ангарии. Некоторые старейшины соглашались уйти из-под Соломца, просто по факту прибытия ангарцев и их рекрутированных дауров. А иные покупались за красивое зеркальце, коробок спичек и отрез ткани красного цвета. Перешедшие под Албазин поселения переставали платить дань бомбогору, прогоня сборщиков за шеи. Поначалу это проходило, но Сазонов не уставал повторять своим людям, что уходили в приамурские поселки, об осторожности, а также корректном отношении к людям Соломца. Смена власти не везде проходила гладко. Болисустья Зеи в одном из крупных поселков Дючеров ангарских послов не просто прогнали, но еще и побили, да весьма крепко. Четверо дауров погибли от ранений. Вероятно, на этот раз сказалось отсутствие среди послов самих ангарцев, один вид которых творил полдела. А при ангарцах их подданные дауры не зарывались при общении с другими амурцами. И вот случилось такое происшествие. И что было делать? Сазонов понимал, что по всей видимости виноватыми были его дауры. Но дело в том, что этим случаем был нанесен урон репутации Албазина, так что придется майору самому заниматься этим делом. Ты только будь понаглее, но день под кафтанбраню, говорила тогда ему Женя, им просто надо показать, кто старший, но не стоит разговаривать долго. Но и спешить не следует, воскликнул Алексей. С даурами еще работать и работать. А зачем тебе столько воинов? Чтобы наказать одного старейшину, убившего твоих людей, не нужно большой армии. А если ты его не накажешь, пойдут разговоры, что Албазин слаб, и вообще надо идти к устью Амура, где Великое море начинается. Ох ты, стратег мой дорогой, я понимаю, что ты поближе к своему народу, хочешь оказаться. Девушку к себе крепко обнял, так как она любила. Обещаю тебе, мы там будем, непременно будем, прошептал Алексей. На следующий день Сазонов, поговорив с Олегом, начал вместе с ним отбирать из Даурского ополчения небольшой по местным меркам отряд. Набирали наиболее крепких, волевых и восприимчивых к обучению людей. Шесть десятков молодых воинов обучали оружейному бою и взаимодействию со своими товарищами в боевой обстановке. На обучение ушло почти три месяца. К середине ноября албазинская дружина была укомплектована. Не у всех были ружья, но это компенсировалось тем, что лучшие лучники лояльных поселков тоже были с Сазоновым. В крепости майор оставлял за себя Олега Васина, а с собой помимо дауров забирал в пятерых морпехов и из десяток казаков. С казаками, кстати, вышла интересная коллизия. Среди тех раненых бородачей, что пленили владиангарцы после очередного столкновения с енисейцами около крепости, был десятник Семен сын Иванов. Было это еще в 1635 году. Сначала его записали как Семена Иванова, но потом, после его полного выздоровления и вступления в войско у Сольцева, выяснилось, что казак этот сам Дежнев. Правда, тогда он был еще рядовым казаком и не совершил своего великого подвига, пройдя по проливу между Евразией и Америкой с севера на юг по всей его длине. Ну вот, сломали человеку геройскую судьбу, сокрушался тогда Соколов. Сейчас Дежнев был полусотником ангарского казачьего войска и третьим после Васины и Сазонова человеком на Амуре, не считая крещеного даурского князя Ивана, который был властной фигурой только для самих амурцев. Так вот, одним холодным ноябрьским утром, когда еще и не расцвело, Абазин пришел в дышение, окрасился огнем факелов, звенело железо, ржали кони, ворота посада широко раскрылись, и всадники, мистически озаряемые светом, один за другим стали выезжать на восточную дорогу, с ночью покрытую свежевыпавшим снегом. Отряд сгруппировавшись походную колонну на рысях уходил навстречу поднимающемуся над линией леса солнцу. Вечером четвертого дня пути, останавливаясь по пути в лояльных поселках, албазинцы наконец достигли пределов владений мятежного поселения, которое было теперь в паре километров. Отряд спешился, приступив к отдыху и ужину, а к поселку ушло несколько догур разведчиков. «Может, все запалить Фидеолов-то?» подошел к Алексею Дежнев. «Нет, Семен, нам никак нельзя этого делать», отвечал майор. «Ваши казачки как раз на этом и погорели», чуть было не добавил он. «Странно, но он испытывал некий пиетет к этому человеку. Имя статного и волевого бородача давлело над ангарцами. Для полного счастья не хватает Ерофея Павловича Хабарова», говорил Соляев. «Кстати, встретить его вполне было возможно». Исследователь Амура и грозоамурский житель сейчас, по всей видимости, находился в Ленском или Якустском острогах. Да и наверняка он уже бывал южнее, а может именно он и был тогда под Лешилки. «Нам нужен этот поселок, за ним уже Зея, наши пограничья с Русью», повторил Алексей. «Да какая там Русь?» изумился Дежнев. «Что ты говоришь, Алексей Козьмич?» «Нет, тут там ничего, опричали садозверяк, пограничье, еле ему взяться-то». «Таков уговор, Семен, не спорь, а нам тут крепость нужна. За Амуром Солонец сидит, а дальше князцы дючерские. Зажигайте факелы, Семен, выходим». «Запаливай огонь, братцы, на коней!» закричал казак. У каждого из бойцов Сазонова при себе было по фаре факелов и спички, так что вскоре огненной змеей колонна албазинцев рывком подползла к ночному поселку, где встретили их оскаленные пасти собак да шарахающиеся в стороны разбуженные Амурцы. Сазон уже опасался дючеров, как неплохих лучников, поэтому экипировка была сработана еще в Албазине. Бойцов защищал доспех, который считался самым лучшим у Дауров, а ангарцы, помимо прочего, имели еще и бронежилеты, которые они взяли из собой еще в первый поход. Выставив по сторонам ружья, изорко посматривая за каждым шевелением межадючерских домишек, албазинцы при помощи уже бывших здесь товарищей достигли дома старейшины, а растекшиеся по поселку всадники загоняли обратно в дома, пытающихся убежать жителей. Некоторым все же удалось бегом по заснеженным полям удрать к лесу, им не препятствовали, а в поселке пришлось и немного пострелять, успокаивая особо ретивых. Дом старейшины и главы рода в одном лице этого мятежного поселения был окружен. Наступила относительная тишина, нарушаема лишь истерикой стражевых собак и лошадиным всхрапыванием. Спешившись, часть дауров и казаков под цвет факелов выволокли из дома глосящих воющих баб, плачущих детей и обреченно упирающихся мужчин, в том числе и хнычущего старейшину, умолявшего, как перевели дауры, не избивать всей деревни. — А зачем ты избивал наших послов? — прорычал Дежнев, наклонившись к нему с нервно бьющего копытом и храпящего жеребца. Старейшина, вероятно, обделался уже от одного вида разгневанного Семена Ивановича, потому как остолбенело уставился на него, заерзав и засучив ногами. Даур, придерживающий старейшину за ворот, проорал тому вопрос казака на ухо. Старик, выпущенный из схватки воина, завалился на истоптанный снег и взвалил, закрывая голову руками. Дауры хмуро смотрели на него, ожидая команды расправиться с ним. Майор, нашли загон с быками, шесть штук аж, прокричал один из морпехов, подскакавший на живущие у дела кобыли. Поднимите его, приказал Сазонов, всех мужчин засуньте в бычий загон, добавь с детьми обратно в дом, караулить все дома до рассвета, сменяясь, утром все разрулим. Наутро, согнав часть мужиков поселка на небольшую площадь, Сазонов при помощи Даур объявил свою волю в старейшину и его семью он забирает с собой, а жителям он предлагает выбрать нового главу поселка и чем быстрее, тем лучше. Жителей в смерти своих послов он не винит и наказывать их не будет, а виноват только старейшина, он и будет наказан, а здесь теперь будет править Даурский князь Иван, поэтому вскоре в поселке объявятся многие его воины, кто не желает этого, может уходить. Но я обещаю, что те, кто останутся, будут довольны. Последнее, что сказал Сазонов. После этого албазинцы отправились в обратный путь вместе с пленниками, посаженными на их собственных коней. Глава 12 Ангара середина лета 7147 года 1639 Всего на пароходе и на лодях привезли около двухсотен слишком человек. Стало быть, пароходу нужно было сделать еще один рейс. И небольшой ремонт был тоже необходим, ведь механизмы машины были еще не столь совершенны, плюс предстояла еще и чистка котла от угольного шлака. Поэтому после того, как отцепили лодии, Гром ушел к крепостному острову для пополнения запасов угля и ремонта. Первое, что увидел Ивашка в княжестве Ангарском, это крепости светлого кирпича, стоявшие на острове посреди реки. На правом берегу виднелась еще одна крепостица, но земляная, с башенкой над ней, узкими бойницами для стрелков и бойницами поболи для пушек. От земляного укрепления к самой реке тянулась невысокая стена с зубцами. Проход тем временем подтянул лодии к широкому причалу, а из открывшихся ворот подле крепостицы стали выходить люди в тех же кафтанах серого цвета, что и у воинов, которые приплыли в Енисейск за ним, Ивашкой и его родителями и сородичами. Эгварту лодии приставили мостки и первые крестьяне начали сходить на берег, поддерживая ослабевших. Воины в серых кафтанах также помогали крестьянам сходить с лодией, подхватывали их нехитрые скарбы. А иных женщин приходилось носить на руках. Ивашка, держа сестру Машу за ручку, бросалась под лоб и взгляды на воинов. Молодые, румяные лица, такие же, как и у людей из разных волских деревенек, встретившихся в Ассельсурске. А вон тот с рыжими волосьями, торчащими из-под сторонного вида шапки и вовсе вылитый Агей, соседский парень из Засурья. Мама, а вот тот на Агея похож, сказал мальчуган, теребя мать за рукав и показывая пальцем на воина. Похож, Ивашка, грустным голосом согласилась она. Не болтай много, Машку веди. Корневым указали на бревна, что были ровными рядами положены на полянке близ земляной крепости, предлагая там причесть. Но Ивашка и так насиделся и належался на лоде и хотелось уже погулять да посмотреть крепость поближе. Посадив Машку рядом с родителями, паренек незаметно для них ускользнул в сторону и стал пробираться поближе к темным провалам пушечных бойниц. А ты куда, малец? Ивашка почувствовал, как тяжелая рука схватила его за ворот уже тогда, когда он намеревался подпрыгнуть, чтобы заглянуть внутрь крепости. Ушку глянуть хотел, запросто заявил мальчишка. Да войница изнутри закрыта, улыбнулся воин с закрученными усами. Сам посмотри. Он приподнял Ивашку над землей, и тот с разочарованием увидел, что так и есть. Дуй к родителям, потом посмотришь. Ивашка обиженно засопел и поплелся обратно, выискивая отца с матерью среди гомонящего люда. Обернувшись, он увидел, что усачь следил, чтобы паренек выполнил его приказ. Внимание! Вдруг раздался зычный голос, разом заставивший всех крестьян замолкнуть. Меня зовут Ярослав Ростиславович, я воевода, это и вот... Петренко рукой сделал широкий жест, как бы объяв лес на том берегу ангары, остров и рядом возвышавшийся городок. Крепости и земелья крест. А янт то уже ангарское княжество воевода, выкликнули из толпы. Да, это пограничная крепость, именуемая Владянгарском, кинул Ярослав. За крепостью лежит римский поселок. Большинство из вас будет жить там и немного дальше, в Железной горы. Петренко сделал паузу, чтобы крестьянам дать время осмыслить его слова и затем продолжил. Сейчас из городка выйдут телеги. Я прошу всех, кто слаб или болен, а таковые мне сказали есть, залезать в них. И вправду, вскоре из-за открытых ворот укрепления показались три телеги, которые тянули неведомые прежде волжанам животные. Тятя, это те рогатые лежки, о которых венесейские говорили. Что-то они не больные рогатые, усмехнулся отец. Кивашкиному удивлению вместо рогов и оленей на голове оказались лишь небольшие отростки, покрытые шерстью. Посадив людей в телеги и покидав туда же мешки с нехитрым барахлишком, большая часть людей пошла за развернувшимися телегами в городок, который отстоял земляной крепостицей и стены примерно на версту. А на поляне осталось около восьмидесятков человек, среди которых были и корневы. А мы что же Игнат подошел к разговаривающим неподалеку ангарцам? А вы пойдете обедать после них? Тот, что назывался воеводой, бахнул рукой в сторону ушедших крестьян. Телеги вернутся, детей женщин на них посадим, а вы пока побудьте тут. Эй, малой, Ивашку позвал уже знакомый ему усач, пошли, посмотришь пушки. Он бедовый, предупредил Игнат, да шустрый, не углядишь. А это ничего, улыбнулся ангарец, нам такие как раз и нужны. Шустрые да бедовые, и чем больше, тем лучше. Наконец снова пришли телеги, Ивашка с удовольствием запрыгнул в одну из них, рядом с матерью, которая держала Машку. Отец шел рядом, за воротами начинались поля, где зеленела незнакомая ботва, что это за растение не знал и Игнат, отец мальчуган узнал сразу. В поле ходило несколько человек с деревянными заступами, открывая и закрывая доступ к воде в катке, где она собралась для полива. Источником воды был запруженный посередине поля ручей, обложенный камнем, протекавший разделительной чертой сквозь посадки. Ворота городка были распахнуты на стеж, телеги выехали во двор и остановились у длинного дома с большими составными окнами. Идемте за мной. Перед крестьянами появилась полная черноволосая женщина с узкими глазами на широком лице. Вещи оставьте здесь, их никто не возьмет, сказал один из воинов-ангарцев, когда крестьяне потянулись к своим пожиткам, сложенным в телегах. А несколько молодых ребят все в тех же одеждах, что и у воинов, уже распрягали оленей. Ивашка вошел в длинное светлое здание, похожее на вытянутую горницу, столы. На столах стояли тарелки с хлебом, стопочки с солью, ложки и глубокие миски. Посреди стола стояли котлы с дымящимися ароматными щами. Женщины в передниках принялись разливать щи по мискам, а крестьяне с большим удивлением смотрели на это, но ничего не посмели сказать. Хотя Ивашкин отец пробормотал, что, мол, могли бы из общего котла щи похлебать. Ну, а после того, как котлы из подащей опустили, несколько женщин в передниках и чепчиках с помощью мужчин занесли такие же котлы, но уже с истекающим маслом гречей и кусками вареного мяса. Ивашка объелся тогда до полного изумления. Для маленьких детей, которых было не так уж и много, приготовили сладкую молочную кашу и творог для теплой молоко с медом. Когда все уже доедали кашу, знакомый уже Ивашки ангарец с усами громко сказал, выйдя к столам и обращаясь к крестьянам. После обеда прошу не вставать, а обождать, пока с вами не поговорят. Через некоторое время к отцу Ивашки посел ангарец с листами бумаги. День добрый, назовите свои имена и возраст, сколько вам лет? Игнат Корнеевсин, двадцать девять весен. Родовое, ангарец и увидев покачивание головы, спросил, как деревня ваша называлась? Засуре, крикнул Ивашка. Игнат Корнеевич Засурский, ангарец записал имя Ивашкиного отца деревянной палочкой, из которой торчал черный, похожий на уголь кончик, и посмотрел на мать. Евдокия, Петрова дочь, смущаясь, молвила она, двадцать семь весен. Ивашка, девять годов мне, а эта Машка, ей скоро три весны и бурят, громко отвечал мальчуган, показывая на все еще подтягивающую сладкое молоко сестру. Ремеслом владеете, Игнатий, задал следующий вопрос ангарец. По дереву могу работать, бортничать. Борти у меня остались, отвечал отец. Да это очень хорошо, воскликнул ангарец, отпишу вас в Сфирское, там как раз нужны люди, умеющие обращаться с деревом. А ты, Евдокия, ткать умеешь, обратился он к матери. Очень хорошо, обратился он, увидев, что так явнуло. Ивашка, вчера получивший фамилию, сегодня пытался осознать, а зачем вообще эта фамилия. Рядышком, свернувшись с калачиком и покачиваясь на мешке с одеждой спала Машка, а мать и отец сидели на краю тереги, свесив ноги. Как сказал сержант Василий, один из ангарцев, засурские еще 75 человек определены на поселение в Сфирское. Поначалу их везли на подводах по дороге, идущей параллельной реке и петляющей по вырубленной и вычищенной от горения в лесной просеке. Приходилось огибать и скалы, подступающие к самой ангаре. Слева, за скалами, на порогах шумела река, избегая по камням и прорываясь в скальных теснинах. А в лесу было тихо и спокойно. Птичий пересвист в шумящих кронах деревьев действовал умиротворяюще. Ивашка смотрел на облака, в высоком голубом океане неба парили белые островки самых причудливых форм. Нальчуган и не заметил, как провалился в глубокий сон. Снился ему родной дом, да рядом с ним седой дед с бабкой, улыбавшихся ему, но глаза их были полны печали. А Ивашка надо было догонять ушедших уже вперед родителей, немашку, которая тонким голосом взяла его за собой. Рядом уже он вился любимый пес, громко и визгливо лая, пытавшийся не пустить Ивашку далеко от дома. И тут паренек с ужасом понял, что не помнит ни клички пса, ни имя своих родных, деда с бабушкой, все еще смотрящих на него и прощально машущих ему руками, стоя у невысокого заборчика в тени развесистой яблони, на которую любил он прежде забираться. Вдруг не стало пса, а тени принялись обступать мальчишку со всех сторон, совершенно закрыв собой отчий дом. На Ивашку навалился липкий ужас, ноги восковал кандалами страх, и он застыл на месте, не в силах двинуться, а вокруг него сгущалась тьма, обволакивая и превращая в серую волнующуюся массу все вокруг, цветы, травы, и Ивашкины лапти уже стали сереть, а за ними порты, и только обернувшись, он увидел родителей, шедших в ореоле света, заорав дурным голосом, Ивашка проснулся. Поскрипывала телега, рядом тихонько сопела Машка, подоткнув под щеку кулачок, начек быстро чмокнул сестренку в лобик и, повернувшись, сел, свесив ноги. Дочерело, возниться негромко переговаривался с одним из жмуряков. Скоро середина пути, чудо ли зимовья будет, уже говорил ангарец, там на ночевку встанем. И правда, через некоторое время показалась покрытая зеленью леса скала, а дорога уперлась в ворота небольшого зимовья, устроенного вплотную к скале. Барак, домик охраны, стойло для животных, поленница, отдельно стояла, как оказалось, уборная и будка пса. Вот и все постройки, окруженного частоколом зимовья. Пока распрягали оленей, крестьян проводили устраиваться в барак. Кто-то из воинов подбрасывал хворост для костра, чтобы приготовить кашу на ужин. А к сержанту Василий подошел для доклада бывший в зимовье старший молодой парень из первых переселенцев. С четырьмя товарищами он смотрел за этой частью дороги, что шла мимо ангарских порогов прямо через зимовье. Казачков тех поймали, товарищ сержант. Пятеро в лесу ховались, как с крепости по рации передавали. На дорогу нашу они как раз вышли. Буяных из река еще почуял, докладывал юноша. Среди них один больной совсем. Тут и башка заметил, что у парня на рукаве, так же, как и у дабешнего усатого ангарца, светлой нитью вышит падающий из-за добычи сокол. Холево запер их, продолжал доклад парень. Да, они смирные, просили поесть и только. А болезнь у нас на топчане лежит, спит под охраной. Молодец, Прохор, веди к казачкам. Похвалил его старший обоза и обернулся, заметив топтавшегося сбоку Ивашку. А ты чего здесь делаешь? А ну, маршка своим, ужинать и спать. Мальчишка нехотя поплелся к бараку, но по пути присел на бревно у костра. А там уже засыпали первый котел порцию крупы. Ивашка тут же нашел нового человека для расспросов, кухарящего паренька из обоза с тем же знаком сокола на рукаве. Хоть он и был юн, ружье его было приставлено к бревну, а на поясе висели серьезного вида ножны. Длинный нож был воткнут в лежащее у костра бревно. Ивашка тут же решил потрогать это красивое оружие. Не тронь, крикнул паренек. Мальчишка вздрогнул и чуть не опрыгнул от ножа, сложив руки. Лишь прошла обида, он решился на вопрос. А что за нож такой странный, уж больно длинной? Вместо ответа парень вытащил лезвие из дерева с сухим щелчком приладил его к ружью. Таким образом, что получилось нечто вроде копьеца. Понял? Спокойно спросил он. А не, что каждому ружье дадут, спросил Ивашка, кивая на оружие паренька. Не, сначала младшую школу надо закончить, не пойти в старшие классы. У меня механический класс, а еще в соколята надо вступить. Чего? Не понял Ивашка. Соколята? Ха, новенький, ты потом все узнаешь сам, усмехнулся Кашавар. А в загоне для оленей сержанта Боза начал допрашивать пойманных казаков. Кто такие, чего делаете на земле ангарского князя? Сержант звену брови спросил поднявшихся с сена помятого вида мужиков. Бородачи хмуро переглядывались, а чуть вперед вышел один из них. Казаки мы вольные, с Енисейска. А тут зачем, продолжал ангарец, ведомо ли тебе, что и застрелить тебя могли, а обратного пути не будет. Как попал сюда? Весь тема, как с Енисейска на самоходном суде вашем, ответил Осип. У крепости по воде ушли, а лесом обошли подалече, на дорогу вышли. И что, думали, вас не заметят? усмехнулся сержант. Кстати, а я тебя помню, ты с Енисейским воеводой был, с нашим еще на кулачках дрался. Мы сотоварищи до деревни какой дойти хотели, а там и сесть на землю, а ли войско попроситься? Казалось, простодушно молвил казак, разведя руками и виноватый глядя в земляной пол. Ну что же, хорошо, куритак, скоро будет каша готова, вам принесут, а завтра, ангарец посмотрел на Осипа, еще раз на пароходе покатайтесь. Наутро после завтрака телеги продолжили свой путь. Добравшись к вечеру до Быковской пристани, где начинались опасные ангарские пороги, люди погрузились на ладью, что была прицеплена к пароходу, размером поменьше, чем тот, на котором они попали в княжество. Порадовав Ивашку протяжным гудком, проходик потащил ладью вверх по реке, прочь от порогов. Снова потянулись однообразные картинки поступающего к реке леса, скал, и только редкие зимовья по берегам реки указывали на то, что люди тут бывают. Странно, но крепость полная народу, а теперь вон она пусто кругом, думал Ивашка сидя у борта и скользя взглядом по стене леса. Пароход останавливался в зимовье, там и ночевали, а если ночь была лунной, то пароход шел и под серебряным светом луны. Через пару дней пароход прошел еще одну островную крепость, поприветствовав ее долгим гудком. На берег из крепости и со стороны городка на левом берегу высыпало несколько десятков мальчишек, которые махали пароходы руками и сестели. На воде было несколько больших лодок и еще один пароходик, где тоже было много ребят. А над крепостью в ярком свете солнце реял бело-зеленый стяг, такой же, как и на пароходе, что тащил ладью. Дядька Василий, а это что за крепостица? Отроки во множестве, а воины где? Удивлялся Ивашка. Сопровождавший крестьян сержант Ангарец пояснил, а это школа для отроков, чтобы из них получались такие же воины, с которым ты в зимовье сон. Тут учат из ружья стрелять, в лесу тихо ходить, раны брачевать, да много чем учат. Вот попадешь сюда, сам все увидишь. У крепости остановились лишь на пару минут, сдали на руки больного казака, и вновь пароход устремился вперед. Спустя еще двое суток безостановочного хода, по известному рулевому, как все пять пальцев фарватеру реки, пароход наконец причалил к берегу. На широком причале уже было полно народу, Ивашка тут же заинтересовался похожей на колодезного журавля конструкцией, на цепях которой висела огромная железная бочка. Бочку эту ангарцы с помощью крепкого словца пытались водрузить на широкую телегу. Наконец у них это получилось, и сняв с нее цепи, люди повернули лапу журавля к стоявшей за пришедшим пароходом ладье. Сходя на берег, Ивашка увидел, что в той ладье было еще несколько таких же бочек, а также длинных составных труб и прочего железа, которые ангарцы грузили в подходившие по очереди телеги. Среди ангарцев, толпившихся на пристани, Ивашки бросился в глаза дородный мужчина с окладистой бородой, и хотя он был одет так же, как и остальные, было видно, что люди находились вокруг него, а не он среди людей. Когда первая бочка была уложена на широкую телегу, мужчина в итоге, оставшись довольным увиденным, хлопнув по огулкой бочка ладонью, он скомандовал возниться «Трогай, Илюша, правь ко второму цеху». Василий, сопровождавший крестьян, сержант ангарец, скорым шагом направился к мужчине, пока тот не занялся второй бочкой. Отозвав его, сержант начал доклад, жестикулируя и показывая на волжан. Бородач покачал головой и, остановив доклад Василия, сам стал вовремя напоглядывая на крестьян, с любопытством задерживая взгляд на ком-то из них. Подозвав парня и стоящий неподалеку группы воинов, мужик что-то коротко сказал ему, и то с помощью Василия вывел из толпы крестьян четырех мужчин. «Что-то я их не видал допрежь, токма посляли снова строжка, они появились», почесал голову Ивашка, взглядом провожая четырех, больше схожих с казаками, чем с крестьянами, мужиков, что ушли под охраной нескольких воинов. «Тять, а вон те мужики на лодии не были, на обеде в крепости так уже», потрепал рукав отца мальчишка. «А и что с того?» удивился отец. «Не упомнил их, всего делов-то». «День добрый, граждане!» раздался громкий бас прямо Ивашка на ухо, отчего тот чуть не подпрыгнул от неожиданностей. «Рад, что вы благополучно добрались до Ангарска. Это стольный город нашего и уже вашего княжества», продолжал подошедший к волжанам бородач, что осматривал железные бочки. «Не все добрались, кое-кто и кость милек в сыру землю», проворчала женщина, стоявшая рядом с Ивашкой. «Что же, очень жаль, то не наша вина, мы бы не допустили такого», с видимой грустью отвечал мужчина. «Дядько, а князь цокол в Ангарской живет, стало быть?» громко спросил Ивашка. Тот и улыбнулся, с интересом посмотрев на дерзкого мальчишку. «А как тебя звать, малец?» «Ивашка, так моя уже не малец, дядька». Ангарцы, бывшие рядом, рассмеялись, а этот дядька, взлохматив Ивашкины вихры, вместе с Василием и Кузнецом Арсеньем, старшим среди крестьян, разговаривая, отошли от причала, и присели на лавочку, что стояло у стены одного из амбаров. А Ивашка решил поближе посмотреть на диковинного журавля с цепями. Однако многого ему рассмотреть не дали, ангарцы прогнали любознательного мальчишку. «А ну-ка, и жать этого, малой, опасно тут, видишь, железяки какие!» Я кричал на Ивашку сердитый, пузатый ангарец, раздетый по пояс с лоснящимися от пота телом. Ивашка с позором вернулся на ладью. Конуро присев на один из забитых мешков под растянутой над палубой материи, он спросил отца. «Тять, а что мы не сходим с лодией? Душно искупнуться бы!» Отец лишь пожал плечами. А вскоре на ладью вернулся и Василий с Арсением. «Короче, такие дела, начал сержант. Планы у руководства изменились. Сегодня-завтра отдыхаем, купаемся и гуляем. Потом плывем до городка на озере, откуда наши ангара истекают. А там и до Амура!» И вздохнул Василий. Планы с удовольствием исполнили предложение насчет искупаться и отдохнуть. Два дня пролетели вмиг, а потом снова проход и снова путь по реке, снова лес по берегам, снова сопки, и Ваш уже начинало тошнить от однообразия, видимого им в пути. Единственное, этот край был затерен гораздо плотнее. По берегам реки постоянно видели людей, на воде часто встречались снующие лодки, а в прогретой воде отмели купались ангарцы, приветливо махавшие проходящему пароходу. А ближе к вечеру, миновав огромный камень на середине реки, пароход вошел в то огромное озеро, о коем говорил давеча Василий. И Вашке такое озеро показалось океаном. Видел он озера, все одно много меньше оной громады воды они будут. Багровое солнце садилось за ангарой, и все вокруг, сопки, лес, вода, казалось, было в плену этого света. Василий выдохнул. Вот он, священный Байкал, и пропел. Славное море, священный Байкал, славный корабль, омлевая бочка, эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть не до речка. Новоземельск, июль 7147 года, 1639 Обещанный Василием городок на озере встретил Волжан красивейшей бухтой, окруженной скалами, поросшими хвойными деревьями. На воде бухты находилось множество рыбацких лодок. Красноногие чайки кружились вокруг выбирающих сети рыбаков, испуская пронзительные крики. Пароход расщедрился на потяжный гудок, разум заглушив гладящих птиц. Подходя к длинному причалу на сваях, крепленных железоминскобами, пароход разворачивался, и Ивашке открылся вид на городок, стоящий на холме и окруженный высокой деревянной стеной с кирпичными башнями. Новоземельск казался Ивашке даже большим, чем Ангарск, Мальчуган снова заметил того бородача с причала. Он тоже, как и Ивашка, вглядывался в город на холме. Их опять встречали с телегами, только теперь вместо оленей были казавшиеся чуть ли не родными лошади. Поселили христиан в неградских стен, больших длинных домах и издали похожих на купеческие склады, виденные Ивашкой указаний. Внутри было чисто, стояли кровати и ящики для одежды. Особым шиком оказал Василий от рычажка. Стоило его повернуть да подтянуть окно на себя. Полокна отворялось вместе со стеклом и деревянным окладом. Чудно! Воскликнул тогда Игнатий. Как потом оказалось, волжане были лишь частью задуманного похода ангарцев на Амур. Сазонов просил немедленного пополнения сил ангарцев на Преамурской земле. По всему выходило, что тут предстояла первая проверка сил ангарии противникам. куда более сильным, нежели ангарские туземцы или воины Алтынхана. Причем, в случае разгрома первого противника салонского князя Бомбогора на аванс сцене появлялся еще более искусный и куда более опасный враг Маньчжуры. Идеальным решением было бы склонить Бомбогора к сотрудничеству с ангарским государством, дабы вдвоем дружить против Маньчжур с последующим поглощением конгломерата амурских народов и племен Ангарьей. Но, к сожалению, Сазонову доносили, что Солонец никоим образом договариваться с ним не намерен и поговаривали, что он даже готов говорить с маньчжурами, но не с неким даурским князем выскочкой. Ведь маньчжуры могут оставить его при власти, а даурский князь уже начал прибирать к рукам его владения. Жена Сазонова Евгения советовала ему убить Солонца, ведь в его окружении полнородни, которые ненавидят маньчжур, воевали с ними и не будут с ними договариваться. Надо лишь подкупить их. Пошли, Солонцев, что уже служат тебе, в его пределы. Они поговорят с нужными людьми и смогут подсказать, с кем надо дело вести. А там лишь вопрос цены. Сколько мы можем дать золота из железа? Говорила девушка народа Айну, своему возлюбленному. Все имеет свою цену. Но не для всех. Айну ты не купишь, а этих легко. Улыбка гуляла по освещаемому свету мочага лицу девушки. И опять она верно говорит. Но как убить Солонца? Задумался тогда майор. Вечером того же дня в доме полковника Смирнова собрался управленческий, военный и научный секстет княжества. Те люди, что определяли дальнейшее развитие Ангарии и выстраивали приоритеты в политике, экономике и социальной жизни ангарского общества. Но кроме этого, они оставались все обычными людьми двадцать первого века, что из России, что из Руссии. Привет, родной, Смирнов обнял Вячеслава, заглядывая тому в лицо с неподдельным восторгом. Как жив-здоров, как детишки, давно не приезжал, злый день, все по рации, по рации. Я тоже тут, сказал Радок и картинно кашлянул. У, Николай Валентинович, почти каждую неделю гостишь, рассмеялся полковник, погрузив тому пальцем. Вас профессор жена месяцами не видит, наверное, проговорил Миронов с сочувствием. Видит, видит, не беспокойтесь, он мимо ангарска редко проскакивает, усвернулся ответ Сергеенко, наливая себе ягодного морса. В отличие от некоторых, я себя в тонусе держу, Радок улыбнулся двумя рядами ровных белых зубов. И хватит обо мне, у нас вопросов на поведстве дня навалом. Но сначала полковник предложил пообедать, благо стол уже накрыли. После обеда друзья перешли на открытую веранду на втором этаже дома. Расставив всех за круглым столом, полковник подробнейшим образом обрисовал ситуацию, сложившуюся на Амуре, которую до этого он обговаривал только с Соколовым в радиоэфире. Опираясь на ежедневные доклады Сазонова и информацию от Кабаржицкого и Грауля, Смирнов составил анализ положения дел в отдаленной Ангарской колонии. Полковника слушали не перебивая. На кону стояла прямая дорога от океанского побережья вглубь Сибири. В реальной истории России русским казакам пришлось очень тяжело в противоборстве с манджурами и их вассалами амурцами. Цины ловко использовали жестокость и грубость казаков, шедших на преамурское поселение за зипунами и, перетянув на свою сторону недовольных ими прежде амурцев, успешно противостояли белым густобородым воинам. А ведь основные силы и средства своей армии цинам приходилось использовать против китайцев. Им еще предстояло захватить Пехин. Новоземельск август 7147 года 1639 При помощи старост со всех окружных поселений были собраны молодые парни и только образовавшиеся пары без детей для отправки на амур. Не все горели желанием покидать ангару и родных, справедливо полагая, что больше их никогда не увидят. Но что делать? Пришлось трясти княжескую мошну для подкреплять свои слова золотишком. Кроме того, на амуре поселенцам были обещаны плодородные земли и посильный по содержанию скот. Волжан же никто не спрашивал. В Новоземельске оставили лишь пару семей с совсем уж малыми детьми. Вместе с крестьянами на амур уходили и поморы. На них рассчитывали как на корабелов. На амуре была нужна своя флотилия для защиты берегов и предотвращения хождения по реке вражеских судов. А для флотилии были нужны машины, не гребцов же задействовать. Каждый человек на счету. В Ангарске для этого и монтировались три машины, привезенные в Ладьес и Лима. Вот и сейчас они по частям были погружены на поморские кочи, окончательно же сборка их должна состояться лишь в Албазине, где, как передал Сазонов, полным ходом шли работы по строительству крепленного железом и камнем причала и трех ангаров. И что вполне естественно, на амур ходил и Федор Сартинов со своими двумя офицерами, некогда служившими под его началом на Североморском БДК-91 и Петр Бекетов с семьей. Кроме того, на дальневосточную реку уходило и три десятка бывших морских пехотинцев, срочников с семьями. Аберация переселения планировалась за полгода до ее начала, правда, без учета поморов. С ними же появилась и уверенность в успехе начинания, в свете их природной предприимчивости, умению выживать в трудных условиях и мастерства. Логично, что для этого похода Соколов и Радок выделяли лучшие и последние образцы винтовок, а также десяток мастеров с необходимым оборудованием. Наамур порывался утию сольцев со своими казаками, но ему пришлось отказать в этом. Химическому городку на восточном берегу Байкала нужна была защита от возможных набегов недружественных пока бурят или холхазцев. Люди бурятского князца Шевшея пока не воспринимались ангарцами как заслуживающие полного доверия, да и сам Шевшей после смерти Учира совсем за немог и замкнулся в себе. Чтобы пройти такой путь, нам необходим перевалочный пункт, а лучше два, стоя над картой, сказал Сартинов. И если лететь от Селенги через земли Шевшея по рекам, то, задумался Соколов, то Чита и Нерчинск, что тут думать, иначе не строил бы Бекетов два строго в самых крепких и вугожих местах. Федор тут же машинально обернулся посмотреть, нет ли рядом самого Петра Ивановича. Что же, вот пусть товарищ Бекетов и восстановит историческую справедливость, согласился Соколов. Чита и Нерчинск. А кого вы оставите там? Осторожно спросил Радок. Дети распылять силы, это не лучший вариант. Никого и не оставим, а коли местные спалят наши зимовья, так мы еще построим, чай лесу хватит. Мы же не будем китайцам Сибирь в конце си на вырубку леса сдавать, рубанул Сартинов. Хорошо, с этим определились, резюмировал Вячеслав. А Матусевича не хотите использовать для гарнизона Нерчинска? спросил Радок, осматривая карту. Ведь нам Миронова в целом и не нужно. Ангара надежно прикрыта запада и юго-запада самой природой. А почему именно Нерчинска, а не Читы, коллега? спросил удивленную мысль профессора Сергеенко. Серебро, коллега, многозначительно сказал Радок. Не слышали о Нерчинских рудниках, что подарили некогда России серебряную независимость? Вопрос с Матусевичем еще надо обсудить. Я поговорю с ним еще сегодня, решил Соколов. Надеюсь, он все для себя решил. Новоземельск, бухта, август 7147 года, 1639 Вечером крестьяне собирались у своих временных жилищ на площадке, там, где пахло варево, булькающим над весело потрескивающим хворостом костра, и стояли лавки. Люди судачили о том, о сём, жаловались друг дружке на свою незавидную дорю, напевали песни, и грустные, и не очень, но разудалых исполнений слышно не было. Не веселы были их мысли, куда уж до веселья, когда и не знаешь, чего завтра ждать. Приоткрытое окно барака заманчиво манило отблесками костра на прозрачном стекле. Колышевшиеся от сквозняка занавеси пропускали со двора негромкий мужицкий говор и покашливание. Хорошо им можно сидеть у костра дочесать языком в своё удовольствие. Ивашке же порядком надоело без сна ворочаться на топчане, и когда мать с сестрёнкой заснули, мальчуган решил пойти на двор, посидеть у костра вместе с мужиками. Хотя отец если завидит его, точно погонит в дом. Не что скажет, за день не набегался стервец. А я что, коли там много интересного хрест? Так и скажу, думал мальчуган пробираясь к выходу из барака. Ивашка вместе с двумя друзьями, Макаркой и Петрушей, сегодня вдоволь погуляли в ангарском городке. Были и на конюшне, где видали загоны с жеребятами и свинар неогромную посмотрели. Оттуда, кстати, погнал их сердитый старик, причём Макарка с разбегу хлопнулся прямо в самую грязищу, за что потом получил оплеух от матери и весь вечер стирал свою рубаху и порты в ручье. А вода там холоднючая. И в самом городке было интересно. Он был больше Енисейска, да и стены его были выше и вашни из белого камня. Да и домов было много, деревья и то стояли рядами. По сравнению с Воземельском Енисейск казался совсем уж неказистым. А более всего в ангаре поразили Ивашку девки местные. Они буквально вводили мальчишку в ступор, хоть и было их немного. Волосы распущены или лишь тесьмой прихвачены. Порты на них мужские, да еще некоторые бесстыдницы и закатывают их выше колен. А взгляд дерзкий, да насмешливый и всеоружнее. Нож знатный на ремне, а на плече ружье. Тут в княжестве выходило, что кроме детей малых все с ружьем ходят запросто. Как будто и не ружье это, а обычная вещица какая. Ох, как же хотелось иметь. Оно проклятое уже и во снах ему являлось. Казалось, вот оно в руках, такое тяжелое и пахнущее порохом, железом холодящие руки. А как проснешься, так и нет его, будто и не бывало. Тем временем Ивашка уже пробрался к выходу из барака, стараясь никого не потревожить нечаянным шумом. Тихонько подойдя к мужикам, он присел на чурбачок за их спинами, стараясь не попасть отцу Крестьяне разговаривали о том, что скоро сызного их поведут, да еще дальше к самому краю земли, и что будто бы там и люди, не люди, а адские создания со звериными мордами замест столиц. Неземные отверстия там кончаются, а воды земные низвергаются в бездонной пропасти. От таких слов Ивашку пробрало до мороза по коже. Да ежели там адовые пределы, за каким лядом нас туда силком тянут, надо отсель, пробормотал он. Только сначала надо дорогу разузнать из всего княжества выводящую. И Ивашка решился. Пятясь он ушел за барак, где припустил до ближнего леска. Петляя между деревьев в свете полной луны, он пробирался все дальше и дальше. Паренек уходился глубже в лес, который встречал его уже буйными зарослями кустов и грудами ворешника. Уже и рубаха прилипла к телу, покрытому липким потом, а сердечко его колотилось, звоном отдаваясь в ушах. На рукавах было полно колючек, а над головой ухали и пересмеивались ночные птицы. Кабы не лунный свет, то Ивашка непременно заплутал бы в темноте ночи. А так, среди деревьев, он разглядел блеск воды. Начуган уже десять раз пожалел о том, что покинул теплое местечко у костра. Но и мысль о возвращении назад через залез казалась ему невозможной. Придется идти к воде, а потом по берегу, а там и до барака недалече. Внезапно сбоку затрещали кусты. Ивашка тут же почувствовал, как на голове зашевелились волосы. Медведь писал он, и сердце его ёкнуло. Но, прометью кинувшись вперед, он тут же потерял опору под ногами и кубарем покатился вниз, заорав от страха. Кадение казалось ему бесконечным. Худенькое тело больно билось камнями и исхлёстывалось сучьими. Нагонец, охнув, мальчишка, шлёпнулся на косок. Тут же вдохнуло свежестью близкой водой. Ивашка попытался встать, голова его окружилась, а в глазах плавали разноцветные мушки. — О, на-ка, а кто там еще шабаршит? — раздался юношеский голос. И тут, как назло, с холма откуда сверзился Ивашка, послышалось шумно сопенье, треск веток. — Тать, я ему промеж глаз пальну. Лежащим на песке Маджугану послышался приближающийся шуруп песка до леса к железу. — Обережь, Якимка, вымышки не играй, и вон, где Олежка, промеж рукав малых пальнешь, послышался и насмешливый мужицкий голос. А Ивашка сквозь пелену, заселавшую глаза, узрел недалекий костерок и вдруг разревелся. И вон как, а че зря ревешь так? — Паренек с удивлением заметил плачущего мальчишку. — Дядь, он храмлет, подкатился сверху. — Откуда мальчонка? — Акимка, кто это? — подошел от костерка и мужик. — Да я ведаю. Инда дядька Ярко, спросил его парень. Подошедшему вскоре Ярко Ивашка с горем пополам объяснил, как он попал в лес и откуда он ушел. А Акиму, младшему сыну в Игоря старшому среди поморов, Ярко сказал отвезти мальчишку обратно, благо по воде путь был близким. Только поросшу лесом скалу, что в бухточку вдавалось обогнуть. — Сами колючки-то, а то тядька твою видит, что ты по лесу шастал, посоветовал Аким Ивашке. Мальчуган виноват кивнул. — А за коем рядом ты ночью в лес пошел? Акиму было интересно узнать, что подвигло Ивашку на такое приключение. — Стреслось чего, а ли обидел кто? — Обидел, — выпалил вдруг мальчишка до этого отмалчивающегося. — Ну, а кто же? — А сокол, князь тутошний, буркнул Ивашка, желает нас к самому краю земли увесить, к адским людям поближе, да и бросит нас там на погибель. Погодь, а че ты ржешь, какий жеребец? Ивашка обиделся на Акима, поскольку тот при его словах стал вдруг улыбаться, а потом и вовсе рассмеялся мальчишке в лицо. — Ну, ты даешь, Ивашка! Аким даже утер слезы с глаз, до чего его уморил этот волжанин. Мальчуган же надулся и демонстративно тернулся от смеющегося над ним парня. — Школа тебе, Надь, и в скорости, тогда и не будешь неболицы разум повторять, что от мужиков слыхал, говорил наставительным тоном помор, работая веслами лодки. — Не бывает у земли края, поскольку круглая она, а ежели будешь плыть куда долго-долго, то обратно и воротишься. — Ужо говорили мне про школу, я ее и в глаза не видал, проворчал Ивашка. — И что, даже людей со звериными мордами там нет? — Перестань, Ужо, снова смелся парень, да нет тут таких людей вообще, там дауры есть, бородатые, что твой тядька. — И землю не пашут, и ты вону и пахать будешь, но пахать тут будешь. — А ты их не будешь, прищурился Ивашка. Наконец он успокоился, почувствовал себя и сильнее, и увереннее. Страхи же его и вовсе улетучились. — Я не буду, продолжал зубоскалить Аким. — Мое дело иное, помогать тядькам кочи ставить, да к океану идти. Поморкинул на совсем уже близкий огонек костра. — Вона, твои у огня сидят. Уйдем в сторонку, я тебя высажу, а ты бегом-бегом и до дому. Ивашка снял поршни да закатал порты. Скорой лодка откнулась носом песок. Начуган спрыгнул в воду и побрел к берегу. — Холоднючая зараза! — Прощавай Аким, благодарствую за науку! — Встретимся еще, Ивашка! — махнул рукой по морду и принялся грести в обратный путь. — Бог даст, свидимся. Когда мальчишка уже засыпал, в барак вошли и мужики, что сидели у костра. Отец, прикрывая окно, удивился. — Отчего не спишь, что? — Тятя, а людей со звериными мордами не бывают вовсе. Не болится это. Тебе в школу надо со мной вместе идти. — проворчал уже в полосни Ивашка, поворачиваясь на другой бок. Новоземельск Дом воеводы Август 7147 1639 В связи с предстоящим переходом на Амур, Соколов и остальные начальники Ангарии практически не спали. Постоянно шли обсуждения экспедиции, все должно пройти в лучшем виде, а не так, как в царском караване, когда люди в пути погибали от несчастных случаев, недоедали, слабели и умирали от напряжения на волоке или истощения. Такого и близко не должно быть. Крестьяне должны сразу понять разницу в отношении к ним. Это потом вернется нам с тарицей, повторял Вячеслав. Это верно, заметил Радог. Кстати, я тут подготовил кое-какие наглядные материалы для ликвидации и безграмотности. Вы хотите начинать обучение крестьян грамоте уже в пути? Удивился Сартинов. А что время терять? Развел руки профессор. Детей там не так уж и много, двадцать семь всего. Трое наших мужиков легко справятся. За взрослых, как и тут, браться сразу не будем. Инструмент как в полном комплекте. Соколов просматривал бумаги с перечнем имущества, что собиралась с собой экспедиция. Лопат вот, может, побольше стоит взять. Кузнецы же тоже уходят. Сработают на местном материале, ответил Радог. А потом мы там устроим кузнечный литейный цеха. Когда же мы выходим? Не забывайте, осенью на Байкале опасно, штормы нередки, да и ветра. Федор Андреевич напомнил «Баржа с паровиками придет, завтра, послезавтра. Поморы, ангарские крестьянские пары и наши готовы. Безопасы пищи и инструментария уже погружены на ладьи. Федор Андреевич, планируете выход на послезавтра?» ответил Соколов. «Ладно, мне еще нужно поговорить с поморами, если что, я у них». Сартийнов, набрав измиськи в карман кедровых орешков, откланился и вышел с веранды. Самое главное после прибытия на Амур было обеспечить пашенным людям достойную охрану. Хотя, судя по имеющемуся опыту, обучить обычного крестьянина стрелять из винтовки оказалось делом не столь уж сложным. Правда, более молодое поколение делало большие успехи во вращении с оружием, сказывалась техническая грамотность, уже полученная в ангарии. После окончания школы и поступления по рекомендации учителей в тот или иной класс строительный, механический, медицинский, химический и прочее, в чем-то и пересекающийся друг с другом, каждому юноше и девушке выдавалось собственное оружие винтовка со штыком, а также кожаный патронтаж, шомполы и средства ухода за оружием. А летом же все парни, находившиеся на практике в Железногорском поселке в Аргузине или Ангарске прибывали в Удинскую крепость, где у них проходили военные сборы. Там ими руководил Соляев со своими мужиками. То есть каникул ангарские граждане не знали. Исключение составляли лишь христианские праздники, да Новый год, у каждого свой. Сами ангарцы так и не смогли отмечать его в сентябре вместе с переселенцами. Новое же поколение, стараясь походить на коренных ангарцев, потихоньку принимало их обычаи, несмотря на ворчание своих родителей. Процесс перековки шел, и ангарцы получали таких людей, которые нормами поведения и морали практически не отличались от них. Ну, разве что у них в головах не было того обилия информации, что получили в свое время россияне. Это, конечно, огорчало и Радока, и Соколова, но что поделаешь, регресс после того, как уйдет поколение бывших граждан Российской Федерации, это объективная реальность, и ничего с этим не поделаешь. Вся надежда была на тех, кого они воспитывают сейчас. Приветствую, товарищи! Ух, ну и духота! На веранду дома, где сидели Радок и Соколов, пошел полковник Смирнов, тут же повалившись в кресло. Сейчас морса из летника как раз принесут, обрадовал Смирнова профессор. Осматривал груз экспедиции, закидывая ноги на лавку, проговорил полковник. Вроде все в норме. И вот еще что. Говорил вчера вечером с Граулем о Маньчжурах. Ну что скажу я вам, серьезные ребята, тяжко с ними будет. Соколов с Радоком закивали, знаем, мол, нужны магазинные винтовки, как минимум. Об артериорийских везенок с резной артиллерии. Я, конечно же, пока не мечтаю. Хватает имеющихся, но трубы от буровых установок когда-нибудь закончатся. Поэтому нужна своя технология, иначе полковник многозначительно посмотрел на обоих. Магазинные винтовки будут не скоро, Андрей. Тут все дело в станках, фреза нужна. Это серьезная проблема. Но работа идет, уверил его Радок. По минометам чуть проще. Мы отправим на штуки. Но больше не успеваем по боеприпасам. А насчет пушек, пока и с буровками сложновато. С накатником проблемы, и тормоз отката надо довести. А что уж там говорить о литье стволов. Посредством использования труб мы сможем сделать около ста пушек, не больше. с учетом того, что сделано уже двадцать восемь скрепленных стволов. Осталось сам знаешь сколько. Еще вот что. Я набросал кое-что по унитарным боеприпасам для пушки. И вот что у нас выходит. Смирнов достал из кармана несколько сложенных листов бумаги. Знаю, вы уже решили насчет ствола и нарезов. Это ваша епархия, Николай Валентинович. Боеприпасы для нее чугунные гранаты до картеч. Железный чугун идет на стенки и дно до медной полоски для придания вращения снаряду. Что же, обмозгуем, Андрей. Радык придвинул к себе немного помятые листки. Из времен Первой мировой, что ли? Гораз Смирнов наконец дождался холодного морса и шумно осушил сразу аж две кружки. Потом полковник вопросительно посмотрел на Соколова. Про Матусевича интересуешься? Скоро расскажу. Соколов налил и себе кружку холодного напитка. Глава тринадцатая Удинск Школа начальной боевой подготовки Сентябрь 7147 года 1639 Вечером Саляв снова зашел в комнатушку выделенную казаку, которого ссадили ему больным с проходящего парохода. Этот мужик, по словам сержанта, сопровождавшего переселенцев, вместе с четверкой подельников проник в княжество незаконно и пытался пробраться вглубь ангарии, но был схвачен в острожке на проездной дороге к Быковской пристани. Как он поправился, в начале Кудинской школы пытался разговорить пленника, чтобы узнать, с какой целью тот появился в княжести, но сам пленник с ним говорить не желал. Значит, сегодня говорить со мной снова желанием не говоришь, шпион недоделанный, насупился Ренат. Мужчина продолжал молчать, с отрешенностью оглядывая вощеные доски пола. Лицо его, изможденное после перенесенной болезни, было полно грусти и холодной решительности. Саляв даже проникся малой толикой уважения к этому странному лже-казаку. Значит, только с цоколом говорить будешь и более ни с кем? В очередной раз спросил начальник военной школы. Так и есть, кинул пленник, прошелестев единственную фразу, кой ей он в протяжении последних дней. Поначалу он считал со своей стороны резонно, что его будут и бить, и пытать. Но позже с удивлением осознал, что этого никто делать и не собирался. Мало того, что его поставили на ноги, когда он готовился испустить дух, так его и не запирали вовсе. Даже давали смотреть занятные рисунки, сделанные в клеточках. Получалась какая-то нарисована сказка, однако не совсем понятная из-за того, что ему было сложно прочесть написанное. Относились к пленнику ласково, кормили тоже хорошо, но всякий раз его безотлучно сопровождали местные мальчишки, вооруженные странного вида пистолями и с кинжалами на боку. Как понял, пленник для них это было лишь игрой. Частенько, разу два дня на левом берегу реки развались частые звуки выстрелов, а по воде эхо приносило крики команд. Потом с того берега приходили лодки с Даниэль за довольными мальчишками, держащими в руках ружья. Ружья, за коими он сюда и прибыл. Казанец по имени Ренат продолжал заходить к нему с единственным вопросом, превратив это в своеобразный ритуал. Бывало, он не заходил несколько дней подряд, видимо, отлучаясь с острова. Бежать же отсюда не было никакой возможности. День и ночь отроки, называемые Ренатом кадетами, позволяли ему гулять по острову, приближаться близко к берегу. Как заметил пленник, взрослых мужчин на острове было мало, за все время он видел их не более двух десятков. Кстати, совсем недавно младшие отроки покинули остров, уплыв на том же самоходном судне, что привезло сюда и его. Остались же самые взрослые, а вскоре началась и пушечная стрельба. Под руководством воинов кадеты полили ядрами по реке, причем они должны были попасть туда, куда им указывали. Иногда пускали и плод со щитом, обитым досками, дабы сделать его шире, и отроки старались навести пушку так, чтобы разнести дощанник ядром. Пару раз бывало, что и попадали. Смотреть на эти действия пленнику дозволяли, причем мальчишки посматривали на него с чувством собственного превосходства. Они были полны гордости от того, что им дозволено парить из пушек, как взрослому воину. В один из вечеров казанец снова дошел к пленнику. Сегодня у него было хорошее настроение, что заметил лжеказак. С собой у Рената была фляжка с винишком, что в тихушку гнали ангарские умельцы из плодовника яблоней. Он снова принялся убеждать пленника назвать и сообщить ему цель приезда. Тот, как обычно, отмалчивался. Да пойми ты, чудак человек, ты Осипу можешь наговорить всякого, он мужик доверчивый, а ежели ты хотел лишь поговорить с нашим князем, то просто стоило прийти к ангарскому послу и спросить о аудиенции. Зря что ли там Карпинский сидит? Мужик уставился на Соляева с удивлением. Ладно, я сегодня поговорю с Соколом. Ренат хлопнул его по плечу и сунул в руки фляжку с вином. На следующее утро Соляев свежий и бодрый, только что искупавшийся в реке, разводил своего пленника. Додеваяся, дождался своего Штирлиц. Кинув на топчан шапку и кафтан, что носили все ангарцы, Ренат сказал, что ждет его у южной пристани, что близко детских казарм. Надев порты и натянув сапоги, мужик вышел на улицу, взявка переернувшись и зевая. По работе уже по их телу пристани, оттуда же раздавались знакомые голоса. Подойдя поближе, пленник с удивлением обнаружил своих недавних спутников, одетых так же, как и ангарцы, которые знакомились с казанцем. А Осип дружески поприветствовал его и спросил по здоровью. «Товарищи твои прибыли учиться обращаться с нашим оружием, а потом их казаки возьмут в войско за плату, сказал ему Ренат». Вскоре Бот взял курс на столицу княжества, увезя пленника с речного острова в отчины оружейной науки Ангарии. Когда Соколову сообщили о прибытии пятерых казаков с целью затесаться в ангарское общество и вступить в войско, поначалу он обрадовался. Казалось бы, вот оно, началось помаленьку, то, чего они давно ждали, появления охочих людей. Но вскоре первая радость сменилась разочарованием. Казаки оказались лишь прикрытием для появления непонятного чьего посланника. Ренат сразу понял, что заболевший казак, которого сдал ему проходивший караван с крестьянами, на самом деле таковым не является. Уж слишком за умные слова он бормотал в горячке. Да и руки его, явно неказацкого складу, и сам он, жирком заплывший дохоленый. Предстояло выяснить, чей он посланник. То, что не царский, стало ясно сразу, ведь таковому бояться нечего. Теперь у Вячеслава появилось время встретиться с ним. А до этого решили вопрос с казаками. Как оказалось, Осип и его товарищи и правду хотели поступить на службу к князю. Именно Осип подговорил на это своих друзей. А Федор, как звали, заболевшего казака, присоединился к ним перед самым их уходом. Соколов поговорил со Смирновым, связался с Цоляевым, Петренко. Все безоговорочно поддержали идеи приема охотчиков за службы людей в войска. Причем платить монеты решили и тем казакам, что были захвачены владиангарцами на границе. Только после этого Вячеслав пригласил на беседу Осипа с товарищами. Князь Ангарский согласился взять их на службу, приняв на полное двойство и за определенные в три золотые монеты жалования. Но для начала им пришлось с месяц поработать на перегрузки угля. Приходящие с угольной шахты телеги им приходилось перегружать на подходящий причал баржи. Кстати, в связи с тем, что сверхуголь был не лучшего качества, приходилось постепенно угрызаться в землю. Сейчас там был уже полноценный проход в породе. Работавшие на угледобыче люди первые в княжестве стали получать золотое удовольствие в виде монет, как и лучшее питание. Отдыхать им тоже полагалось больше, чем остальным. Работа у них была практически по кзоту, не более десяти часов в сутки с обедом. Только так можно было завлечь работника под землю. Ангарский Кремль два дня спустя. Лжеказак, назвавшийся подьячим Федором, привезенный из Удинска, наконец встретился с князем Соколом. Поначалу он попросил оставить его с князем наедине, но Вячеслав сразу же объяснил ему, что от своих верных товарищей у него секретов быть не может. А если ты и дальше собираешься играть в молчанку, пойдешь уголь копать, мне твои церемонии ни к чему, начал терять терпение Соколов, и без тебя дел много. Наконец подьячима броняло, поняв, что вся его миссия вскоре может закончиться тяжким ручным трудом, он повалился на колени и принялся говорить. Прости, князь, за дерзость и гордыню мою, подьячи я, агейка воловцев, письмоводитель из Тарского строжку, а теперь из Синесейского. Да его, да, прежний, Федор Самойлович Бельский, меня послал, а тому, божьей милостью, братья воины, письмо с холопьем своим прислал, в коем просит негласный разговор повесть с ангарским князем. А о чем разговор-то, нахмурился Вячеслав, внутри возликовав. Брат и воины, Никита Самойлович, воевода в себе же, ляху бил крепко. Он прознал государева человечка с Москвы о брусье славном, что ангарцы приказному голове Василию Беклемичеву в дар дали. Да видел, как палит оно. Бельский хочет купить у нас оружие, понял сбивчивую речь подьячего профессор Радок. Истинно так, Агей даже перекрестился. А ты из карента поднимись, нечего тут полы портами оттирать, уже натерты они, сказал подьячему ангарский князь. Но письма от самого Бельского у Агея не оказалось. Сказывалось опасение князей Никиты и Федора Бельских лезть вперед батьки, то есть царствующего Михаила Федоровича Романова. Однако Никита упрямо желал иметь в своем распоряжении ангарские ружья. Соколов объяснил Агею, что по весне ангарское посольство уйдет на Русь, и тогда Никита Бельский может рассчитывать на встречу с представителями ангарского княжества. Ну, а пока до весны можешь из злато заработать, предложил ему Сокол. А что делать надобно? Загорелись жадным огоньком глаза у подьячего. Работу найдем, улыбнулся князь. Кстати, а как ты сотника-то как рассказал Агей, после прекращения воеводства Бельского в Таре, он, следуя его указаниям и прознав, что в Енисейске есть местечко служилое, подал челобитную на перевод в ближний к Ангаре острог. А там, осмотревшись, случаем выяснил, что некоторые из казаков об ангарском княжестве речи ведут. Прислушивался Агей, кивал, да вопросы задавал. Ему чернильной душе казаки улыбаясь и подначивая, снисходительно рассказывали всякое, и были небылицы. Запоминался Агей, да обратил внимание на нескольких казачков, что особо лестные речи вели, ну и постепенно набивался в дружки к ним. Среди них был и сотник Осип, служивший еще с прежним воеводой Беклемишевым, которого новый воевод Измайлов желал убрать с глаз долой. Осип же, также недовольный нелестным к нему отношением Измайлова, участвовал в казачьих пересудах, а потом и вовсе предложил подячим убежать с ним в Ангаре вместе с недавно пришедшими с Руси крестьянами. Пробравшись промеж лапотников на ладью, они отправились в путь, а когда ангарский самоход уже подходил к крепости, уже болезненный Агей стал советовать казакам уйти из ладьи, дабы здешний ангарский воевод не сцапал их, но он хотел пройти далее в княжество, чтобы быть ближе к соколу, а не остаться надолго в граничной крепости. Однако все пошло совсем не так, как он задумал. Болезнь, нашедшая его на ладье, все же свалила Агея, и казаки потащили его к виденному имя на дороге Острожку, чтобы сдать его ангарцам, а самим возвратиться в крепость и упроситься пойти на службу. Так он и попал к ангарцам. Занятно, только и сказал после его истории ангарский князь. Остань-ка санобед, расскажешь мне про Бельских. Ангарск. Начало октября 7147 года, 1639. Одним ранним ноябрьским утром у причала Ангарска пришвартовался паровой ботик, что пришел от Быковской пристани. На нем, помимо трех человек команды, было лишь два пассажира. Молодые мужчины во многом были похожи друг на друга, но назвать их братьями было бы сложно. Один был брюнетом с темными пронзительными глазами, второй же блондин с глазами чистого неба. В ангарское княжество они прибыли из Енисейска, придя туда с хлебным караваном. Востроги же узнав о посольском дворе Ангарии, они немедленно направились туда. И в ту же ночь на радиостанцию Владиангарска от Карпинского пришло сообщение о прибытии с Руси Тимофея Кузьмина и Никиты Микулича. Утром следующего дня от крепостного причала к острогу московского царства, попыхивая черным дымом, шел гром. Назад он вернулся уже с ними, прихватив также небольшую команду строителей, что ставили посольский острошек. Рад вас приветствовать, мужики. Ишь, возмужали как. Соклов обнял обоих по очереди. — Как семья, как отец твой? — подошел профессор Радок к Кузьмину. — Отец жив и здоров, да только захандрил. Дела плохи, на ярмарку четвертый год не ездит, на Москве лавку продал, приказчиков мало осталось. И грустным голосом сообщил Тимофей. — А как у тебя идут дела торговые? — поинтересовался Радок. — Торгуем помаленьку, пожал причем и купец. В Архангельске и Холмогорах беру крупу, муку, бересту, жерди до доски. А в Аргаеве или Киберге у урманов меняю на рыбу и продаю обратно в Архангельске. Не бог вей что, но прибыль имеется. — Женку не нашел еще? — спросил Соколов. — Да есть одна девица, буду к ней свататься. Купца Архангельского дочь Ложкина Мария — заулыбался Тимофей. — У нее и предано, видать, немалое будет, подбегнул Радок, провожая гостей в гостиную, где уже накрывали стол. — Нет, покачал головой Кузьмин, большого приданого не жду. Купец Заватий Петрович Ложкин разорится сей год, ей-ей. Да я бы и Машу без приданого взял бы, да гордый он. — Никита, а отец твой в Новоземельске — ответил на немой вопрос младшего Микулича Соколов. — Тут будет через пару дней. — Вячеслав Андреевич, князь Ангарский Тимофей потупил взор. Я прибыл к тебе с просьбой. — С какой же просьбой, Тимофей? — участливо спросил Вячеслав. — Золото дать мне в рост, поднял в глазах Кузьмин. — Да, шли. Радок с Соколовым переглянулись. Что же, разговор с купцом вышел на деловую ноту. Настала пора начинать задуманное прежде торговать, благо теперь есть чем. Нужно выходить в свет, и Кузьмин тот человек, что нужен Ангарий. Вячеслав Киту вышел из дома. Вернувшись через некоторое время, Соколов, забрав у Микулича две сумы, поставил их на стол перед Кузьминым. — Что си? — молвил сбитый с толку Тимофей. — Ну вот, смотри, указал Радок, тоже подошедший к столу. Он принялся выкладывать из сумы предметы. Перед удивленным купцом появилось разного цвета несколько кусков мыла, деревянные палочки с палец толщиной разного размера зеркала в оправе. Достал профессор и бумагу, свернутую в свитки, коробочку со спичками, стальные иглы, ножи, сабли, тонкие длинные жала с сабельной ручкой, одежду, кафтаны и штаны из грубой ткани и, конечно же, меха. — А что за палочки? — указал на карандаши Кузьмин. — Те, что, для писания? — Ага, только ножичком заточить надо. Ты посмотри, Тимофей, что из этого продать можно за хорошую цену. — А с кем торговлю что-то учинять, думаете? — осведомился купец, оглядывая заваленный товаром стол. — С Русью, урманами твоими, либо еще с кем. — Мы сами ведь не знаем, потому с тобой хотим поговорить, — улыбнулся Радек. Зеркала Тимофей отмел сразу, сказав, что на Руси святая церковь этого бесовства не потерпит. А вот немцам с кизматикам это вполне выгодно будет продать. Иглы, спичку, бумага и карандаши его заинтересовали. Мыло чуть в меньшей степени, а одежду он рекомендовал продать по пути на Русь в Томске или Тобольске. Холодное Русь он одобрил, указав на то, что потребно он и безмерно, и посоветовал также продавать стекло небольшого размера. — Так ман, а что тебе, князь, не понимал, Кузьминь? Соколов немного растерялся и взглянул на Радока. — Как зачем? Торговать надо, чтобы молва людская пошла. Развел руки профессор. — Получается, что так, кинул Вячеслав и вопросительно посмотрел на купца. — Зерцало продавать, так урманов и денег-то нет. Они только рыбу имут, а ничего более. Да и как ты, князь, торговлю с ними учинять собираешься? — А ты на что? — спокойно сказал Соколов. — Набери товар и торгуй, а потом еще заберешь. Мехов возьми, прибыток тебе будет. Кузьмин повеселел. Даже с учетом пошлины сторговаться можно будет с великой прибылью, а ежели повезет, то продать все уже в Устюге или даже в Тобольске. Хотя нет, там цену малую дадут, надо везти до Архангельска. Жаль, отец московскую лавку продал. — А что в Европе делается, Тимофей? — спросил вдруг конец Ангарский. — У немцев-то? Так то я не ведаю, только с урманами моя, твоя и толкую, — отвечал Кузьмин, уже продумывая, а не сговорится ли с Обручевым об аренде его складов. Все одно его лавка мала. — А агельским или голландским купцам можно задорого зерцало продавать, — думал Тимофей. — А что у урманов твоих делается интересного? — России набряк Мурадок. — А что у них может сделаться? — Рыбаки! Про короля своего рекут, что оде хорош он и желают для народа помощь учинить. Для Токмана злата у него зело мало, потому ее острова шатлендские выкупить не может. Да и война неудачна. На наемников того же злата не имают. И... — Погоди, что за острова? — заинтересовался Вячеслав. Соколов взглянул на Радока, но тот пожал плечами. Кузьмин тоже ничего внятного сказать не мог. Сейчас Вячеслав ушел в другую комнату. Его вдруг сильно заинтересовали эти острова. По смыслу они должны быть недалеко от Шотландии. А коли король норвежски испытывает сложности с финансами, то мы можем ему помочь малость, а заодно и острова. — Так, ну и где вы? Вячеслав открыл атлас офицера на нужной странице. — Ага, отлично. Шотландские острова нависают над всей северо-западной Европой. Недалеко порты Голландии, Англии, Франции. В принципе, неплохо. С атласом Вячеслав вернулся к Радоку и друзьям. — Смотри, Николай, сунул он карту профессору. — Слова. А у тебя лоб не горяч в случае? Ты чего удумал? — Какие острова еще? — поразился Николай Валентинович. — Ты смотри, как они расположены удобно. Там можно склады для пушнины ставить, да и для остального тоже. Флот и купить можно. Сколько они за острова просят, знаешь? — обернулся Кузьмину Соколов. — Четверть ващана, да еще спут, — растерянно произнес Тимофей. После недолгих вычислений Радок сообщил, что цена он им островам под две сотни килограммов золота. — Вячеслав, даже не думай, мы на амур людей еле собрали, у нас народу с гульки нос, что тебя на запад тянет. Там и без нас, как ящик со змеями. Вот восток близко, нечего на западе ловить, там все выловят без нас. Хочешь торговать, вот тебе Тимофей, договаривайся с ним. Радок даже несколько запыхался от столь эмоциональной речи, да и сел в кресло, с возмущением поглядывая на Соколова. Спустя некоторое время был князей и вправду спал. Он улыбнулся и примеряющим доном сказал, — Ладно, ладно, чушь спорол. Николай, ты не дуйся, спасибо за оповедь. Может, это судьба такая у нас. Ведь тогда, то есть сейчас в 17 веке, постоль ко мне шибко интересуется. Мех да мех и все, развития нет. Значит, нам надо сделать так, чтобы история не отвертелась от нашего тут присутствия. Емур надо брать в свои руки, то есть совместно с царскими казаками от них никуда не денешься, но брать надо. Радок кивнул призадумавшемуся Вячеславу на растерянных молодых людей, что стали свидетелями зело странного разговора ангарского князя с его старшим советником. Что за тихли, мужики? Идите поближе, карту смотреть будем. Как бы нам дорогу сюда облегчить для вас? Да потом и с Иваном Микуличем обмозгуем что-то как насчет нашей торговли. Дорогу до Москвы планировали до самого вечера с перерывами на обед и отдых. В итоге вышло так. Из-за ангары судно выходит на Енисей, где чуть выше Енисейска бросат якорь у перевалочного строжка. Далее сухопутный путь на телегах до реки Кеть. Спуститься по ней в Обь. Далее в Иртыш подняться до Тавды. Переход через Урал и в Каму. Далее Волга и Яка. Там и Москва. Были и другие варианты. Сначала хотели обе Уса Печора, а потом морем до Архангельска. Но дикие места, холод, опять же переход через безлюдный Северный Урал отмели этот вариант. Вечером Микулич и Кузьмин ушли принять перед сном баньку, а в кабинете остались Радок с Цоколовым. Подойдя к приоткрытому окну, профессор смотрел на Кремлевский сад, освещенный несколькими яркими фонарями, горевшими на спиртоводской пидарной смеси. Пройдемся, Вячеслав, погодка хороша. Вячеслав немедленно согласился. Погода и впрямь была неплоха. Лебеди на песне мягкой осени перед пришествием ледяного дыхания зимы. Прогуливаясь по дорожке, профессор напомнил товарищу о неисполненном обещании рассказать о Матусевиче. Корней разговаривал с Игорем, потом с Мироновым общался я. Не хочу сказать ничего лишнего, но я Игорю дам шанс проявить себя и с лучшей стороны тоже. Дома жены справятся, удивился Радок. Такие амбиции спрятать в себе невозможно, тем более состоявшемуся человеку. Ну что же, Николай, посмотрим. Нам не до жиру людьми разбрасываться. Рискнем. И Соколов рассказал ему о договоренности с Игорем Матусевичем и Корнеем Мироновым. Копальный майор со своими людьми поступал в распоряжение Алексея Сазонова, который, к слову, получил вторую после Петренка должность воеводы. Теперь после воеводства Владиангарского появлялось и Албазинское воеводство. Не бурят ли у них с Сазоновым вражды? озабоченно проговорил профессор, остановившись. И ты же что-то пообещал ему сезону профессора на дорожке. Албазин декабрь 7147 года 1639 Убивать Бомбагора Сазонову не пришлось. Решительный салонский князь уже был захвачен в плен маньчжурским военачальником Самшикой после несчастливой для Амурцев битвы. Позже по приказу хана Абахая Бомбагор был казнен маньчжурами в Мугдене столице государства Цин. Наиболее влиятельным князем на этом участке Амура стал нижнезейский князь Балдача поддерживавший маньчжуров и бывший зятем хана маньчжуров Абахая Хуан Тайдзи. Таким образом маньчжуры разбив салонов их союзников устранили последний буфер между ними самими и пока невиденными ангарцами. До этого Сазонов пытался связаться с самим Бомбагором предлагая ему помощь войск даурского князя Ивана. К сожалению тот высокомерно отказался от помощи и умертвил салонов что были посланы майором для переговоров оставив лишь одного чтобы тот передал слова князя даурцу. А Бомбагор обещал прогнав маньчжур пойти войной на Ивана. Ну и где теперь этот Бомбагор? В начале декабря Колбазину после отдыха в Умлекане вышла часть из ушедших камуру ангарцев. По льду реки пришла группа Матусевича два десятка ангарских тунгусов и бурят бекетов с частью казаков поморы. Олени тянули несколько саней с женщинами и паровыми машинами. Саней и олени у отряда было больше чем то количество с которым ангарцы пришли к устью реки Нерчи впадавшей вшилку. Дело в том, что при устройстве Нерчинского острога ангарцы подверглись внезапному нападению эвенков, но серьезного убытку те не причинили, лишь посеклись десяток человек стрелами. Пострадавшим немедленно оказали помощь, а потом отусевцы, тунгусы и казаки устроили ответный рейд по следам разбегавшихся в ужасе туземцев, тех, кто выжил после невидимых глазу горящих стрел чужаков. Добравшись по следам беглецов до становища туземцев, ангарцы от души отметелили всю властную верхушку племени, наказав им впредь, появляться у стен городка лишь со шкурками и, желательно, с большим их количеством. Забрали у эвенков и половину оленей плюс несколько легких саней. Остались же в строящемся Нерчинском остроге люди Корнея Миронова, пара десятка казаков и тунгусов, а также команда геолога Романа Векшина, что готовилась к поиску серебряных и свинцовых руд по заранее составленному плану. Сазонов, отправив еще в ноябре новых гонцов в земли казненного Бомбогора, теперь дождался их возвращения. Балдачане будут разговаривать с тобой, майор, ангарский тунгус переводил слова вернувшихся из поселка близуще Зей Солонцев. Он маньчжурский данник и породнился с ними. Князь Толга тоже его родня, причем Толга теперь еще и воевода на Сумгори Нижней Зее. По весне пойдем из Албазина на Зею, сухо сказал Сазонов. Второй раз объясним тамошним, кто по Амур уходить будет. Алексей с помощью крещенного даурского князя Шилгинея, взявшего имя Иван, уяснил посредством чего можно удержать верхушку при Амурских и Сумгорийских поселениях, что имели контакты с маньчжурами. Им нужна была защита от рейдов маньчжур и свободный доступ к рынку предметов роскоши и ремесленных изделий для повседневного потребления. Балдача похваляется, что скоро пойдет на Ивана, находился Тунгус. Они нам советуют уходить с Амура. Но если они боятся, то пусть уходят, а нам бояться некого, заявил Сазонов. Матусевич внимательно, казалось, даже не мигая, слушал майора. Алексей подробнейшим образом рассказывал спецназовцу о сложившейся на Амуре обстановке. Временами поглядывая на Игоря, Сазона пытался найти на лице опального майора какие-либо эмоции, отличные от внимательного обдумывания поступающей информации. Безуспешно. Недавний возмутитель спокойствия в княжести мог отлично скрывать их, ежели таковые вообще были. То есть мы попадаем в банку со скорпионами, если остаемся на Амуре. У нас мало информации о том, что происходит немного далее Албазина, констатировал Игорь. Информации мало, к тому же она довольно противоречива. Да я не доверяю до конца ни источникам информации, ни тем, кто ее приносит. Твои солонцы говорили о Нингуте, как о единственном месте, где амурцы меняют шкурки на железное орудие, утвари всякую мелочь, украшения. Сазонов кивнул. Значит, посмотрел на майор Аматусевич, нам нужна своя Нингута, и нужна она здесь, в Албазине, чтобы сманить ближайших амурцев в контакту. Игорь указал на то, что если наполнить бассейн среднего амура своим товаром, начиная от спичек и свечей, иголкой и котлом для приготовления пищи, кончаясь стеклянными бусами и безделушками, амурцев к себе будет гораздо проще. А там можно приниматься и за маньчжур. Но по-хорошему надо было бы дождаться момента, когда маньчжуры войдут в Пекин, посетовал Игорь. Тогда, сказал он, маньчжуры очень значительно ослабят бассейн Амура, Сунгари и Уссури, переведя боеспособных мужчин, участвовать в процессе становления в Китае власти государства Цин. Но у нас вряд ли будут эти четыре года, развил руки Сазонов. И говорят, небольшой отряд маньчжур до трех десятков человек с мелким чиновником стоит в поселке Усть-Илсейе, откуда я вывез старейшину. А они не будут терпеть самостоятельного владителя рядом с собой. Тем более, ты говоришь, что этот хрен болтача уже грозит нашему Ивану. — Какие у тебя мысли, Игорь? — спросил Алексей. — Самые простые, майор. — Надо осмотреться на местности, вернее не придумаешь. Я наведаюсь в это поселение. — Мне от тебя нужен карт-бланш, пара переводчиков и снайпер. — Карт-бланш? — нахвылился Алексей. — В каком смысле? — В смысле свободы действий, ухвылился Матусевич. — Но ты должен знать, что мы проводим политику замирения с амурцами, наставительным тоном произнес Сазонов. — Это я тебе обещаю. С амурцами все будет хорошо. Это уже моя работа, родной, можно сказать. Этим я и занимался. А через два дня группа ушла на лыжах берегом кустю Зеи. Вскоре выяснилось, что Тунгусы и Сергей Ким, снайпер из Албазина, заметно отставали от держащих рабочий темп спецназовцев. Тогда группа разделилась. Матусевич ушел вперед, как он сказал, осмотреться на местности. Пятеро лыжников с частью продовольствия и снаряжения теперь представляли авангард для остальных двадцати одного человека группы, шедших по их следам. Каждые десять километров делали десятиминутный привал, ночью ставили палатки. Иногда ночевали в редких поселках, которые у Кима в карте имели обозначение как лояльные. Однако ближе к Зее уже к исходу третьего дня пути таковые кончились. На пятый день группа, ведомая капитаном Мирославом Гусаком, поневоле остановилась у небольшого поселка. Внимание спецназовцев привлекло несколько погорелых домишек. — Смотрим, капитан, — чурясь на ярком зимнем солнце, спросил Мирослава прапорщик Прохор. — Пошли, — кинул он. — Полная готовность. Войдя в поселок, ангарцы сразу же отметили стоящую тут полную тишину, и ни одна собака не тяпнула, не было видно ни единого дымка, а лишь звенел мороз до солнца играло бликами на ослепительно-белом снегу. Никаких следов недавнего пребывания человека в поселке также не нашли, как и хозяйственные утвари или съестных припасов в пустых домах. Драматизма ситуации добавляло несколько сгоревших домов с провалившейся внутрь крышей. — Горело давно, а жители, видимо, увели отсюда. Если бы их убили, вряд ли трупы решили бы закопать, — резюмировал итоги обхода покинутого поселка Прохор. — Все забрали и ушли, значит, просидел Мирослав. — Ким, что скажешь? — Вывод один, пожал плечами корец. Налицо бывшее в реальной истории наказание и переселение лояльных нам амурцев вглубь контролируемой ими территории. — Кем ими? Маньчжурами? — спросил капитан. — Или просто людьми балдачи, кивнул Сергей. — Они исполнители. Значит, дальше будут или пустые поселения, или подконтрольный князю, ходящему под маньчжурами. Еще раз окинув зором, опустевшие поселение, Мирослав дал знак оканчивать привал и идти дальше. Попадавшиеся далее поселки, спецназовцы обходили стороной. Лишь раз с помощью языка, подтвердив слова Хима, люди князя балдачи провели рейд по берегам Амура, приводя к покорности местных жителей. Также они определяли размер Ясака для каждого поселения и уводили лучших воинов за Зею. Собирают войско, задаченно проговорил Ким. Без сомнения, кивнул Мирослав, наша задача упредить их выступление. Как говорил Сазонов, проблему амурцев из-за их вассального положения к Даурцу возникать не должно. Завтра мы должны быть на месте, близ устья Зеи. По оставленным Матусевичем знаком, понятным только людям из его команды, Лешку майора нашли сразу. Игорь второй день наблюдал за поселком, уже сделав кое-какие выводы. Палатка была упрятана в высоком снегу, бойцы же посменно уходили в стороны, где были оборудованы еще две точки для наблюдения за поселком. Матусевич, позвав снайпера, стал обрисовывать ему ситуацию. Майор рассказал ему про замеченную поселке Маньчжур и местного начальника из Амурцев. Маньчжуры живут в том доме, Матусевич указал на жилище бывшего старейшины, что был наказан Сазоновым. Мы с парнями насчитали двадцать пять, двадцать семь рыл, не больше. Чиновник с ними же, он сейчас у местного старосты, вероятно, снова хлещут хмельное, вчера то же самое было. Вот так и есть, вон он, майор указал ему на грузного мужчину в высокой, отороченной рыжим мехом шапки, что шел тяжело переваливаясь по утоптанному снегу. Рядом, согнувшись с червем, его поддерживал местный староста, сказал Игорь. Майор объяснил группе, что маньчжуры собираются тут зимовать. Они, вероятно, являются инструкторами амурских ополчений и одновременно подстегивающей их силой, чтобы солонцы и дючеры не расслаблялись. А заодно они были, наверное, самым удаленным от последнего маньчжурского городка гарнизоном. Насколько я понял из общего анализа ситуации, продолжал Матусевич, сейчас они собирают амурцев из поселений, которые им подчиняются. То есть, это своего рода призывной пункт. По весне же они, собравшись силами и дождавшись речных судов, пойдут на Албазин. Ситуация, думаю, ясна. Конечно, все было ясно, как божий день. Игорь сказал, как, по его мнению, следует поступить. Для начала нужно похитить ме, откуда они вели, наблюдение за поселком, охватив его полукругом. Однако, двое суток, маньчжур безвылазно сидел в поселке, лишь переходя из дома в дом. Ким видел, как к этому жирному борову в перерывах между возлияниями приводили упирающихся девушек. Обратно они, как правило, выходили лишь на следующий день и, прижимая ладони к лицу, брели и спотыкаясь прочь. На третий день маньчжур с небольшим отрядом в десять воинов на двух восках неожиданно ушел вверх по Зее. Отлично! Глаза Матусевича загорелись, словно у волка, чующего неотвратимый конец своей жертвы. Большая часть группы ушла к зейскому зимнику лесом, оставив лыжу первой лёжки. На опушке леса, близи спуска на замёрзший приток Амура, бойцы организовали засаду и принялись ждать возвращения Маньчжура. Вновь потянулись тяжёлые часы ожидания. В течение дня два раза проходили лень упряжки амурцев. Маньчжуров всё не было. В лесу, подальше, в чащобе бойцы разбили лагерь и каждые четыре часа бегали посменно к костру. На следующий день, к обеду, здесь и посёлок прошло лишь двое восков с мешками набитыми по всей видимости зерном. Время шло, но Маньчжур не возвращался. Вот он, воскликнул один из бойцов, закрытый в густом кустарнике выше остальных. — Всем приготовиться! Ким, на позицию! Готов к работе? — Натусевич хлопнул снайпера по плечу. — Готов, майор! Сергей уже укладывался на лежах. Бойцы подобрались, лица их посуровили, движения стали чёткими, и более ни слова на позиции произнесено не было. Команды подавались жестами, все были готовы к действию. Между тем, воски приближались к подъёму на дорогу ведущих посёлок. Неожиданно три всадника обогнали воски, стараясь успеть вперёд. — Конные, — сказал Ким одними губами Матусевич. Каждый из всадников имел по длинному древку с изогнутым лезвием, широкий колчан был приторочен сбоку. Они весело переговаривались между собой, посмеиваясь над очередной шуткой своего приятеля. — Ким, верховых снимай на повороте. — Парни, по первым коням работайте. Нужен завал на подъёме, чтобы воскини проскочили. Еле слышно давал указание Матусевич. Манджуры уже подходили к берегу, собираясь покинуть лёд реки. Тут, внезапно шедший первым, всадник нелепо взмахнул руками, словно тряпичная кукла, и вылетел из седла, оставшись одной ногой в стремени. Двое других, внисон скрикнув и вытаращив глаза, не успели натянуть по воде, как повалились в снег и затихли. Ким работал бесшумно, одновременно с ним громыхали и винтовочные выстрелы его товарищей. Свинцовые пули рвали тела несчастных животных, а одно и даже снесло полмороды. С восков раздались опли ужаса, видя быстрое убийство своих товарищей, манджуры стали разбегаться в разные стороны. Но бойцы уже перенесли огонь на них, работая с колена, не прячась. Кто-то и вовсе привстал, выцеливая улепетывающего врага. Манджуры с воем валились во слепительно белый снег. Попадание из ангарки оставляло на теле страшную рану с рваными краями, которая на морозе курилась густым паром, а сам удар такой свинцовой пули с надрезанной головкой напрочь вырубал сознание раненого. Кричали только те, кто еще пытался убежать. Через пару минут все было окончено. Войцы собирали разбердающихся коней, приканчивали раненых животных. Взарезав и последнего раненого Манджура спецназовцы собрались у восков. Манджурский чиновник же так и оставался на месте, сидя ни жив, ни мертв, и поглядывая на безжалостных убийц, он боялся даже вздохнуть. Глаза его были полны слез, ноздри вздувались, а губы вырывался лишь жалобный писк. — Феодот, — позвал Тунгус Амантусевич, — скажи ему сразу, что ему следует отвечать на наши вопросы быстро, четко и правдиво. Тунгус кивнул и заговорил с Манджуром. Тот, испуганно вздорогнул, когда услышал Феодота, не начал ошалел озираться. В скорости им овладела истерика. Поначалу он тихонько повизгивал, а потом и вовсе разрыдался, размазывая слезы и сопли по широкому лицу. Пришлось тереть ему снегом лицо и хлестать по обвислым щекам. — Кто он такой и что тут делать? — кинул Тунгус Амантусевич. Немедленным ответом было, что его зовут Цепин, и он Царгучей, то есть судья и представитель государства Цин, который присматривает за вассальными народами. — Как сойдет лед с реки и к ним придут еще воины, то они пойдут на Албазин и князя Ивана? — посмотрел на Федота Игорь. Тунгус перевел, а Маньчжур с табелей снега едва заметно кинул. — Сколько будет воинов? После долгих переговоров Тунгуса с Маньчжуром выяснилось, что воинов из числа Амурца будет около четырех тысяч. В Маньчжур же не более двух сотен. Будет и огнестрельное оружие. — Отлично, молодец, Федот, похвалил переводчика майор. — Спроси, есть ли выше ПЗ еще Маньчжуры? — Оказалось, что нет. Сам Цепин ездил в Солонский поселок сказать старейшине о том, чтобы тот к весне приходил с воинами, как было оговорено. — А заодно и потискать Солонский баб? — усмехнулся Игорь. Чиновник снова затрясся, оглядывая бойцов затравленным взглядом. — Где ближайший гарнизон Маньчжур? — Оказалось, что только близ с Устья-Сунгари, здесь же в округе более никого из них не было. — Сколько же там воинов у Сунгари? Точного числа солдат Дзаргучей не знал, говорил лишь, что их там не более полусотни, и потом добавил еще что-то. Матусевич вопросительно посмотрел на Федота. — Он говорит, смет ли он надеется на то, что ему оставят жизнь и позволят уйти? Толстяк сидел не дыша и с мольбой смотрел на майора. — Вероятно, Соколову да Сазонову будет интересно с ним пообщаться на отвреченные от данной ситуации темы. Заберем его. — Майор, еще воски! — крикнул боец, отняв от глаз бинокль. К месту бойни по льду Зей шло еще несколько упряжек с оленей. — Встречаем, Ким, давай наверх, страхуешь, приказал майор. Через некоторое время воски уже были возле заворота на дорогу, где совсем недавно разыгралось побоище, а трупы не успели окоченеть. На оленях шли амурцы, три воска, человек восемнадцать. Передний восок уже заползал с зимника на берег, когда ведущий оленей амурец, увидав полтора десятка воинов, пронзительно взвизнул. Заметив обезображенные трупы маньчжур, он тут же принялся нахлестывать оленей, пытаясь заставить животных повернуть обратно. — И вы! — Богдойца больше тут не борет, кричал им ангарский тунгус Федот. Несмотря на то, что у амурца было оружие, никто из них и не подумал до него дотронуться. Не мигая с посеревшими лицами, они смотрели на невиданных прежде людей, на мертвых маньчжур, на скорчившегося чиновника Цепиня, что с немалой важностью еще совсем недавно командовал в их поселении. Удаляясь от этого страшного места, амурцы еще долго разговаривались назад. Весной они точно не пойдут к Усюзеи, думал каждый из них. — Собирайтесь, парни, поедем в поселок. Матусевич уже забрался на похрапывающего жеребца и теперь поглаживал его по шее. — А ну, давай назад! Мирослав Гусак пытался убрать маньчжура спередка воска, но тот только пучил в страхе глаза, не понимая капитана. Лишь не сильно ударив пленника кулаком по носу, Гусак добился смех у столпившихся рядом бойцов. Из-под слетевшей меховой шапки выскочила туго сплетенная коса и обернулась вокруг шеи пленника. До поселка добрались без приключений. Лишь раз встретилась шедшая навстречу пряжка оленей. Испугавшийся было Амурец принялся уводить животных с дороги, пытаясь ехать в сторону. Ангарцы на него не обращали внимания, продолжая свой путь. Амурец же провожал глазами, боясь их шевельнуться. Проезжавший мимо него на коне молодой тунгус, картинно поигрывая винтовкой, озорно подмигнуло пешившему Амурцу и, задрав голову вех, рассмеялся. Нагарец группа достигла поселка. Судя потому, что их приняли за возвращающийся отряд цепиня, ворота были открыты, а навстречу им вышло два маньчжурских воина. Сходу они были застрелены, получили остальные маньчжуры. Амурцы, заметив чужаков и избитвы их нычущего маньчжура с ними, который уже немало причинил им огорчений и не думали сопротивляться вошедшим в их поселок незнакомцам, ворвавшись в дом, спецназовцы убили последних оставшихся в живых маньчжур и заодно и бывшего с ними старосту деревни, что становилось уже традицией. Людям же ангарцы объявили, что теперь старост будут назначать в старосты совсем никудышные. Все, кого согнали маньчжуры, завтра с утра должны покинуть это поселение и уходить в свои поселки, объявлял Федот. Весной сюда не приходить, маньчжур тут больше не будет. Васильева, январь 7148 года, 1640. 10 семей волжан, среди которых были из-за Сурска, в конце концов, определили на поселение в крупное по местным меркам село близ Великого озера. Тут находилась лесопилка, в которой должен был работать отец Ивашки. Мать-мальчика, умевшая прилично ткать, тоже получила работу наряду с другими женщинами. Жили волжане покуда в бараке, таком же, как и в Новоземельске. Игнату, отцу Ивашки, показали его земельный надел, покрытый покуда белым ковром снега. Увиденным волжанин остался весьма доволен, земли достаточно, врагов нет, только работай. А к Ивашке уже на второй день пришел Максим, учитель из местной школы, и, забрав его и остальных детей из переселенцев, правда, под хмурые взгляды родителей, повел их в школу. Но от Ивашки также ушла в школу вслед за сыном. Родителям первое время было позволено находиться в классе, сидя на лавке вдоль стены. В тот день учитель Максим рассказывал о системе мер и весов, принятых в княжестве. Конец книги читал Сергей Ларионов. Субтитры создавал DimaTorzok